Танака Йосики. Легенда о героях галактики. Том 1. Пролог. Краткий очерк по истории галактики. В 2801 году правительство миров, населенных людьми, с Земли, третьей планеты Солнечной системы, было перенесено на теорию, вторую планету системы Альдебаран. Было объявлено о создании Галактической Федерации и начале нового отсчета летоисчисления с первого года новой космической эры, эры открытия тайн галактики Млечный Путь и начало звездной экспансии человечества. А войны и мятежи, бывшие значительной частью истории последнюю сотню лет, наглухо тормозили продвижение человечества в космос, и уже от одного этого хлынувшая, наконец, энергия поселенцев приняла характер взрывной волны. Существовали три причины для столь резкого развития. Доказательство теории подпространственных прыжков, освоение контроля над гравитацией и технологию управления инерцией. В этих направлениях наука совершила прорыв, и люди, желающие расширить свои горизонты, повели космические корабли в глубины Звездного моря. «Вперед и только вперед!» Таким был девиз того времени. Человечество было на подъеме. Люди с рвением, с энтузиазмом стремились к общей цели. Сталкиваясь с трудностями, они не впадали в уныние, а отважно преодолевали любые препятствия. Они были полны энергии, и, можно сказать, в большинстве своем являлись безнадежными оптимистами. Золотой век наполнены духом новизны и прогресса. Но существовало несколько причин, не дающих назвать эпоху совершенной. Одной из главных причин являлось существование космических пиратов. Многие из них являлись выродившимися наследниками предыдущей эры. В 2700-х годах колонии Земли и Сириуса боролись за контроль над человечеством, зачастую используя частные флоты и каперов, чтобы навредить экономике врага. Среди пиратов встречались и благородные борцы за свободу, сражающиеся с флотами федерации, что часто становилось сюжетом телепередач. Но на самом деле все было куда более прозаично. Однако большинство пиратов работали на продажных политиков и занимались обычным грабежом, заодно помогая своим покровителям проворачивать политические авантюры. Те, кто жил на окраинных планетах, называемых фронтиром, пограничьем, боялись их как огня. Пираты избирали своей целью приграничные маршруты, неожиданно появлялись в разных местах, и потому количество кораблей, снабжающих фронтир необходимыми припасами, сокращалось. А сами товары дорожали, ведь к их стоимости добавлялись еще и расходы на обеспечение безопасности. Недооценивать важность этой проблемы было нельзя. В противном случае недовольство и обеспокоенность жертв постоянных набегов лишь нарастали бы. Вызывая недоверие к правительству федерации и мешая развитию пограничных планет, на которых мало кто хотел оселиться. В 106 году космической эры Галактическая федерация приняла решение очистить космос от пиратов. Эта миссия была поручена адмиралам М. Шуфрину и С. Вуду, и они сумели выполнить ее за два года. Хотя это было не так-то просто. Как писал впоследствии в своих мемуарах, известный своим острым языком адмирал Вуд, «Перед нами был сильный и умный противник, а наши войска были неопытны. К тому же мы не пользовались особой поддержкой у народа, зачастую нам приходилось иметь дело с предателями. Проклятье! Да я и в себе-то уверен не был!» Когда адмирал Вуд начал политическую карьеру, он всегда играл роль упрямого старика. И коррумпированные политики и промышленники были для него врагами, с которыми следовало бороться. Социальные болезни общества продолжали возникать одна за другой, но если сравнить его с отдельным человеческим организмом, это было подобно легкой кожной сыпи. Полностью изжить ее невозможно, но при правильном лечении пациенту ничего не угрожает. А раз операции не требовалось, то человечество продолжало идти вперед, не обращая внимания на мелкие неурядицы. Но было одно место, в котором общество вырождалось быстрее, чем в других. Земля. Родина человечества. Где раньше располагалось правительство всей цивилизации. Эта планета исчерпала свои ресурсы, и ни в политическом, ни в экономическом плане никогда уже не сможет восстановить свое прежнее влияние. Население ее тоже быстро сокращалось, пока там не остались одни старики, держащиеся за свои никому не нужные традиции. Суверенитет ее признавался лишь по той причине, что этот одряхлевший мир никому не был нужен. Когда Земля еще была политическим центром галактической системы, она накапливала богатства, выкачанные из колоний путем безжалостной эксплуатации, но все это куда-то пропало, исчезнув даже из памяти. Но, наконец, подобно раковой опухоли по телу человеческого общества стал распространяться застой, и тень так называемой средневековой стагнации легла на человечество. В сердцах людей усталость и лень взяли верх над надеждой и амбициями. Пессимизм над оптимизмом, колебания над действием. Не было больше научных открытий и новых разработок. Демократическое и республиканское правительство в борьбе за власть выродилось в систему, постоянно обманывающую людей. Планы по развитию пограничных систем приостановили, множество малозаселенных планет были заброшены, общественная и культурная жизнь замерли. Люди не видели смысла в жизни и теряли правильные ценности и нравственные ориентиры, погружаясь в наркоманию, пьянство, половую распущенность и мистику. Уровень преступности рос все выше, в то время как процент их раскрываемости падал. Человеческая жизнь потеряла ценность, а высокая нравственность высмеивалась. Конечно, было множество людей, которых это пугало. Именно благодаря им человечество не уничтожило себя, уподобившись вымершим динозаврам. Они понимали, что болезнь общества нуждается в лечении. Но несмотря на то, что мысли их были правильны, большинство из них, стремясь к скорейшему излечению общества, решило использовать не долгое планомерное лечение, а сильнодействующее лекарство, имеющее множество побочных эффектов. Этим сильнодействующим лекарством была диктатура. Так была подготовлена сцена для появления Рудольфа фон Голденбаума. Рудольф фон Голденбаум родился в 268 году космической эры в семье военного. И, разумеется, пошел по стопам отца. Уже в военно-космической академии он сделался лидером группы. Будучи ростом 195 сантиметров и весом 95 килограммов, он выселся в глазах людей, как стальная башня. Казалось, в его огромном теле нет ни капли жира. Получив звание младшего лейтенанта в 20 лет, Рудольф отправился к седьмой звезде созвездия Стрельца, где поступил на службу к генеральному прокурору космического патруля. С самого начала он старался изжить в войсках четыре порока – алкоголь, наркотики, азартные игры и гомосексуальные отношения. Даже в делах, связанных со старшими по званию, он продолжал размахивать знаменами справедливости и закона, безжалостно преследуя их. Начальство сочло его слишком опасным и отправило на четвертую планету системы, стремясь избавиться от такой занозы. Это был опасный регион, называемый «Дорогой пиратов». Но Рудольф показал себя умным политиком и безжалостным воином и разгромил пиратов, за что удостоился прозвище «Второй Вуд». Он сжег даже те корабли, чьи экипажи готовы были сдаться и подвергнуться суду, и хотя это вызвало критику некоторой части общества, она была погребена под многочисленными восхвалениями. В эту эпоху застоя граждане Галактической Федерации задыхались от скуки и запретов и потому с радостью приняли этого молодого харизматичного героя. Рудольф вышел на политическую сцену в очень беспокойное время, став на ней новой звездой. В 296 году космической эры 28-летний Рудольф подал в отставку в чине майора, обратился к политике и стал лидером Национальной лиги реформ. Благодаря своей известности ему удалось собрать многих молодых политиков. С каждыми новыми выборами невероятная популярность Рудольфа все нарастала. Умело используя всеобщее равнодушие и социальные волнения, он смог построить мощную политическую базу. На всеобщих выборах Рудольфа выбрали премьер-министром, а затем, воспользовавшись лазейкой в Конституции, не запрещающей совмещение постов, он стал и главой парламента. Эти два поста не принято было совмещать из опасения, что власть человека, занимающего обе должности, станет неограниченной. И это действительно было так. Не было никого, кто мог бы оспорить политическое влияние Голденбаума. В массе свои люди стремятся избежать ответственности и самостоятельных решений. Возвышение Рудольфа наглядно иллюстрирует это. В демократическом обществе за некомпетентность политиков ответственны люди, которые их выбрали. При диктатуре же люди могут свободно и бездумно критиковать власть, не считая себя участниками процесса. Напишет много лет спустя историк Д. Синклер. Справедливо или нет, это критическое замечание, но в то время народ и в самом деле от всего сердца поддерживал Рудольфа. «Мы хотим сильной власти! Мы хотим сильного правителя! Мы за сильные законы!» Под такими лозунгами, не допуская ни малейшей критики в свой адрес, Рудольф фон Голденбаум стал сначала пожизненным консулом, а затем в 310 году милостью богов его величеством кайзером Галактического Рейха. Многие стали проклинать собственную глупость и то, что они не воспользовались уроками истории. А те, кто всегда был против Рудольфа, теперь кипели от ярости. Но тех, кто поддерживал его, все еще было гораздо больше. Один республиканец, Хасан Эль Саид, написал в своем дневнике в день коронации Рудольфа. «Я слышу, как с улицы доносятся голоса. Толпы людей кричат приветствие Рудольфу. Сколько же дней должно пройти, прежде чем они поймут, что приветствовали своего палача? Впоследствии этот дневник был запрещен к распространению имперскими властями под угрозой казни. А день, когда была сделана эта запись, стал последним днем календаря космической эры. Со дня основания империи началось новое летоисчисление. В этот день прекратила свое существование Галактическая Федерация и появилась Галактическая Империя, управляемая династией Голденбаумов. Рудольф Первый стал первым монархом, правящим всем человечеством, его необычайные способности были несомненны. Благодаря его стальной воле и вере в дисциплину, был перестроен бюрократический аппарат, а с государственной коррупцией было покончено. Как считал Рудольф, лень, роскошь и упадничество как стиль жизни были неприемлемы и запрещены. Его жестокость снизила количество преступлений, в том числе и совершаемых несовершеннолетними. Многие болезни общества были ликвидированы. Однако стальной гигант, император Рудольф Первый, был неудовлетворен. Его идеалом являлось общество под сильным руководством, организованное и единое. Веря в свою непогрешимость, Рудольф полагал, что критика и разномыслие разрушают единство и расшатывают систему. Поэтому тех, кто их проявляет, не должно быть. Итак, он, наконец, начал жестокие репрессии, направленные против оппозиции. Сигнал к репрессиям был дан вышедшим в девятом году по имперскому календарю законам о ликвидации генетических дефектов. Законы Вселенной гласят выживает наиболее приспособленный, побеждает сильнейший. Плоть слабого – пища для сильного, огласил Рудольф свою позицию подданным. И человеческое общество – не исключение. Общество, где множатся аномалии, теряет жизненную силу, скатывается к вырождению, а я желаю человечеству процветания. Таким образом, мой священный долг как правителя – исключить все факторы, ослабляющие человечество. Это был откровенный призыв к уничтожению инвалидов, нищих и прочих низших существ. Дефективных обязывали к стерилизации. Людей с психическими расстройствами приговорили к автаназии, социальную помощь малоимущим практически отменили. Для Рудольфа быть слабым само по себе являлось непростительным грехом. Те, кто должен был быть защищен, подверглись гонениям. Когда этот закон провозгласили, даже те, кто прежде слепо поддерживали Рудольфа, почувствовали страх. Не так уж много среди них было тех, кто мог назвать себя сверхчеловеком. А не слишком ли это? задавались они вопросом. Мнение людей, упрекавших императоров жестокости, выразили последние представители республиканской фракции в парламенте. Но это выступление привело лишь к тому, что Рудольф нанес решительный контрудер. Он навсегда распустил парламент. На следующий год при Министерстве внутренних дел было основано Бюро по защите общественного порядка для борьбы с политическими преступниками. И с энтузиазмом взялось за работу. Представителем этого комитета стал наперстник Рудольфа Эрнст Фальстронг. Руководствуясь незаконом, но правосудием, он отдавал приказы об арестах, ссылках и других наказаниях. Это было сочетанием силы и власти. Политика террора быстро захлестнула все человечество. В те времена ходили мрачные шутки. Не хочешь получить смертный приговор, не попадайся в полиции. Если попался Бюро, придется умереть. И это действительно было так. Но официально не было вынесено ни одного смертного приговора. Одних людей убивали в камерах, пытали, ссылали на бесплодные планеты, другим делали лоботомию, кололи наркотические препараты, кто-то умирал в тюрьмах естественной смертью, либо от несчастного случая. Количество таких жертв составило около 4 миллиардов. Это число не превышало 1,3% от общего числа населения империи, и потому Бюро безо всякого стеснения рапортовало «Большинство людей поддерживает нашу работу для достижения общественного спокойствия и повышения благосостояния. И ни один преступник не уйдет от правосудия». Конечно, это большинство было в массе своей запуганно кошмарной судьбой тех 4 миллиардов и, будучи объята ужасом, не высказывало вслух своих возражений. Помимо подавления оппозиции, Рудольф также создал лояльную императорской власти аристократию, избрав для этого выдающихся людей, которых наделил привилегиями. Все они принадлежали корейской расе, и всех Рудольф наделил фамилиями, принятыми в Старой Германии, где, как он верил, не было признаков вырождения. Фальстронг за свои заслуги получил титул графа, однако по пути домой на выявленного графа встретили террористы из подпольной республиканской организации и прикончили его с помощью нейтронной бомбы. Рудольф, узнав о гибели своего ставленника, был очень опечален и казнил 20 тысяч подозреваемых, отведя таким образом душу. На 42-м году имперского летоисчисления в возрасте 83-х лет окончилась жизнь великого императора. Тело его все еще было сильным, но сердце не выдержало постоянных нагрузок и стрессов. Однако нельзя сказать, что император умирал в умиротворении. Все четыре ребенка, которых родила императрица Елизавета, были девочками. За честь наследника император так и не смог. Хотя его последняя фаворитка, Магдалена, и родила мальчика, поговаривали, что он родился слабоумным. Официальные хроники об этом омалчивают, однако не только Магдалена, но и все ее родственники, а также врачи и медсестры, были убиты. Этот факт косвенно свидетельствует, что ходящие по империи слухи были правдивы. Возможно, судьба таким образом отплатила Рудольфу, который своим законом об уничтожении дефективных элементов надеялся с помощью Евгеники улучшить человеческую расу. Чтобы не рухнула его вера в собственные здоровые гены, Магдалена должна была умереть. Конечно, в слабоумии ребенка не могли быть повинны его, великого императора, гены. Значит, виновата Магдалена. После смерти Рудольфа корона Галактической империи была возложена на Сигизмунда, сына Катарины, старшей дочери Рудольфа. В то время ему было только 25 лет, и ему помогал править галактикой его отец, герцог Иоахим Ноэш Тауфен. Когда Рудольф умер, по всей империи вспыхнули республиканские мятежи. Восставшие думали, что теперь, когда исчезло его руководство, его харизма, империя вскоре должна была распасться. Но они ошиблись. За 40 лет своего правления Рудольф создал новую аристократию, армию и бюрократию, доведя их до такого уровня, какой республиканцы не могли представить. Управлял этой системой отец его величества, первый министр Иоахим Ноэш Тауфен. Он был крестным сыном Рудольфа, которого тот выбрал очень тщательно, и именно под его хладнокровным руководством все мятежи были подавлены в зародыше. Более полумиллиарда мятежников были убиты, а члены их семей, свыше 10 миллиардов человек, лишены гражданских прав и низведены до положения рабов. Республиканцам вновь пришлось готовиться к долгой зиме. Станет ли эта зима вечной под твердой властью диктатора? Этот вопрос волновал многих. После смерти Иоахима бразды правления принял сам Сигизмунд, а после его смерти императором стал его старший сын Рихард. Тому наследовал его первенец Отфрид. Поколение за поколением власть потомков Рудольфа не оставляла противникам никакой надежды. Однако даже под толстым слоем льда вода продолжает течь. В 164 году от основания империи потомки мятежников, живущие на каторжной планете в звездной системе Альтаир, совершили побег на самостоятельно построенном космическом корабле. Их план вынашивался и осуществлялся несколькими поколениями. Несколько раз из-за своих ошибок они оказывались на грани провала. Могил республиканцев становилось все больше, вместо погребальных речей над ними звучали насмешки членов бюро, однако выжившие продолжали дело погибших. И вот, наконец, они достигли цели, а реализация плана заняла всего три стандартных месяца. Этот план родился из детской игры. На седьмой планете системы Альтаир, где каторжники зарывались все глубже в землю, добывая Теллу Рецезий, царила вечная зима. Дети каторжников тайком от надзирателей мастерили изо льда маленькие лодки и играли, запуская их плавать. Молодого человека по имени Али Хайнессон, случайно увидевшего это, осенила идея. На этой богом забытой планете полуна материала для строительства космического корабля. Пусть нет влаги, но зато есть сухой лед. Али Хайнессон решил использовать толщу льда, заполнившую каньем. В огромной глыбе льда длиной 122 километра, шириной 40 километров и высотой 30 километров выдолбили пустоты под ходовую часть, жилые помещения и склады под провизию, превратив ее в космический корабль, на котором можно было улететь с планеты. Ведь до тех пор самым слабым местом плана были именно материалы для корабля. Нужно было либо незаконно провести их на планету, либо как-то изготовить под самым носом у комитета. Малейшая неудача и каратели вновь безжалостно пройдут по планете. На лед же местные власти просто не обращали внимания. В космосе при абсолютном нуле можно было не бояться таяния льда. Если изолировать ходовую часть тяжелые отсеки, лед продержится достаточно долго, чтобы они могли сбежать и найти планету, пригодную для жизни и незаселенную людьми. Конструкция корабля также позволяла восстановить его на ходу, используя материалы, полученные из дрейфующих астероидов. Сверкающий белый корабль из сухого льда назвали в честь иона Фазыкаша, первым придумавшего в детстве мастерить ледяные лодки. 400 тысяч человек, мужчин и женщин, погрузившись на корабль, покинули систему Альтаира. Это был первый шаг путешествия за 10 тысяч световых лет, как позже назвали историки эту авантюру. Преследуемые флотом империи, они совершили посадку на безымянной планете и там, скрываясь под поверхностью, построили 80 кораблей, на которых совершили прыжок в глубины галактики. В этом пространстве их поджидали звезды-гиганты, звезды-карлики, пульсары. Множество опасностей посылало беглецам изменчивая судьба. На этом долгом и трудном пути погиб в результате несчастного случая их лидер Олег Хайнессон. Нгуэн Ким Хью, его близкий друг, занял его место. К тому времени, как корабли прошли опасную зону, он с возрастом почти потерял зрение, но смог провести их к цели, в скоплению звезд среднего возраста. С тех пор, как они сбежали с Эль-Таира, прошло более полувека. Новым звездам давали имена финикийских богов Баала, Астарты, Мелькарта, Хадада и прочих. Местом высадки стала четвертая планета системы Баала, названная Хайнессон, в честь их погибшего предводителя, дабы увековечить его имя. Путешествие за 10 тысяч световых лет завершилось в 218 году по имперскому календарю, но избавившись от имперского ига, люди отказались и от имперского календаря и решили восстановить летоисчисление космической эры. Сами себе они называли наследниками галактической федерации и гордились этим. У Рудольфа же они считали никем иным, как трусливым предателем демократии. Так, в 527 году космической эры был основан Союз Свободных Планет. Первых граждан Союза насчитывалось всего 160 тысяч, так как многие погибли в этом долгом путешествии. Хотя рано было говорить, что человечество разделилось на две части, горстка основателей Союза Свободных Планет взялась за строительство нового мира с беспримерным усердием и самоотдачей, и их усилия вскоре были вознаграждены. Правительство стимулировало рост населения и оно стало быстро увеличиваться. Политическая система пришла в порядок, промышленность и сельское хозяйство развивались. Казалось, что вернулся золотой век Космической Федерации. Неудивительно, что в 640 году космической эры границы Союза Свободных Планет и Галактической Империи встретились. Столкнулись два патруля военных космических кораблей. В отличие от готового к этому Союза, для Империи это стало как гром среди ясного неба. И патруль Союза одержал в том столкновении победу и с триумфом вернулся на Родину. Однако получивший заряд из нейтронной пушки боевой корабль Империи, прежде чем превратиться в огненный шар, успел послать срочное сообщение на свою базу. Имперские чиновники, подняв старые записи в компьютерах, нашли сведения о побеге рабов Сальтаира, случившемся более ста лет назад. Те, кого они считали погибшими, оказались живы. На поиски укрытия мятежников снарядили карательную экспедицию большой численности. Но эта экспедиция была полностью разграмлена силами Союза. Причину поражения имперских войск, численно превосходивших противника, было несколько. Солдаты устали от долгого перехода морально и физически, снабжения армии было недостаточно, командиры недооценили боевой дух и военную силу противника, план сражения был слишком примитивен. Все это привело к тому, что войска Союза, имеющие более компетентных командиров, одержали победу. Лен Пял, командующий войсками Союза, был любителем поесть, выпить и погоняться за юбками. И частенько заслуживал презрительных взглядов правителей Союза следующим древним пуританским принципом, но они не могли не признавать его военного гения. Его помощник, Иозов Топпарол, которого прозвали Нытиком, всегда жаловался, если ему приходилось сталкиваться с работой и требующей усилий. Но при этом он был глубоким знатоком теории, и его по праву можно было назвать живым стратегическим компьютером. Им обоим было около тридцати, но проведя знаменитое окружение в системе Дагон, одной из самых успешных ловушек военной истории, они стали величайшими героями со времен основания Союза. Эта победа дала возможность Союза расширить свои границы. Инакомыслящие в империи, узнав, что есть сила противостоящей диктатуре, начали толпами эмигрировать за пределы империи, рекой выстремившись в Союз. После смерти Рудольфа Великого прошло уже три столетия, и имперская система расшаталась, а авторитет бюро, когда-то сумевшего укрепить ее, упал. Недовольные голоса в империи звучали все громче. Союз свободных планет встречал всех с распростертыми объятиями. Не только республиканцев, но даже аристократов, потерпевших поражение в придворных интригах. Из-за них стала меняться внутренняя сущность Союза. С первого же контакта Галактической империи Голденбаумов и Союза свободных планет началась затяжная война, которая, однако, породила необходимость в нейтральной зоне для невоенных контактов. Результатом этого стал автономный доминион Феззан. Выбрали звездную систему Феззан, находящуюся между двумя враждующими сторонами, и сделали ее доминионом империи, обязанным платить налоги, но в остальном находящемся на полном самоуправлении, а главное, имеющим право входить с Союзом свободных миров в дипломатические и торговые отношения. Империя считала себя единственной человеческой державой, отказываясь принимать любые другие сообщества. Они считали Союз свободных планет повстанческой организацией, армию Союза войском мятежников, а правителя Верховного Консула Совета Союза Свободных Планет лидером повстанцев. На выходе с земли Леопольд Лап с удивительным энтузиазмом продвигал идею создания автономного доминиона и, истратив целое состояние на взятки, сумел разрешить этот вопрос. Правитель доминиона был человеком, который от лица императора управлял системой, надзирая за торговлей с Союзом и выступая иногда в качестве дипломатического посредника. А поскольку они были монополистами в этой области, благосостояние Феззана росло не по дням а по часам. И хотя сам доминион был мал, его силу нельзя было игнорировать. Империи и Союзу редко предоставилась возможность закончить войну. В 398 году по имперскому календарю в 707 году космической эры на трон империи сел Манфред Второй, один из незаконных детей императора Хельмута, в детстве избежавший смерти от рук убийц и поначалу нашедший приют именно в Союзе, где воспитывался в духе свободы и равенства. Поэтому, придя к власти, он попытался заключить с Союзом мирный договор и провести политические реформы в империи. Но молодой император, на которого возлагалось много надежд, процарствовав меньше года, погиб от рук убийцы. И в отношениях двух государств вновь наступило охлаждение. Надежды на мир обернулись прахом. Хотя убийцей Манфреда был аристократ из реакционной партии, он сыграл на руку торговые монополии Физзана. И потому поговаривали, что именно Физзан стоял за этим происшествием. На исходе восьмого столетия космической эры империя утратила прежнюю организацию и контроль, да и Союз уже мало походил на то, что виделось в мечтах протяжное противостояние, все продолжалось. Согласно подсчетам экономистов, сравнивающих эти три силы, Галактическая империя имела 48%, Союз 40%, а Доминион Физзан 12% от общего числа ресурсов Галактики. Население Галактической Федерации в лучшие времена насчитывало до 300 миллиардов человек. Но теперь, после войн и разрушений, значительно сократилось. В империи 25 миллиардов, в Союзе 13 миллиардов, в Физзане 2 миллиарда жителей, такова была численная расстановка сил. Эту ситуацию смог изменить один молодой человек, появившийся на Одине, третьей планете в системе Валгаллы, названной в честь верховного бога древних германцев, где Рудольф основал столицу империи. Это был юноша с чистым и прекрасным лицом, и его звали Райнхард фон Лоенграм. Родился Райнхард в 467 году по календарю империи или 776 году космической эры. Он происходил из рода фон Мюзель, знатного, но бедного. Когда ему было 10 лет, его 15-летняя сестра Анны Розе стала фавориткой императора Фридриха IV, другими словами, его любовницей. Это навсегда изменило жизнь Райнхарда. Подросток с золотыми волосами и холодными голубыми глазами, в 15 лет он был принят в имперскую гвардию младшим лейтенантом. Так император выразил благоволение своей любовнице. Однако дальше он продвигался лишь благодаря собственным необычайным способностям. К 20 годам Лоенграм был награжден титулом графа и званием адмирала имперского космического флота. Столь быстрое продвижение было возможно лишь в тоталитарном обществе. Но с ростом положения возрастала и ответственность. Чтобы доказать, что он не только младший брат любовницы императора, Райнхарду пришлось показать все, на что он способен. С другой стороны, почти в то же самое время у Союза тоже появился Козырь. Молодой талантливый стратег, родившийся в 767 году и призванный в армию в 20 летнем возрасте. Не имея ни малейшего желания делать военную карьеру, Ян так и остался бы среди тех, кто наблюдает за ходом истории, но не направляет его, если бы не случайный поворот судьбы. Есть вещи, которые приходится делать независимо от нашего желания. Так он впоследствии говорил. В отличие от Райнхарда, всеми силами пробивавшегося наверх, Яну профессия военного была не по душе. И он всегда мечтал об отставке, мечтал об освобождении, которое позволило бы ему жить тихой и уединенной жизнью. В 796 году космической эры, 487 году по имперскому календарю, Райнхард приверл флот из 20 тысяч кораблей, чтобы поставить на колени мятежников, именующих себя союзом свободных планет, и заставить их подчиниться власти его императорского величества. Таков был приказ, исполнением которого Райнхард намеревался упрочить свой статус. Флот Союза, который он должен был перехватить, насчитывал 40 тысяч кораблей, и Ян Венли был в этом флоте одним из офицеров. Райнхарду, графу фон Лайнграм, на тот момент было 20 лет, Яну Венли 29 Глава первая Вечные ночи Зигфрид Кирхиаис, капитан первого ранга флота Галактической Империи, выйдя на мостик, невольно застыл на мгновение, охваченный благоговением перед лицом космической бездны, украшенный бесчисленными искрами звезд. Он словно плавал в бесконечной темноте, но это обманчивое ощущение быстро исчезло. Вспомнив, что он находится на капитанском мостике флагманского линкора Брунгильда, Кирхиаис оторвался от изображения на огромном полусферическом экране и огляделся. Освещение было приглушено, и в полутьме просторные комнаты между многочисленными приборами, компьютерами, терминалами связи, большими и малыми экранами сновали люди, напоминая беспорядочно суетящуюся его носу ловил едва заметный запах, в котором с восстановленным кислородом смешивались запахи адреналина и электронного оборудования, создавая знакомую всем идущим в бои солдатам смесь. Рожеволосый молодой человек шагнул вперед к месту командира. Хотя он по праву заслужил звание капитана первого ранга, но ему все еще не было даже двадцати одного года. И иногда он остро чувствовал несоответствие своего возраста и положения. воспринимать это столь же небрежно, как его непосредственный начальник. Граф Райнхард фон Лоенграмм, откинувшись в кресле, что-то внимательно разглядывал на экране. Кирхиайс подошел к нему, чувствуя почти осязаемое давление звуконепроницаемого силового поля. Стоящие дальше пяти метров от Райнхарда не могли подслушать разговора. «Любуетесь звездами, ваше превосходительство». Услышав голос Кирхиайса, Райнхард выпрямился в кресле. Несмотря на то, что он сидел, было видно, что его тело, затянутое в черный с серебряными вставками мундир, принадлежит человеку мужественному и энергичному. Райнхард был красивым и элегантным молодым человеком, обладающим красотой античной статуи, словно шедевр древнего мастера. Золотистые волосы обрамляли овальное, правильные формы лица. Нос и губы также были идеальной формы. Однако острый ледяной взгляд его голубых глаз ясно показывал, что его обладатель отнюдь не безжизненная статуя. Женщины при дворе говорили, что у него красивые глаза честолюбивого человека, а мужчины называли их не иначе, как глазами опасно одержимого. «Да, звезды прекрасны», ответил Райнхард и посмотрел на своего ровесника и друга. «Неужели ты еще подрос?» «Нет, сто девяносто сантиметров, как и два месяца назад. Не думаю, что смогу вырасти еще выше». «Да уж, на семь сантиметров выше меня, пожалуй, и вправду хватит». В его голосе послышалось эхо мальчишеской теги к соперничеству. Кирхиаис чуть заметно улыбнулся. Шесть лет назад они были почти одинакового роста, и когда он начал резко вытягиваться, обгоняя друга, Райнхард даже обиделся. Вряд ли кто-то еще смог бы заметить в жестком характере графа Лоинграма эту детскую черту. «Кстати, ты по делу?» «Да, мы получили данные со скаутов по флоту мятежников. Как и ожидалось, они приближаются к нам с трех сторон. Могу я воспользоваться экраном?» Золотоволосый адмирал кивнул, и Кирхиаис начал набирать команды на приборной панели. На экране показались четыре стрелки. Они приближались к центру изображения слева, справа, сверху и снизу. Нижняя была красного цвета, остальные зеленого. Красная стрелка изображает наш флот, зеленый флот противника. Прямо перед нами четвертый флот мятежников в численности около 12 тысяч кораблей. Расстояние до него 2200 световых секунд, если сохранять прежние скорости курс, мы вступим в боевое столкновение не позже, чем через шесть часов. Палец Кирхиаиса скользил по экрану. Слева приближается второй флот мятежников, численностью 15 тысяч кораблей, расстояние 2400 световых секунд, а справа шестой флот, численностью 13 тысяч, расстояние 2050 световых секунд. Начало развития системы антигравитации, чьи волны не фиксировались радарами, а также использование материалов, не отражающих радиоволны, привело к тому, что радар как средство обнаружения противника вот уже несколько столетий постепенно отмирал. Люди могли полагаться лишь на традиционные методы, такие как кораблеразведчики и спутники-шпионы. Собранные таким образом данные приходилось обрабатывать, внося поправки на время и расстояние. Поэтому единственным быстрым, хотя и неточным способом локализации противника оставалось измерение теплового излучения массы. Общая численность вражеского флота примерно сорок тысяч кораблей. Это вдвое больше, чем у нас. Похоже, они намереваются окружить нас. У наших стариков-адмиралов сейчас, наверное, лица зеленые. Нет, скорее красные. На лице Райнхарда промелькнула злорадная усмешка. Казалось, его ничуть не волнует тот факт, что превосходящие силы противника готовятся окружить их. Зеленые. И все пять адмиралов просили меня пригласить ваше превосходительство на срочное совещание. Неужели? Ведь они говорили, что не желают меня видеть. Вы не пойдете на совещание? Нет, отчего же. Я пойду. Должен же кто-то сказать им, что нужно делать. Перед Райнхардом стояли пять адмиралов. Адмирал Меркатс, вице-адмирал Штааден, вице-адмирал Фаренхайт, вице-адмирал Фогель и Контер-адмирал Эрлах. Именно их Райнхард называл стариками, хотя это и было преувеличением. Самому старшему Меркатсу еще не сравнялось с шестидесяти, а младшему Фаренхайту было всего тридцать один. Хотя по сравнению с ними Райнхард и Кирхиаис были действительно очень молоды. Благодарю вас, ваше превосходительство, что согласились выслушать наше скромное мнение. Вышел вперед адмирал Меркатс. Он был среднего роста, крепкого телосложения, почти без следов возраста, а его глаза только казались сонными. Офицером он стал задолго до рождения Райнхарда и обладал огромным боевым и административным опытом. Своими достижениями и репутацией этот человек намного превосходил Райнхарда. «Я уже знаю, что вы хотите сказать», сказал Райнхарт, возвращая формальное приветствие. «Вы хотите обратить мое внимание на то, что наш флот находится в невыгодном положении?» «Именно так, ваше превосходительство». Вице-адмирал Штааден сделал шаг вперед. Лет сорока, худой и высокий, жестким и хитрым лицом. Он был аналитиком и стратегом, отлично разбирающимся в теории военных действий. «Вражеский флот вдвое больше нашего подчисленности и окружает нас с трех сторон. Если мы вступим в битву, у врага будут все преимущества». Голубые глаза Райнхарда, пристально глядящие на Штаадена, холодно сверкнули. «Иными словами, вы считаете, что мы проиграем?» «Такого я не говорил, ваше превосходительство. Но то, что мы находимся в крайне невыгодном положении, это неопровержимый пар глаз сосредоточились на командном экране. Кирхиай снова вывел на него расположение флотов, указывая численность и дистанцию. Из-за границы звуконепроницаемого поля туда же с любопытством уставились младшие офицеры. Но перехватив взгляд Штаадена, поспешили отвернуться. Откашлившись, вице-адмирал продолжил. «Много лет назад славный имперский флот потерпел горькое поражение от рук мятежников, называющих себя союзом свободных планет. Тогда была такая же диспозиция. Вы говорите о битве при Дагоне? Да, сокрушительное и болезненное поражение». Штааден тяжело вздохнул. «Справедливость войне полностью на стороне нашего великого императора и нас его верных слуг. Но подлые мятежники использовали эту хитрую уловку, в результате чего миллионы наших храбрых солдат и офицеров лишились жизни и были похоронены в холодной пустоте космоса. Мы обязаны избежать повторения сей прискорбной ошибки. Вот почему, по моему ничтожному мнению, мы не должны позволять жадности застилать нам глаза. Нужно немедленно предпринять достойное отступление, которое не нанесет урона нашей чести. И в самом деле ничтожное мнение. Мнение невежественного старого зануды». Подумал Райнхард, а вслух сказал, «Вы, безусловно, очень красноречивы, но я не согласен с вашим мнением и не намерен отступать. А могу ли я спросить, какова же причина вашего решения? Что Адену не удалось скрыть гнев? Причина в том, что на самом деле мы находимся в очень выгодном положении». «Что?» Штаден поднял брови, Меркат поморщился словно от боли, а Эрлах и Фогель выглядели сбитыми с толку. Лишь самого молодого из адмиралов, Фаренхайта, казалось, забавляет ситуация. В его водянистых голубых глазах мелькнул интерес. Многие злословили, что он, выходец из низшей аристократии, вступил в армию только ради денег. Его флот отлично показывал себя в быстрых прорывах и был очень мобилен, но когда нужно было защищаться, ему зачастую не хватало упорства и терпения. Мне ужасно жаль, но похоже мне не дано понять мысли вашего превосходительства. Не соблаговолите ли вы объяснить нам подробней? Вежливые слова, что Адану сочились ядом. Поняв, что проще будет все объяснить, Райнхард начал. У нас есть два преимущества. Во-первых, в отличие от противника, наш флот сосредоточен в одном месте, а не поделен на части. По сравнению с каждым из вражеских флотов, мы имеем заметное численное преимущество. На лицах адмиралов отразилось недоумение. Во-вторых, так как наш флот находится в центре, то мы можем быстро добраться до каждого из вражеских флотов, в то время как противнику, чтобы добраться до поля боя, придется делать большой крюк, на что уйдет очень много времени. Теперь все внимательно слушали, что он говорит. Таким образом, наш флот имеет преимущество за счет сосредоточенности и мобильности. Что это? Как ни предпосылки к победе? Керхиайс смотрел на застывших адмиралов. Все они имели богатый опыт, все были ветеранами, но разум Райнхарда был гораздо гибче и яснее. Молодой адмирал холодно посмотрел на замершего Штаадена и продолжил. Мы не можем попасть в окружение. Наоборот, это отличная возможность сокрушить противника по отдельности. Эту редчайшую возможность мы бы упустили, если бы решили отступить. Вы забыли о нашем долге? Нам поручено уничтожить армию мятежников. Вы сказали, что достойное отступление сохранит нашу честь, но как можно говорить о чести, не выполнив поручение его величества императора? Или это оправдание вашей трусости? Райнхард обратил внимание, что при словах его величества император все кроме Фаренхайта вздрогнули и напряглись. Он решил запомнить это. «Хоть вы и говорите так, ваше превосходительство», Штааден все же попытался возразить, «То, что вы назвали отличной возможностью, это лишь ваши домыслы. Военная стратегия не подтверждает их. В истории космических войн нет успешных прецедентов». «Он не только невежда, но еще и буквоед», понял Райнхард. «Если в учебнике по военной истории не написано об удачных победив, можно создать такую запись». «Завтра у вас будет успешный прецедент». «Еще вопросы есть?» «А вы уверены в победе, ваше превосходительство?» «Да, если каждый из вас выполнит свою задачу». «Тогда быть может вы объясните ваш план подробней?» спросил Штааден, уже не скрывая подозрения. Райнхард кинул взгляд на Кирхиаиса и принялся за объяснение. Две минуты спустя внутри звуконепроницаемой области послышался крик Штаадена. «Это лишь теория! Каковы шансы, что все пойдет по вашей задумке? Ваше превосходительство!» Райнхард силой ударил по командной консоли, прерывая его. «Довольно! Разговор окончен! Его величество назначил меня командующим флота, и вы обязаны подчиняться моим приказам! Подчиняться вышестоящему долг каждого имперского офицера! Ваши жизни принадлежат мне! Если вы отказываетесь подчиняться, то волей его величества я могу лишить вас должности и покарать по закону военного времени! Не забывайте об этом!» Райнхард обвел взглядом всех пятерых, никто не ответил. Адмиралы попрощались и вышли, они не были убеждены и согласны с предложенным планом, но они осмеливались пойти против воли императора. Только Фаренхайд понял и оценил план Райнхарда, остальные же четверо считали того выскочкой, незаслуженно пользующегося влиянием. Керхиайсу с трудом удалось сдержать свои чувства. Он видел, как мешает Райнхарду его молодость, ведь по мнению опытных офицеров, он получил свое звание и титул не за собственные заслуги, а благодаря протекции своей сестры Анны Розы, фаворитки императора. Так светится хотя это была далеко не первая военная компания Райнхарда. С тех пор, как он поступил на военную службу, ему уже не раз доводилось отличиться, но каждый раз его победы воспринимали со словами «ему просто повезло» или «противник был слишком слаб». Кроме того, Райнхард не был подхалимом и не собирался никому льстить, чем вызывал еще большую ненависть. За глаза его все чаще называли «наглый белобрысый щенок». «Считаете, что все в порядке?» В серых глазах рыжего юноши читалось искреннее беспокойство. «Не переживай об этом». Молодой адмирал оставался спокоен. «Что они могут сделать? Они просто покорные трусы, не способные пойти против воли императора. Но они могут затаить обиду». Райнхард посмотрел на своего адъютанта и тихо, но весело много волнуешься. Не обращай на них внимания. Пусть они ворчат, если хотят, но завтра все изменится. Этот дурак Штаадан получит свой успешный прецедент и наконец заткнется». Адмирал поднялся и приглашающе махнул своему адъютанту. «Давай выпьем за победу, Кирхиайс. У меня есть прекрасное вино четыреста десятого года. Будешь? Разумеется. Тогда идем. И кстати, Кирхиайс, да, ваше превосходительство? Опять ты с этим ваше превосходительство. Когда мы одни не обязательно меня так называть. Я ведь уже говорил тебе. А я понимаю, просто тренируюсь, чтобы не ошибиться при посторонних. Раз понимаешь, то и не говори. Тем более, что когда мы вернемся на Один, ты и сам станешь превосходительством. И не смотри так. Тебя повысит по крайней мере до Коммодора. Это нужно отпраздновать. Проинструктировав напоследок командира корабля, капитана второго ранга Ройшнера, Райнхард двинулся в офицерскую гостиную. Кирхиайс шел за ним, обдумывая слова адмирала. Вернуться после боя и получить звание Коммодора. Похоже, молодой адмирал даже не задумывался о возможном поражении. Любой другой принял бы это за гордыню, но Кирхиайс понимал, что никому кроме него Райнхард не оказал бы такого доверия. Кирхиайсу неожиданно пришло в голову, что они знакомы уже 10 лет. Встреча с Райнхарда моего сестрой Анны Розе стала поворотной точкой в его жизни. Отец Зигфрида Кирхиайса был скромным служащим Министерства юстиции. Целыми днями он суетился между начальством, для души он разводил в своем маленьком дворике орхидеи системы Бальдра, а после еды любил опрокинуть бутылочку темного пива. В общем, он был простым, но хорошим человеком. Его рожеволосый сын Зигфрид отлично учился, прекрасно показывая себя в учебе и спорте, чем вызывал гордость у родителей. Но однажды в пустующий дом по соседству переехала обедневшая семья из трех человек, отца и двоих детей. Узнав от отца, что усталый мужчина средних лет на самом деле аристократ, Зигфрид был потрясен. Но еще больше его поразили золотоволосые дети, мальчик и девочка. С мальчиком они подружились с первого дня знакомства. Его звали Райнхард, и он был почти того же возраста, что и Кирхиаис. Всего на два стандартных месяца младше. Когда Зигфрид представился при знакомстве, он, подняв брови, воскликнул. Зигфрид? Какое обычное имя? Рыжий мальчик растерялся, не зная, как ответить на такую бесцеремонную критику, но Райнхард, не замечая этого, продолжил. Но фамилия твоя мне нравится. Звучит очень поэтично. Я буду звать тебя Кирхиаис. А вот сестра Райнхарда Анны Розе называла Зигфрида по имени, лишь сократив его до Зиг. Внешне очень похожая на брата, Анна Роза была еще стройнее и элегантней, а улыбка ее всегда ласковой. Когда они с братом знакомились с Кирхиаисом, она улыбнулась ему словно солнце, мягко светящее сквозь ветви деревьев. Зиг, надеюсь, ты подружишься с моим братом. С тех пор и по сей день он оставался вверен ее просьбе. Шли дни, много всего произошло, и вот однажды напротив соседского дома остановился лимузин, из которого вышел человек в роскошной одежде. В ту ночь из соседнего дома доносился плач Райнхарда. Отец, ты продал мою сестру, продал ее! На следующее утро, когда Зигфрид, как обычно, зашел за Райнхардом по дороге в школу, Анна Роза встретила его ласковой, но грустной улыбкой. Райнхард больше не сможет ходить с тобой в одну школу. Пусть мы были знакомы недолго, но спасибо тебе за твою дружбу, Зиг. Она осторожно поцеловала мальчика в лоб и на прощание угостила шоколадным печеньем собственной выпечки. В тот день Кирхиаис тоже не пошел в школу, до вечера просидев в парке. Укрывшись в тени марсианской сосны, чтобы его не заметил патрульный робот, он потихоньку грыз печенье, оплакивая разлуку с братом и сестрой. Когда окончательно стемнело, он вернулся домой, ожидая нагоней от родителей, но тени словом его не упрекнули. Свет в доме соседей в тот вечер так и не зажегся. Месяц спустя на дороге их дома внезапно показался Райнхард, одетый в форму императорского кадетского корпуса. Твердо глядя на обрадованного Кирхиаиса, он сказал «Давай вместе вступим в армию. Там можно быстрее получить все права взрослых. А нам нужна независимость как можно раньше, чтобы спасти мою сестру. Ты со мной, Кирхиаис? Тогда поступай в ту же школу!» Родители Кирхиаиса не возражали. Возможно, они надеялись, что он сделает карьеру, а возможно, видели, какие узы связали их сына с соседскими детьми. Как бы то ни было, Кирхиаис, как и Райнхард, сделал свой выбор. Большинство кадетов были детьми аристократов, да и остальные происходили из богатых семей. Кирхиаиса приняли туда только благодаря протекции Райнхарда и Анны Роза. Райнхард всегда и во всем был лучшим, и Кирхиаис изо всех сил старался не отстать от него. И ради себя, и ради брата с сестрой. Иногда родители приезжали навестить кадетов, но несмотря на их высокий социальный статус, они не вызывали уважения к себе. От них словно пахло гнилью и разложением. Это был запах испорченности властью. Ты только посмотри на них Кирхиаис, говорил Райнхард, не скрывая отвращения и презрения. Они и пальцем о палец не ударили, чтобы получить свои титулы. Они просто унаследовали их от предков. Будто вся вселенная создана, чтобы они могли править ею. Райнхард, нет ни одной причины, почему мы должны служить им Кирхиаис. Они частенько разговаривали на эту тему, и рыжего юношу всегда потрясала уверенность, с какой говорил Райнхард. В центре города стояла статуя Рудольфа Великого, и всякий житель империи был обязан отдавать честь или кланяться, проходя мимо нее. Так как министр внутренних дел желал отслеживать все неблагонадежные элементы, проявившие неуважение к родоначальнику династии, прямо в статую были вмонтированы камеры. Однажды, притворно поприветствовав статую, Райнхард жаром сказал «Кирхиаис, ты когда-нибудь задумывался об этом? Ведь династия Голденбаумов существовала не всегда. Ее основал Железный Рудольф, а раз он был сторонником существовавшего тогда режима. У него просто хватило силы и амбиций пробиться на самый верх. И он использовал свой шанс стать священным и непогрешимым императором, которого мы помним. Что он хочет сказать? Кирхиаис почувствовал, как его сердце на миг застыло, пропустив удар. Если Рудольф смог, то почему я не смогу? Взгляд холодных голубых глаз пронизывал Кирхиаиса. Мысли путались у него в голове, а дыхание перехватило. Это было зимой. Вскоре оба они вступили в действующую армию. В 20-м и 21-м веках от Рождества Христова наука и технологии развивались быстро, но хаотично, что стало угрозой для всего человечества. Ярким примером этого было клонирование, результат развития генной инженерии. Хотя возможности его использования были еще лишь теорией, его уже посчитали гарантией вечной жизни. Вместе с социальным дарвинизмом это привело к обесцениванию и презрению к человеческой жизни. Люди с нежелательными генами стали считаться недостойными иметь потомство. Мысль о том, что человеческая раса должна быть улучшена путем искоренения дефектных генов, набирала обороты. Эта идеология стала основой, на которой смогли прорасти идеи Рудольфа фон Голденбаума. Текст на дисплее внезапно исчез, сменяясь другим. Коммодор Ян, пройдите в комнату совещаний. Коммодор Ян, пройдите в комнату совещаний. Хотя его оторвали от чтения, но все же коммодор Ян Венли не выглядел расстроенным. Он приподнял свой берет и попытался пригладить рукой вечно растрепанные черные волосы. Он был заместителем начальника штаба Второго флота Союза Свободных Планет и его рабочее место располагалось в углу капитанского мостика флагманского корабля флота Патрокла. Он втихаря загрузил электронные книги в рабочий компьютер, который должен был использоваться только для расчетов военной стратегии и теперь иногда тайно наслаждался чтением, так что не мог считать себя совсем несчастным. В документах его имя записывалось в восточном стиле. Такова была традиция, сохранившаяся еще со времен предшествующих Галактической Федерации. В этом стиле фамилии писались впереди имени. В западном же наоборот, сначала писалось имя, а затем уже фамилия. Хотя в эту эпоху национальности так перемешались, что никто не мог точно назвать национальность своих предков. Ян был черноволосым и черноглазым молодым человеком среднего роста и телосложения. В свои 29 лет он производил со стороны впечатления не военного, а спокойного ученого, по какой-то причине надевшего форму. А люди отмечали его мягкость и воспитанность и очень удивлялись, узнав его воинское звание. Коммодор Ян по вашему приказанию прибыл. Командующий флотом вице-адмирал поэта был мужчиной средних лет с лицом, в котором безошибочно угадывался военный. Он бросил неприязненный взгляд на слетующего ему молодого офицера и сказал «Я рассмотрел предложенный вами план сражения». Он сделал паузу, окидывая Яна тяжелым взглядом, в котором ясно читалось «И этот мальчишка всего на два звания ниже меня?» «Он довольно интересен, но не кажется ли вам, что наше положение не настолько пессимистично, чтобы действовать так осторожно?» «А вот как?» мягко спросил Ян. Несмотря на вежливый вопрос, обращаться таким тоном к вышестоящему офицеру было несколько оскорбительно, но вице-адмирал поэта не обратил на это внимание. «Если действовать согласно вашему предложению, то мы наверняка не проиграем, но просто не проиграть совершенно недостаточно, а убедительные разгромные победы действия по этому плану не добиться. Наши флоты окружают противника с трех сторон. Мы вдвое превосходим его по численности, так почему нужно делать акцент лишь на том, чтобы не потерпеть поражение? Но вы ведь еще не завершили окружение? На этот раз вице-адмирал обратил внимание на тон. Он хмуро посмотрел на молодого офицера. Но Ян остался невозмутим. Девять лет назад он закончил военную академию Союза Свободных Планет и вступил в ряды флота обычным мичманом. Среди выпускников того года он занимал скромное 1909 место из 4840. Но теперь нельзя было сказать, что он обычный коммодор. Во всем флоте лишь 16 человек имели чин от коммодора и выше к неполным 30 годам и он был одним из них. Вице-адмиралу Паэти было известно о боевом опыте этого молодого коммодора. За прошедшие 9 лет Ян побывал более чем в сотне сражений. Разумеется, они отличались от нынешнего, когда в бой готовились вступить пятизначные количества кораблей. Но все же это были смертельно опасные битвы, а совсем не детские игры. Не говоря уже о том, что он прославился как герой, сделавшим возможным великий побег с Аль-Фасиля. Но все же Паэти было трудно поверить, что молодой Ян Венли опытный ветеран. В любом случае этот план боя не принимается. Вице-адмирал вернул бумагу Яну. Ничего личного. Хотя было очевидно, что этими словами он лишь пытается замаскировать правду. Отец Яна Венли Ян Тай Лун был известен среди многочисленных коммерсантов Союза Субодных Планет своим разумом и хитростью. Под приветливой улыбкой и привлекательной внешностью скрывался эффективный и изворотливый ум коммерсанта, который со временем позволил своему обладателю проделать путь от хозяина одного единственного корабля до владельца огромной коммерческой корпорации. И он не собирался останавливаться на достигнутом. «Все дело в том, что я люблю деньги», ответил он как-то приятелям, когда они начали расспрашивать его о секрете успеха. «А деньги, если не оставлять их лежать без дела, сами вырастут. Вкладывать медь в серебро, а серебро в золото, вот и весь секрет». Он сказал это вполне серьезно, так что по-видимому действительно так считал. Тем не менее, этот его ответ привел к тому, что его прозвали «выращивателем денег». Человек, придумавший это прозвище, наверняка сделал это не из добрых побуждений. Но Ян принял его с удовольствием. Помимо торговли, Ян Тайлун был также известным антикваром. Его дом был полон старинных картин, скульптур, керамики и других произведений искусства до космической эпохи. Всякий раз, возвращаясь домой с работы, он находил время, чтобы позаниматься своей коллекцией. Возможно, его хобби, привычка выбирать лучшие среди произведений искусства, наложила свой отпечаток и на другие стороны жизни. Он развелся с первой женой, неумной расточительной женщиной, и женился во второй раз на признанной красавице, вдове военного. Вскоре у них родился сын, Венли. Когда пришло известие о рождении сына, Тайлун полировал античную вазу в своей мастерской. Услышав новость, он неохотно поднял голову и проворчал. «Вот умру, и вся моя коллекция достанется этому парню». И с этими словами вернулся к своему занятию. Когда Яну Венли было пять лет, его мать умерла. Сердечный приступ неожиданно прервал ее жизнь. Тайлун с трудом поверил в смерть этой еще молодой и здоровой женщины. В тот момент он как раз снова занимался со своей коллекцией. Услышав страшную новость, он выронил из рук статуэтку в виде бронзового льва. Подняв его, он пробормотал слова, которые привели в ярость родственников жены, когда им их передали. Слава Богу, это не было что-то хрупкое. Ян Тайлун потерял двух жен, с одной его развела жизнь, с другой смерть. Жениться в третий раз он не собирался. Поначалу сына воспитывала горничная, но так как это отнимало слишком много ее личного времени, то она запротестовала. Тогда отец стал просто брать маленького Яна Венли к себе, и они вместе чистили антиквариат. Однажды родственники его покойной жены пришли к ним в гости и были потрясены, увидев, как отец с сыном молча сидят в кабинете и полируют какую-то вазу. Они решили спасти бедного ребенка из рук столь безответственного папаши. Они спросили Тайлуна, что ему важнее, антиквариат или сын. Подумав, он ответил, антиквариат стоит денег. Подразумевалось, что сын достался бесплатно. Родственники возмутились, услышав это, и пригрозили обратиться в суд. Понимая, что дело может обернуться не в его пользу, Тайлун поспешно сел на один из своих торговых кораблей и покинул Хайнесон. Застегнутые врасплох родственники не могли даже обвинить отца в похищении, а пытаться найти один корабль в огромной галактике представлялось бессмысленным. Ян Тайлун взял сына в космос из-за обстоятельств, с которыми был не в силах бороться. Но, возможно, его поступок доказывал, что он был человеком с необычными воззрениями и идеями. Вот так и вышло, что большую часть первых 16 лет своей жизни Ян Венли провел на космических кораблях. Свой первый варп-прыжок, прыжок на небольшое по космическим меркам расстояние сквозь пространство и время, позволяющий кораблям двигаться быстрее скорости света. Он пережил, будучи совсем маленьким. Поначалу его тошнило и лихорадило, но потом он привык, и ему начала нравиться такая жизнь. Ему понравилось наблюдать за механизмами, а также он увлекся историей. Он смотрел старые видео, читал классическую литературу и слушал старые сказания. Особенно его заинтересовал ужаснейший узурпатор в истории Рудольф фон Голденбаум. Для жителей Союза Свободных Планет он всегда был злым диктатором. Но Яну это казалось странным. Если Рудольф был так плох, то почему его поддерживали люди и даже дали ему верховную власть? Рудольф был по-настоящему ужасным человеком, а люди просто боялись выражать свое мнение. Почему они боялись? Я ведь уже говорил, потому что Рудольф был по-настоящему ужасным человеком. С некоторыми вариациями этот диалог повторялся с каждым, кого Ян Венли спрашивал о Рудольфе. К счастью, его отец имел свое мнение на этот счет, отличное от остальных. Он сказал, «Потому что люди были ленивы». Что аж попробую объяснить. Большинство людей, сталкиваясь с трудностями, не хотят бороться с ними сами. Они ждут, что придет какой-нибудь супермен или святой и возьмет на себя все их беды, страдания и обязанности. Рудольф воспользовался этой человеческой слабостью, дождавшись возможности и неожиданно появившись в зените славы. Но ты должен помнить, те, кто позволил диктатору захватить власть, виновны больше, чем сам диктатор. Хоть они и не поддерживали его, но молчали, а это ничуть не лучше, чем прямая поддержка. Но знаешь, сынок, тебе бы стоило сосредоточиться на чем-нибудь более достойном внимания, чем это. Достойном внимания? Деньги или искусство? Деньги облегчат твою материальную жизнь, а искусство поможет духовной. Хоть он и сказал так, Тайлун не собирался заставлять сына идти по своей стызе, и Венли все больше погружался в историю. Перед самым шестнадцатилетием сына Ян Тайлун погиб при аварии ядерного реактора корабля. Незадолго до этого он наконец разрешил Венли поступить на исторический факультет университета Хайнессона. Что ж, ладно, быть может и на истории можно заработать. С такими словами он позволил сыну самому выбрать путь в жизни. Не забывай про деньги. С ними тебе не придется унижаться перед людьми, которых ты ненавидишь, и у тебя всегда будет хлеб с маслом. Посмотри на политиков. Используя деньги с умом, они смогли пробиться на самый верх. Жизнь Яна Тайлуна оборвалась в возрасте сорока восьми лет. Он оставил сыну свою торговую компанию и множество антиквариата. После похорон отца на Яна Венли обрушилось множество дел по хозяйству. Вступление в правонаследование, уплата налогов, дела в компании, а затем случилось непредвиденное. Большинство предметов искусства и антиквариата, которые его отец собирал почти всю жизнь, были объявлены фальшивыми. Правительственные эксперты, изучившие коллекцию, заявили, что и этрусские вазы, и портреты эпохи Рокока, и бронзовые статуэтки династии Хань, и многие другие казавшиеся бесценными экспонаты, все являлось лишь жалкой подделкой. И будто и этого было мало, все акции компании, принадлежавшие отцу, ушли на погашение долгов. В итоге Яна практически выбросили на улицу вместе с кучей оставшегося хлама. Он принял это без жалоб, так же, как до того, необходимость провести большую часть детства на космическом корабле. Единственным, чего он не мог понять, было то, как его умный образованный отец мог собрать такую гору барахла, занимаясь любимым делом. С другой стороны, вполне возможно, что тот сделал это намеренно. Такое было вполне в характере Тайлуна. Ну, а о потере компании юноша почти и не сожалел, так как никогда и не собирался заниматься бизнесом. Тем не менее, настоящие трудности ждали впереди. Вскоре оказалось, что Ян не может поступить в выбранный им университет. Из-за длительной войны с Галактической империей государственный бюджет был направлен в основном на военные расходы. Поэтому расходы на все, что не было связано с укреплением военной мощи страны, в том числе и на гуманитарное образование, безжалостно сокращались, бюджетных мест не осталось. Есть ли такое учебное заведение, где ему позволят изучать историю бесплатно, думал Ян Венли. И оно было. Ответом стал факультет военной истории военной академии союза свободных планет. Ян поспешил подать заявку, успев в последний момент. Хотя его результаты были не лучшими, но все же ему удалось поступить туда. Вот так, преследуя собственные интересы, Ян поступил в военную академию. Его будущее было решено, хоть он и не отличался ни воинственностью, ни чрезмерным патриотизмом. Часть оставшегося от состояния и коллекции отца хлама он выбросил, оставшееся же положил в камеру хранения, въехав в общежитие практически с пустыми руками. В академии Ян усердно изучал военную историю, остальным же предметам уделял куда меньше внимания. Меньше всего ему нравилась стрельба, пилотирование и военная инженерия, изучению которых он уделял ровно столько сил, сколько было нужно, чтобы продолжить учебу, а не вылететь или угодить на пересдачу. Ян не ставил себе целью стать командиром флота или сделать карьеру в штабе. Нет, его мечтой было попасть на работу в военный архив и проводить время за исследованиями. На экзаменах после первого года обучения он на отлично сдал военную историю, но чуть не провалил практику. Средняя оценка оказалась вполне удовлетворительной. Интересно однако, что во время экзамена по тактическому моделированию, где кадеты сражались друг с другом на тактических симуляторах, набирая очки, Ян проявил себя великолепно. Ошеломив сокурсников и инструкторов, Ян разгромил лучшего по всеобщему мнению стратега академии Малкольма Уайтборна, прозванного гением десятилетия. Он сосредоточил свои силы в одной точке, отрезав противнику линии снабжения и спокойно заняв оборону. Ибо тактики не использовал Уайтборн, ему не удалось ничего сделать. В результате оказалось, что он не в состоянии ни атаковать, ни отступить. Оба компьютера и инструктор подтвердили полную победу Яна. Уайтборн, чья гордость была серьезно задета, сердито воскликнул. «Если б он воевал по правилам, и мы честно сразились лицом к лицу, я бы победил! А он только и может что убегать, как безголовый цыпленок!» Ян не возражал. Он радовался уже тому, что эта победа компенсировала ему низкую оценку по военной инженерии. Но радость его была недолгой. Перед началом третьего курса инструктор сказал Яну, что его переводят на факультет тактики. «Не тебя одного переводят», утешил его инструктор. «Факультет военной истории ликвидируют, всех курсантов распределяют по другим специальностям. Я помню, как ты победил у Айтборна. Поэтому мне кажется, именно на факультете стратегии ты сможешь проявить свои лучшие качества. Но я поступил в академию только для того, чтобы изучить военную историю. А теперь вдруг факультет расформирован. По-моему, это нечестно. Кадет Ян, хотя вы сейчас не в действующей армии...» Голос инструктора стал жестким и казенным. «Но вы стали военнослужащим в тот момент, когда поступили в эту академию. По окончании вы получите офицерское звание и другие преимущества. А пока обязаны подчиняться приказам. Но... Вы только выигрываете от этого перераспределения. Все лучшие курсанты собраны на факультете стратегии. И чтобы попасть туда, прошли много испытаний. Вас же переводят туда просто так. Вам следует учитывать это. Я очень польщен, но я не обладаю достаточным талантом, чтобы учиться там. Язвите. Конечно, если вы не хотите учиться, это ваше право. Но тогда вы должны оплатить государству эти два года обучения. Только военнослужащие могут посещать академию бесплатно. Ян поднял глаза к потолку. В такие моменты он всегда вспоминал, как говорил о деньгах его отец. Он же, не имея денег, не мог иметь даже той копельки свободы. В 20 лет Ян Венли окончил факультет стратегии со средними оценками и покинул академию, получив звание мичмана. Год спустя его повысили до младшего лейтенанта, впрочем, его личная заслуга в этом была невелика. После военной академии он служил в стратегическом управлении флота, чему был весьма рад. К карьере он не стремился, зато наконец получил возможность работать со своими любимыми архивами. Но вместе с повышением до лейтенанта он получил и перевод на передовую линию в штаб флота на эль-фасиле. Одно неверное движение и все пропало. Бурчал про себя молодой лейтенант, направляясь на новый пост. Он никогда всерьез не собирался становиться военным, но теперь был одет в униформу солдат Союза. Черный берет с белой звездой, черную куртку с бежевым платком на шее, бежевые брюки и черные ботинки. А в этом году, в 778 году космической эры, произошла битва при эль-фасиле, давшая толчок карьере младшего лейтенанта Яна. Армия же Союза в этой битве покрыла себя позором. В первой части боя принимали участие по тысяче кораблей с обеих сторон. Обменявшись ударами и потеряв около 20% состава, флота разошлись. Ян в это время сидел на своем месте на мостике флагманского корабля, ничего не делая. Конечно же, его советов никто не спрашивал. Но оказалось, что имперский флот лишь изображает отступление. Он внезапно совершил маневр поворота и обрушился на ничего не подозревающий флот Союза. Лучи энергии разорвали космическую тьму, освещая ее ярче звезд. Энергетические выбросы уничтожаемых кораблей накрывали ближайших соседей, вращая и круша их. Командир флота Союза, контр-адмирал Линч, обратился в панику. Вместо того, чтобы навести порядок в разрушенном строю, он развернул флагман и обратился в бегство в сторону эльфа Силе. Узнав о бегстве командира, остатки флота потеряли всякую волю к борьбе. Даже те линкоры, которые оказались в ходе битвы среди судов противника, разворачивались и пытались покинуть поле боя. Половина из тех, кому удалось уйти, направилась следом за флагманом на эльфа Силе. Другая половина и вовсе покинула эту зону космоса. Для тех же, кто не сумел сбежать, оставалось лишь два пути, умереть в бою или сдаться. Большинство предпочли второй. В итоге на эльфа Силе осталось лишь 200 кораблей и 50 тысяч человек личного состава. Имперский же флот напротив получил подкрепление и втрою увеличил свою численность по сравнению с началом боя, чтобы сделать последний шаг и освободить эльфа Силе из рук злобных мятежников. Когда три миллиона жителей планеты поняли, что ситуация критическая и эльфа Сил непременно будет захвачен, они пришли в ужас. Представители правительства вели постоянные переговоры с военными, пытаясь придумать план побега для гражданского населения. Младший лейтенант Ян Венли был назначен ответственным за эвакуацию. Контр-адмирал Линч никогда не был высокого мнения об этом молодом и довольно ленивом подчиненном. За то время, которое Ян провел в его штабе, контр-адмирал никогда не прислушивался к его советам и не спрашивал его мнения. Но если это так, почему же он назначил столь молодого и неопытного человека выполнять такую ответственную задачу, из не трех миллионов людей. Кадровое решение контр-адмирала шокировало даже его ближайшее окружение. Конечно, для этого была причина и спустя некоторое время страшная правда выплыла наружу. Представители гражданского населения тоже были поражены этим назначением, многие из них посчитали, что военные насмехаются над ними. Молодой, неопытный и слишком низкого звания, разве может этот лейтенант принимать серьезные решения? Янжи лишь почесал в затылке и приступил к выполнению обязанностей, стараясь держаться уверенно. Как бы там ни было, но дело выполнять нужно. Нападение было неизбежно, поэтому ему нужно было справиться с окружающим хаосом и разработать план. Начал он с того, что приказал готовить для эвакуации все гражданские и свободные военные корабли. одновременно он пытался успокоить общественность, при этом не выдавая им лишней информации о планах эвакуации в ожидании подходящего момента. И вот настал день, когда эльфа Асиль потрясла ужасная новость. Командующий флота Линч вместе со своим штабом и старшими офицерами бежал с планеты, бросив на произвол судьбы все гражданское население и остатки солдат. Впрочем, захватить с собой все военные имущества и другие ценности он не забыл. От этой новости многие потеряли самообладание. Начались повсеместные пьянки, драки, грабежи и поджоги. Тогда Ян наконец обнародовал план эвакуации. Вводить людей он собирался в противоположном направлении от того, куда направился контр-адмирал Линч. Не волнуйтесь, успокаивал он гражданских. Командующий отвлечет на себя внимание врага. Мы же не спеша выберемся отсюда, используя солнечный ветер и не надеясь на помех опостановщике. Как оказалось, лейтенант предвидел возникшую ситуацию и собирался использовать командира в качестве приманки. Все шло именно так, как он и предполагал. Имперский флот, давно приблизившийся и ожидавший возможности для атаки, сразу заметил корабли убегающего контр-адмирала Линча и устремился вслед за ним. В конце концов, тот был вынужден выбросить белый флаг и сдаться в плен. Тем временем флот Яна покинул Иль-Фасиль и устремился в противоположном направлении, быстро покинув эту зону пространства. Имперские системы обнаружения, конечно же, засекли их, но корабли, идущие по инерции, с остановленными двигателями и выключенными помехопостановщиками, казались на экранах всего лишь группой астероидов, поэтому на них не обратили внимания и пропустили беглецов прямо у себя под носом. Лишь позже, уже отпраздновав победу, имперцы поняли, как их обманули и пришли в ярость, сожалея о своей беспечности, за которую придется отвечать перед командованием. Яна Венли, сумевшего вывести три миллиона человек и благополучно вернуться с ними на территорию под контрольную союзу, славили как героя. Высшие чины командования во все услышание хвалили мужество и холоднокровие Яна, и их похвалы были заслуженными. Но у поднятой шумихи были и другие причины. Поражение и бегство контр-адмирала Линча, бросившего мирных жителей в смертельные опасности, чтобы смыть этот позор, армии требовался символ, настоящий герой, образцовый офицер, пример к которому должны тянуться все военнослужащие союза свободных планет, рыцарь без страха и упрека, в сияющей броне справедливости и человеколюбия. 12 июня того же года в 9 часов утра Ян Венли был произведен в старшие лейтенанты. В тот же день в час пополудни ему было приказано явиться с докладом и получить звание капитана третьего ранга. По традиции сразу на два звания продвигались только погибшие, поэтому руководству и пришлось организовывать все довольно сумбурно. Ян не обращал внимания на завистливые взгляды, которые бросали на него в штабе. Его не интересовала карьера. С прежним вечно растерянным выражением лица он почесал в затылке и пробормотал по поводу случившегося. И как такое случилось? Тем не менее, он был безусловно рад тому, что с повышением звания увеличилось и денежное довольствие. Теперь у него хватало денег для покупки книг по истории. Кроме того, именно после всего произошедшего, Ян всерьез заинтересовался военной стратегией. Проще говоря, суть военного дела за последние три-четыре тысячи лет ничуть не изменилась. Пока войска не сошлись, победители определяют линии снабжения, а когда бой начался, все зависит от умений командира. Прочитав немало книг, рассказывающих о древних войнах, он пришел к такому выводу. Стадо баранов во главе со львом львы, а стадо львов во главе с бараном бараны. Еще во времена Римской империи в мире существовала такая пословица, и множество изменений с тех пор лишь подтверждали мысль о важности сильного командира. Двадцати однолетний капитан третьего ранга лучше всех понимал причину своего успеха. И в империи и в союзе слишком полагались на технологии. Этот предрассудок настолько укоренился, что задумываться, скажем, над показаниями радара никто не находил нужным. Благодаря этому Яну и удалось воплотить свой план в жизнь. Навязчивые идеи всегда очень опасны. То же было и во время учебы, когда на экзамене он удалил Уайтборна, вбившего себе в голову, что нужно действовать по строго определенной схеме. Умение прочитать характер врага важнейшая часть стратегического искусства. Во вторую очередь, если хочешь иметь возможность сражаться в полную силу, необходимо постоянное и хорошо налаженное снабжение. Гораздо проще отрезать врагу пути поставок, чем атаковать в лоб. Оставшись без снабжения, враг сдастся без боя. Отец Яна всегда подчеркивал важность денег. Если попытаться использовать эту концепцию в войне и проводить налоги, то если человека сравнивать с флотом, то деньги будут снабжением. Подумать только, как полезны на самом деле были наставления отца. В следующие годы Ян участвовал во многих военных кампаниях, достиг звания сначала капитана второго ранга, затем первого. К 29 годам он дослужился до коммодора. Правда, Уайтборн был уже контр-адмиралом, но лишь потому, что его посмертно повысили на два звания. Будучи капитаном, он, как всегда, ожидая лобовой атаки, не смог предвидеть внезапного нападения с фланга. Итак, сейчас Ян Венли находился в составе второго флота на пути к системе Астарты. Внезапно на капитанском мостике поднялся шум. Похоже, были получены новые разведывательные данные. Имперского флота не обнаружено в предполагаемой области. Вместо этого враг движется навстречу четвертому флоту и в ближайшее время вступит в огневой контакт. Сажался от возгласа вице-адмирал Паэта, рухнув в командирское кресло. Ян поднял с панели управления стопку листов и задумчиво посмотрел на них. Вот уже почти шесть тысяч лет прошло с тех пор, как древние китайцы изобрели бумагу. Неожиданно пришла ему в голову мысль. А ничего лучше для выражения своих мыслей человечество так и не придумало. Молодой комодор стал медленно перебирать листы. В них содержался разработанный им план, который Ян предлагал вице-адмиралу Паэте. Если враг амбициозен, он воспримет сложившуюся ситуацию не как безвыходное положение, а как удобную возможность атаковать наши силы по отдельности. Скорее всего, в первую очередь он нападет на четвертый флот, находящийся прямо перед ним и имеющий в своем составе наименьшее количество судов. При подавляющем его выберет цель для следующей атаки. В качестве меры противодействия я предлагаю следующее. Когда четвертый флот будет атакован, он должен медленно начать отступление, стараясь сохранить построение и не понести больших потерь. Начав преследование, враг подставится под фланговый удар второго и шестого флотов, и попав в окружение, будет полностью уничтожен. Такая тактика обеспечивает высокую вероятность успеха, но требует большой четкости и слаженности действий наших флотов, а также постоянной тесной связи. Ян закрыл документ и поднял глаза, взглянув на широкоугольный монитор, с которого на него посмотрели в ответ бесчисленные холодные звезды. Отвернувшись от них, молодой коммодор принялся набирать на пульте, вводя данные для составления нового плана. Глава вторая Битва при Астарте Получив доклад о том, что имперский флот быстро приближается, вице-адмирал Пасторе, командующий четвертого флота Союза свободных планет, был шокирован. На экране флагманского корабля Леонид появилось скопление изображающих вражеский флот огней. С каждой секунды оно становилось все ярче и больше, при виде этого всех находящихся на командном мостике флагмана прошиб холодный пот. Что происходит? Вице-адмирал откинулся в кресле, севшим голосом задавая вопрос в пустоту. Что здесь делает имперский флот? О чем они вообще думают? Многие люди нашли бы этот вопрос странным. Разумеется, имперский флот здесь, чтобы напасть на четвертый флот. Трудно было этого не понять. Но высшие военные руководители союза никогда даже не задумывались о том, что враг, окруженный с трех сторон, может предпринять такое дерзкое нападение. По их предположениям, имперский флот, попав в окружение, должен был максимально уплотнить ряды и принять оборонительное построение. Затем три флота союза, прибыв одновременно с трех направлений, объединились бы и медленно, но верно уничтожили 55 лет назад по такому же сценарию прошло легендарное окружение в системе Дагон. Победившие в той битве адмиралы Лен Пяо и Йозеф Топпорол мгновенно прославились и их имена до сих пор были известны всем жителям союза. Однако на сей раз противник отказывался попадаться в ловушку. Какого черта? Вражеский командир что, вообще не знает военной стратегии? Как можно так сражаться? Не удержался вице-адмирал от еще одной глупости. Он встал и вытер с олба под тыльной стороной ладони. Автоматика корабля поддерживала постоянную температуру 16,5 градусов Цельсия, что по идее не должно было вызывать потение, но... Командующий, что нам делать? Раздалось сразу несколько встревоженных голосов штабных офицеров. Адмирал задрожал от ярости. Как они смеют спрашивать у него, что делать? Ведь эти же самые офицеры недавно хором расхваливали план нападения на противника с трех сторон. И теперь оказавшись в проигрышном положении, они должны принять на себя ответственность и придумать контрмеры. С огромным трудом адмиралу удалось взять себя в руки. Сейчас было не время для гнева. Имперский флот насчитывал 20 тысяч кораблей, тогда как во флоте Союза было лишь 12 тысяч. План летел к чертям, он никак не предусматривал подобной ситуации. Три флота Союза общей численностью 40 тысяч кораблей должны были окружить и уничтожить имперцев. Но теперь четвертый флот вынужден был в одиночку сражаться против почти вдвое превосходящего числом противника. Установить экстренную связь со вторым и шестым флотами. Четвертый флот столкнулся с противником в точке с координатами альфа 7 4 бета 3 9 гамма минус 0 6. Запрашиваем подкрепление. Рявкнул вице-адмирал. Радист флагманского корабля лейтенант Нан бросился выполнять указания, но флота мешали любой связи. Райнхард приказал выслать перед своим флотом десятки тысяч таких устройств, и теперь они действовали с максимальной эффективностью, не давая противнику ни шанса. «Отправить скоростные корабли ко второму и шестому флотам!» заорал адмирал во всю силу легких, когда его лицо залило сходящее от экрана свет. Враг начал атаку, открыв огонь из сотен нейтронных орудий. Свет сопровождающий выстрелы ослепил всех, кто в это время смотрел на обзорный экран. Среди кораблей замелькали искры вспышек, когда вражеские заряды ударили в нейтрализующие щиты. Частички энергии сталкивались, гася друг друга. Вице-адмирал решительно махнул рукой и крикнул «Авангард в атаку! Всем кораблям приготовиться к бою!» Разумеется, никто во флоте противника не мог слышать приказов вице-адмирала Пастора. Но ледяные глаза Райнхарда, стоящего на мостике своего флагманского корабля Брюнгильда, насмешливо сверкнули. Он пробормотал. Ну что за неумехи? Слишком медленная реакция. «Выпустите истребители! Переходим в ближний бой!» Человеком, отдавшим этот приказ, был контр-адмирал Фаренхайт. Волнение битвы в сочетании с оказанным доверием вызвали в нем прилив бодрости. Пусть всю заслугу присвоит себе этот мальчишка, это не имеет значения. Сейчас Фаренхайта волновала только победа. Одноместные истребители с х-образными крыльями Валькирии покинули корабли-носители. Так как корабли летели в пространстве с огромной скоростью, то истребителям не нужны были ни специальные полосы, ни катапульты. Для взлета им хватало большой огневой мощью, но были компактными и маневренными, что идеально подходило для боя на близкой дистанции. Во флоте Союза также были свои истребители, они назывались спартанцами. Реакторы взрывались один за другим, волны энергии от взрывов сотрясали линкоры обоих флотов. Валькирии сновали между кораблями словно ангелы смерти, оснащенные парой серебряных крыльев. Спартанцы вообще-то не уступали им по боевым качествам, но противник уничтожил их в самом начале боя, не дав вылететь с кораблей носителей. Все пилоты вместе со своими истребителями были уничтожены. Через час после начала битвы, под яростной атакой флота Форнхайта, авангард четвертого флота Союза был почти полностью разгромлен. Из двух тысяч восьмисот кораблей лишь пятой части удалось вступить в бой. Некоторые суда были повреждены взрывами, другие потеряли управление и теперь все они дрейфовали в пустоте. Ситуация складывалась трагично для Союза, и многие уже понимали, что полный разгром всего лишь вопрос времени. Линкор Нестер получил лишь незначительные повреждения в нижней части, но когда попавшая в корабль нейтронная бомба взорвалась, волна убийственных частиц прокатилась по кораблю, превратив его в могилу для 660 солдат и навигаторов. Потеряв экипаж, Нестер продолжил двигаться последним заданным курсом, пройдя перед самым носом у дружественного корабля Ламнос. У командира Ламнос они выдержали нервы, и он приказал открыть огонь, чтобы скорее избавиться от помехи. Приняв на себя атаку в упор, Нестер взорвался, и энергия взрыва его атомных двигателей пробила щит Ламнос, заставив его разделить ту же судьбу. Две белые вспышки мелькнули и исчезли. Экипажу Ламноса было позволено уничтожить союзный корабль, и они получили за это в награду смерть. «Что, черт возьми, они делают!» закричал вице-адмирал Пасторе. Почти в то же самое время контр-адмирал Фаренхайт проворчал. «Что ж они делают?» Оба смотрели на командные панели своих флагманов, голос первого был полон отчаяния и тревоги, а второго спокойствия и насмешки. Когда второе и шестое флота получили донесения о случившемся, многие запаниковали. Но первоначальный план сражения пока не был отменен, и оба флота двигались вперед с той же скоростью. Командир второго флота вице-адмирал Паэтто молчливо хмырился, сидя в командирском кресле флагманского корабля Патрокол. Подчиненные ощущали нервозность командира и воздух на мостике был словно наэлектризован. Но среди них вице-адмирал заметил одного, по-прежнему сохранявшего спокойствие. Поколебавшись мгновение, Паэтто крикнул ему. «Командор Ян! Да? Что бы вы предложили в сложившейся ситуации?» Прежде чем ответить, Ян встал, снял берет и провел рукой по волосам. «Враг собирается разбить наши флота по отдельности. В первую очередь он напал на четвертый флот, наименьше по численности. У врага был выбор, и, разумеется, он им воспользовался. Сможет ли четвертый флот продержаться?» Два флота сражаются в открытую лицам к лицу. В таком случае верх одержит тот, чья численность больше, не говоря уже о том, что нападающий владеет инициативой преимуществом. Ян говорил и смотрел бесстрастно. Заметив это, поэт-то жалорожал кулак, словно удерживаясь от того, чтобы схватить его за грудки и потрясти. «Тогда нам нужно спешить им на помощь. Мы сможем напасть на имперцев сзади и разом перевернуть ситуацию в свою пользу. Это, вероятно, будет уже бесполезно». Голос Яна прозвучал по-прежнему бесстрастно. Вице-адмирал, уже почти переставший обращать на него внимание и собирающийся отдать указания, вновь повернулся к нему. «Что вы имеете в виду? Когда мы доберемся до туда, бой уже будет закончен. Враг освободится и сможет напасть на второй или шестой флот до того, как мы соединимся. Можно почти наверняка утверждать, что следующей целью противника станет шестой флот, в котором меньше кораблей. В такой ситуации именно от нашего флота будет зависеть, как сложится бой. Мы должны избежать вражеской ловушки. А для этого нам нужно не пытаться предугадать действия противника, а полагаться на себя. Так что ж, по-вашему, мы должны предпринять? Мы должны изменить порядок действий. Вместо того, чтобы надеяться соединиться с шестым флотом на поле боя, мы должны объединиться с ним как можно скорее, и уже вместе атаковать врага. Общая численность двух флотов составит 28 тысяч кораблей, что хоть и не гарантирует победы, но на порядок увеличит наши шансы, когда мы столкнемся с противником. Иными словами, вы говорите, что мы должны бросить четвертый флот? С обвинением в голосе проречал вице-адмирал. Хладнокровие Яна его бесило. К сожалению, даже если мы попробуем прийти на помощь, уже слишком поздно. Ян словно и не замечал угрожающего тона адмирала. Но мы не можем бросить наших товарищей на растерзание врагу! В таком случае все наши флота один за другим падут жертвой. Ян слегка пожил плечами. Он сожалел о гибели флота, но не видел ни малейшего шанса в чем-то помочь. Этого не может быть! Четвертый флот так просто не сдастся! Если они смогут задержать имперцев, как я уже говорил, это невозможно, но... Коммодор Ян, реальность отличается от ваших расчетов. Вражеским флотом командует граф Лоенграм. Он молод и неопытен, а вице-адмирал Пастор и закаленный ветеран. Но, сэр, хоть он и неопытен, его тактика достаточно, коммодор! Недовольно перебил его вице-адмирал. Молодой офицер попытался что-то доказывать вместо того, чтобы просто подтвердить мнение поэты. Он махнул Яну, приказывая садиться, и повернулся к экрану. Спустя четыре часа после начала битвы четвертый флот был фактически уничтожен. Оставшиеся корабли потеряли всякий порядок, не было никакой системы командования. В некоторых местах еще сражались небольшие группы и отдельные корабли, но это была уже агония. Флагманский корабль превратился в гигантский кусок металлолома, плавающий в пустоте космоса. Никого живого на нем не осталось. Мостик был сметен прямым попаданием противника, сосредоточившего огонь на флагмане. Мгновенно сформировалась огромная трещина, и из-за перепада давления останки вице-адмирала Пасторы вынесло в космос. Куда теперь отправится его тело, никто не знал. В это самое время Райенхард как раз получал известие о победе. Докладывал Меркац по видеосвязи. Оганизованное сопротивление закончилось. Осталось зачистить поле боя от последних сопротивляющихся и уничтожить пытающихся сбежать. В этом нет необходимости. Что? Сузил глаза Меркац. Закончился только первый из трех этапов сражения. На врага, который потерял возможность сопротивляться, не стоит тратить время. Добейте лишь тех, за кем не надо гоняться, разрушая свои построения. Нас ждут еще два флота. Нужно подготовиться к бою с ними. Слушаюсь, ваше превосходительство. Меркац резко кивнул и отключил связь. Райнхард оглянулся на своего друга и адъютанта. Кажется, его отношение немного изменилось. Да, у него не было выбора. Бой прошел как по нотам. Стратегия Райнхарда полностью сработала. Даже адмиралы вынуждены были признать это. А простые солдаты ликовали. Положение на поле битвы «Какой флот атакуем в следующем Кирхиаис? С точки зрения позиции выбор не имеет значения, так что стоит отталкиваться от противника». «Пожалуй, в шестом флоте меньше кораблей. Ты прав». Понимающая улыбка появилась на губах златовласого командующего. «Но враг может догадаться о нашей стратегии. Это меня немного тревожит». «Беспокоиться не о чем», покачал головой Райнхард. «Даже если они все поймут, то не смогут провести скоординированную атаку. На месте вражеского командира я бы постарался как можно быстрее перегруппировать войска, ведь объединившись противник будет намного превосходить нас численностью. Но поскольку попыток соединиться они не предпринимают, значит все идет по нашему плану. Мы начнем с обходной атаки на шестой флот противника. Движемся по часовой стрелке, чтобы атаковать их с фланга. Сколько времени это займет? Меньше четырех часов. Прекрасно. Так ты все уже рассчитал? Рассмеялся Райнхарт. Его улыбка была совсем как у ребенка, но она быстро слетела с лица, стоило ему заметить, что на него смотрят. Для всех, кроме Кирхиаиса, он должен был оставаться холоден и уверен в себе. Передай приказ по флоту построиться и приготовиться к обходному маневру для фланговой атаки на шестой флот митяжников. Слушаюсь, отщеканил Кирхиаис, но при этом как-то странно посмотрел на своего командира, словно хотел что-то сказать. Ты с чем-то не согласен? Недоверчиво поднял брови тот. Нет, дело не в этом, но у нас есть запас времени, и мне кажется, стоит дать людям отдых. А, да, я не подумал. Райнхарт отдал приказ разделиться на две смены и поочередно поесть и отдохнуть по полтора часа в постелях резервуарах. Постели эти представляли собой герметичные пластиковые резервуары, на 30 сантиметров заполненные концентрированные соленой водой. Температура автоматически поддерживалась на уровне 32 градусов Цельсия. Когда человек ложился внутрь, он оказывался изолирован от всех внешних раздражителей света, тепла и звука, и лежал в тишине и комфорте. Час, проведенный в такой постели, восстанавливал умственную и физическую усталость так же, как 8 часов обычного сна. Для быстрого восстановления сил и энергии астронавтов это, несомненно, был лучший способ. На более мелких кораблях, не оснащенных подобными приспособлениями для сна, солдатам иногда давали транквилизаторы, чтобы поддерживать их боеспособность. Но эти препараты были не только вредны для организма людей, но и оказывали отрицательное влияние на всю военную организацию. Отравленные наркотиками солдаты становились непригонны к дальнейшей службе и теряли свою ценность как человеческие ресурсы. Тем не менее, в некоторых особо тяжелых случаях к этому способу по-прежнему прибегали. Между тем, началось и лечение раненых в бою. Еще в конце 20 века по старому летоисчислению было открыто, что электроны могут активировать клетки человека, что значительно усилило природные способности к восстановлению. В сочетании с развитой робототехникой в настоящее время выживало 90% раненых, попавших к военному врачу. Хотя смерть люди лечить так и не научились. Солдаты имперского флота наслаждались кратким моментом мира. В столовых каждого корабля стояли шумы гвалт. Хотя алкоголь был под запретом, но солдат опьяняла победа в битве, и они не в силах были сдержать себя. Это чувство было вкуснее любой пищи и крепче любого вина. «Наш молодой командующий чертовски талантлив!» переговаривались они. «Он красив, как кукла! Поверить не могу, что он при этом еще и военный гений! Думаю, со времен адмирала Вуда не было никого лучше!» С кем они сражаются? Ради чего? Почему они убивают друг друга? Сейчас никто не вспоминал об этих вопросах. Они просто радовались тому, что выжили и победили. Насколько еще из оставшихся в живых пополнят собою список потерь через несколько коротких часов? «Неопознанные корабли с фланга в направлении 4.30!» Когда от кораблей арьергарда было получено тревожное сообщение, вице-адмирал Мур, командующий 6-го флота Союза, и его офицеры как раз обедали в офицерской столовой. Оторвавшись от разрезания протеиновой котлеты, адмирал сердито посмотрел на офицера связи, прибежавшего с мостика. Тот задрожал под взглядом Мура, который славился своей резкостью. «На полпятого высказали?» Голос вице-адмирала и его маленькие злые глаза отлично подходили друг к другу. «Да, по направлению на 4.30! Пока мы не можем определить, наш это флот или вражеский!» Тот командующего сочелся сарказмом, но все же он отложил нож и покинул столовую. Придя на мостик флагмана и увидев паникующих штабных офицеров, Мура затрясться от ярости. «Какого черта вы подняли панику? Враги не могут находиться в этом направлении. Они сражаются с 4-м флотом там, куда мы направляемся!» Прорычал он. «Мы движемся в район боевых действий с максимально возможной точно так же. Мы атакуем противника слангов и зажмем его в клещи. Шансы на победу очень высоки. Нет, мы точно победим. Независимо от численности и позиции... Но, сэр...» Один из штабных офицеров, капитан 3-го ранга Лап, решил сопрерывать пламенную речевица адмирала. «Что?» Метнул на него раздраженный взгляд Мур. «Враг мог уже покинуть поле боя и оставить 4-й флот? В это тяжело поверить, но мне кажется, 4-й флот уже может быть разбит. Как вы смеете говорить такую нелепую чепуху?» Командующий сердито нахмурил свои чрезмерно густые брови. «Может, вам стоит помыть рот с мылом, капитан?» Покраснев от гнева, тот уже был готов ответить, забыв, что разговаривает с адмиралом. Но в этот момент корабль сильно тряхнуло. Стабилизаторы не смогли погасить удар, и командный мостик ощутимо тряхнуло, так что спорящие офицеры чуть не врезались друг в друга. «Враг атакует с правого фланга!» Разрозненные крики по каналам связи быстро слились в сплошную какафонию. Офицеры на мостике флагмана стояли замерев, будто громом пораженные. «Враг прямо перед ними!» «Это неоспоримый факт, больше не требующий доказательств». «Без паники!» рявкнул вице-адмирал Мур. В какой-то мере он пытался успокоить и себя тоже. Он отказывался принимать происходящее. Арьергард флота не был укомплектован новейшими кораблями, поэтому они не смогли ни вовремя распознать врага, ни защититься. «Имперский флот позади нас!» «Означает ли это, что четвертый флот побежден?» «Или у Империи был не один флот?» «ГБОЙО! Приготовить орудие!» Не в силах из-за создавшейся неразберихи проанализировать ситуацию, вице-адмирал отдал простейший приказ. Имперский флот под командованием опытного адмирала Меркадса быстро выстроился в атакующий порядок, начав атаку на правый фланг флота Союза. Выстрелы нейтронных орудий пронзали слабые щиты кораблей рейергарда и взрывали корпуса, на краткий миг зажигая в вечной ночи космоса новые звезды. Меркадс наблюдал за вспышками через обзорный экран. За последние сорок лет он привык к этому виду, но сегодня ощущал особые эмоции. В глазах старого адмирала Райнхард фон Лоенграмм больше не было обычным выскочкой. Развитие событий показало, что первая победа не была случайностью. Нет, это результат смелой идеи и точных действий, позволивших воплотить ее в жизнь. Оказавшись практически в окружении при значительном численном перевесе противника, благодаря своей стратегии он сумел перевернуть ситуацию в свою пользу. Самому Меркадсу подобная идея в голову не приходила. И никому из старших адмиралов тоже. Такое мог придумать только молодой человек, не загрубевший до слепого следования правилам. Возможно, эпоха моего поколения подошла к концу. Внезапно подумал он. Тем временем сражение становилось все ожесточенней. Имперский флот, построившись веретеном, прорвал порядки шестого флота, превосходя противника в огневой мощи и слаженности действий. Флот Райнхарда по максимуму использовал неожиданность атаки и теперь неудержимо наращивал свое преимущество. Солдаты союза готовы были сражаться до конца, но их решимость мало что значила в ситуации, когда командир запутался и не знал, что предпринять. «Всем кораблям развернуться к противнику и открыть огонь!» прокричал вице-адмирал Мур, стоя на платформе в середине командного мостика. Он наконец решился. До этого момента он лишь орал на подчиненных. «Командующий, разворот под огнем противника только ухудшит наше положение. Нужно на полной скорости уходить вперед по часовой стрелке и зайти противнику в тыл!» На предложение капитана лап отскочило от дародного тела Мура словно горох от стенки. «При таком маневре мы потеряем половину флота! Разворачивайтесь, я сказал! Открыть огонь! Но! Молчать!» Взревел вице-адмирал дрожа от гнева. Поняв, что командующий не станет принимать никаких доводов, лап отступил. Флагман шестого флота Пергам начал разворот. И многие корабли последовали его примеру, но развернуть корабли посреди боя было непростой задачей. Опытный Меркац увидел удачную возможность и воспользовался ею. Залп имперского флота обрушился на врага, словно сильнейший метеоритный дождь на крестьянские посевы. Быстро пробив несправляющиеся с нагрузкой магнитные щиты, он уничтожил множество кораблей Союза. Вновь, как и в предыдущем бою, во все стороны разошлись волны энергии, сметая тех, кому посчастливилось избежать гибели от выстрела. У всех, кто стоял на мостике флагмана, появилось чувство, будто корабль оказался в бушующем море. «Множество мелких судов быстро приближается к нам!» прокричал один из офицеров. Экран перед ним расцвел яркими точками быстро сокращающих расстояние между флотами Валькирий. Словно рисуясь, они уворачивались от редкого заградительного огня и, сблизившись в упор, атаковали своими малокалиберными лазерами. «Ближний бой! Выпускайте спартанцев!» Но приказ слишком запоздал. Спартанцы, попытавшиеся покинуть корабли-носители, нарвались на Валькирий, и слаженный залп не оставил им нового выбора, кроме как быть уничтоженными и рассеянными в пустоте. «Командующий, смотрите!» Офицер указывал на один из экранов. На нем было видно, что линкоры врага приближаются к флагману. Пергам был окружен. «Эмперцы передают оптические сигналы!» прокричал другой офицер. «Расшифруйте их!» Так как вице-адмирал Мур молчал, в бессильной ярости сжимая кулаки, приказ отдал лап, хотя его голос звучал хрипло. «Расшифровываю!» «Ваш флагман полностью окружен! Возможности уйти или сражаться у вас нет! Предлагаю сдаться!» «В этом случае обещаем проявить снисхождение к пленным!» Когда сообщение отзвучало, все, кто стоял на мостике, молча уставились на вид с адмирала Мура. Они ждали решения командующего. «Сдаться!» пробормотал тот. Лицо его резко изменилось. «Нет! Может, я и плохой командир, но я никогда не был трусом!» Двадцать секунд спустя всех их поглотила белая вспышка. Напряжение все нарастало. На мостике Патрокла флагманского корабля второго флота союза царила грозовая атмосфера. Когда же грянет гром? Была поднята боевая тревога, и весь персонал облачился в скафандры, но тревога просачивалась под них, пробегая мурашками по спине и заставляя покрываться холодным потом. Похоже, четвертый и шестой флота разгромлены. Мы остались одни. Теперь враг превосходит нас числом. Нам нужна информация, что произошло, какова текущая ситуация. Хотя разговоры были запрещены, все чувствовали потребность высказаться, иначе тревога стала бы невыносимой. Слишком неожиданно все обернулось. Нужно ли теперь атаковать имперский флот, который в начале сражения вдвое уступал числом и находился практически в окружении, а сейчас радовался победе? Вражеские корабли приближаются! Внезапно прогрохотал на весь мостик голос радиста. Направление где-то между одним и двумя часами. Пробормотал себе под нос Ян. Не успел он закончить, раздался новый крик радиста, считывающего ему информацию. Направление на час двадцать, угол одиннадцать градусов, быстро приближаются! Тревожная атмосфера внезапно обострилась до предела. Только Ян, казалось, остался спокоен. Все как я предполагал. Уничтожив четвертый флот, имперцы зашли в тыл шестом, заняв выгодную позицию и быстро разбив его, после чего двинулись к нам. Да, в таком случае они должны были появиться именно с этой стороны. к битве! Раздался приказ адмирала Поэты. Слишком поздно, подумал Ян. В классической тактике предполагалось приготовиться к битве до того, как противник атакует. Но сейчас время для этого уже было упущено. Нужно было маневрировать, чтобы избежать участи двух других флотов. Вот если бы удалось успеть до того, как враг покончить шестым флотом, тогда прямая атака зажала бы его словно между Сциллой и Харибдой. Сражение никогда не обходится без жертв. И чем больше жертв, тем меньше шансов на победу. Значение военного искусства в том и заключается, чтобы найти баланс между ними. Ну а величайшим успехом соответственно является полная победа с минимальными жертвами. Жестокая правда войны в том, что требуется наиболее эффективно и рационально уничтожить представителей собственного вида. Неужели командующий этого не понимает? Уже имело место огромное количество необоснованных жертв. Изначальный план из-за неумелого руководства обернулся ужасающей ситуацией. Конечно, оценки будут даваться после битвы, но до этого еще нужно дожить. и потому сейчас необходимо предотвратить повторение ошибок и попытаться превратить проклятие в благословение. К сожалению, литры пролитых слез не вернут жизни павших. Всем кораблям орудия к бою! Хотя приказ был отдан, приступить к выполнению никто не успел. Все экраны затопила ослепительная вспышка и, пробив щиты, на корпус Патрокла обрушился тяжелый удар. Крики людей слились со скрежетом раздираемого металла, Ян тоже не избежал всеобщей участи и упал на спину. Лежа на спине, он пытался выровнять сбитое дыхание, одновременно протирая ослепленные вспышки глаза. Что это было? Кто ответственен за это? Если случаются такие ошибки, то избежать поражения возможно только чудом. Это кормовая орудийная башня! Мостик! Запрашиваю инструкции! Это машинное отделение! Мостик! Пожалуйста, ответьте! Ян открыл глаза. Перед глазами плавал изумрудно-зеленый дым. С трудом присев, он осмотрелся и увидел, что рядом кто-то лежит. Густая темная кровь покрывала все его тело. Командующий! Позвал Ян, заглянув в лицо вице-адмирала поэты. Потом, с трудом поднявшись, встал на ноги. В корпусе зияло брешь, давление быстро падало. Несколько астронавтов, не включивших магнитные захваты на ботинках, вынесло в пролом. Впрочем, дыра быстро закрывалась под действием автоматических ремонтных систем, заполняющих пробоину специальным составом. Глядевшись по сторонам, Ян понял, что на ногах никого больше не осталось. Проверив работоспособность устройства связи в своем скафандре, Ян принялся отдавать приказы. Командующий поэт серьезно ранен. Врачам и санитарам срочно прибыть на мостик. Ремонтным бригадам приступить к выполнению работ. Кормовая башня. Не нужно ждать приказа во время боя. Займитесь делом. Машинное отделение. Какова текущая ситуация? Повреждения на мостике вызывают беспокойство. Двигательные отсеки не повреждены. Это замечательно. Почему-то в его голосе прозвучал сарказм. Ян снова осмотрелся по сторонам. Есть здесь здоровые офицеры? Я цел, коммодор Ян. Спотыкаясь подошел к нему человек. Вэээм. Офицер штаба капитан третьего ранга Лао. Сквозь шлем виднелись маленькие глаза и курносый нос. С виду он был примерно того же возраста что и Ян. Кроме него к работе могли приступить еще два навигатора и один связист. Всего четыре человека. Это означало, что флот фактически лишился командования уже в начале боя. Наконец прибыла медицинская бригада. Они сразу же принялись за раны вице-адмирала. Он силой врезался в командную панель, сломав несколько ребер. Осколки пронзили легкие. Не повезло ему. Пробормотал кто-то из врачей, возящихся над раненым. Коммодор Ян. Командующий очнулся и, собравшись силами и превозмогая боль, попытался окликнуть молодого офицера. Принимайте командование флотом. Я? Вы старший по званию из оставшихся офицеров. Кроме того, ваш талант... Его голос становился все слабее. Не договорив, вице-адмирал поэта провалился в обморок. Врач немедленно подозвал роботизированную каталку и приказал санитарам грузить тело командующего. Он вас высоко оценивает, сказал капитан Лао. Вы так думаете? Капитан Лао, не знающий о разногласиях во взглядах Яна и поэты, выглядел озадаченным ответом. Ян тем временем подошел к коммутатору и нажал на кнопку внешней связи. Приборы включились, вновь подтверждая превосходство в надежности техники перед людьми. Внимание всему флоту! Говорит коммодор Ян, офицер штаба адмирала Поэты. Передатчики донесли его голос до всех кораблей. Флагманский корабль попал под удар противника, вице-адмирал Поэты тяжело ранен. По приказу командующего, в его отсутствие принимаю управление флотом на себя. Он сделал глубокий вдох, давая людям время осознать эту новость. Не паникуйте! Если вы будете следовать моим приказам, мы сможем выжить. Сейчас мы в сложном положении, но имеет значение лишь то, кто победит в итоге. Ох, что я несу! Криво усмехнулся Ян. Впрочем, мгновение спустя он вновь принял уверенный вид. Сейчас он не имел права показывать слабость. Мы точно не проиграем. До поступления новых приказов сосредоточьте огонь на противнике прямо перед вами. Голос Яна достиг имперского флота. На капитанском слегка приподнял брови. Если вы будете следовать моим приказом, мы сможем выжить? Кто бы мог подумать, в армии мятежников есть смелые люди. Глаза молодого адмирала сверкнули северным льдом. Думает, что еще в состоянии изменить положение дел? Забавно. Что ж, давай проверим, насколько он хорош, Кирхиаис. Да. Отдай приказ флота сменить формацию. Перестраиваемся верить ином. Ты ведь понимаешь зачем? Хотите прорваться по центру? Да, именно так. Кирхиаис передал приказ командующего, и флот начал перестроение. Сняв шлем, Ян по привычке держал в руках берет, поглаживая свои черные волосы и раздумывая о том, что делать дальше. Когда преимущество незначительно, наиболее выгодными тактиками являются атака по центру или частичное окружение. Исходя из предыдущих действий противника, он предположил, что тот выберет более агрессивный вариант из этих двух. И, кажется, не ошибся. Капитан третьего ранга Лао? Да, командующий. Враг перестраивается в формацию веретюна. Думаю, они собираются идти на прорыв по центру. Прорыв по центру? После победы над четвертым и шестым флотами их боевой дух на высоте. Разумеется, они выбрали эту тактику. Лао задумывался над словами командующего. Янджи, глядя на него, подумал, что неуверенное лицо капитана отражает состояние флота союза после череды поражений. Как вы собираетесь противостоять им? Как раз сейчас думаю над планом действий. Но как нам передать его другим кораблям? Противник может перехватить сообщение? Мы используем одни и те же оптические каналы, а держать связь через посыльных слишком долго. Не волнуйтесь об этом. Мы используем кодированную связь. Прикажите всем кораблям включить схему С4 на своих тактических компьютерах. Таким образом, даже если противник перехватит сигнал, ему потребуется много времени, чтобы понять, что именно мы задумали. Командующий, значит, вы уже просчитали ход сражения и ввели информацию в компьютеры? До начала боя? Является ли этот план по-прежнему актуальным? Иметь какой-то план лучше, чем не иметь совсем никакого, верно? Если вам нечего добавить, то хватит задавать вопросы. Голос Яна неожиданно стал жестким. Выполняйте приказ! Так точно! Капитан Лау ринулся исполнять приказ. Пятерых человек на мостике было явно недостаточно. Пришлось снимать для помощи людей с других постов, хотя там тоже недоставало персонала. Имперский флот спокойно перестроился и двинулся вперед. Флот Союза встретил его огнем, но имперцев это не остановило. Вскоре все пространство между ними прочертили лучи выстрелов. Ударный флот Империи под командованием контр-адмирала Фарнхайта неумолимо продвигался. Враг надвигается на нас! В голосе радиста прорезались паникующие нотки. Ян посмотрел на широкий экран, дающий обзор в 270 градусов. Изображение его отнюдь не порадовало. Враг наступал ускоренным темпом, маневры всех кораблей были выверенными и аккуратными. Корабли Союза по сравнению с ними не похожи были на военных, но одеваться было некуда. Так что же делать? Ян сидел в командирском сидении скрестив ноги, но он был далеко не так спокоен, как говорила его поза. Действия противника пока не выходили за рамки его предположений. Проблема заключалась в его собственном флоте. Если все в точности выполнят его план, то еще не все потеряно, но один неверный шаг приведет к гибели всего флота. Так что же делать? Что ж, тогда придется блефовать. Ответил Ян сам себе. Он не мог предсказать всего и не мог пустить все на самотек. Нельзя требовать от людей невозможного, необходимо помочь им. Экран на потолке был наполнен яркими танцующими огнями. Фотонные лучи пронзали пространство со всех сторон, и флагман второго флота оказался словно в центре огненного торнадо. В ответ на Патрокли тоже приготовили орудие и отправили лучи смерти и разрушения в сторону боевых порядков врага. Ради победы, ради выживания любые жертвы стали теперь оправданными. «Приближается вражеский корабль. Судя по всему, это линкор Валенштайн». Корпус Валенштейна был уже изрядно поврежден, но он упрямо двигался вперед, несмотря на выстрелы, собираясь обрушить на флагман сил союза прямой залп оставшихся орудий. Но реакция последовала моментально. «Залп из всех орудий! Цель приближается!» — отдал приказ капитан Лао, исполняющий обязанность наводчика. Выстрелы пробили и без того искаличный корпус Валенштайна, и огромный линкор взорвался. В наушниках шлем Аян услышал приветственные крики, но почти тут же они сменились удивленными вздохами. За разлетающимися в термоядерном взрыве обломками стал виден еще один вражеский линкор Коринтия, еще раз свидетельствуя об огромном разнообразии моделей, а также отличном взаимодействии кораблей Империи. Слажность действий важнейшее качество для победы. Все это понимают, но не всем удается этого достичь. Возможно, я наблюдаю рождение великого полководца, подумал Ян. Есть храбрые полководцы, а есть умные. Те, кто выходят за эти рамки и заставляют людей поверить в свою непобедимость, великие. Такое определение Ян вычитал когда-то в одной старой книге. Возможно, Райнхард фон Лоенграм еще молод, но его уже можно было назвать великим. Он был угрозой для всего Союза Субботных Планет и одновременно вызывал страх и ненависть у элиты Галактической Империи. Ян с некоторым трудом отвлекся от мысли о ходе истории и вновь переключился на поле боя, где за это время произошли некоторые изменения. Каринтия и Патрокол обменивались выстрелами, но не могли нанести существенных повреждений и постепенно выходили из ближнего боя. На экране, где стратегический компьютер моделировал ход сражения, было видно, что несмотря на некоторые колебания, в целом имперцы наступают. Действия противников были почти синхронными. Каждый раз, когда флот Империи продвигался вперед, флот Союза наоборот отодвигался назад. Все выглядело так, что любому было понятно. Победа в руках у Империи, Союз обречен на поражение. Кажется, это победа, удовлетворенно произнес Райнхарт. Похоже, план с прорывом по центру удался. Разделенный с ним пространством космоса, Ян кивнул капитану Лао. Кажется, мой план начинает притворяться в жизни. Больше он ничего не пояснил. В своей стратегии Ян был уверен, однако его беспокоило, удастся ли его флоту выполнить указания в точности. Победа в текущей ситуации была невозможна, а вот шансы не проиграть еще оставались. Но для этого все должны были действовать четко по плану. Некоторые из командиров были слишком высокого мнения о себе и считали, что не обязаны следовать приказам кого-то столь молодого. Они наперебой предлагали собственные планы. Хотя это было вызвано не столько лояльностью, сколько стремлением выжить. Тем не менее отказаться от их предложений не глядя Ян тоже не мог. На лице Райнхарда вдруг появилось несколько растерянное выражение. Он поднялся со своего кресла вглядываясь в экран. Внутри возникло неприятное чувство. Казалось, все идет по плану. Его флот наступает, а противник не в силах выдержать натиск. Прорыв по центру должен был разрушить порядки флота Союза и рассеять остатки кораблей в стороны. Судя по данным, поступающим на тактический компьютер флагмана от всех кораблей и разведчиков, именно так все и происходило. Но ощущение, что его дурачат, не исчезало. В груди тревожно покалывало. Задумавшись, он стал неосознанно постукивать по зубу пальцем левой руки. Проклятие! Так вот в чем дело! Его приглушенный возглас потонул в шуме переговоров и не был никем услышан. Вражеский флот разделился на две части и обходит нас. Что происходит? Керхи Айс! Среди испуганных и удивленных криков позвал адмирал своего адъютанта. Нас провели! Враг с самого начала собирался разделиться на две группы и зайти нам в тыл. Мы сыграли им на руку своим прорывом. Черт! Молодой командующий силой ударил по пульту. Что будем делать? Нужно ли нам разворачиваться следом за противником? Голос показывая успокаивающий эффект на друга и командира. Не шути так! Ты что считаешь меня таким же глупцом как командующий шестым флотом врага? Ну тогда выбора нет. Продолжаем двигаться вперед? Именно! Кивнул Райнхард и отдал приказ связисту передать его решение всему флоту. Всем кораблям! Полный вперед! Двигайтесь по часовой стрелке следом за противником и постарайтесь зайти ему в тыл! Спустя полчаса флота противников образовали кольцо. Это было странное зрелище. Авангард флота Союза яростно атаковал тылы флота Империи. Авангард Имперцев в свою очередь нападал на отставшие корабли флота Союза. Словно среди звездной ночи две гигантских змеи кусали за хвост друг друга. Первый раз в жизни вижу такую позицию! Выдохнул капитан Лао потрясенно! Да, я тоже! Ответил Ян, хотя его слова были правдой лишь от чести. Да, сам он никогда не видел такое построение, но история человечества хранила много примеров. Были прецеденты и у тактики, использованные лоинграмом для победы над превосходящим противником. К добру или к худу, но с древних времен рождались в эпоху воин-гении, мыслящие не так, как другие, и находящие выход из любых ситуаций. Какая нелепая позиция! Бушевал на мостике Бренхильд Райнхард. Ведь это обернется битвой на истощение огромными потерями при любом исходе. Пробормотал он уже тише. В этот момент ему поступило сообщение о гибели одного из командующих. Ленкор контр-адмирала Эрлаха был уничтожен. И в этом был виноват только он сам. Проигнорировав приказ Райнхарда, он стал разворачивать корабль, чтобы вступить в бой с противником и попал под прямой удар орудий кораблей мятежников. Они были уже близко и разворачивающийся корабль представлял для них легкую мишень. «Ну что за болван?» Подумал Райнхарт. Ошибки, допущенные своими, вынести было труднее, чем успехи врага. Как бы то ни было, полная победа, к которой он стремился, была уже недостижима. Ян с самого начала знал, что его план приведет к битвенной истощении, но этого он и добивался. Ведь командующий силами империи Лоенграм не глуп. Он не может не понять, что нет ничего хорошего в продолжении кровопролития и больших потерях с обеих сторон. Скоро враг начнет отступление. Уверенно сказал он. «Мы будем их преследовать?» спросил у него Лао. «Нет». Покачал головой молодой коммодор. «Подгадаем момент и начнем отступление одновременно с ними. Мы уже сделали все, что могли. У нас нет сил и ресурсов для продолжения». На капитанском мостике Брунгильды состоялся похожий разговор. «Что думаешь, Кирхиайс?» «Думаю, сейчас самое время закончить». Спокойно отозвался тот. «Значит, ты тоже так считаешь?» «Продолжение битвы лишь увеличит потери. Со стратегической точки зрения это невыгодно». Райнхард кивнул. «Но довольным он не выглядел». «Да, все правильно и рационально, но он не был удовлетворен». «Вы разочарованы таким результатом?» «Нет, просто я желал полной победы, и теперь чувствую, будто не хватает последнего штриха». «Ему этого мало?» Кирхиайс был потрясен. «Вы были окружены с трех сторон вдвое превосходящими силами противника, но смогли разгромить один за другим два флота и на равных вести бой с третьим. Вам этого недостаточно? Желать большего было бы жадностью?» «Я понимаю это. Нельзя получить все и сразу». Вскоре после этого, выживающуюся перестрелку, корабли начали постепенно расходиться. Пространство между ними расширялось, будто враги заключили негласные соглашения. С увеличением расстояния стихала и стрельба, вспышки энергетических лучей сверкали все реже. «Он действительно хорош. Здорово проделано». В голосе Райнхарда смешивались тревога и удовлетворение. Затем, после короткой паузы, он обратился к адъютанту. «Как говоришь, зовут этого человека? Того, кто принял командование вторым флотом в середине боя? Комодор Ян Венли». «Ясно. Ян, значит. Не думал, что в их флоте есть такие люди. Отправь ему сообщение от моего имени». «И что ему написать?» спросил Кирхиаис с улыбкой. «Как насчет этого?» «Выражаю свое искреннее уважение командиру вражеского флота. Берегите себя. Буду ждать нашей следующей встречи на поле боя. Будет исполнено». Когда Кирхиаис передал связисту приказ Райнхарда, тот озадаченно склонил голову. «Тактика ведения боя вражеского командира достойна восхищения». Улыбнулся Кирхиаис. «Не часто встретишь столь достойного противника, не так ли?» «Это уж точно», кивнул связист. Райнхарт тем временем отдал новый приказ. «Мы вернемся на Один с триумфом! Всем флотам начать перестроение!» Также он приказал как можно скорее оценить потери и заняться ранеными, а также сделать по пути остановку в доках крепости Зерлон для ремонта кораблей. После этого Райнхарт откинулся на спинку командирского кресла и закрыл глаза. Накопившаяся усталость тут же перешла в атаку. Как было бы здорово, если бы удалось хоть немного отдохнуть. Все равно Кирхиайс разбудит его, если что-то случится. Обратный маршрут определен, остальное могут сделать и без него. Командир проигравших стороны со своей стороны никак не мог оставить все на младших офицеров и лечь спать. Сейчас его главной для этого приходилось проверить огромные участки космоса на месте двух сражений. Ян снял шлем своего скафандра, выпил стакан молока с высоким содержанием белка и задумался. Господин коммодор, то есть господин командующий, имперцы прислали для вас сообщение. Капитан Лао, доложивший о поступившем сообщении, не мог скрыть любопытство. Сообщение? Прочтите пожалуйста. Слушаюсь, выражаю свое искреннее уважение командиру вражеского флота. Берегите себя. Буду ждать нашей следующей встречи на поле боя. Адмирал флота галактической империи Райнхарт фон Лоенграм. Вот как. Не думаю, что я заслужил такую похвалу. Ян прекрасно понял, что хотел сказать Райнхарт. Буду ждать нашей следующей встречи. Очевидно, он имел в виду, что в следующий раз непременно победит. Да, это было немного по-мальчишечье, но нельзя сказать, что Яну это не понравилось. Что будем делать? Отправим какой-нибудь ответ? Спросил Лау. Не думаю, что они ждут ответа. Ян махнул рукой. Пусть все остается как есть. Ясно. Помочь раненым сейчас гораздо важнее. Я хочу спасти столько людей, сколько возможно. Когда капитан Лау ушел, Ян остановил взгляд на командном пульте. В углу лежал план битвы, который Ян передал адмиралу Паэтью перед боем. Губы молодого офицера скривила горькая улыбка. Составляя тот план, он не мог представить себе, как все обернется и сколь ужасающими будут жертвы. Как не мог сейчас представить себе реакцию верхушки военного командования, когда они узнают о случившемся. Битва при Астарте завершилась. В битве участвовали со стороны империи более 20 тысяч кораблей и 2,5 миллионов солдат и офицеров, со стороны Союза более 40 тысяч кораблей и 4 миллионов солдат. Потери империи составили свыше 2200 уничтоженных или серьезно поврежденных кораблей и 153400 солдат. Потери Союза оказались в десятеро больше. 22600 кораблей были непоправимо разрушены, погибло более полутора миллиона солдат. Имперское вторжение на этом закончилось. Глава третья Закат империи Вдоль всей изящной изгибающейся стены и сверхпрочного стекла располагались странные камни, похожие на колокольчики. С этой точки практически не было видной земли и перед наблюдателем открывался великолепный вид на сгущающиеся сумерки. У стены сложив за спиной руки стоял человек. Наконец набернулся, устремив взгляд на замерзшую возле стилизованного под шахматный столик проектора пожилого мужчину. Итак, низким голосом начал стоящий у стены. Значит, имперский флот победил. Но по имеющимся у нас сведениям, они не выиграть. Не так ли, болток? Да, господин председатель, тем не менее, флот Союза, хотя и потерпел поражение, не уничтожен до конца. Сможет ли это повлиять на общий расклад? Возможно, это поможет Союзу в будущем нанести контрудер, а значит, несмотря на явную победу империи, некоторая равновесие сохранилась. Что играет на руку нам, фезанцам? Человек, смотревший на закат, пятый правитель доминиона Фезан, Адриан Рубинский, оторвался от стены и шагнул в комнату. Внешность его была весьма своеобразна, лет сорока с виду, но на голове у него совсем не осталось волос. Кожа его была смуглой, черты лица, брови, глаза, нос и рот слишком крупными. Его никак нельзя было назвать красавцем, но он производил сильные впечатления на собеседников. Как мощной фигурой, так и видимой в нем сперва взгляда волей и энергии. Доминион Фезан был нейтральной торговой страной. Чтобы справляться со сложной политической ситуацией и лавировать между воюющими галактическими державами, нужен был незаурядный характер. А Адриан Рубинский занимал свою должность уже пять лет. Что в Империи, что в Союзе, его не называли иначе, как черный лис Фезана. Значит, вы председатель сарказмом посмотрел на своего доверенного помощника. Нам помогла случайность, а не собственные усилия. Предь, мы не должны полагаться на случайности. Ключ к успеху сбора анализ информации. Вот над чем нужно работать. Адриан не торопясь подошел к шахматному столику. Он был одет в черную водолазку и лиловый костюм. Случайный взгляд никогда бы не увидел в нем главу государства. Я хочу узнать подробности. Произнес он. Болтек тут же протянул руку и нажал на кнопку, включая экран. А вот посмотрите пожалуйста. Это схема расположения флотов перед началом боя. На экране появилась та же карта, какую три дня назад показывал Кирхиайс Рейнхарду. Повинуясь командам Болтека, трехмерное изображение повернулось так, что войска противников находились как бы на одной плоскости. Зеленые стрелки, обозначающие флот Союза Субботных Планет, расположились с трех сторон от красной метки, которой был обозначен флот Империи. Соотношение сил было следующим. 20 тысяч кораблей в Империи, а общая численность трех флотов Союза достигала 40 тысяч. Как видите, разница сил кажется несомненной. Позиционно Союз также имел преимущество, но... Правитель дал своему помощнику знак прерваться и потер лоб. Командующие Союза использовали ту же тактику, что и сто лет назад, во время битвы при Дагоне. Они что, совсем не желают развиваться? Ну, с точки зрения стратегии, они действовали верно. Ну, да, конечно. Стратегии вечно придумывают идеальные планы, вот только на деле почему-то все выходит иначе. А кто командовал Имперским флотом? Я не ошибусь, если предположу, что это был молодой блондин. А да, командовал граф Лоенграм. Рубинский от души расхохотался. Он пришел к власти пять лет назад, после внезапной смерти предыдущего правителя Воленкоффа. Тогда многие были против него, считая, что 36 лет это слишком юный возраст для правителя и поддерживая опытного ветерана политических баталий, который на этом поприще 50 с лишним лет. А теперь граф Лоенграм на 16 лет моложе, чем он тогда, делает весомую заявку на дальнейшее продвижение. Случай превращается в традицию. Похоже, времена бездарных стариков, которым нечем похвастаться, кроме возраста и титула, уходят в прошлое. И вы даже знаете, как именно граф Лоенграм справился с ситуацией? Взволнованно спросил Болтек. Председатель невозмутимо взглянул на своего помощника и подошел ближе, начав показывать на экран. Он воспользовался раздробленностью вражеского флота и разбил их поодиночке. Здесь нет ничего сложного. Болтек изумленно уставился на него. Вы правы, вы говорите в самую суть. Рубинский высокомерно улыбнулся, принимая похвалу как должное. Иногда со стороны можно увидеть то, чего эксперты не видят изнутри. Так и в этой битве. Могло показаться, что имперский флот уже окружен и у них нет шансов на победу. Тем не менее, такое незавершенное окружение являлось наоборот слабостью Союза. Вы абсолютно правы. Еще один важный момент. Командующие Союза явно недооценили способности графа Лоинграма. Впрочем, этого как раз следовало ожидать. Показывайте дальше. Как же Союза удалось избежать полного поражения? Болтек вновь начал отдавать команды и изображение сменилось. Красная стрелка метнулась к ближайшей зеленой и стерла ее с экрана. Затем повернулась к следующей и, зайдя в тыл продолжающей двигаться по задной траектории зеленой, быстро уничтожила и ее. Теперь противники остались один на один друг с другом. В этот момент Рубинский, до того молча наблюдавший за развитием событий, знаком приказал остановиться и тяжело вздохнул. Отличный план и безупречное исполнение. Председатель склонил голову на бок. Но в таком случае имперский флот должен был одержать полную победу. Вряд ли оставшийся флот Союза мог изменить ситуацию. Так почему он не был уничтожен? Кто командовал этим флотом? Сначала командовал вице-адмирал Паэтта. Но вскоре после начала битвы флагман подвергся нападению и командующий был серьезно ранен. Тогда он передал все полномочия офицеру штаба командору Яну Венли. Ян Венли. Кажется я уже слышал это имя. Это тот самый офицер, который восемь лет назад командовал великим побегом с Эль-Фасили. А вот когда это было. Вспомнил Рубинский. Я тогда еще удивлялся какой необычный человек появился в Союзе. И как же герой Эль-Фасили смог изменить ход битвы? Помощник включил воспроизведение и на экране появилась завершающая часть битвы при Астарте. Зеленая стрелка разделилась надвое, пропуская красную, после чего части вновь соединились и напали с тыла. Рубинский хмыкнул. Вот этого он точно не мог предположить. Во флоте Союза есть человек, способный командовать как бог. Перед лицом этот командор Ян Венли сумел сохранить спокойствие и способность анализировать ситуацию, превратив поражение в победу. Да, такой человек точно не чуть не менее талантлив, чем Лоин Грам. Пусть даже им перцам и удалось в конце концов вывернуться из расставленной ловушки. Мы словно наблюдаем за представлением фокусника. Рубинский досмотрел сражение до конца и задумался. Болток отступил на шаг, стараясь не мешать, и ожидая дальнейших указаний. Ян Венли. Он продемонстрировал нам впечатляющее зрелище. Учитывая его предыдущие успехи на эльфасиле, это уже нельзя назвать случайностью. Нужно узнать все об этом человеке. Будет сделано, господин председатель. Организация и оружие могут быть хороши, но нужен еще и тот, кто будет ими пользоваться. Именно его способности делают их силой. Мало иметь когти и зубы, нужно еще самому быть тигром. С этой мыслью Рубинский отпустил помощника. Вокруг звезды Фиас-Зан вращалось четыре планеты. Поверхность трех из них покрывал горячий газ. Лишь одна планета системы имела твердую поверхность и атмосферу, близкую к той, что была на прародине человечества, Земле. 80% азота и 20% кислорода. Вот только углекислого газа в ней не хватало, поэтому на планете не было высших форм растительности. Также на планете было очень мало воды. Терраформирование, начавшееся с рассеивания сине-зеленых водорослей и других простейших растительных форм, позволило создать слой почвы в наиболее влажных областях и начать культивирование растений. Остальную же часть планеты покрывала красная пустыня с выветренными ветрами-скалами, складывающимися в удивительно живописный пейзаж. И звезда, и единственная обитаемая планета системы назывались одинаково, поэтому когда в 371 году по имперскому календарю регион получил автономию, он был назван доминион Феззан. Население его составляло около двух миллиардов человек. Имея лишь небольшой пограничный флот, феззанцы жили благодаря контролю над торговлей между союзом и империей, приносившей им огромный доход. Формально подчиняясь империи, на деле Феззан был практически полностью политически независим, а экономически и вовсе намного превосходил великие державы. С тех пор, как Леопольд Лаап основал Феззан, все последующие правители старательно поддерживали его стабильность. Силы в галактике распределялись следующим образом. 40-80% у империи, 40% у союза и 12% у Феззана. Положение Феззана можно было охарактеризовать словами «не так слаб, чтобы терпеть унижение, но не так силен, чтобы представлять угрозу». Причина процветания Феззана накрылась именно в способности мастерски поддерживать существующее равновесие. Эта способность, которой отличались все правители Доминиона, была сродни искусству. Нельзя было показывать силу, ведь это могло настроить против них и империю и союз, а их обедненные силы могли стереть Феззан в порошок. Нельзя было проявлять слабость, потеряв уважение и значимость, легко расстаться и с независимостью. В случае конфликта Феззан всегда мог обедниться с противоположной стороной и получить преимущество. Хотя даже обеднившись союзом, преимущество над империей не было бы неоспоримым. Но оно было и заставляло с собой считаться. Так что Доминион обладал не только экономическим, но и военно-политическим значением. Это было необходимым условием его выживания. Пусть союз и империя воюют, уничтожить друг друга они не в состоянии, а выгоду от их конфликта получит Феззан. В нынешнюю эпоху постправителя Феззана занимал Адриан Рубинский, который прекрасно разбирался во всех тонкостях своего положения. За неимением военной силы он использовал богатство и хитрость, лавируя в мутных водах политики и экономики. Империя и союз обладали огромной мощью, но в своих политических воззрениях не были способны на компромисс и в затянувшейся кровавой вражде исчерпали человеческие материальные ресурсы, разорив собственный народ. Афизан стоял на обочине, со стороны наблюдая за их взаимным уничтожением, побеждая тем самым обе державы, не потеряв ни единого солдата. Но теперь с появлением Рейнхарда фон Лоинграма и Яна Венли наступала новая эра. Быть может он переоценивал их способности, но нюх черного лиса явственно требовал обратить на этих двоих пристальное внимание. Западное полушарие планеты Один окутал мягкий покров ночи. И на территории Империи, и на территории Союза планеты вращались чередуя дни и ночи. Даже Рудольф Великий, державший в своих руках всю галактику, при всем желании не смог бы изменить движение планет. Так что циклы вращения у всех планет были разные. Сутки на одной могли длиться 18 часов, а на другой 40. Полные совпадения не представляются реальными. С другой стороны, биологический ритм людей был настроен по суточному циклу третьей планеты Солнечной на ней составляли 24 часа. С выходом человечества в космос нарушение биоритма стало серьезной проблемой. На космических кораблях, станциях и планетах, где люди по разным причинам вынуждены были жить при искусственном климате, способны были симулировать 24-часовой день. Днем горел свет, а ночью освещение выключалось. Температура в течение суток также менялась. Ученые даже рекомендовали настраивать систему так, чтобы они моделировали времена года, чтобы у людей не накапливался стресс. Некоторые планеты имели исключительно длинные или исключительно короткие периоды обращения. Поэтому где-то за 24 часа мог два раза наступить рассвет, а где-то наоборот. А на других стандартные сутки могли длиться ночь, а другие сутки день. Планеты, на которых время обращения вокруг оси было близко к земному, казалось бы, были более удобными для жизни. Но на деле получилось так, что и попытки жить по своему времени, деля его на 24 условных часа, и ежедневные корректировки, подстраивающие местное время подземное, более трудны для физического и психического состояния людей. Так что даже спустя много веков после выхода в космос и галактическая империя и союз свободных планет использовали стандартный календарь, состоящий из 365 дней по 24 часа в каждом. Первое января в империи совпадало с первым января в союзе. Мы вырвались из оков Земли, она даже не является больше центральной планетой нашего общества, кроме того, мы живем по новому календарю, так не пора ли создать новый временной стандарт? Люди, считающие, что старое равняется плохому, часто задавали этот вопрос. Но что должно стать основой нового стандарта? И кто способен придумать этот новый стандарт? На эти вопросы ответа не было. Так что в итоге старую систему поддерживало большинство. Здравомыслящие люди полагали, что есть куда более важные проблемы, чем это. «Земля, оковы, мешающие нам двигаться вперед!» кричали те же люди, стремящиеся избавиться от всего старого. И действительно, все меры измерения веса и расстояния, использующиеся повсеместно, также оставались прежними. Рудольф Великий предлагал ввести новые эталоны мер измерения, разумеется, в честь него самого. Его рост должен был составить один Кайзер Фадден, а вес один Кайзер Центнер. Тем не менее, этот проект так и не был реализован. Причина была не в неразумности такого перехода, а в том, что министр финансов Клеве составил смету расходов на одновременное введение новой системы мер по всей империи. Легенда гласит, что увидев сумму в недавно введенных имперских марках, железный Рудольф лишился дара речи. Сегодня многие говорят, что числа Клеве были сильно завышенными. К счастью, в отличие от Рудольфа, который обужествлял сам себя, но был при этом довольно невежественным, Клеве был мягким, но разумным человеком. Благодаря его тихому акту неповиновения, метры и граммы продолжили свое существование. Великолепный императорский дворец Ноэ Сан-Суси выглядел так, будто плывет под ночным небом. Это было огромное отдельно стоящее здание, окруженное множеством больших и маленьких построек, бесчисленными фонтанами, природными и искусственными парками, розовыми садами, а также статуями, цветниками, беседками и безграничными полями газонов. Благодаря мастерскому устройству освещения дворец выглядел так, будто покрыт слоем серебра и искрился, радуя глаз. Из этого дворца осуществлялось управление более чем тысячи звездных систем. Ни один из расположенных поблизости особняков знати не мог быть выше, чем дворец его величества императора Галактической империи, поэтому тем, кто желал расширить жилую площадь, приходилось строить вглубь, создавая подземные этажи. Попытка построить дом выше, чем дворец правителя, была бы сочтена проявлением крайнего неуважения. Ведь даже спутникам запрещалось пролетать непосредственно над императорским дворцом. Одновременно во дворце трудились более пятидесяти тысяч слуг и горничных. Они несли ответственность за ежедневную уборку всех помещений, встречу гостей, присмотр засадом, кормление оленей в дворцовом парке и множество других вещей. Но экстравагантность была символом императора и, в числе прочего, демонстрировала его силу и богатство. Ни лифт и ни эскалаторы не предусматривались. Даже самому императору приходилось пользоваться обычными лестницами. Рудольф Великий считал, что сильное телосложение и здоровье необходимы для правителя. В конце концов, если человек не в состоянии сам поднется по лестнице, как он может нести ответственность за целое государство? Этой ночью все придворные собрались в зале черного жемчуга. На церемонию вручения графу Лоенграму жезла грант-адмирала империи. Граф Лоенграм разбил флот мятежников в битве при Астарте, за что и удостоился столь почетной награды. Хотя звание адмирала флота было лишь на одну позицию выше простого адмирала, оно давало гораздо больше привилегий. Жалование адмирала флота составляло 2,5 миллиона имперских марок в год. Кроме того, офицер, освобождался от ответственности за любые преступления за исключением измены. Помимо этого, разрешалось создать собственный штаб, членов которого можно было свободно назначать и увольнять. Лишь четыре человека в Галактической Империи могли наслаждаться такими правами. Теперь, когда в их ряды вступил Райнхард фон Лоенграм, их стало пятеро. Но граф Лоенграм также был назначен заместителем командующего Императорского космического флота, так что по сути половина из восемнадцати имперских флотов оказывались под его началом. В следующий раз ему дадут титул маркиза, шептались люди по углам зала. С древних времен, вне зависимости от эпохи обстоятельств, успех всегда сопровождали сплетни завистников. Место у подножья трона захватили наиболее знатные высокопоставленные люди Империи. Высшие аристократы, придворные, армейские от императора стояли разбогатевшие простолюдины. Все эти люди стояли по обеим сторонам огромного ковра из красного бархата шириной в шесть метров, которой двести мастеров ткали в течение двадцати пяти лет. Ближе всех к императору стоял маркиз фон Лихтенладе. Маркиз Лихтенладе занимал должности канцлера и временного премьер-министра империи, председательствовал на заседаниях кабинета министров. Следом за ним выстроились министр финансов Герлах, министр внутренних дел Флегель, министр юстиции Румф, министр просвещения Вильгельм, глава дворцовой администрации Нойкельн, глава секретариата Кельмансак и многие другие. Напротив них стояли военные. Военный министр Маршал Эренберг, глава вооруженных сил Гранд-адмирал Штайнхоф. Начальник генштаба империи Гранд-адмирал Классан. Главнокомандующий имперского флота Гранд-адмирал Мюкенбергер. Командующий корпуса гренадеров Генерал Овлессер. Командующий имперской гвардии Генерал Ламсдорф. Начальник военной полиции Генерал Крамер. А также командующий всех восемнадцати флотов и другие офицеры. Прозвучал старинный горн и все замерли, вытянувшись по стойке смирно. Прозвучал резкий голос церемонии мейстера, бьющего прямо по барабанным перепонкам. Повелитель всего человечества, правитель вселенной, хранитель законов и справедливости, святой и неприкосновенный кайзер Галактической Империи Его Величества Фридрих Четвертый. Как только он закончил, зазвучал гимн Империи, и все присутствующие согнулись в глубоком поклоне. Вероятно, некоторые из них про себя отсчитывали секунды. Во всяком случае, все присутствующие подняли головы одновременно. Император к тому времени уже сидел на троне. Тридцать шестому правителю Галактической Империи Фридриху Четвертому было уже шестьдесят три. Лицо его казалось усталым, и выглядел он даже старше своего возраста. Такой вид являлся не последствием времени правления, а результатом тяжелой борьбы за власть. Или, возможно, Фридрих сам хотел казаться старым. Его хрупкое телосложение представляло собой разительный контраст с мощной фигурой основателя династии Рудольфа фон Голденбаума. Жена Императора скончалась десять лет назад от пустяковой болезни. Гриб перерос в воспаление легких, и врачи ничего не смогли поделать. В эпоху, когда даже рак стал излечим, гриб упрямо не желал исчезать из списка болезней. Историки Союза ехидно замечали по этому поводу «Всей власти императора Рудольфа не хватило, чтобы справиться с грибом». После смерти императрицы Фридрих даровал своей любимой наложнице Анне Розе титул графини фон Грюневальд. В действительности положение этой девушки по сути равнялось положению императрицы, но так как она происходила из недостаточно знатной семьи, император не мог взять ее в жены и допустить государственным делам. Вот и сегодня ее прекрасного лица не было видно среди придворных. Его превосходительство граф Райнхард фон Лоенграм. Так как на сей раз кланяться было необязательно, все глаза устремились на вошедшего в зал молодого человека в адмиральском мундире. Придворные дамы при виде его не смогли удержать томных вздохов. Даже те, кто не любил Райнхарда, а таких было большинство, не могли не признать, что он потрясающе красив. Его безупречный элегантный внешний вид больше подошел бы фарфоровой кукле работы великого мастера. Вот только ни у одной куклы не может быть таких сияющих мамы решимостью глаз. Если бы Фридрих IV не был столь очарован его сестрой, наверняка пошли бы слухи, что все звания и титулы Райнхард получает за то, что делит постель с императором. Уверенной походкой военного юный адмирал прошел через ряды придворных, в глазах которых читались совершенно разные эмоции. С тем же спокойным и бесстрастным видом он остановился перед троном и опустился на дно колено в ожидании слов императора. На официальных церемониях никто не имел права говорить без дозволения правителя. Граф Лоенграмм, твой подвиг поистине удивителен. Голос императора был лишен выразительности. Я не заслуживаю вашей похвалы. Без благословения вашего величества я ничего бы не смог добиться. Ответ Райнхарда был столь же бесчувственным, но это было результатом намеренного подавления всех эмоций. Если бы он позволил прорваться своим истинным чувством, его бы не то что не поняли, сразу бы осудили. Но сейчас единственной частью происходящего фарса, которая интересовала Райнхарда, была бумага с воли императора, которую держал в руках глашатый. Внезапно император чуть шевельнулся и промолвил. Хорошо. Я также дозволю тебе увидеться с сестрой. Райнхарду с огромным трудом удалось держать ярость и сохранить спокойствие на лице. Гоня всверкнул лишь в глазах, но он как раз склонил голову, и потому этой вспышки никто не особое разрешение. Мы брат и сестра, но нуждаемся в разрешении, чтобы встретиться? Фридрих, ты отнял у меня мою сестру пользой своим положением, положением, которое не является вашей личной заслугой. Пока что у меня недостаточно сил, но однажды я сброшу тебя с этого трона. Ты узнаешь, каково это терять самое дорогое. Торжественные слова глашатая вернули его в реальность. Запобедоносные действия против флота мятежников в районе системы Астарта жалуем тебя, Райнхард граф фон Лоенграм званием Гранд Адмирала, а также назначаем заместителем главнокомандующего флота империи и командиром половины входящего в его состав флотов. Указ императора Галактической империи Фридриха Четвертого от 17 марта 487 года по календарю империи. Райнхард поднялся и пошел вверх по ступенькам. С глубоким поклоном он принял документы назначения. Теперь он официально был Гранд Адмиралом Галактической империи. Он широко улыбнулся, хотя на самом деле не чувствовал удовлетворения. Это лишь еще один шаг на пути к его цели. Однажды он вырвет власть из рук коронованного глупца, укравшего его сестру. Кто бы мог подумать. Двадцатилетний Гранд Адмирал. Пробормотал генерал Авлессер, командующий корпуса гренадеров. Мускулистый гигант лет под пятьдесят, со шрамом на щеке, оставленным солдатом Союза. Отметена была фиолетовая и казалась свежей. Он намеренно оставил ее такой, чтобы было чем прихвастнуть. Неужели половина доблестного имперского флота станет игрушкой для малышей? А? Ваша превосходительство. Он намеренно подстрекал главнокомандующего, половину войск которого только что отдали Лоинграму. Седые брови Гранд Адмирала Мюкенбергера чуть приподнялись. Но нельзя отрицать, что белобрысый мальчишка обладает талантом. Он не просто разгромил мятежников, но от того, как именно он это сделал, даже опытный Меркац лишился дара речи. С этим я соглашусь. Меркац в самом деле выглядит так, будто лишился зубов и потерял хватку. Слышавшие резкую критику Авлесцера невольно покосились на Меркац молча стоявшего среди офицеров. Но в любом случае, даже если он победил, это еще ни о чем не говорит. Одна победа может быть и везением. Когда вариантов выбора всего два, победители проиграть, а в противниках полные идиоты, шансы на случайность возрастают. Вы говорите слишком громко. Упрекнул его гранд-адмирал. На самом деле он не был не согласен с высказываниями, все же аристократам и старым адмиралам претила легкость, с которой поднимался Райнхард. Но всему свое время и место, поэтому сейчас он поторопился сменить тему. Кстати, о противнике. Вы знаете что-нибудь о том их командире Яне? А, совсем ничего не слышал. А кто это? Авлессор давно позабыл об инциденте на Эльфасиле. Ну, тот, который спас флот мятежников от полного разгрома и заманил в ловушку адмирала Ирлаха. А, вот как. Похоже, он действительно талантливый полководец. Я слышал, даже выскочка Лоенграмбелом впечатлен. Хоть кто-то смог окоротить белобрусова щенка. Если бы дело касалось лишь его, но врагу, к сожалению, горечу сказал главнокомандующий и Авлессор неловко пожал широкими плечами, не нашедшись с ответом. В зале черного жемчуга вновь зазвучала музыка. На сей раз музыканты играли древнюю мелодию о Валькирии в честь офицеров, отдавших жизни за императора и страну. Неприятная для родовитых дворян церемония подходила к концу. Капитан Зигфрид Кирхиайс вместе с другими старшими офицерами ждал в имитистовом зале, отделенном широким коридором от зала, где проходила церемония. Туда ему, не являющемуся ни высшим офицером, ни аристократом, было не попасть. Хотя уже через два дня его должны были повысить сразу на два звания и произвести в контр-адмиралы. Звание, дающее право называться превосходительством и открывающее двери на подобные церемонии для избранных. Каждый раз, когда Рейнхард поднимается на ступеньку выше, восходящим потоком поднимает и меня. Подобные мысли приходили ему в голову не в первый раз, оставляя двоякие чувства. Он ни в коем случае не считал себя бесталанным, но прекрасно понимал, что скорость его подъема нереально быстра, и было бы глупостью относить ее лишь на свои способности. «Капитан Зигфрид Кирхиайс, если я не ошибаюсь», раздался рядом негромкий голос. Кирхиайс обернулся, посмотрев на говорившего. Это был высокий офицер в чине капитана с болезненно бледным лицом и карими глазами. Лет тридцати-тридцати пяти на вид, но его темные волосы уже изрядно подернуло сединой. «Да, вы?» «Капитан Пауль фон Оберштайн. Мы впервые встречаемся с вами». Пока он говорил это, в его карих глазах что-то сверкнуло, ошеломив Кирхиайса. «Прошу прощения», пробормотал офицер, очевидно поняв по выражению лица собеседника, что произошло. «Кажется, мои искусственные глаза барахлят. Мне очень жаль, если я напугал вас». «Они искусственные?» «Мне очень жаль. Это я должен просить у вас прощения». «Право не стоит. Это вполне естественная реакция. Небольшая плата за возможность вести полноценную жизнь». «Вы потеряли зрение на войне?» «Нет, я слеп от рождения». «Если бы я родился в эпоху императора Рудольфа, то вероятно уже был бы уничтожен по закону о предотвращении нежелательных генетических мутаций». Голос снизился почти до предела слышимости, но у Кирхиаиса все равно перехватило дыхание. Критика в адрес Рудольфа Великого была основанием для обвинения в оскорблении императора. «У вас замечательный командир, капитан Кирхиаис». Эти слова Аберштайн произнес чуть громче, но все равно это был лишь шепот. «Хорошими командирами я называю тех, кто в полной мере раскрывает талант подчиненных». Для нынешней империи это довольно редкое явление. Однако в случае с графом фон Лоенграмом это безусловно так. Несмотря на свою молодость, он невероятный человек. Хотя жалким аристократам, цепляющимся за свои родословные, этого не понять. В сигнал тревоги в голове Кирхиаиса звенел не переставая. Как можно быть уверенным, что этого Аберштайна не подослал желающий, чтобы Рейнхард совершил ошибку. «Разрешите поинтересоваться, а где вы служите?» спросил Кирхиаис, небрежно меняя тему. До сего момента я служил в информационном отделе главного штаба. Однако теперь меня переводят в штаб флота крепости из Орлон. На губах Аберштайна мелькнула тонкая улыбка. «А вы осмотрительный человек, капитан». В тот момент, когда осмущенный Зигфрид искал, что сказать, он увидел Рейнхарда. Оказывается, церемония уже завершилась. «Кирхиаис, завтра…» начал была Рейнхард, но прервался, заметив незнакомого бледного человека, стоящего рядом с его подчиненным. Капитан Аберштайн представился, после чего отдал честь и, высказав обычные слова поздравления, повернулся и удалился. Рейнхард и Кирхиаис тоже вышли в коридор. Остаток ночи им предстояло провести в небольшом гостевом домике в углу дворцового комплекса в пятнадцати минутах ходьбы через сад. «Кирхиаис», сказал Рейнхард, когда они вышли под ночное небо. «Завтра я иду навстречу с сестрой. Разумеется, ты идешь со мной. А это точно нормально, если я пойду с вами? Не нужно быть таким скованным, мы же одна семья». Рейнхард по-мальчишески улыбнулся, но тут же перешел на серьезный тон. «Кстати, а с кем ты сейчас разговаривал? Что-то в нем настораживает». «Кирхиаис кратко пересказал разговор и добавил, «В общем, довольно таинственный тип». Изящные брови Рейнхарда несколько раз удивленно приподнимались во время рассказа. «Да уж таинственный, иначе не скажешь». Согласился он, дослушав до конца. «Не знаю, чего он пытается добиться, заигрывая с тобой вот так, но стоит быть настороже. Хотя, конечно, с таким количеством врагов, как у нас, быть настороже и так нужно всегда». Молодые люди одновременно улыбнулись. Особняк графини Анны Розе фон Горен и Вальд располагался в черте дворцового комплекса Ноэ-Сан-Суси в самом углу. Даже на ландкаре требовалось десять минут, чтобы добраться туда. Хотя Райнхард и Кирхиаэс предпочли бы пройтись пешком, но отказываться от милости императора было глупо, так что они сели в дворцовый транспорт. Дом графини стоял на берегу озера в окружении деревьев. Легкий и изящный архитектурный стиль прекрасно подходил его хозяйке. Разглядев фигуру вышедшей встречати Ханны Розе, Райнхард выскочил «Сестра!» При виде брата лицо Анны Розы осветилось радостью, она ласково улыбнулась ему. «Райнхард, ты наконец-то приехал! И Зик тоже!» «Здравствуйте, госпожа Анна Роза! Надеюсь, у вас все хорошо?» «Да, спасибо, Зик. Я уже несколько дней ждала вашего приезда». «А, она все такая же, ни капли не изменилась», подумал Кирхиаэс. «Даже император со всей своей силой и властью не мог опорочить эту чистоту и невинность. Хотите кофе? И есть миндальный торт. Правда, я пекла его сама, так что не знаю, как получилось. Но попробуйте!» «Уверен, что вкусно!» Не задумываясь, вскричал Райнхард. Время словно вернулось на десять лет назад. Маленькую гостиную, где они сидели, окутала теплая и уютная атмосфера. Тихий звон кофейных чашек, чистая скатерть, легкий запах ванили от миндального торта. Комната наполняла простое и неприхотливое счастье. «Я часто слышу, что графиня не подобает готовить самой», с улыбкой сказала Анна Розы, разрезая торт. «Но кто бы что ни говорил, мне это просто нравится. Я не доверяю автоматике. Еда, приготовленная своими руками, куда вкуснее». Попивая кофе с тортом, молодые люди свободно болтали, не обращая внимания на время. И сердца их наполнялись теплом. «Райнхард никогда не думает, прежде чем сказать. Доставляет он тебе хлопот, да, Зик?» «Нет, вовсе нет». «Да ладно, говори уж». Райнхард насмешливо взглянул на смутившегося друга. «Не дразни его, Райнхард. Кстати, как насчет отличного розового вина?» «Мне прислала его виконтесса Шафхаузен. Только нужно сходить за ним в подвал. Или его превосходительству грант-адмиралу такое не по чину?» «Ты тоже любишь дразниться, сестра?» «Не скажу за всех адмиралов, но одним ты всегда можешь распоряжаться». Райнхард легко поднялся и отправился за вином, оставив сестру и друга наедине. «Спасибо, что заботишься о нем, Зик». Анна Роза тепло улыбнулась лучшему другу своего брата. «Да ничего такого. Скорее-то он обо мне заботится. В таком возрасте я уже капитан, хотя даже не из дворян. Иногда я думаю, что мне слишком везет». «А скоро станешь коммодором?» «До меня доходили слухи. Поздравляю». «Спасибо». Пробормотал Зикврид, чувствую, что краснеет. «Брат не скажет о таком, а может и сам не осознает, но он очень зависит от тебя. Больше ему некому довериться. Поэтому прошу, продолжай заботиться о нем». «Неужели вы думаете, что я могу его бросить? Хотя и пользы от меня немного». «Зик, тебе следует быть более уверенным в себе. Да, брат талантлив, возможно, он талантливее всех прочих, но он не столь зрел, как ты. Он словно антилопа, может лишь спешить вперед, не глядя по сторонам. Он был таким всегда, с самого рождения, и у меня плохие предчувствия. Однажды перед ним может встать обрыв, поэтому я и заговорила об этом с тобой. «Госпожа Анны Розы, Зик, пожалуйста, прошу тебе, защити его, чтобы он не упал со скалы. Если увидишь, что его заносит, поговори с ним. Думаю, к твоим советам он прислушается. Если же нет, тогда, тогда, вероятно, это будет его конец». Улыбка исчезла с прекрасного лица Анны Розы, а сапфировые глаза задмила дымка печали. Сердце Кирхиаиса при виде этого резануло резкой болью. Да, все уже не так, как десять лет назад. Они с Рейнхардом уже не дети, а Анны Розы не та соседская девочка, которой была прежде. Одна стала любимой наложницей императора, другой гранд-адмиралом, третий адъютантом гранд-адмирала. И место, где они обитают сейчас, пропитано отдающим гнилью запахом власти. «Госпожа Анна Роза, я сделаю все, что в моих силах, чтобы защитить его», произнес Кирхиаис, стараясь скрыть охватившие его чувства. «Прошу вас, поверьте мне. Я всегда буду верен ему и не разочарую вас. Спасибо тебе. Мне жаль, что приходится взваливать на тебя это, но мне тоже не на кого больше положиться. На самом деле, я хотел бы заботиться о вас обоих», с грустью подумал Кирхиаис. Он решил для себя это с тех самых пор, когда Анны Розы попросил его стать хорошим другом для Рейнхарда. Эх, если бы он десять лет назад был таким, как сейчас. Он ни за что не позволил бы Анны Розы попасть в руки императора. Пусть даже ради этого пришлось бы взять брата и сестру с собой и сбежать в союз. Возможно, тогда он стал бы офицером союза свободных планет. Но в то время он ничего не мог и толком не знал, чего хочет от жизни. Теперь все иначе. Прошло уже десять лет. Все, что было раньше, потеряно. Но почему возраст человека так часто не совпадает с желаемым? Сестра, ты могла бы поставить его на более видное место? Притворное возмущение Рейнхарда было слышно еще до того, как он вошел в комнату. «Спасибо, Рейнхард. За твой труд ты будешь вознагражден. Возьмите бокалы. Хоть мы не можем долго быть вместе, но я радуюсь каждой секунде встречи. Наверное, это и есть счастье», сказал про себя Кирхиаис. Хотя в душе он не мог отвлечься от неприятных мыслей о грядущем бое. Глава четвертая Рождение 13-го флота Здание Центра Стратегического Планирования Союза Свободных Планет находилось в северном полушарии планеты Хайносом, располагаясь в огромном здании, поднимавшемся на 50 этажей над землей и на 80 этажей, уходившем вглубь. Рядом выстроились здания штаб-квартиры тыловой службы, научного центра, управления космической обороны, военной академии, а также Центр Планетарной Обороны. Эти здания образовывали зону, которая была военным центром всего Союза и лежала в 100 километрах от столицы, города Хайносен-Полиса. В огромном зале, занимавшем четыре подземных этажа Центра Стратегического Планирования, вот-вот должна была начаться траурная церемония в памяти солдатах, погибших в битве при Астарте. Прошло два дня после того, как флот, посланный в эту систему, вернулся, потеряв около шестидесяти процентов своей численности. Стоял яркий солнечный день, дорожка, ведущая к актовому залу, была забита толпами пришедших на церемонию людей. Присутствовали члены семей погибших, а также правительственные чиновники и военные, в числе которых был и Ян Венли. Отвечая на вопросы людей, то и дело подходивших к нему, он иногда поднимал глаза к чистому голубому небу. Несмотря на то, что он не мог их видеть, Коммодор знал, что там, над слоями атмосферы, двигались бесчисленные военные спутники, включая и двенадцать спутников-перехватчиков, формировавших ожерелье Артемиды, страшное оружие, являвшееся основой Бару на столице планеты. Военные лидеры Союза часто хвастливо заявляли, что до тех пор, пока у них есть эта система, главная планета Союза свободных планет останется неприступной. Каждый раз, слыша это, Ян морщился и вспоминал события из истории, когда большинство крепостей, считавшихся неприступными, захватывались и уничтожались. Кроме того, он вообще не считал оружие тем предметом, которым стоит хвастаться. Ян слегка хлопнул себя по щекам обеими руками. После шестидесяти часов напряженной работы, даже шестнадцати часов сна оказалось недостаточно, чтобы восстановиться. Кроме того, он почти ничего не ел. После концентратов и симуляторов, необходимых для поддержания организма во время боя и в последовавшей за ним неразберихе, желудок отказывался принимать нормальную пищу. Так что Ян ограничился лишь овощным супом, который разогрел для него Юлиан. Он рухнул в постели сразу, когда брался до дома и отправился на церемонию менее чем через час после вынужденного пробуждения, так что теперь не мог даже вспомнить, сказал ли хоть пару слов мальчику, чьим опекуном не так давно стал. «На, похоже, родитель из меня не получился», со вздохом подумал Ян. В это время кто-то похлопал его по плечу. Обернувшись, он увидел контр-адмирала Алекса Кассельна, знакомого ему по Академии, где тот учился на несколько курсов старше. «Кажется, герой Астарта еще не до конца проснулся». «Где вы видите героя?» «Прямо перед собой». «Наверное, у вас не было времени ознакомиться с репортажами прессы, но все журналисты в последние дни только о вас и пишут». «Обо мне?» «Но я простой офицер, к тому же мы проиграли битву». «Все верно», кивнул Кассельн. «Флот Союза проиграл битву, и именно поэтому нам сейчас необходим герой. Вот если бы мы победили, такой необходимости не было бы. А так командованию нужно что-то, чем можно отвлечь общественность от общей картины. Вам ли об этом не знать, ведь во времена Эль-Фасилия происходило то же самое?» Такой ироничный тон был характерен для Кассельна. Решительный, среднего роста мужчина 35 лет, он служил в штабе стратегического планирования, являясь вторым человеком в команде грант-адмирала Сидни Ситоли, и его главным помощником. Пусть ему чаще приходилось работать за столом, чем на фронте, но в организации поставок и борьбе с бюрократией он преуспел как никто другой, благодаря чему солдатам приходилось испытывать меньше тягот, не связанных непосредственно с боевыми действиями. Мало кто сомневался, что в будущем контр-адмирал Кассельн займет пост начальника штаба тыловой службы. «А это нормально, что вы здесь?» спросил Ян. «Главный помощник ведь на деле означает мальчик на побегушках? Разве вы не должны быть все время заняты в такой день?» В ответ на эту легкую контратаку талантливый военный бюрократ лишь тонко улыбнулся. «Это мероприятие организуем не мы, а бюро церемоний. Оно не для солдат и на самом деле даже не для их семей. Больше всех в нем заинтересован председатель комитета обороны. Все это является политическим шоу с целью набрать очки перед следующими выборами». В памяти обоих всплыло лицо председателя комитета обороны Джоба Трунихта. Высокий и красивый молодой политик. К своим 41 году он сумел забраться очень высоко по политической лестнице. Он занимал жесткую позицию против империи и проводил энергичную провоенную политику. Половина из тех, кто его знал, превозносили Трунихта как великого человека и талантливого оратора. Другая половина люто ненавидела его и считала софистом. В данный момент должность председателя военного совета, высшую в союзе свободных планет, занимал Роял Санфорд. Пожилой политик, выигравший в свое время политическую борьбу и поднявшись на самый верх, он предпочитал умеренную политику и редко принимал неординарные решения. В связи с этим всеобщее внимание все больше притягивал лидер нового поколения Джоб Трунихт. Хотя слушать этого безвкусного подстрекателя вживую, не имея возможности выключить телевизор, хуже, чем работать не покладая рук. Брезгливо добавил Кассельн. Но в этом вопросе с ним согласилось бы меньшинство военных. Ведь несмотря на свои пропагандистские речи об уничтожении империи, Трунихт также ратовал за увеличение привилегий военных, так что многие из тех, чью поддержку он заполучил, носили военную форму. Ян, как и Кассельн, относился к меньшинству. Внутри товарищи сели далеко друг от друга. Кассельн ушел к своему начальнику адмирала Ситоли на месте для почетных гостей, а Ян сел впереди по центру, прямо перед трибуной. Церемония началась традиционно. Председатель Санфорд бесстрастным монотонным голосом зачитал речь, подготовленную для него помощниками, после чего покинул сцену, и на нее вышел Джоб Трунихт. При одном его появлении атмосфера в зале изменилась, а поднявшиеся аплодисменты были даже громче, чем председателю Санфорту. Трунихт, у которого не было в руках никакого текста с речью, звучным голосом обратился к шестидесяти тысячам собравшихся. Господа военные, сограждане, сегодня мы все собрались здесь, чтобы почтить память полутора миллионов воинов, павших в битве у звездной системы Астарта. Они отдали свои драгоценные жизни, чтобы защитить мир и свободу своей родной страны. Он еще только начал свою речь, а Яну уже хотел и заткнуть уши. Он с грустью подумал, что это тоже наследие человечества еще со времен Древней Греции. Слушайте поклоняться оратору, который говорит цветистые, но абсолютно пустые слова. «Я сказал драгоценные жизни, и это действительно так. Жизнь человека это великая ценность. Но, друзья мои, они умерли, чтобы показать нам, что есть вещи даже более ценные, чем человеческая жизнь. Это родина и свобода. Их смерти были столь красивы именно потому, что они отказались от всего ради великой и благородной цели. Они были хорошими мужьями, хорошими отцами, хорошими сыновьями и просто хорошими людьми. Они имели полное право на долгую полноценную жизнь. Но, отбросив все это, они отправились на поле боя и отдали там свои жизни. Сограждане, я наберусь смелости еще раз спросить, почему погибли полтора миллиона солдат? Потому, что командующие операции показали себя круглыми дураками. Пробормотал Ян себе под нос, но слишком громко, и на лицах сидящих рядом офицеров отразился шок. Молодой черноволосый офицер повернулся к Яну, словно хотел что-то сказать, но натолкнулся на его взгляд и, смутившись, быстро отвернулся обратно к трибуне, где, подержав паузу, продолжал речь Трунихт. Да, я уже сказал ответ на этот вопрос. Они отдали свои жизни, чтобы защитить свою страну свободы. Есть ли смерть более возвышенная и благородная, чем это? Есть ли что-нибудь, что более красноречиво показывало бы, как мелко жить только для себя и умереть только для себя? Лишь правовое государство позволяет жить личностям. Своей смертью эти герои показали, что это более важно, чем человеческая жизнь. И я тоже хочу сказать, что наша страна и наша свобода стоят того, чтобы отдать за них жизнь. Мы пережили лишь еще одну битву, но война продолжается. И я хочу сказать тем из вас, кто зовет себя пацифистами и требует заключить мир с империей. Вы, самозванные идеалисты, думающие, что можно сосуществовать с тиранией и абсолютизмом, пробудитесь наконец от своих заблуждений. Каковыми бы ни были ваши причины, в итоге ваши действия приводят лишь к ослаблению союза и играют на руку империи. Добавлю, кстати, что в империи антивоенные пацифистские движения жестоко подавлены. Лишь потому, что наш союз является собой олицетворение демократического государства, у нас допускается оппозиция национальной политики. Не пользуйтесь этим бездумно. Конечно, нет ничего проще, чем говорить красивые слова о мире, ничем их не подкрепляя. Есть кое-что и проще, подумал Ян. Прятаться в безопасном месте и говорить красивые слова о войне. Он чувствовал, как людей вокруг, словно подхваченных полноводной рекой, все больше охватывает волнение. Похоже, нынешние агитаторы, как и многие поколения их предшественников, никогда не устанут искать поддержку своим идеям. Возьму на себя смелость заявить, те, кто выступает против этой праведной войны против тирании и деспотизма Галактической Империи подрывают основы нашего государства. Они недостойны жить в нашем гордом союзе. Лишь те, кто не страшась смерти борется с врагом, чтобы защитить наше свободное общество и государство, которое его гарантирует, являются настоящим гражданином союза свободных планет. Трусы, боящиеся погибнуть за правое дело, осрамляют дух этих героев. Эта страна была построена и выкована нашими предками. Мы помним и чтим историю. Мы знаем, как наши предки заплатили своей кровью за нашу с вами свободу. Наша страна с ее великой историей. Наша свободная родина. Можем ли мы стоять в стороне и отказываться сражаться за то единственное, что стоит защищать? Давайте все вместе бороться за нашу родину. Да здравствует союз! Да здравствует демократия! Империя будет повержена! С каждым возгласом председателя комитета обороны разум слушателей растворялся во всеобщей эйфории. Словно подброшенный единым порывом, весь зал вскочил на ноги, присоединяясь к крикам Трунихта. Их рты раскрывались так широко, будто они хотели перекричать друг друга. Да здравствует союз! Да здравствует демократия! Империя будет повержена! Лес взметнувшегося оружия, бесчетное число подброшенных в воздух бюретов. Крики аплодисменты наполняли зал. В разгар всеобщего безумия Ян молча сидел на своем месте. Его черные глаза холодно глядели на человека на трибуне. Обе руки Трунихта были подняты вверх в ответ на возбуждение зала. Но внезапно его взгляд упал на передний ряд зрителей. На мгновение в его глазах мелькнул лед, уголки его рта презрительно дернулись. Он заметил молодого офицера, не вскочившего вместе со всеми. Если бы Ян сидел в задних рядах, его, возможно, и не заметили бы. Но он был прямо перед трибуной, как наглое повстанческое пятно перед воплощением патриотизма. Сидевший рядом толстый офицер средних лет закричал на Яна. Офицер, почему вы не были такие же, как у Яна на шивке командора? Это свободная сторона, спокойно ответил Ян, переводя на него взгляд. Я свободен не салютовать, если не хочу. Я пользуюсь этой свободой. Почему же вы не хотите салютовать? Запрашиваю свободу не отвечать на данный вопрос. Ян понимал, что говорит слишком грубо, но не мог сдержаться. Кассель наверняка посмеялся бы над ним, назвав ребячеством такое проявление протеста. Но у Яна не было никакого желания вести себя как взрослый, если это означало вскакивать, хлопать в ладоши и кричать «Да здравствует союз!» Если отсутствие реакции на речи Трунихта вело к обвинению в отсутствии патриотизма, то что на это ответить? Взрослые не кричали, что император голый, это был ребенок. «Что вы себе на трибуне Трунихт опустил руки, вытягивая их перед собой ладонями вперед в сторону толпы, и собравшиеся стали понемногу успокаиваться. Даже немолодой комодор, чьи мясистые щеки дрожали от гнева, занял свое место, лишь метнув напоследок еще один яростный взгляд. «Да, мои господа!» Председатель комитета обороны снова начал говорить, но после длинной речи и криков его горло пересохло и голов заметно хрип. Откашлившись, он продолжил. «Наше главное оружие — это воля народа, сплоченная единой целью. В нашей свободной стране, с нашим демократически выбранным всем народом республиканским правительством, мы не можем принуждать вас к чему-либо, какой бы ни была благородной цель. Каждый из вас имеет право не соглашаться с государственной политикой, но все вы, как сознательные граждане должны понимать. Истинной свободы можно добиться, только если отбросить свои личные эго и объединиться, чтобы вместе двигаться к общей цели. Дамы и господа, Троннихт вновь прервался, но на этот раз не из-за сухости в горле. Он увидел, как по проходу в сторону трибуны идет молодая женщина. У нее были светло-каштановые волосы, и лицо достаточно с обеих сторон прохода, по которому она шла, возникли подозрительные шепотки, рябью распространяясь дальше по залу. Кто эта женщина и что она делает? Ян, как и другие зрители, обернулся к женщине, решив, что смотреть на нее всяко лучше, чем на Троннихта. Но разглядев ее, он не смог сдержать удивление. Это лицо он знал слишком хорошо. Господин председатель комитета обороны, звучная сопрано ее голоса было слышно издалека даже без микрофона. Меня зовут Джессика Эдвардс. Я невеста, точнее я была невестой офицера штаба 6-го флота Жанра Берлаппо, погибшего в битве при Астарте. Это красноречивый лидер нового поколения не мог найти подходящих слов для ответа. Это действительно прискорбно, госпожа, однако слова председателя комитета обороны падали в никуда, растворяясь в огромном зале. Шестидесятитысячная толпа молчала. Все они, затаив дыхание, осмотрели на молодую женщину, потерявшую жениха. Я не нуждаюсь в сочувствии, господин председатель, ведь мой жених погиб благородной смертью, защищая свою страну. Ровным голосом ответила Джессика. На лице Джоба Трунихта отразилось облегчение. Он снова поймал свою «Вот как. Да, все верно. Я должен сказать, что вы являетесь примером для всех женщин, потерявших своих близких или дожидающихся мужей с фронта. Ваш дух достоин восхищения и награды». Ян закрыл глаза, чтобы не видеть человека на трибуне. «Как же хорошо жить, когда у тебя нет совести». Но Джессику не удалось бить с толку. Она все так же спокойно продолжила. «Благодарю вас за лестные слова. Но я пришла сюда сегодня, чтобы сдать всем один вопрос. Я бы хотел, чтобы господин председатель ответил на него». «О, и что же это за вопрос? Надеюсь, что я смогу на него ответить». «Где вы сейчас находитесь?» Трунихт удивленно заморгал. Как и многие в зале, он не понял вопроса. «А, что вы имеете в виду?» «Мой жених отправился на поле боя защищать свою родину. Его больше нет в мире живых». «Председатель, а где находитесь вы?» «Вы, восхваляющий смерть. Почему вы здесь?» «Госпожа». Председатель комитета обороны вздрогнул под обращенными на него всеобщими взглядами. «Где ваша семья?» неумолимо продолжала Джессика. «Я пожертвовала своим женихом ради этой войны. А чем пожертвовали вы, столько говорящие про необходимые жертвы? Где сейчас ваша семья? Я не отрицаю ни единого слова из сказанных вами сегодня, но готовы ли вы сами жить так, как предлагаете всем? «Охрана!» закричал Трунихта, глядываясь по сторонам. «Это молодая дама не в себе. Отведите ее в комнату отдыха. Мое выступление окончено. Дирижер, национальный гимн! Играйте национальный гимн!» Кто-то взял Джессику за руку. Она попыталась вырваться, но потом увидела лицо этого человека и успокоилась. «Идем отсюда», негромко сказал Ян Венли. «Не думаю, что это место тебе подходит». Торжественная музыка, вводящая людей в экстаз, начала наполнять зал. «Люди Свободы». Национальный гимн Союза Свободных Планет. «Друзья, однажды мы одолеем угнетателей, освободим планеты и поднимем флаг Свободы. Мы сражаемся сейчас ради прекрасного будущего, сражаемся сегодня ради счастливого завтра. Друзья, давайте вознесем хвалу свободным душам. Давайте покажем всем наш свободный дух». Толпа начала петь вместе с музыкой. В отличие от недавних разрозненных криков, сейчас они пели в унисон. «В темные земли тирании мы принесем рассвет свободы». Повернувшись спиной к трибуне, Яна и Джессика шли по проходу к выходу из зала. Люди бросали на них взгляды, но сразу же снова поворачивались вперед и продолжали петь. Уже выходя в бесшумно открывшуюся дверь, они услышали последнюю строчку гимна. «Мы свободные люди, мы никогда никому не покоримся». Исчезли последние отблески заходящего солнца, и повсюду разлилась вечерняя прохлада. На небе появились скопления прекрасных серебристоголубых звезд. В это время года созвездия, похожие на шелковый пояс, светило особенно ярко. Столичный космопорт Хайнесона был наполнен суетой. В огромном зале ожидания сгрудились самые разные люди, прибывшие из других планет и те, кто еще только собирался отправиться в путешествие. Пришедшие проводить и встречающие. Обычные люди в гражданской одежде, солдаты в черных беретах и техники в комбинезонах. Сотрудники службы безопасности по-прежнему стояли на месте в стратегически важных точках с раздражением, глядя на толпу. Работники космопорта ходили, проталкиваясь сквозь скопления людей. Повсюду бегали дети, мешая всем и внося хаос и в без того напряженную обстановку. Роботизированные тележки перевозили багаж. Ян, обратилась Джессика Эдвардс к молодому человеку, сидящему рядом с ней. А, ты, наверное, разочаровался во мне сегодня. Почему ты так решила? Не я одна потеряла близких, но другие семьи сидели спокойно, с мужеством перенося горе. Одна я устроила скандал на виду у всех. Тебе наверняка было неприятно все это слушать. Ничего не станет лучше, если просто сидеть и молчать. Подумал Ян. Кто-то должен высказать свое мнение о правительстве и возложить на них ответственность. Но когда он открыл рот, то все, что он смог сказать, было вовсе нет. Они сидели рядом в зале ожидания космопорта. Джессика сказала, что через час отправляется на соседнюю с Хайнессоном планету. Торнузам. Там она работала учителем музыки в начальной школе. Если бы Жан Робер Лап остался жив, то она бросила бы эту работу и вышла замуж. Ты проделал долгий путь, не так ли, Ян? Сказала Джессика, галидя на семью из трех человек, проходящую перед ними. Ян не ответил. Я слышала о том, что ты сделал при Астарте. Да и до этого выделялся на фоне остальных. Жан Робера всегда восхищался тобой. Он говорил, что ты гордость вашего выпуска. Жан Робер был хорошим человеком, и Джессика приняла мудрое решение, выбрав его. Подумал Ян с оттенком безысходности. Джессика Эдвардс, дочка значея офицерской академии, учившаяся в музыкальной школе. А теперь она сама учительница музыки, потерявшая жениха. Не учитывая тебя, всем остальным в Адмиралтействе должно быть стыдно. Потереть более миллиона человек в одной битве, это же уму непостижимо. У них совсем совести нет. Ян подумал, что это не совсем так. Не считая совсем уж варварских действий, вроде нарушения договоров и убийства безоружных, нельзя говорить о войне с точки зрения совести. Глупый командир потеряет миллион союзников, а хороший убьет между ними. А с точки зрения абсолютного пацифизма я не стану убивать, даже если ради этого придется умереть. Между ними не было и вовсе никакой разницы. Оба они массовые убийцы. То, что глупцу должно быть стыдно за отсутствие способностей, вопрос не относящийся к морали. Вряд ли, однако, Джессика это поймет, даже если попытаться объяснить. Да я на сам не знал, раздумья прервала объявление по космопорту. Джессика встала, ее пассажирский лайнер готовился к отбытию. До свидания, Ян. Спасибо, что проводил. Береги себя. Стань отличным командующим. За себя и за Жана Робера. Ян внимательно наблюдал, как Джессика торопится на посадку. Отличным командующим, да? Понимает ли она, что это то же самое, что сказать «Иди и убей еще больше людей?» Видимо, нет, точно не понимает. Ведь это то же самое, что попросить сделать женщинами Империи то же, что сделала война с ней. И когда это случится, на кого обратятся их гнев и печаль? Простите, возможно ли, что вы командор Ян Венли? Раздался рядом чей-то голос. Ян медленно повернулся и увидел пожилую, со вкусом одетую женщину, державшую за руку мальчика лет пяти-шести. Эм, да, это так. А, я так и думала. Смотри, Уилл, это героя Старты, поздоровайся с ним. Мальчик застенчиво спрятался за ее спину. Меня зовут миссис Майер, мой муж и мой сын, отец этого мальчика, были солдатами и погибли с честью в войне с Империей. Я услышала в новостях о ваших подвигах и очень благодарна вам за то, что вы сделали. Я не могла и надеяться, что смогу встретиться с вами лично. Ян замер, не зная, что на это ответить. Уилл тоже говорит, что останет солдатом, что собирается сражаться с Империей и отомстить за папу. Комодор Ян, я понимаю, что это наглость, но не могли бы вы позволить ему пожать руку героя? Я думаю, рукопожатие с вами стало бы для него отличным стимулом. Ян не мог поднять глаза на эту женщину. Видимо, приняв его молчание за согласие, она попыталась подтолкнуть внука к молодому полководцу. Однако мальчик крепко вцепился в бабушкино платье, хотя и смотрел при этом на Яна. Что такое, Уилл? Думаешь, если будешь поступать так, ты сможешь стать храбрым солдатом? Госпожа Майер, сказал Ян, мысленно утирая под солба. Когда Уилл станет взрослым, будет мирное время. Не нужно будет становиться солдатом. Береги себя, малыш. Повернувшись на каблуках, он торопливо покинул это место. Проще говоря, сбежал. Но в таком отступлении он не видел бесчестия. Да, мирное время настанет, даже если нам, живущим сейчас, придется заплатить за него своими душами. Когда Ян вернулся в свой офицерский дом в блоке 24 на улице Серебряного моста, его часы показывали 20.00 по стандартному времени Хайнессона. Весь этот жилой район был выделен для правительственных чиновников и офицеров, которые жили одни или имели маленькие семьи, и налетевший ветерок принес освежающий аромат свежей зелени. Но все же этот район нельзя было назвать особо роскошным. Вокруг было много зелени и свободные земли, но лишь из-за постоянной нехватки средств на новое строительство, как и на ремонт имеющегося жилья. Сойдя с тротуара, Ян пересек неухоженный общий газон. Ворота, оснащенные айдисканером, приветствовали хозяина офицерского дома Б6 скрипом и жалобами на переутомление. Ян подумал, что их скоро придется менять, и даже если придется заплатить за это собственного кармана. От бухгалтерии ты денег явно не дождешься. С возвращением, комодор! Поздоровался с ним Юлиан, вышедший на крыльцо, чтобы встретить его. Я уже думал, что вы сегодня не вернетесь, но все равно приготовил ваше любимое ирландское рагу. Отлично, я как раз проголодался, но почему ты думал, что я не вернусь? Мне позвонил контр-адмирал Кассельн, ответил мальчик, принимая из рук Яна форменный бюрет и сказал, что вы ушли с церемонии под руку с красивой женщиной. Вот же гад! Поморщившись пробормотал Ян, входя в прихожую. Четырнадцатилетний Юлиан Минс был воспитанником Яна, среднего роста для своего возраста, с льняными волосами, темно-карими глазами и тонкими чертами лица. Кассельны остальные иногда в шутку называли его Пажом Яна. Два года назад Юлиан попал в дом к Яну благодаря особому закону о детях военнослужащих. Как правило, его называли Законом Треверса по имени государственного деятеля, предложившего его. Союз свободных планет уже полтора столетия находился в состоянии войны. Это, разумеется, вело к огромному числу погибших и других жертв войны. Закон Треверса был придуман, чтобы одним выстрелом убить двух зайцев, помочь сиротам, не имеющим близких родственников, и добыть людские ресурсы. Дети-сироты воспитывались в домах солдат и офицеров. Правительство выделяло опекунам на их содержание определенную сумму денег, и до 15 лет они жили, как все прочие дети, посещая обычные школы. Но потом они должны были сделать выбор. Те, кто добровольно пошел в армию или поступили в офицерскую академию, техническое или иное учебное заведение с военной направленностью, освобождались от необходимости возвращать вложенные в них средства. Для военных даже женщины были важным человеческим ресурсом в тыловых службах, а также медицинской, транспортной, диспетчерской, аналитической, службе связи и многих других. В общем, можешь считать это чем-то вроде средневековой системы ученичества, хоть и более порочной, так как при нем с помощью денег стараются ограничить будущее людей. Со здоровым сарказмом объяснил Яну Кассельн, недавно назначенный в штаб тыловой службы. Как бы то ни было, человек не может жить без пищи, а значит его должен кто-то кормить. Так что давай, уж одного ты можешь взять. Да у меня и своей-то семьи нет. Вот именно, значит ты не выполняешь свои обязанности перед обществом по содержанию жены и ребенка. К тому же правительство помогает материально, будет стыдно, если ты никого не возьмешь. Хватит уже жить вольным холостяком. Понял, но только одного. Если хочешь, можешь взять двоих. Одного уже много. Вот как? Тогда я хотя бы подыщу такого, кто я за двоих. Четыре дня спустя после этого разговора мальчик по имени Юлиан появился в доме Яна. В тот же день он нашел себе и место в своей новой семье. Учитывая, что прежнего единоличного хозяина жилища с трудом можно было назвать способным или трудолюбивым в домашних делах, все находилось в ужасном состоянии. Хотя у него была домашняя компьютеризированная система, он всегда ленился вводить в нее команды для управления различными бытовыми приборами, так что в итоге она не приносила никакой пользы, а дом тем временем покрывался слоем пыли. Юлиан решил заняться этим, в том числе и ради собственного комфорта. Через два дня после появления в доме нового жильца Ян отправился в командировку. Вернувшись неделю спустя, он нашел свой дом оккупированным силами аккуратности и эффективности. Я распределил данные в вашем компьютере по шести разделам, доложил двенадцатилетний командир оккупационных сил хозяину дома, застывшему на пороге с ошеломленным видом. Первое управление домом, второе управление приборами, третье безопасность, четвертое сбор данных, пятое исследование и шестое развлечение. В первом пункте находятся бытовые учеты общей настройки, во второе кондиционер, стерильная машина, сушилка и прочие приборы, в третьей охранные сигнализации и огнетушитель, в четвертой новости, погода и информация из магазинов. Пожалуйста запомните все это, капитан. Ян в то время был капитаном. Он молча сел на диван в гостиной, раздумывая над тем, чтобы сказать этому невинно улыбающемуся маленькому захватчику. Думаю, я навел порядок во всем доме, но если что-то пропустил, только скажите, могу я что-нибудь для вас сделать? Как насчет чашечки чая? Ян запоздало подумал, что в доме может не оказаться ни одной чистой чашки, но мальчик уже возвращался с кухни, неся чайный сервиз, почищенный и выглядящий почти как новый. Затем на его глазах Юлиан с удивительным мастерством заварил чай. Отпив глоток из поставленной перед ним чашки, Ян решил сдаться этому маленькому мальчику. Уж слишком хороши оказались вкус и аромат. Как позже рассказал Юлиан, его отец был лейтенантом космофлота и еще большим поклонником чайной церемонии, чем сам Ян. Он то и научил сына разбираться в сортах чая и способах заваривания. Спустя полугода после того, как Ян принял стиль ведения хозяйства Юлиана, к нему в гости заглянул Алекс Кассельн, желавший поиграть в трехмерные шахматы. Обведя взглядом комнату, он выразил свое мнение удивленным присвистыванием и саркастическим заявлением. Впервые в истории человечества в это жилище пришла чистота. Правду говорят люди, утверждая, что ребенок настолько же зрел, насколько неумел его родители. Яну нечего было ответить. Прошло еще два года. Юлиан вырос более чем на 10 сантиметров и в его чертах оставалось все меньше детского. Его оценки, судя по всему, также были хороши. Судя по всему, потому что его опекун говорил, что до тех пор, пока не случилось чего-то плохого, не стоит рассказывать о всяких мелочах, а также потому, что воспитанник нередко приносил домой разные награды и медали. По словам Кассельна, он был учеником, превзошедшим своего учителя. Сегодня в школе меня спросили, что я намерен делать со следующего года. Для Юлиана было необычно прерывать воспитателя во время обеда, и вилка Яна замерла, не донеси от Дарта кусочек рагу. Он внимательно посмотрел на мальчика. Выпускной будет в июне следующего года, так ведь? Да, но есть система, благодаря которой можно выпуститься на полгода раньше, если сдать все экзамены. Вот как? Его безответственный опекун был ошломлен. Значит, ты хочешь закончить школу и стать солдатом? Верно. В конце концов, я ведь сын солдата. Не существует закона, по которому ребенок должен обязательно идти по стопам родителей. Мой отец, к примеру, был торговцем. Если тебе нравится что-то другое, займись этим, сказал ему Ян, вспомнив лицо Уилла, мальчика, встреченного им недавно в космопорту. Но если я не пойду на военную службу, вам придется выплатить все вложенные в меня деньги. Значит, я заплачу их. Что? Не смотри свысока на своего опекуна. У меня достаточно сбережений, чтобы оплатить это. И в первую очередь тебе нет необходимости заканчивать школу раньше срока. Почему бы не провести это время весело? Щеки мальчика покраснели от смущения. Я не могу взваливать на вас такой груз. Не возражай, малыш. Дети должны жить за счет родителей, пока не вырастут. Большое спасибо, но все же... Но что? Ты так сильно хочешь стать солдатом? Юлиан с подозрением взглянул на него. Почему-то это прозвучало так, будто вы не любите солдат. Не люблю. Короткий ясный ответ Яна озадачил юношу. Но если это так, то почему вы им стали? Все очень просто. У меня не было способностей к чему-либо еще. Ян доел рагу и вытер рот салфеткой. Юлиан убрал со стола и включил посудомоечную машину. Потом достал шкафчик и чай и стал заваривать красноватый напиток из листьев шеллонг. Как бы там ни было, хорошенько обдумаю все еще раз. Нет причин с этим торопиться. Хорошо, я подумаю. Но, Комодор, в новостях говорили, что граф Лоенграмм вступил в ряды армии в 15 лет. Насколько я знаю, это правда. И там показывали его фотографию. Вы знали, что он очень красив? Ян много раз видел лицо Райн Харда фон Лоенграма. Не вживую, конечно, а лишь на снимках и голограммах. Он даже слышал, что этот имперец более популярен среди женщин и штаб-квартир и тыловой службы, чем любой офицер союза. И это казалось вполне вероятным. Ян никогда не видел более красивого молодого человека. И что? Даже я не так уж плохо выгляжу. Разве я не прав, Юлиан? Хотите молока к чаю? Или предпочтите бренди? Бренди. В этот момент замигала лампа охранной сигнализации и раздался предупреждающий сигнал. Юлиан подбежал к монитору и схватил пульт управления. В инфракрасном спектре ночного видения было видно множество фигур. На головах у всех были надеты белые капюшоны с прорезями для глаз. Юлиан? Да? Ты случайно не знаешь? Может в эти дни у клоунов появилась мода сбиваться в толпы и наносить благотворительные визиты? Это отряд рыцарей патриотов. Не знаю цирковой труппы с таким названием. Это новое экстремистское движение националистов. В последнее время они стали довольно известны. Занимаются тем, что преследуют людей, выступающих против правительства или ведения войны. Но это не имеет смысла. Зачем вам врываться к нам? Вас они даже хвалили, так в чем же дело? Сколько их там? Небрежным тоном спросил Ян. На территорию дома вошло 42. Ответил мальчик, взглянув на цифру в углу экрана. То есть уже 43. Нет, 44. Комодор Ян! Усиленный мегафоном голос заставил слегка завибрировать армированное стекло с тем. Да слышу я, слышу. Пробормотал Ян, хотя его, конечно, не было слышно на улице. Мы корпус рыцарей патриотов, люди, которые по-настоящему любят свою страну. Мы осуждаем тебя. Ты совершил поступок, подрывающий единство и боевой дух наших граждан. Возможно, твои военные достижения сделали тебя слишком высокомерным. Уверен, ты понимаешь, о чем мы говорим. Ян почти почувствовал удивленный взгляд Юлиана на своей щеке. Комодор Ян, ты выразил презрение к священной панихиде. В то время, как все участники церемонии в едином порыве поддержали пламенную речь председателя комитета обороны и клялись уничтожить империю, ты единственный остался сидеть. Не является ли твоя надменность насмешкой над волей нашего народа? Мы осуждаем тебя. Если тебе есть что ответить, выйди и скажи нам это. Сразу предупреждаю, бесполезно пытаться вызвать полицию. У нас есть способ вывести из строя систему связи. Понятно. Похоже, за спинами этих рыцарей патриотов или как их там скрывается еще более ярый патриот своей страны Джоб Трунихт. Уж больно похоже их выступление, словно эти пафосные и поверхностные речи писал один и тот же человек. Единственный, кто остался сидеть и с надменным видом насмехался над волей народа? Вы правда так делали, Комодор? Спросил Юлиан. Ну, да, в некотором роде. Зачем вы снова себя так вели? Не важно, что у вас в мыслях, что мешало вам притвориться. Стали бы и похлопали. Другие видят только внешние проявления, вы же сами знаете. Малыш, ты говоришь точь-точь, Кассельн. Причем тут контр-адмирал Кассельн? Это понятно даже детям. В чем дело? Вновь раздался голос снаружи. Не выходишь? Осталось еще немного стыда в твоем сердце. Даже если ты раскаиваешься, мы примем твои извинения, только если ты выйдешь к нам и повинишься. Ян щелкнул языком и собрался встать, но Ильян схватил его за рукав. Комодор, как бы вы не злились, нельзя использовать оружие. Не Малыш, с чего ты взял, что не получится просто поговорить с ними и разрешить дело мирно? Но вы ведь не хотите говорить с ними? Ян не нашелся с ответом, а в следующий момент окно из армированного стекла с громким звоном треснуло. Стекла в дыме невозможно было разбить камнем, но предмет влетевший в комнату и не был камнем. Металлический шар размером с голову человека пролетел через всю комнату и врезался в полку, разбив стоящие на ней керамические изделия и с глухим стуком упал на пол. «Ложись! Это опасно!» крикнул Ян. Они едва успели укрыться за массивным диваном, когда шарик взорвался. Разлетевшимися во все стороны осколками уничтожило лампы, тарелки, стулья и все остальное, находившееся в комнате. Ян лишился дара речи. Рыцари-патриоты использовали гранатомет с особым зарядом, который иногда использовали военные инженеры, чтобы сносить небольшие здания без угрозы пожара. Повреждения были относительно невелики и поверхностны, значит, они настроили заряд на минимальную мощность. В противном случае вся комната превратилась бы в груду обломков. Но, как бы то ни было, откуда у гражданских вообще взялось армейское вооружение? Взглянув на Юлиана, чтобы убедиться, что тут в порядке, Ян заметил, что мальчик все еще сжимает в руках пульт управления системами дома. Ему в голову пришла одна мысль, и он прищелкнул пальцами. Юлиан, дай-ка мне пульт. Так, где тут выключитель поливного устройства? 2А4. Вы хотите им ответить? Да, нужно научить их хорошим манерам. Понял. Ну, как тебе? Теперь ты готов с нами поговорить? Если нет, то готовься ко второму. Голос оборвался визгом. Разбрызгиватели, установленные на максимальную мощность, ударили людей в белых капюшонах толстыми струями воды. Мгновенно промокшие и растерявшиеся, они слепо заметались туда-сюда. Ну что, поняли, как опасно злить настоящего джентльмена, полагаясь лишь на количество хулигана? Негромко проворчал Ян. Издали раздались звуки полицейских сирен. Скорее всего, полицию вызвали жители соседних домов. Тем не менее, тот факт, что власти начали действовать лишь сейчас, показывал, что эти самозваные рыцари-патриоты оказались неожиданно сильной группировкой. Впрочем, если за ними действительно стоит Трунихт, то это вполне объяснимо. Пока же они спешно разбегались. Вероятно, сегодня у них не будет настроения праздновать очередную победу. Прибывшие наконец сотрудники полиции не поверили, что за происшествием действительно стоят рыцари-патриоты, утверждая, что эти люди истово любят свою страну. Если это так, как вы говорите, обиделся Ян, то почему они не идут добровольцами во флот? Разве настоящие патриоты станут нападать среди ночи на дом, в котором живут дети и громить все вокруг? Да и вообще, если они делают такое правое дело, то почему носят маски? Пока Ян припирался с полицейскими, Юлиан начал разбирать беспорядок в доме. «Я тоже помогу», сказал Ян, поняв бесполезность попыток что-то доказать. «Не стоит, вы будете лишь мешать». Юлиан махнул на него рукой. «Сядьте пока на стол, пожалуйста». «На стол?» «Не бойтесь, я быстро все закончу». «И что я буду делать на столе?» «О, я приготовлю чай, и вы посидите и спокойно попьете его, пока я прибираюсь». Ян, вороча себе под нос, залез на столешницу массивного и потому оставшегося целым стола и сел, поджав под себя ноги. Но, увидев осколок керамики в руках Юлиана, возмутился. Это был красный фарфор периода Ван Ли династии Минь, единственная часть коллекции отца, которая не была подделкой. Когда в десять часов вечера позвонил по видеофону Кассельн, Юлиан уже почти закончил уборку. «Привет, парень, где сейчас твой опекун?» «Он вон там». Юлиан махнул рукой в сторону стола, на котором сидел глава семьи, скрестив ноги и неспешно прихлебывая чай. Кассельн в течение пяти секунд молча смотрел на эту сцену, а потом медленно спросил. «Это у вас обычай такой сидеть на столе?» «Только по определенным дням недели». С невинной улыбкой ответил Ян. «Ладно, но я звоню не поэтому. Тебя срочно вызывают в оперативный штаб. Я уже выслал за тобой машину. Она должна подъехать с минуты на минуту». «Почему так срочно?» «Тебя вызывает лично начальник штаба Осетоли». Когда Ян возвращал на блюдце чашку, стук вышел громче, чем обычно. Юлиан на мгновение застыл от удивления, но быстро пришел в себя и поспешил принести форму Яна. «Что начальнику штаба от меня нужно?» «Я знаю лишь, что дело срочное. Ладно, увидимся в штабе». Кассель надключил связь, а Ян скрестил руки и ненадолго задумался. Когда он обернулся, Юлиан уже стоял рядом, держа в руках мундир. Пока Комодор переодевался, прибыла машина. Вечер получался насыщенным сразу в нескольких отношениях. На пороге он обернулся. «Наверное, это надолго. Не жди меня». «Так точно, Комодор», ответил мальчик, но у Яна появилось ощущение, что мальчик не собирается поступать, как ему сказано. «Юлиан, думаю, когда-нибудь мы посмеемся над тем, что случилось сегодня». «Но возможно, это случится не скоро». «Похоже, наступают плохие времена». Он сам не понимал, почему он вдруг это сказал. Но мальчик серьезно взглянул на него и ответил. «Комодор, я наверное говорю много неуместного, но пожалуйста, не беспокойтесь об этом. Я хочу, чтобы вы шли по пути, который считаете правильным. И я больше, чем кто-либо еще, верю в верность вашего пути». Ян посмотрел на мальчика и хотя он хотел что-то сказать, в конце концов просто взъерошил его льняные волосы и пошел к ожидающей у дороги машине. Юлиан стоял на крыльце, пока задние огни автомобиля не растворились в темноте ночи. Гранд-адмирал Сидни Ситоли, начальник штаба стратегического планирования Союза Свободных Планет, был пожилым чернокожим человеком почти двухметрового роста. Хотя и не из тех людей, чей талант виден сразу, но он был надежным организатором и неплохим стратегом, а люди доверяли его простому, но полному достоинства характеру, он пользовался всеобщей поддержкой, хотя и не был дико популярен. Должность начальника штаба стратегического планирования самый высокий пик, к которому могли стремиться миллионы мужчин и женщин в форме. Военное время человек, занимающий этот пост, также являлся заместителем главнокомандующего вооруженных сил Союза. Ну а главнокомандующим был председатель Верховного Совета, то есть глава государства. Еще одним его заместителем наряду с начальником штаба являлся председатель комитета обороны, глава военной администрации. К сожалению, в настоящий момент в Союзе Свободных Планет двое заместителей главнокомандующего находились не в самых хороших отношениях. Им необходимо было взаимодействовать, ведь без этого военная машина начинала буксовать. Но поделать ничего было нельзя. Отношения от Рунихта и Ситоли людей с очень разными характерами чаще всего описывались как вооруженный нейтралитет. Когда Ян вошел в его кабинет, адмирал Ситоли приветствовал его ностальгической улыбкой. Много лет назад, когда Ян учился в офицерской академии, Ситоли был ее директором. Присаживайтесь, контр-адмирал Ян. Ян послушно занял предложенное кресло. Вызвал вас, так как хотел кое-что сообщить. Приказ о вашем назначении выйдет только завтра, но все уже решено. Вас производят в контр-адмиралы. Полагаю, вы знаете причину. Потому что я проиграл? Ответ Яна вызвал у старого адмирала страдальческую улыбку. Вы несколько не изменились со времен академии. Все так же с умиротворенным видом вы даете едкие замечания. Но ведь это правда, не так ли, директором? То есть ваше превосходительство? Почему вы так считаете? В одном древнем трактате о войне говорится, что если кого-то начинают заваливать наградами, значит командование находится в отчаянном положении. По-видимому, крайне необходимо отвести взгляд общественности от поражения. В тоне Яна не слышалось ни намека на извинения, что вновь вызвало страдальческую гримасу адмирала. Потом он скрестил на груди руки «В некотором смысле вы правы. Мы потерпели сокрушительное поражение, какого не знали много лет, и гражданские военные люди находятся в крайнем расстройстве. Чтобы немного успокоить их, государству нужен герой. Иными словами, вы контр-адмирал Ян». Про этих словах на губах Яна мелькнула улыбка, но довольным он не выглядел. «Наверное, вам не нравится становиться искусственным героем, но если такова необходимость, то это ваш долг как солдата. Кроме того, ваши достижения в любом случае заслуживают награды. Если бы мы не повысили вас, у людей возник бы вопрос, реагируют ли комитет обороны и оперативный штаб на успехи и неудачи военных. Кстати, насчет комитета обороны, что сказал по этому поводу председатель Трунихт? В таких вопросах личное мнение отдельного человека не имеет значения. Даже если он председатель комитета обороны, он в первую очередь государственное лицо. Насчет сохранения лица перед обществом все верно, но вот натравить на меня этих рыцарей патриотов ему ничего не помешало. Кстати, я хотел спросить о другом. С видимым облегчением оставил тему своего недруга Ситоли. Тот план операции, который вы представили вице-адмиралу Паэти перед боем. Как по-вашему, наш флот победил бы, если бы следовал ему? Да, наверное, ответил Ян так скромно, как только смог. Адмирал Ситоли глубоко задумался, пощипывая подбородок, а потом спросил. Но мы ведь еще можем воспользоваться им, если выпадет возможность. И когда придет время, мы отплатим Лоенграму за это поражение. Это может сработать против графа Лоенграма, если успех сделает его дерзким, если он вновь захочет малыми силами разбить больше, то план еще можно будет привести в жизнь. Однако, однако, однако я не думаю, что это произойдет. Победа малыми силами над превосходящим врагом, конечно, выглядит эффектно, но это скорее из области фокусов, чем военной стратегии. И я думаю, что граф Лоенграм это прекрасно понимает. В следующий раз, когда он решит напасть, он наверняка приведет огромный флот. Это правда. Собрать больше войск, чем противника, это основа военной стратегии. Дилетанты, однако, больше приветствуют то, что вы назвали фокусами. Они считают неумехой того, кто не может победить превосходящего противника. Так что, когда вы проигрываете вдвое уступающему по численности врагу, на лице пожилого адмирала ясно отразилась тоска. Чтобы по этому поводу не думали сами военные, в глазах граждан и правительства они выглядят тускло. Контр-адмирал Ян, мы не ошиблись с точки зрения основ стратегии. Мы послали против врага вдвое большую силу. Так почему же, несмотря на это, мы потерпели столь разгромное поражение? Потому что облажались в применении этой силы. Прямо ответил Ян. Имея преимущество, мы не смогли его использовать. Видимо, наше превосходство сыграло с нами дурную шутку. Мы слишком уверились в победе и успокоились. И не считая эпохи так называемой кнопочной войны, а также того периода бурного развития радарных устройств, всегда существовало два главных принципа использования войск на поле боя. Сконцентрировать силы и быстро переместить их. Граф Луэнграм наглядно продемонстрировал нам, как это делается. Хм. И посмотрите, что делали мы. Продолжал Ян. Пока враг уничтожал четвертый флот, два других тратили время, следуя первоначальному плану. Разведка передвижений противника и анализ этой разведки были выполнены неудовлетворительно. Поэтому всем трем флотам пришлось сражаться в одиночку и без подкреплений. Вот что случается, когда забывают о принципах концентрации и мобилизации сил. Ян умолк. В последнее время он редко бывал столь многословен. Видимо, он все же немного волновался. Ясно. А вы проницательны. Покивал Ситоле. Но я хотел сказать вам еще кое-что. Хотя это, в отличие от присвоения вам нового звания, еще не решено. Планируется создать новое боевое соединение из остатков четвертого и шестого флотов. 13-й флот. И командование этим флотом будет доверено вам. Ян склонил голову на бок. Но разве для того, чтобы командовать флотом, не нужно иметь звание от вице-адмирала и выше. Новый флот будет уступать обычному в численности примерно вдвое. В его состав войдут 6300 кораблей и 700 тысяч солдат, так что звание не будет играть роли. И первым заданием 13-го флота станет захват крепости Изерлон. Совершенно спокойным тоном добавил Ситоли. Молодому контр-адмиралу потребовалось некоторое время, чтобы осмыслить сказанное и переспросить. Вы говорите, чтобы я с половинным флотом захватил крепость Изерлон? Именно. Вы верите, что это возможно? Я верю, что если этого не сможете вы, то не сможет никто. Я в тебя верю, ты сможешь. Старые привычные клише. Подумал Ян. Сколько ж людей поддались этому сладкому шепоту и в итоге отдали жизнь, пытаясь сделать невозможное. А вот те, кто подтолкнул их, никогда не несли ответственности. Ян задумчиво молчал. Как я понимаю, вы не уверены в своих силах. После этих слов начальника штаба Ян еще больше не знал, что ответить. Если бы он не был уверен, он бы сразу так сказал. Но у него была уверенность и надежда на успех. Он знал, что если бы командиром был он, то флот Союза в прошлом не потерпел бы поражения во всех шести атаках на Изерлон. Но Ян не хотел играть по правилам, навязываемым ему начальником штаба. «Если вы совершите столь выдающийся подвиг, как захват Изерлона во главе нового флота», медленно заговорился Толли, почти до неприличия пристально вглядываясь в лицо Яна, «то независимо от того, что он будет думать о вас лично, даже у председателя комитета обороны Трунихта не останется выбора, кроме как признать ваши способности». А значит и позиция начальника штаба усилится по сравнению с председателем комитета обороны. «Происходящее скорее относится к политике, чем к военной стратегии. Ну и хитрёт же наш бывший директор». «Я сделаю всё, что смогу», после долгой паузы сказал Ян. «Правда? Вы сделаете это?» Ситолли с довольным видом кивнул. «Тогда я прикажу Кассельну поторопиться с организацией и снабжением флота. Если вам что-то понадобится, просто обратитесь к нему, а я окажу любую поддержку». «То же нам придётся отправляться. До утверждения нового начальника штаба остаётся около семидесяти дней, и он явно стремится вновь получить назначение на этот пост. А значит операция по захвату Изерлона должна быть завершена до этого. Если посчитать, что на саму операцию необходимо дней тридцать, то у нас остаётся не более сорока дней до вылета с Хайнессона. Тронихт вряд ли выступит против этой операции и кадровых решений по ней. Ведь разумеется, Изерлон невозможно взять половинным флотом, а когда операция закончится провалом, он сможет публично разделаться с Ситоли и Яном. Так что он теперь может смело поднять тост за то, что его противники сами вырыли себе могилы. А Ян вновь некоторое время не сможет пить чай с заваренной Юлианом. И это было для него очень досадно. Глава пятая Захват Изерлона Изерлон Это название было дано крепости жизненно важной для существования империи. Звезда Альтена, находящаяся на расстоянии 6250 световых лет от столичной планеты империи Одина, изначально была одиночным светилом, не имеющим планеты спутников. Но ее астрономическое положение и стратегическое значение привели к тому, что Галактическая империя построила в этой системе искусственный мир 60 километров диаметром в качестве базы для своих операций. Если посмотреть сверху на проекцию галактики, то будет видно, что крепость Изерлон находится в узкой области, где влияние империи сменяется зоной подвластной Союзу свободных планет. Остальное пространство, расположенное между территориями Союза и Империи, не приспособлено для космических полетов. Это межзвездное кладбище известно как Саргасово пространство. Когда-то будущие основатели Союза потеряли многих своих товарищей, пересекая его. Позже этот кусочек истории, наиболее удовлетворяющий первых лиц Империи, тоже сыграл некоторую роль в их решении построить крепость именно в этом регионе и оттуда угрожать Союзу. Переменные звезды, красные гиганты, нарушение гравитационных полей, но через Саргасово пространство тонкой нитью пробегает доступная для путешествий область, в самой середине которой и расположилась крепость Изерлон. Чтобы попасть из Союза в Империю или наоборот, необходимо использовать маршрут, проходящий через Доминион Физан, но для военных целей он по многим причинам не используется. Физанский коридор и Изерлонский коридор. Правительство и военное руководство Союза делают все, чтобы выяснить, существует ли какой-либо другой путь, помимо этих двух, соединяющий Союз и Империю. Но не точности звездных карт, а также видимое и невидимое вмешательство Империи и Физана не позволяют им найти его. С точки зрения Физана, положение которого зависит от возможности быть торговым посредником между враждующими государствами, открытие третьего коридора не та вещь, которой можно позволить произойти. По этой причине реализация не раз озвученного штабом Флота Союза заявления «Мы должны вторгнуться на территорию Империи» напрямую была связана с захватом Изерлона. За прошедшие со времени строительства 30 лет армия Союза Сободных Планет шесть раз пыталась организовать крупномасштабную атаку, чтобы захватить крепость. Но все эти попытки оказались неудачны, дав лишь повод имперцам хвастаться тем, что изерлонский коридор усеян трупами солдат-мятежников. Ян Венли дважды принимал участие в операциях по захвату Изерлона. Во время пятой атаки он был капитаном третьего, а во время шестой первого ранга. Дважды он стал свидетелем массовой гибели людей и понял всю глупость попыток взять эту крепость одной лишь силой. Мы не можем захватить Изерлон извне, думал он. Но как же тогда нам его захватить? Помимо сил самой крепости, в ней также базировался сильный флот в составе пятнадцати тысяч кораблей. Крепостью и флотом командуют два адмирала. Может ли быть какая-нибудь возможность, которую они не учли? Граф фон Лоенграмм тоже использовал Изерлон в качестве передовой базы во время недавнего вторжения. И теперь Ян любой ценой должен захватить эту зловещую имперскую крепость, что нависает угрозой над всем союзом, несмотря на то, что у него для этого есть лишь половина флота. «Честно говоря, я не думал, что ты так легко согласишься на это задание», сказал контр-адмирал Кассельн, задумчиво глядя в документы назначения. Они сидели в его кабинете в штабе. «Господа председатель комитета обороны и начальник штаба имеют свои виды на это дело, хотя полагаю, ты видишь их мотивы насквозь». Сидящий напротив Ян улыбнулся, но ничего не ответил. Кассельн бросил на стол документы и с глубоким интересом уставился на бывшего младшего товарища по офицерской академии. «Наши войска шесть раз пытались захватить из Ирлон, и шесть раз мы терпели неудачу. А ты собираешься сделать это всего лишь с половиной флота? Ну, думаю, я попробую». Услышав этот ответ, Кассельн сузил глаза и сказал, «Значит, ты считаешь, что у тебя есть шанс? Каков же твой план?» «Это секрет». «Даже от меня?» «Мое положение заставляет ценить такие вещи», ответил Ян. «Что ж ты имеешь на это право? Если нужны будут какие-нибудь поставки, только дай знать. Я сделаю все, что смогу. И даже не стану требовать взятку. В таком случае, пожалуйста, достань для меня один имперский военный корабль. Наверняка же есть немало захваченных. Кроме того, мне понадобится около двухсот комплектов имперской военной формы». Теперь глаза Кассельно широко распахнулись. «В какой срок?» «В ближайшие три дня». «Я не стану просить платы за сверхурочные, но хотя бы коньяк тебе придется мне поставить». «Я куплю тебе две бутылки». «И кстати, у меня есть еще одна просьба». «Тогда три». «Тех экстремистах, называющих себя рыцарями-патриотами». «А, да, я слышал. Наверное, это было ужасно». Так как Юлиан оставался дома один, Ян попросил договориться с военной полицией о патрулировании района в его отсутствие. Он подумал было пристроить мальчика на время в другую семью, но решил, что получить согласие на это самого Юлиана, командовавшего в доме когда-то мне было хозяина, маловероятно. Кассельно ответил, что, конечно, присмотрит за ситуацией, а потом взглянул на Яна, словно что-то вспомнив. «Кстати, особо уполномоченный Фюззана в последнее время расспрашивал о тебе». «Вот как». Ян, в свою очередь, тоже интересовался Фюззаном. Этот доминион был создан великим торговцем земли Леопольдом Лаапом, но многие факты его биографии и происхождения капиталов так и оставались неизвестны. Стоял ли за спиной Лаапа кто-то, кому было необходимо создание этого государства. Ян, некогда желавший стать историком, часто думал о таких вещах. Хотя, естественно, ни с кем их не обсуждал. «Похоже, ты заинтересовал черного лиса. Он может попытаться разузнать о тебе больше». «Интересно, а на Фюззане хороший чай?» «Ароматизированный ядом, скорее всего». «Кстати, так что ты планируешь делать?» поинтересовался Кассельн. «В этом мире редко что идет по плану, но все же я постараюсь, чтобы все удалось». С этими словами Ян встал и откланялся. Впереди его ждали горы работы. Тринадцатый флот неспроста был в половину меньше обычного. Большинство составляющих его солдат и офицеров были из числа бывших из четвертого и шестого флотов, сильно пострадавших в битве при Астарте. Остальные же были новобранцами, не имеющими боевого опыта. А назначенный командовать имя контр-адмирал может и был талантлив, но в глазах других он оставался почти ребенком, не достигшим еще и тридцати. И потому уши молодого командующего тринадцатого флота достигали удивлений и насмешки опытных адмиралов. Интересно будет посмотреть, как младенец, недавно выбравшийся из пеленок, станет пытаться убить Лева голыми руками. Если таков приказ, то это понятно, но идти на подобное добровольно, боже упаси. Но Ян не расстраивался. Чтобы не сомневаться в этой операции, вообще нужно быть завзятым оптимистом. Думал он. Единственным, кто поддерживал Яна, был адмирал Бьюкок, командующий пятого флота. Нелюдимый семидесятилетний адмирал был известен своему порстому вспыльчивостью. Обычно, когда ему салютовал кто-то вроде Яна, он отвечал равнодушным салютом и подозрительным взглядом, словно говорящим «Это еще что за молокосос». Но когда в Белом Олене, клубе для высокопоставленных офицеров, другие адмиралы стали подшучивать над тринадцатым флотом и Яном Венли, этот страшный старик сказал «Надеюсь, скоро вы все окажетесь в дураках. Вы смеетесь над саженцем красного дерева лишь потому, что он невысок». Собравшихся охватило молчание. Они вспомнили способности, проявленные новым командующим в битве при Астарте и в некоторых других. После слов старого адмирала их отношение изменилось. Они допили свои бокалы и разошлись, ощущая в груди некоторую неловкость из-за того, что им сказали нечто, отчего они не могли просто отмахнуться. Ян, до которого дошла эта история, даже не попытался поблагодарить Бьюкока. Он знал, что седой адмирал лишь посмеется над ним за такую попытку. А лучшей благодарностью для него станет подтверждение его слов. Хоть оппозиция и умолкла на время, общая ситуация к лучшему не изменилась. Мрачный факт того, отправляется штурмовать неприступную крепость, никуда не делся. Ян много думал о том, кого же ему взять в штаб 13-го флота. Заместителем командующего стал коммодор Эдвин Фишер. Опытный и квалифицированный офицер, хорошо проявивший себя, сражаясь в составе 4-го флота. Начальником штаба Ян выбрал коммодора Мурая. Быть может, тому, в чем ты не хватало оригинальности, но этот строгий человек обладал холодным и четким разумом. В помощники ему был назначен Федор Патричев, имевший репутацию хорошего бойца. От Мурая Ян ожидал помощи в планировании операции и принятии решений. Он полагался на его здравый смысл. Патричев должен был воодушевлять солдат, но на Фишера возлагалась забота о снабжении. Думаю, я могу быть доволен подбором кадров, подумал Ян. Он обратился к Касселину с просьбой подыскать ему способного молодого офицера и через некоторое время получил ответ. У меня есть такой офицер. Окончил офицерскую академию в 794 году со вторым результатом. Надо сказать, гораздо лучше тебе. В настоящее время служит в информационном отделе главного штаба. Офицером, который вскоре предстал перед Яном, оказалась красивая молодая женщина с карими глазами и чуть вьющимися золотисто-каштановыми волосами. Даже обычная черно-бежевая военная форма союза на ней выглядела изящно. Ян снял очки и внимательно посмотрел на нее. «Младший лейтенант Фредерико Гринхилл назначен на должность адъютанта контр-адмирала Яна Венли», отрапортовала она. Ян надел очки обратно, пытаясь скрыть выражение лица. Он крепко заподозрил, что Кассельн прячет под военной формой черный заостренный хвост. Дочь Дуайта Гринхилла, заместителя начальника штаба стратегического планирования, Фредерико в свои годы уже имел репутацию человека, обладающего великолепной памятью и аналитическими способностями. Так был окончательно утвержден состав 13-го флота. 27-го апреля 796-го года КЭЭ контр-адмирал Ян Венли, командующий 13-м флотом Союза Свободных Планет, отправился атаковать имперскую крепость Зерлон. Официально считалось, что недавно созданный флот будет проводить масштабные маневры в звездной системе, далекой от границ с Империей. Флот отошел от Хайнесона, используя варп-навигацию и 3 дня двигался в противоположном от Изерлона направлении. Затем маршрут был перерассчитан и, сделав 8 дальних и 11 коротких варп-прыжков, 13-й флот вошел в Изерлонский коридор. 4 тысячи световых лет за 24 дня. Неплохо, пробормотал Ян. Это было не просто неплохо. Тот факт, что этот наспех собранный флот вообще смог добраться к месту назначения, к тому же не потеряв ни одного корабля, был достоин всяческих похвал. Успех этот был заслугой опытного коммодора Фишера, славившегося такой работой. Так как он был экспертом, то ему Ян и поручил дела такого рода, одобрительно кивая и принимая все его предложения. Сам же молодой адмирал сосредоточился на одном, как захватить крепость Узерлон. Когда он впервые рассказал свой план офицерам штаба Мураю, Фишеру и Патричеву, они пришли в недоумение. Фишер, приближающийся к пожилому возрасту, седыми волосами и усами, Мурай, худой, нервный человек, близкий по возрасту к Фишеру. Патричев, с длинными баками на круглом лице и с формой казалось готовый лопнуть под напором тела. Все трое на какое-то время застыли и просто смотрели на своего молодого командира. Момент прошел, а затем Мурай задал очевидный вопрос. А что если это не сработает? Тогда все, что нам остается, бежать поджав хвост. Но если мы сделаем это, то что? Не переживайте об этом. Наше задание с самого начала выглядело невыполнимым. Вам терпит фиаско. За все будут отвечать лишь два человека. Я и начальник штаба Ситоли. Отпустив офицеров, Ян вызвал своего адъютанта, младшего лейтенанта Фредерику Гринхилл. Будучи личным помощником, Фредерика первая узнала план Яна, но не высказала никаких возражений, даже не проявила беспокоенности. Нет, даже не так. Она предсказывала успех с уверенностью больше, чем у него самого. Почему вы так уверены в успехе? Ян не удержался от вопроса, хотя и понимал, что с его стороны он прозвучит странно. Потому что восемь лет назад на Эльфа Силе вы добились успеха, адмирал. Это все же несколько надуманная причина. Может и так. Но тогда вы заранили зерно непоколебимой веры в душу одной маленькой девочки. Ян насмешливо поднял брови. Я была на Эльфа Силе вместе с матерью. Там жила ее семья. Пояснила девушка с золотисто-каштановыми волосами своему сомневающемуся начальнику. И хорошо помню молодого лейтенанта, командовавшего эвакуацией. Он жевал в сухомятку бутерброд, так как у него не было толком времени, чтобы поесть. Но лейтенант должно быть давно забыл 14-летнюю девочку, которая принесла ему бумажный стаканчик с кофе, когда он подавился этим бутербродом. Ян не смог сходу придумать ответ. И наверное он не помнит, что сказал после того, как этот кофе спас ему жизнь. Что же он сказал? Терпеть не могу кофе. Лучше бы вы принесли чай. Ян замешкался, пытаясь скрыть смех. Я в самом деле сказал такую грубость? Да, сказали, сжимая в руке пустой стаканчик. Вот как? Прошу прощения, хотя вам стоило бы найти лучшее применение вашей блестящей памяти. Слова были разумны, но излишни. Фредерико уже успел одоказать возможности своей памяти, обнаружив несовпадение на шести из четырнадцати тысяч изображений из Эрлона. Вызовите полковника Шонкопфа, попросил Ян. Ровно через три минуты полковник Вальтер фон Шонкопф уже стоял перед ним. Он был командиром Розенриттеров, рыцарей Розы, полка, относящегося к наземным войскам Союза. Возраст чуть за тридцать, высокий, с благородными чертами лица, из тех, о ком другие мужчины отзываются, как о надменном сукином сцене. Рожденному в семье имперских аристократов ему бы больше пошло стоять на капитанском мостике в форме адмирала империи. Розенриттеры были созданы в основном из потомков имперской знати, бежавшей в Союз. Полк имел полувековую историю. Эта история была частично написана золотом, а частично состояла из чернильных пятен. До настоящего времени у полка было двенадцать командиров. Четверо из них погибли в бою, сражаясь за свою новую родину. Двое дослужились до генеральского звания и вышли в почетную отставку. Шестеро же перешли на сторону империи. Кто-то тихо, а кто-то и прямо в разгаре боя. Вокруг нынешнего тринадцатого по счету командира постоянно витают слухи, не станет ли и он перебежчиком. Согласия по этому поводу не было, как и по поводу того, почему число тринадцать несчастливое. Одна из теорий гласила, что причиной стало то, что термоядерная война, практически уничтожившая жизнь на планете Земля и послужившая толчком для оставшихся в живых, чтобы полностью отказаться от этого оружия, длилось тринадцать дней. Другая утверждала, что все потому, что основатель древней и давно забытой религии был предан тринадцатым учеником. Полковник Вальтер фон Шанкапф прибыл. Уважительный тон его голоса плохо согласовался с насмешливым выражением лица. Должно быть, он намеренно ведет себя так, прощупывая собеседника. Подумал Ян, глядя на этого бывшего гражданина империи на три-четыре года старше него. Хотя большого доверия это не вызывает. Мне нужно кое-что обсудить с вами, полковник. Что-то важное? Думаю, да. Речь захватит крепости Зерлон. Несколько секунд Шанкапф осматривал глазами каюту. Наконец, он сказал, «Да, это действительно очень важно. Но нормально ли спрашивать мнение младшего офицера вроде меня? Именно ваше мнение меня очень интересует. Вот, послушайте». Ян начал описывать план. Через пять минут Шанкапф закончил слушать объяснения Яна, и в его корих глазах появилось странное выражение. Казалось, он изо всех сил старается скрыть крайнее потрясение. «Предупреждая ваш ответ, скажу вам, капитан, я знаю, план не назвать грандиозным. Это скорее уловка, причем не слишком сложная», сказал Ян, снимая свой черный форменный берет и вертя его на пальцы. «Но иначе неприступный изерлон взять не получится. Если это не сработает, я ничего другого придумать не смогу». «Вы правы, вероятно, другого пути нет». Шанкоп задумчиво потер острый подбородок. «Чем больше люди полагаются на неприступность крепости, тем больше рискуют ошибиться сами. Шанс на успех существует. Однако, однако, слухи прочат меня на роль седьмого предателя. В этом случае все было бы бесполезно. И что бы вы тогда стали делать? Тогда у меня были бы проблемы». Фон Шанкоп болезненно улыбнулся, видя смертельно серьезное лицо Яна. «Да уж еще те проблемы, но все-таки неужели вы не думали о каком-то альтернативном плане, как выкрутиться из этой ситуации? Думал и не смог придумать ничего толкового. Если вы нас предадите, останется только бежать оттуда со всех ног». Берет соскользнул с пальца и упал на пол. Бывший имперец поднял его и, смахнув несуществующую пыль, вернул старшему офицеру. «Прошу прощения, не думайте об этом. Итак, вы говорите, что абсолютно мне доверяете?» «Честно говоря, не совсем». Прямо ответил Ян. «Но иначе план закончится не начавшись, так что остается только довериться вам. Поставим на предположение, что вы нас не предадите». «Понятно», сказал Шонкопф, «Хотя выражение его лица не говорило о том, что он однозначно принял слово Яна. Розен Риттер задумчиво смотрел на своего молодого командира, то ли пытаясь разгадать его истинные намерения, то ли понять собственные чувства. «Могу я задать один вопрос, адмирал?» «Спрашиваете?» «Полученный приказ практически невыполним. Вам дали плохо подготовленный флот, вдвое меньше стандартного по количеству кораблей и сказали захватить с ним винить вас, если бы вы отказались. Конечно, у вас есть этот план, но все же... Что вами движет? Жажда славы? Стремление получить высокий пост?» Пристальный взгляд Шанкопфа пронизывал насквозь. «Не думаю, что дело в желании получить высокий пост», ответил Ян безразличным голосом, словно он говорил о себе со стороны. «Мне более чем достаточно того, что люди называют меня превосходительством в неполные тридцать. Больше всего, если нам удастся остаться в живых по окончании этой битвы, я хочу уйти в отставку». «В отставку?» «Да, именно. Буду получать неплохую пенсию с прибавкой за чин. На спокойную жизнь мне и еще одному человеку вполне хватит. Хотите уйти на пенсию в таких обстоятельствах?» Ян улыбнулся, услышав голос Шанкопфа. Было слышно, что он правда пытается понять. «Насчет обстоятельств. Если наши силы займут изерлон, то отрежут единственный по большому счету путь, по которому имперцы могут нападать на нас. Если союз не сделает какой-нибудь глупости, вроде того, чтобы использовать крепость в качестве базы и самим вторгнуться в империю, война утихнет. Во всяком случае, не будет больших сражений». Шанкопф молча слушал. «Дальше все будет зависеть от дипломатических умений наших политиков. Получив преимущество в военном отношении, можно заключить мирный договор на неплохих для нас условиях. Тогда-то я и смогу с чистой совестью уйти в отставку». «Но будет ли этот мир вечным?» За всю историю человечества вечного мира не существовало никогда, так что я не строю иллюзии по этому поводу. Тем не менее, случились отрезки мира и процветания, долящиеся по нескольку десятков лет. Если вы должны оставить какое-то наследие для будущего поколения, то лучшее, что мы можем для него сделать, подарить мир. И будущее поколение будет нести ответственность за этот мир перед следующим. Если каждое поколение будет помнить об этой ответственности перед следующим, то долгая эпоха мира может стать реальностью. Если же они забудут и разбазарят унаследованное от предков, род человеческий вернется на круги своя. Но это тоже в порядке вещей. Ян закончил играть с беретом и надел его на голову. Короче говоря, то, на что я действительно надеюсь, это мир на ближайшие десятилетия. Но даже такой недолгий мир будет в миллион раз лучше войны. В моем доме живет 14-летний мальчик, и я не хочу видеть, как он уходит на войну. Вот и все. Ян закончил и на какое-то время установилась тишина. Потом Шонкоп сказал, «Прошу прощения, адмирал, вы либо самый откровенный человек на свете, либо софист уровня Рудольфа Великого». Командир Розенриттеров усмехнулся. «Как бы то ни было, этот ответ лучше, чем я мог надеяться. В таком случае я приложу все силы. Ради мира, пусть и не вечного». Ни один из двух профессионален, чтобы хлопать друг друга по плечам и лежать руки, придя к согласию. Так что они сразу перешли к обсуждению деловых вопросов, уточняя детали операции. На Эзерлоне находились два адмирала вооруженных сил империи. Первый, Тома фон Штокхаузен, был комендантом крепости. Другой же, Ганс Дитрих фон Зеэкт, командовал базирующимся на Эзерлоне флотом. Обоим было около пятидесяти. Оба отличались высоким ростом, только в талии Зеэкт заметно превосходил Штокхаузена. Отношения между ними не были дружескими, но это было скорее в силу традиции, чем личной неприездни. Два равных по рангу начальника в одном и том же месте не могли ужиться по определению, так что бодались они по любому поводу. Их конфликт распространился и на войска под их командованием. С точки зрения гарнизона крепости, флот был несносным приживалой, сражающимися снаружи, но как только запахнет жареным, прибегающим прятаться в безопасное место. Флотские же в свою очередь считали солдат гарнизона космическими кротами, играющими в войну, сидя в безопасном убежище. Лишь две вещи узкими мостиками объединяли их. Гордость защитников неприступной крепости Эзерлон и желание сражаться с проклятыми мятежниками. И действительно, во время нападения врага они сообща упорно сражались, несмотря на взаимное презрение и проклятие. И это приводило к огромным военным успехам. Всякий раз, когда в руководстве армии поднимался вопрос об объединении должностей и назначении единого командующего, предложение проваливалось. Это происходило из-за того, что уменьшение командирских мест представляло проблему для высокопоставленных должностных лиц, а также потому, что существующие конфликты между комендантом крепости и командиром флота никогда еще не приводили к фатальным результатам. 14 мая по стандартному календарю. Двое командующих фон Штокхаузен и фон Зе Экт находились в своем конференц-зале. Первоначально это была часть салона для офицеров но из-за удобного расположения на середине пути от рабочих кабинетов командиров его перестроили в полностью звуконепроницаемый зал совещаний. Такая мера была принята потому, что друг к другу командующие ходить не любили, а постоянно пользоваться видеосвязью, находясь в одной крепости, было неудобно. В течение последних двух дней коммуникации в непосредственной близости от крепости были сильно искажены, не позволяя связаться с кем-либо снаружи. Не было сомнений, что мятежники готовят очередное нападение. Тем не менее, пока что никаких признаков врага обнаружить не удавалось. Командиры встретились, чтобы обсудить положение дел, но повернуть разговор в конструктивное русло никак не удавалось. «Вы говорите, что мы должны выступить первыми, так как противник наверняка близко. Но как мы можем сразиться с ними, если не знаем, где именно они находятся?» Сказал Штокхаузен. «Именно поэтому мы и должны вывести флот из крепости», возразил ему Зеэкт. «Нужно выяснить, где они скрываются. Раз мятежники готовятся к атаке, они наверняка собирают большие силы». На это комендант самоуверенно пожал плечами. «Какие бы силы они не собрали, все закончится как обычно. Шесть раз они приходили сюда и шесть раз были побиты. Даже если они намерены напасть снова, это значит лишь то, что число их поражений достигнет семи. Да, эта крепость поистине невероятна». Тон командира флота явно подразумевал, что заслуга в победах над мятежниками не в каких-то особых способностях гарнизона и его командующего. «Как бы то ни было, а тот факт, что враг где-то рядом, не вызывает сомнений, так что я хотел бы мобилизовать флот и найти их. Но если вы не знаете точного местоположения противника, найти его можно лишь случайно. Давайте еще немного подождем». Начавший ходить по кругу разговор прерывал звонок от дежурного офицера связи. Он доложил, что была получена странная передача. Несмотря на сильные помехи и перерывы в трансляции, удалось установить следующее. Легкий крейсер класса Бремен, направляющийся с Одином на Изерлон с жизненно важным сообщением, подвергся атаке мятежников в Изерлонском коридоре и в настоящий момент пытался скрыться от преследований и попасть под защиту крепости. Командующие приглянулись. «Их местоположение до сих пор не ясно, но теперь у нас нет другого выбора, кроме как отправиться навстречу!» прорычал Зеэкт. «Но действительно ли это хорошая идея? О чем это вы? Мои войска отличаются от космических кротов, заботящихся лишь о собственной безопасности. Мы не боимся врага! Что вы хотите этим сказать?» Бросив переругиваться, они разошлись по своим местам на разных концах зала. Зеэкт стал отдавать подчиненным ему офицерам приказы готовить флот к вылету. Штокхаузен отвернулся в другую сторону, пока он объяснял ситуацию. Когда Зеэкт закончил говорить, поднялся один из офицеров его штаба. «Пожалуйста, подождите, ваше превосходительство!» «А, капитан фон Уберштайн!» С неприязнью пробормотал Зеэкт. Он ненавидел этого недавно назначенного офицера. Эти пепельно-серые волосы, бледное бескровное лицо, эти искусственные глаза, загоравшиеся время от времени недобрым светом. Он ненавидел все это, думая, что слишком уж капитан странен. Настоящий портрет мрака. Вы хотите что-то добавить? По лицу Уберштайна не было видно, чтобы он обратил внимание на равнодушный тон своего начальника. «Да, ну хорошо, давайте послушаем», неохотно сказал Зеэкт. «Мне кажется, что это ловушка». «Ловушка? Так точно. Чтобы выманить флот из крепости. Поэтому мы не должны выступать. Нужно ждать развития ситуации». «То есть вы хотите сказать...» Презрительно фыркнул фан Зеэкт. «Что если мы выйдем навстречу противнику, то будем разгромлены?» «Это не то, что я имел в виду». «А что же тогда? Мы солдаты и сражаться наш долг. Вместо того, чтобы заботиться о своей безопасности, мы должны думать, как пораньше уничтожить врага. И что еще более важно, как мы можем бросить в беде наших товарищей». Адмирал чувствовал неприязнь к Уберштайну, еще более усиливавшуюся тем, что Штокхаузен наблюдал за ними с иронической улыбкой. Фан Зеэкт был из тех командиров, которые терпеть не могут ждать, когда противник прямо перед ними. Не в его характере было отсиживаться в крепости. Он искренне верил, что в таком случае вся его боевая карьера была бы напрасной. «В словах вашего офицера есть смысл, адмирал фон Зеэкт. Мы не знаем нигде находится враг, нигде находятся союзники. Опасность слишком велика. Разум не будет подождать». Слова, остались больше, отдал приказ готовиться к вылету. Наконец флот Зерлона, состоящий из 15 тысяч судов разных классов, начал покидать доки. Фон Штокхаузен наблюдал за отправлением флота на мониторе в командном пункте крепости. Виталинкоров с огромными боевыми башнями и хищными линиями крейсеров, строящихся в боевые порядки и готовящихся отправиться на поле боя, был поистине великолепен. «На, надеюсь, тебя хорошенько проучат», пробормотал комендант себе под нос. Но даже в шутку он не мог заставить себя сказать слова «погибнешь или проиграешь». Адмирал все же умел разделить личное и общее, проявляя умеренность. Прошло около шести часов, и от имперского крейсера было получено новое сообщение. «Мы, наконец, достигли крепости, но мятежники все еще преследуют нас. Запрашиваем артиллерийскую поддержку для прикрытия». Приказав артиллеристам готовить орудие, Штокхаузен с горьким выражением на лице подумал о том, где носит этого ненормального зэкта. «Хорошо говорить о большой игре, но быть не в состоянии помочь союзнику, оказавшемуся в одиночестве?» «Корабль вошел в зону действия радаров!» закричал один из следящих за приборами офицеров. Командующий отдал приказ увеличить изображение. Легкий крейсер класса Бремен приближался к крепости, шатаясь словно пьяница. Множество точек на заднем плане были несомненно кораблями противника. «Приготовиться открыть огонь!» скомандовал зэкт. Однако как раз перед тем, как подойти на дальность стрельбы основных орудий крепости, корабли союза остановились. Они несмело замерли у невидимой границы, и когда заметили, что легкий крейсер готовится войти в крепость, ориентируясь по сигналу диспетчера крепости, и вовсе отступили. «Похоже, чему-то они все-таки научились! Поняли, что нападать на нас безнадежно!» Среди имперских солдат раздались смешки. Их уверенность была столь же непоколебима, сколь неприступна крепость. Пришвартовавшийся в доке с помощью магнитных полей крейсер представлял собой трагическое зрелище. Одного взгляда хватало, чтобы увидеть не меньше дюжины крупных повреждений. Белая шоковая пена торчала, затыкая пробоины, словно вывалившиеся кишки какого-то животного. А количество мелких трещин невозможно было сосчитать на пальцах рук и ног и сотни солдат. В док уже примчались работающие на водороде автомобили, набитые людьми. Это были солдаты флота, а не гарнизона. И они сочувствовали от всего сердца, увидев жалкое борту крейсера открылся и оттуда показался моложавый офицер с белой повязкой на голове. Это был красивый мужчина, но его бледное лицо пятнали засохшие капли чего-то бурого. «Благодарим вас за помощь. Я капитан первого ранга фон Ракен, командир этого корабля. Я должен немедленно увидеться с комендантом крепости». Он говорил на официальном языке империи четко и чин раздельно. «Ей, стар!» ответил один из офицеров техобслуживания. «Но что же все-таки произошло?» Фон Ракен разочарованно вздохнул. «Мы только что прибыли из Одина, так что сами толком ничего не знаем. Очевидно, однако, что каким-то образом ваш флот был полностью уничтожен врагом». Услышав ропот и увидев недоверчивые взгляды солдат наземной службы, капитан фон Ракен крикнул. «Да! Похоже, мятежники нашли какой-то новый способ прохождения коридора! Это ставит под угрозу не только из Орла, но и всю Империю! Скорее введите меня к командующему!» Адмирал фон Штокхаузен поднялся со своего стула, увидев пятерых офицеров с легкого крейсера, вошедших в зал в окружении сотрудников службы безопасности. «Доложите обстановку! Что происходит?» Голос Штокхаузена, широкими шагами идущего навстречу капитану, поднялся выше обычного. Он уже был проинформирован о том, что повстанцы нашли новый способ прохождения коридора. Это означало, что само значение существования из Орлона оказывается под сомнением, и нужно разработать новый способ противодействия противнику. «Из Орлон с места не сдвинуть! Именно для таких случаев здесь и базируется флот! Этот дикий кабан-зект увел его в самый неподходящий момент!» Штокхаузен с трудом удерживал на лице спокойное выражение. «Все дело в том...» Голос Ракена был негромким и слабым, поэтому Штокхаузен, чувствуя нетерпения, приблизился к нему. «В том, что вы, ваше превосходительство, у нас в плену!» Казалось, на мгновение застыл сам воздух, а когда охранники с проклятиями вскинули наконец бластеры, рука капитана Ракена уже охватывала шею Штокхаузена, а невидимое для систем безопасности керамическое оружие было приставлено к его голове. «Почему ты...» С побагровевшим лицом зарычал руководитель службы безопасности командор Лемнар. «Так вы, друзья этих мятежников, как вы посмели сотворить столь возмутительное...» «Постарайтесь вспомнить меня», прервал его человек, называвший себя Ракеном. «Я Вальдер фон Шанкопф, командир полка Розенриттеров. Я сожалею, у меня заняты руки, и я не могу стереть с лица грим, чтобы поприветствовать вас должным образом». Он хохотнул, словно не замечая направленных на него стволов оружия. Честно говоря, я не думал, что все пройдет настолько гладко. Удостоверение личности было подделано так хорошо, но его никто даже не проверил. Это хороший урок. Как бы ни были надежной системы, все зависит от людей, которые ими управляют. И для урок хотелось знать. С этими зловещими словами Лемрар наставил бластер на обоих, что к Хаузену и Шонкопфу. «Вы, должно быть, планировали захватить заложника, но не думайте, что солдаты империи такие же, как вы, мятежники. Его превосходительство командующий страшится позора больше смерти. Он не позволит прикрываться им, как щитом». «Кажется, его превосходительство залится, что его так переоценивают». Шонкопф пренебрежительно улыбнулся и бросил взгляд на одного из четверых окружавших его мужчин. Тот достал из-под имперской формы маленький керамический диск, помещающийся в руке. «Вы ведь знаете, что это такое, не так ли? Это эмиттер зефир-частиц». Все вздрогнули, словно бы от слов Шонкопфа по залу пробежал электрический разряд. Зефир-частицы были названы по имени их изобретателя Карла Зефира. Видный исследователь в области прикладной химии, он синтезировал частицы для добычи руды и строительных работ планетарного масштаба. Если описывать коротко, то это был газ, реагирующий на определенное количество тепла или энергии и взрывающийся в пределах контролируемого диапазона. Человечество, однако, всегда адаптировало промышленные технологии для военных целей. Лицо Коммандора Лемнара потемнело еще сильнее. Бластеры, стреляющие энергетическими лучами, только что стало невозможно использовать. Если кто-то выстрелит, все присутствующие вместе отправятся в ад. Зефир-частицы в воздухе и воспламенившиеся от луча мгновенно обратят в пепел всех присутствующих в командном центре. Командующий, голос одного из охранников, попытавшегося что-то сказать, сорвался на виск. Командор Лемнар же молча сверлил взглядом Штокхаузена. Когда Шанкопф немного рожил руку, комендант пару раз судорожно вздохнул и затем просипел. «Ты победил! У нас нет выбора! Мы сдаемся!» Командир Розенриттеров облегченно вздохнул. «Отлично! Вы все знаете, что надо делать!» Подчиненные полковника принялись за дело. Программы управления портом были изменены, защитные системы отключены, и по всей крепости через систему кондиционирования воздуха был пущен усыпляющий газ. Техники, скрывавшиеся внутри крейсера, выгрузились и теперь выполняли все эти операции быстро и эффективно. В то время, когда лишь небольшая группа людей знала, что происходит, Изорлон было будто поражен раковой опухолью, теряя одну за другой свои функции. Через пять часов проснувшиеся имперские солдаты с ужасом осознали, что схваченные взяты в плен. Персонал боевых, технических, медицинских служб, а также служб связи, снабжения, управления, число пленных достигало полумиллиона. С его гигантскими отступящие и других продуктов первой необходимости, Изорлон был оборудован так, чтобы содержать все население, включая солдат флота, числом больше миллиона человек. Намерение империи сделать Изорлон вечной крепостью, как по названию, так и по существу, действительно было видно. Тем не менее, теперь здесь всем распоряжались офицеры и солдаты Союза Свободных Планет. Крепость Изорлон в прошлом словно вампир, поглотившая кровь миллионов солдат армии Союза, перешла из рук в руки без малейшего кровопролития. Приписанный к Изорлону имперский флот обследовал коридор, пытаясь обнаружить врага. Офицеры связи изо всех сил пытались выйти на связь с крепостью. Когда им наконец удалось преодолеть помехи и выйти на связь, они сразу же побледнев вызвали адмирала фон Зеэкта. Полученные из крепости передачи гласила. Среди солдат вспыхнул бунт, запрашиваем немедленную помощь. Бунт в крепости? Зеэкт прищелкнул языком. Неужели этот штокхаузен настолько некомпетентен, что не способен даже контролировать собственных людей? Чувство превосходства фон Зеэкта приятно пощекотало вежливость просьбу о помощи. Мысль о том, как здорово было бы оставить коллегу в большом долгу перед собой, приводила его в восторг все сильнее и сильнее. Погасить пожару наших ног первоочередная задача. Всем кораблям направиться в крепость. Подождите ваше превосходительство. Раздался чей-то голос рядом с адмиралом. Голос был настолько тих, что едва поколебал воздух, но все же приковал к себе внимание всех, находящихся на мостике. Когда фон Зеэкта увидела вышедшего вперед офицера, на его лице появилось выражение неприкрытой ненависти. Эти волосы цвета перца с солью, эти мертвенно бледные щеки, снова капитан Оберштайн. Не припоминаю, чтобы интересовался вашим мнением, капитан. Я знаю об этом, и все же можно мне сказать, чего ты хочешь. Это ловушка. Мне кажется, что нам лучше не возвращаться. Фон Зеэкт молчал довольно долго. Наконец, командующий выпятил нижнюю челюсть и злобно взглянул на неприятного подчиненного, который говорил неприятные вещи неприятным голосом. По-моему, это вы видите ловушку в любой мелочи, попадающиеся вам на пути. Ваше превосходительство, прошу вас, послушайте меня. Довольно. Все корабли направятся к Изерлона на второй боевой скорости. Это отличный шанс, чтобы эти космические кроты оказались у нас долго. Он повернулся к Уберштайну своей широкой спиной и отошел в сторону. Мелкие людишки, которые полны злобы, но не имеют мужества, не стоят того, чтобы с ними говорить. Адмирал выплюнул эти слова с холодным презрением, и Оберштайн, повернувшись на каблуках, двинулся прочь с капитанского мастика, никто не пытался его остановить. Зайдя в специальный лифт, реагирующий лишь на голосовые метки офицеров, Оберштайн стал спускаться вниз сквозь массивный корабль, высота которого равнялась высоте шестидесяти этажного здания, на самый нижний уровень. Вражеский флот подошел на дистанцию огня, орудия крепости заряжены и готовы к залпу, цели захвачены, мы можем выстрелить в любое время. Напряженные голоса наполняли воздух командного центра крепости Зерлон. Подпустите их еще немного ближе. Ян сидел на столе фон Штокхаузена, сидел не в кресле командующего, а на самом столе, скрестив ноги, и из этого неподобающего его статуса положения наблюдал за россыпью светящихся точек, заполняющих гигантский экран тактического дисплея. В конце концов, он глубоко вздохнул и сказал, «Огонь!» Приказ был отдан негромким голосом, но система связи донесла его до всех артиллеристов. Они нажали на кнопки, активируя стрельбу по заранее заданным целям, и стали наблюдать, как Роя ярко-белых искр помчался навстречу и обрушился на светящиеся точки вражеских кораблей. Более сотни судов, шедших в авангарде имперского флота, были мгновенно уничтожены лобовым ударом. Огромная температура и избыток энергии даже не дали им времени, чтобы взорваться. Все органические и неорганические вещества испарились, не оставив после себя почти ничего. шли во втором ряду, а также на флангах авангарда. Корабли, оказавшиеся на периферии, снесло с курса и закружило. Даже те корабли, которые не попали в зону атаки, все равно были задеты ее последствиями. Панические крики заняли каналы связи этих кораблей, уцелевших после первой атаки. Почему они стреляют по своим? Нет, все не так. Наверняка это те, кто поднял мятеж. Что нам делать? Мы не можем выйти из-под огня крепостных орудий. Внутри Зерлона солдаты и офицеры Союза напряженно замолкли, их глаза были прикованы к экранам. Многие впервые видели дьявольскую разрушительную силу орудий крепости. Весь флот Империи был объят ужасом. Молот Тора, так долго бывший могучим оружием их божественного стража, превратился в чудовищную дубину в руках злого духа, обрушившего ее на них. Контор атакуем! Все корабли! Нанести слаженный залп из основных орудий! Разъяренный рев адмирала Зеэкта был подобен грому. Каким-то образом этот крик смог восстановить дисциплину среди испуганных подчиненных. Бледные канониры вернулись за свои управляющие консоли, синхронизировали автоматические системы наведения и нажали кнопки на сенсорных гранах. Сотни прямых линий потянулись от кораблей к крепости через пустоту космоса. Однако мощности корабельных орудий было недостаточно, чтобы повредить внешние оболочки крепости Зерлон. Ракеты не могли пробить даже наружного слоя, а лучи просто отражались, рассеиваясь в космосе. Ужас, унижение и беспомощность, испытанные солдатами Союза в прежние времена, теперь сторицы отражались на имперцев. Пушки крепости вновь извергли лучи в десятеро толще любых выпущенных с кораблей, сея смерть и разрушение. В построениях имперского флота появилась огромная дыра, украшенная по краям остовыми покореженных кораблей и мелкими обломками. После еще двух залпов силы имперцев оказались парализованы. Выжившие утратили всякую волю к борьбе, они с трудом удерживались от того, чтобы пуститься на утек. Яна оторвала он понимал, что не зайдя так далеко, победить было невозможно, но все же удовольствие происходящее ему не доставляло. Позади него полковник Шон Копф нарочито громко откашлялся. Это нельзя назвать сражением, господин командующий. Это просто массовое убийство. Ян обернулся и сказал, ничуть не рассердившись. Я знаю, вы совершенно правы, но мы не будем вести себя как имперцы. Попробуйте предложить им сдаться, полковник. Если не захотят, то пусть отступают. Скажите, что мы не станем их преследовать. Слушаюсь. Шон Копф с интересом посмотрел на молодого старшего офицера. Другие могли бы тоже предложить врагу сдаться, но мало кто зашел бы так далеко, чтобы позволить бежать. Было ли это силой или слабостью самого удивительного из тактиков Яна Венли? На мостике флагмана флота империи офицер связи обернулся и крикнул. Ваше превосходительство! Получено сообщение с Эзерлона! Фон Зэкт покрасневшими от крови глазами взглянул на связиста и тот продолжил. Эзерлон занят войсками союза, то есть мятежниками. Их командующий, контр-адмирал Ян Венли, передает следующее. В дальнейшем кровопролитии нет смысла. Сдавайтесь! Сдаваться? Да, и еще, если не хотите сдаваться, то мы не станем вас преследовать. На мгновение лицо собравшихся на мостике озарились. Сбежать! Наконец-то умный вариант! Но это живое выражение было быстро стерто с их лиц свирепым криком. Как будто мы можем так поступить! Зэкт со злостью топнул по полу ногой в тяжелом форменном ботинке. Отдать мятежникам из Эрлон, потерять почти половину флота и вернуться к его величеству императору с поражением «Это предлагает ему командир мятежников?» Для фон Зэкта подобное было невозможно. Как говорится, лучше разбиться драгоценным камнем, чем жить бесполезным булыжником. Честь, последнее, что у него осталось, и была для адмирала таким драгоценным камнем. «Связист, передай мятежникам ответ!» По мере того, как офицеры и члены команды, окружающие Зэкта, слушали содержание его сообщения, краски сходили с их лиц. Яростный свет в глазах командующего прожигал их насквозь. «По моей команде все корабли двинутся на таран! Уверен, ни один солдат империи не дрогнет в такое время!» На мостике царило молчание. Никто не ответил ему. Тем временем в крепости Шанкопф сообщил Яну о получении ответа от имперцев. Лицо полковника было хмурым. «Вам не понять сердца воина! Лучше мы умрем со славой, чем будем жить в бесчестии!» Ах! Ян задумался. «Он хочет сказать, что бросит на нас все свои корабли, чтобы погибнуть во славу императора!» «Сердцо воина, да?» Стоящая рядом с командующим Фредерико Гринхилл почувствовала в его голосе горький гнев. Ян и вправду был взбешен. «Хочешь умереть, чтобы искупить вину за поражение в бою? Дело твое! Но если этого хочешь ты, то зачем тянешь за собой подчиненных?» Думал он. Именно из-за таких людей эта война и не заканчивается. Я немало таких повидал. «Вражеские корабли приближаются!» крикнул оператор. «Канониры! Сконцентрируйте огонь на вражеском флагмане!» Впервые в жизни Ян вкладывал в приказ только эмоций. Фредерико и Шонкопф молча смотрели на него, каждый со своим выражением лица. «Это последний залп! Потеряв флагман, остальные отступят!» Артиллеристы с большой аккуратностью нацеливали орудия. Приближающиеся имперцы продолжали выпускать по крепости бесчисленные стрелы света, но не могли причинить никакого вреда. Наконец прицел был выверен идеально. В этот момент от кормы флагмана отделился маленький шаттл и, мелькнув серебряной вспышкой, растаял во тьме. Заметил ли его кто-нибудь? Со следующим ударом сердца широкие столбы света пронзили мрак космоса в третий раз. В их фокусе был флагман имперского флота и, сойдясь на нем, лучи превратили флагман в мельчайшую пыль. Адмирал фон Зе Экт с его сердитым голосом и неповоротливым телом был размельчен на частицы, измеряемые лишь в микронах вместе со своими злосчастными штабными офицерами и всей командой флагманского линкора. Когда командиры уцелевших имперских судов поняли, что произошло, они один за другим стали разворачивать свои корабли, уходя из зоны поражения орудий крепости. Так как командующий, призывавший их к красивой и благородной смерти, исчез, у них не осталось никаких причин продолжать безрассудный бой, вернее, одностороннюю бойню. Среди них улетал и шаттл, несущий сбежавшего капитана фон Оберштейна. Переведя свой корабль на автопилот, он бросил взгляд назад, где виднелся уменьшающийся с расстояния шар гигантской крепости. Успел ли адмирал Зеэкт в миг перед смертью воскликнуть «Слава Императору!» В любом случае, это полная глупость. Думал Оберштейн. Лишь тот, кто остался жив, может отомстить. Если бы он имел навыки лидерства и силу, чтобы заставлять всех действовать так, как нужно ему, он мог бы вернуть из Орлона в любое время. Или можно оставить из Орлона мятежником, но когда их союз падет, он перестанет иметь какое-либо значение. Раз сам он не имеет таких способностей, то нужно присоединиться к кому-то, у кого они есть. Кого же ему выбрать? Среди высших аристократов ни у кого нет таланта. Должен ли он тогда выбрать того молодого светловолосого парня, графа фон Лоенграма? Похоже, других кандидатуры нет. Тихо скользя между побитых отступающих кораблей своих товарищей, шаттл улетал прочь. Внутри же крепости Зерлон, напротив, бушевал вулкан радости и волнения. На каждом открытом участке пространства звучали песни и смех. Спокойствие сохраняли лишь ошеломленные пленники, еще не до конца проснувшиеся и осознавшие, в какой ситуации оказались. А также режиссер представления Ян Венли. Младший лейтенант Гринхилл. Когда Фредерико повернулось к нему, молодой черноволосый адмирал спрыгнул на конец командирского стола и попросил «Свяжитесь со штабом, передайте им, что все закончилось, мы каким-то образом победили, но если прикажут сделать это снова, я не смогу. Позаботьтесь об остальном, а я поищу свободную каюту и посплю». «Волшебник Ян, чудотворец!» Буря приветствий встретила Яна Венли, когда он вернулся на Хайнесон. Крупное поражение, которое союз недавно потерпел при Астарте, было забыто, а гениальная стратегия Яна и мудрое решение адмирала Ситоли, назначившего его, восхвалились до такой степени, как это только могли изобрести велеречивые языки. На тщательно подготовленной церемонии и последовавшем за ней банкете Яну пришлось поддерживать сфабрикованный для него образ, от которого его тошнило. Когда он наконец освободился, то вернулся домой с раздраженным выражением на лице и налил в приготовленный Юлианом чай изрядную порцию бренди. Они все одинаковые, никто не понимает, проворчал герой из Орлона, когда разулся и скрестил ноги, сев на диван с чашкой. Говорят о волшебстве, чудесах и не имеют ни малейшего представления о том, как много людей трудилось для достижения этого результата. Просто болтают, что в голову взбредет. А я использовал в бою тактику, известную с древних времен. Выманил врага из цитадели и разбил по одиночке. Конечно, кое-что пришлось придумать по ситуации, но никакой магии в том не было. А если прислушиваться к этим болтунам, то в следующий раз меня отправят в одиночку захватывать планету Один. Так что пока этого не случилось, я уйду в отставку. Подумал не стал. Но ведь все они вас хвалят, говорят такие замечательные вещи. Говоря это, Юлиан как будто случайно переставил бутылку с Брэнди так, чтобы опекун не мог до нее дотянуться. Могли бы воспринимать это спокойнее и просто порадоваться? Хвалебные речи слышатся лишь до тех пор, пока побеждаешь. Никакой радости в голосе Яна не было. Если продолжить сражаться, то рано или поздно потерпишь поражение. Говорить о том, как начинают обращаться с проигравшим, может было весело, только когда речь идет не о тебе самом. И, кстати, Юлиан, может ты все-таки дашь мне выпить мой любимый чай из Брэнди? Глава шестая. Каждому своя звезда. Из Орлон пал. От звука этой ужасной новости содрогнулась вся империя. Но из Орланджи был неприступен. Маршал Эренберг, военный министр, пробормотал эти слова с бледным лицом, а потом застыл за своим столом. Не могу поверить в это. В отчете должна быть какая-то ошибка. Хрипло простонал грант-адмирал Штайнхоф. Начальник генштаба империи, а после проверки информации погрузился в молчание. Даже император Фридрих четвертый, известный тем, что проявлял мало внимания к государственным делам, вызвал через главу дворцевой администрации Нойкельна премьер-министра Лихтон-Ладе и потребовал у него объяснений. «Священные владения империи должны оставаться неприкосновенными для любого внешнего врага. В нынешней же ситуации повинны лишь ваши скромные подданные, ваше величество. Я не нахожу себе место от осознания такого позора». Слухи о таком боязливом докладе маркиза императору дошли и до штаба адмирала Лоинграма. «Что-то не вяжется в его рассуждениях, Кирхиаис», обратился Райнхард к своему адъютанту. «Должны оставаться неприкосновенными для внешнего врага», говорит он. «Но с каких пор мятежники стали равны внешней силой? Он не видит вещи такими, какие они есть, вот и несет всякую колесицу». Райнхард, получив под свое командование половину всего имперского флота, не покладая рук. Набирая молодых офицеров, он отдавал предпочтение мелким дворянам и простолюдинам, средний возраст командного состава резко сократился. Молодые офицеры, такие как Вольфганг Миттермайер, Оскар фон Ройенталь, Карл Густав Кемпф и Фритц Йозеф Бюттенфельд стали теперь адмиралами и привнесли юношескую энергию и смелость в командование армии. Тем не менее, Райнхард никак не мог отделаться от чувства неудовлетворенности. Он собрал отличных боевых командиров, обладающих мужеством и тактическим талантом, но все еще не нашел достаточно хороших штабных офицеров и, главное, человека, которого можно было бы назначить начальником штаба. Райнхард не ожидал многого от знатных штабных офицеров, закончивших военную школу. Он слишком хорошо знал, что военные навыки не были для таких учеников главным. Прирожденные солдаты, вроде самого Райнхарда, встречались там редко и не ценились. Назначить Кирхиаиса начальником штаба он не мог. Райнхард нуждался в нем как в своем представителе, а иногда и человеке, который может взять под командование часть флотов. Когда они были вместе, он обсуждал с Кирхиаисом свою стратегию, чтобы принять лучшее решение. Такую роль мог выполнять лишь самый доверенный помощник. Всего несколько дней назад Райнхард посылал Кирхиаиса вместо себя в систему Кастропа для подавления вспыхнувшего там восстания. Он сделал это, чтобы позволить Кирхиаису отметиться собственными достижениями и дать всем понять, что он является вторым после Райнхарда человеком в его команде. Так что приказ императора, переданный маркизом Лихтон-Ладе по просьбе Райнхарда было поручено выполнить Кирхиаису. Поначалу Лихтон-Ладе прохладно посмотрел на эту идею, но один из его помощников, человек по фамилии Вайтс, сказал, почему бы и не позволить ему? Контр-адмирал Кирхиаис является ближайшим помощником графа фон Луенграма. Если ему удастся подавить восстание, то наградить его и оставить у себя в долгу может оказаться полезным в будущем. А если он потерпит неудачу, то вину с ним разделит и рекомендовавший его граф Луенграм. Метеж он, исправляя ошибку своего человека, подавит потом сам, но уже не сможет хвалиться этим. Хм... Да, это имеет смысл. Согласился Маркиз, принимая решение. Приказ императора был передан Кирхиаису, а Райнхард в личном порядке передал Вайтсу некоторую сумму денег. Маркиз так никогда и не узнал, что совет его помощника был дан с подачи Райнхарда. Таким образом, Кирхиаис получил приказ непосредственно от императора. Среди подчиненных Райнхарда он обошел равных по званию и даже стоящих более высоко офицеров, и это было открытым признанием, что он теперь является номером два в команде. Хотя, конечно, это была лишь формальность. А чтобы подтвердить ее и сделать реальностью, Кирхиаису и нужны были военные достижения. Восстание в системе Кастропа случилось следующим образом. Ранее в этом же году жизнь герцога Ойгена фон Кастропа неожиданно оборвалась в результате крушения космического корабля. Как высший аристократ, он обладал правом налогообложения в своей вотчине и хвастался властью и богатством. Кроме того, он около 15 лет занимал пост министра финансов империи. Во время пребывания в этой должности он использовал свое положение для стяжания личного богатства и периодически оказывался в центре скандалов, связанных со взятничеством. Однако, если в связи с преступлениями всплывали имена аристократов, закон становился очень гуманным. А в тех случаях, когда дыры в законах оказывались слишком малы для герцога Кастропа, ему все равно удавалось избегать наказания путем умелого использования денег и связей. Граф Руге, министр юстиции того времени, сарказмом называл Кастропа умелым фокусником, из чего можно было сделать вывод о том, что даже в глазах родовитых дворян этот человек заходил слишком далеко. Они считали неудобным, что человек, являющийся опорой имперского правительства, настолько открыто отказывается следовать принятым для государственных служащих правилам. Общественное недовольство к одному человеку может легко перерасти в недовольство всем правительствам. И вот герцог Кастроп умер. Для министерств финансов и юстиции империи это было благоприятной возможностью. Общее мнение гласило, что теперь нужно паруть покойника. Это было необходимо, чтобы показать населению, что даже семьи знатнейших аристократов не могут избежать наказания, а также для того, чтобы обуздать бесчисленных маленьких Кастропов, существующих среди дворян, продемонстрировав им власть закона и силу правительства. Естественно, что государственные средства, присвоенные Кастропом, а также полученные им взятки, представляли собой огромную сумму денег. В том случае, если их удастся вернуть в государственную казну, это хотя бы на некоторое время ослабит напряжение, испытываемое из-за огромных расходов на ведение войны. Некоторые чиновники в Министерстве Финансов давно выступали за введение налогообложения для дворян, но это означало бы изменение всей национальной политики со времен Рудольфа Великого и могло привести к дворцовому перевороту. Однако, если мишенью становился один герцог Кастроп, то недовольных среди аристократии было бы немного, поэтому в систему Кастроп были направлены следователи из Министерства Финансов, именно тогда и начались неприятности. У герцога Кастропа остался сын по имени Максимилиан, который ожидал одобрения императора через премьер-министра для вступления в права наследования титула и имущества отца. Но в текущей ситуации премьер-министр Маркис фон Лифтон-Ладе принял решение отложить это дело и признать наследника лишь после того, как следователи Министерства Финансов закончат проверку и конфискуют незаконно нажитую часть имущества предыдущего герцога. Максимилиан выступил против этого. И у ребенка высшего аристократа, занимавшего важную должность при дворе, он был эгоцентричным молодым человеком, привыкшим к богатству и привилегиям, но не имевший политического таланта своего отца даже в отрицательном смысле этого слова. Он в буквальном смысле слова спустил собак наследователей, а затем выгнал их со своей территории. Этими собаками были рогачи, которые за счет изменения ДНК имели на головах конические рога. Злобные звери олицетворили насильственную сторону власти аристократов. Лишенный воображения молодой человек не понимал, что его действия являлись пощечиной имперскому правительству, уделявшему большое внимание престижу и достойному виду. Но терпеть обиду они не собирались. Когда вторая группа следователей также была незаконно выдворенной из системы, министр финансов Виконт Герлах направил запрос премьера министру и Максимилиан был вызван в суд. Получив жестко сформулированный вызов в суд, Максимилиан впервые понял, что его действия расцениваются как причиняющие беспокойства. Растерявшись, он вскоре впал в панику. Максимилиан убедил себя, что если отправиться на столичную планету, то уже никогда не вернется домой. В семье герцога фон Кастропа разумеется, было множество близких и дальних родственников, обеспокоенных сложившейся ситуацией. Они наперебой стали предлагать себя в качестве посредника, однако это лишь усугубило подозрения Максимилиана. Когда один из его родственников, граф Франц фон Марьендорф, человек, известный своим мягким характером, попытался поговорить с ним, он бросил его в тюрьму, и все надежды решить дело миром окончательно исчезли. Максимилиан, полностью утратив чувство реальности, начал собирать собственную армию, которая состояла в основном из силовых служб герцогства. Тогда правительство и решило направить флот на подавление восстания. Этот флот, которым командовал адмирал Шмуды, покинул Один примерно в то же время, когда происходила битва в звездной системе Астарта. Но флот Шмуды был с легкостью разгромлен. Максимилиан, хоть и не обладал ответственностью взрослого человека, все же имел каплю военного таланта, а командующий карательного флота не воспринимал его всерьез. В результате имперский флот проиграл, а адмирал Шмуды погиб в бою. Второй флот, направленный против Кастропа, также потерпел поражение, и Максимилиан, теперь возомнивший себя великим полководцем, решил аннексировать территорию графства Мариендорф и стал строить планы о создании полу независимой водчины для себя на окраине империи. Но несмотря на то, что Франц, глава семьи Мариендорф, находился в тюрьме у Максимилиана, службе безопасности графства удалось сдержать Кастропа и обратиться за помощью в столицу империи. Именно тогда Кирхиайс и получил приказ императора. На то, чтобы подавить длившееся полгода восстания, ему потребовалось десять дней. Кирхиайс сделал вид, что идет на помощь к людям графа Мариендорфа, но в последний момент повернулся и вместо этого направился в герцогство Кастроп. Ошеломленный Максимилиан, не думая о том, чтобы стоять и смотреть, как грабят его основную базу, прекратил осаду Мариендорфа и со всеми своими войсками бросился назад. Иными словами, Кирхиайс все же спас графство от опасности. Более того, его нападение на герцогство Кастроп само по себе было лишь отвлекающим маневром. Максимилиан, пришедший в ярость от угрозы его дому, спешил туда, не думая об осторожности. Кирхиайс, спрятав свой флот в области астероидов, дал ему пройти мимо, а затем нанес сокрушительный удар с тыла. Максимилиан покинул поле боя, но лишь для того, чтобы пасть от рук своих подчиненных, надеявшихся таким образом смягчить собственное наказание. Оставшаяся часть его армии сдалась. Таким образом, восстание Кастропа быстро пришло к концу. Хотя было сказано, что на подавление потребовалось десять дней, на самом деле шесть из них ушли на путь Содина, а еще два на борьбу с последствиями, арест преступников, опечатывание счетов и бумаг и прочие дела. Непосредственно боевые действия заняли два дня. Тактические способности, проявленные Кирхиасом в этом кратком противостоянии, были необычайны. Райнхард был удовлетворен, его адмиралы одобрительно кивали, а знатные дворяне были изумлены. Одно дело, что сам Райнхард обладал слепительным талантом, но то, что его правая рука настолько одарен, стало для них горькой пилюлей. Так или иначе, военное достижение есть военное достижение. Кирхиас был повышен до вица адмирала и награжден золотой медалью в форме двуглавого орла. Медаль и звание вручил ему на церемонии маркиз Лихтонладе, как действующий премьер-министр империи. Он также высоко оценил способности Кирхиаса, побуждая его быть благодарным и преданным императору. Кирхиасу, знавшему обо всем, что происходило за кулисами, к примеру, о совете Вайтса, поведение маркиза казалось абсурдным, но, разумеется, он не стал этого показывать. Но про себя Кирхиас подумал о том, что бесполезно просить его быть преданным императору. Ведь именно Фридрих IV похитил настоящий объект его преданности и до сих пор удерживал рядом с собой. Так что Кирхиас сражался не за империю, императорскую династию или императора. Зигфрид Кирхиас, этот высокий рыжеволосый юноша, стал весьма популярен среди женщин дворца, от служанок и до дочерей герцогов. Он об этом и не догадывался, и даже если бы знал, это стало бы для него лишь поводом для беспокойства. И именно в это время, когда Райенхард и Кирхиас укреплили свои позиции, перед ними появился капитан Пауль фон Оберштайн. Мне нужны штабные офицеры. В последнее время это желание Райенхарда росло день ото дня. Офицеры, которых он искал, не обязательно должны были быть специалистами в военных делах. Для этого Райенхарду хватило бы себя самого и Кирхиаса, да и другие толковые адмиралы уже имелись. Поэтому он искал скорее людей с хорошими способностями к политическому маневрированию. Райенхард предвидел, что столкновения с аристократами при дворе, заговоры или же просто насмешки станут все более частыми. Кирхиас не подходил для того, чтобы доверить ему подобного рода дела. Проблема была не в интеллекте, а в характере и образе мышления. Райенхард постарался вспомнить все, что знал о человеке, который только что отдал свой бластер охраннику и безоружным вошел в его кабинет. Ничего предосудительного по отношению к нему он не имел, так что посмотрел на вошедшего вполне благосклонно. Капитан фон Оберштайн, если я не ошибаюсь, какое дело привело вас ко мне? Для начала я бы хотел попросить оставить нас наедине. Попросил незваный гость. Его отношение ограничило с высокомерием. Здесь нет никого, кроме нас троих. Все верно. Здесь присутствует также вице-адмирал Кирхиас, поэтому я и прошу оставить нас наедине. Оба молодых человека посмотрели на посетителя. Кирхиас спокойно, а Райнхард с резким блеском в глазах. Говорить с вице-адмиралом Кирхиасом это то же самое, что говорить со мной. Неужели вы об этом не знали? Мне это известно. Получается, вы хотите, чтобы вице-адмирал Кирхиас не знал содержание нашего разговора? Но это не имеет смысла. Я все равно расскажу ему после. Конечно, ваше превосходительство, вы вольны сделать это. Однако правителю нужно иметь под рукой людей различных типов. Работник А может выполнять работу А, работник Б выполнять работу Б и так далее. Поручать человеку, не соответствующую его умениям работу, нецелесообразно. И слышать то, что не относится к его сфере обязанностей, подчиненному необязательно. Кирхиас взглянул на Райнхарда и сдержанно сказал. Ваше превосходительство, возможно, будет лучше, если я подожду в соседней комнате. Райнхард задумчиво кивнул. Кирхиас вышел, а фон Оберштайн наконец приступил к изложению того, о чем хотел поговорить. Честно говоря, я сейчас нахожусь в несколько неудобном положении. Полагаю, вы слышали, но вы дезертировали во время нападения на Эзерлон. Не мудрено, что вас за это порицают. Ведь в то же время адмирал фон Зеект предпочел героическую гибель. Ответ Райнхарда был холоден, однако Оберштайн ничем не показал, что задетым. Да, для большинства я действительно дезертир и трус. Однако у меня есть свое мнение на этот счет, ваше превосходительство. И я хотел бы его высказать. Вы, должно быть, что-то не так поняли. Оправдываться вам нужно не передо мной, а перед военным трибуналом. Фон Оберштайн, единственный выживший слагмана из Ирландского флота, попал под максимально возможное наказание. Он не выполнил свой долг, состоявший в том, чтобы удержать командира от ошибки, а вместо этого заботился лишь о собственной безопасности. Это было достаточным основанием для всеобщего неодобрения. Кроме того, обстоятельства требовали также найти конкретного козла отпущения, чтобы свалить на него вино за падение из орлона. Услышав равнодушный ответ Райнхарда, Оберштайн неожиданно поднял руку к лицу, коснувшись правого глаза. Когда он наконец убрал руку, его правая глазница зияла жуткой полостью. Человек с серыми волосами протянул молодому адмиралу ладонь правой руки, на которой покоился маленький почти идеально круглый кристалл. Взгляните на это, ваше превосходительство. Райнхард внимательно посмотрел, но ничего не сказал. Наверное, вице-адмирал Кирхиаис уже говорил вам, но оба моих глаза искусственные. Родись я во времена Рудольфа, я был бы казнен согласно закону об исключении нежелательных генетических отклонений. Установив на место искусственный глаз, Фоннобер Штайн устремил светящийся взгляд прямо в глаза Райнхарду. Вы ведь понимаете? Спросил он. Я ненавижу их. Рудольфа Великого, его потомков и все, что с ними связано. Династию Голденбаумов и саму Галактическую Империю, живущую по установленным ими законам. Это смелые слова. На мгновение у молодого гранд-адмирала перехватило дыхание. У него даже возникло нелогичное подозрение о том, что глаза странного капитана могут иметь какую-то особую функцию, вызывающую психологическое давление. Хотя голос Аберштайна был низким, а в комнате были звукоизолирующие устройства, его слова отдавались весенним громам. Галактическая Империя, в том виде, в котором она существует сейчас под властью Голденбаумов, должна быть уничтожена. Если бы я мог, я бы с радостью разрушил ее своими руками. Однако у меня не хватает для этого ни умения не власти. Все, что я могу сделать, это помочь подняться новому правителю, стоя за его спиной. Я говорю о вас, ваше превосходительство, гранд-адмирал Галактической Империи Райнхард фон Лоенграм. Я готов присягнуть вам. Райнхард Райнхард почти мог расслышать треск предельно наэлектрифицированного воздуха. Кирхиайс! Вскочив со своего места, позвал Райнхард своего друга и советника. Стена беззвучно открылась и в комнате появилась высокая фигура с рыжими волосами. Палец Райнхарда указывал на фону Берштайна. Кирхиайс! Арестовать капитана первого ранга фону Берштайна! Только что он позволил допустить предательские высказывания, порочащие честь империи! Я не могу смотреть на это сквозь пальцы! Глаза фон Берштайна ярко сверкнули. Кирхиайс выхватил свой бластер со скоростью, казалось, находящейся за гранью человеческих возможностей и направил его в грудь капитану. С самого начала обучения в военной школе мало кто мог превзойти юношу в стрельбе. Даже если бы Берштайн держал пистолет и попытался сопротивляться, его усилия были бы бесполезны. Значит, в итоге даже вы не оправдали моих надежд. Горькая тень разочарования и самобичевания отразилась на его бледном лице. Что ж, хорошо, вы сами выбрали узкий путь, на котором лишь вице-адмирал Кирхиайс может направлять вас. Его слова были наполовину наиграны, а наполовину искренни. Он бросил еще один взгляд на молчаливую фигуру Райнхарда, а затем обернулся к Кирхиайсу. «Вице-адмирал Кирхиайс, вы сможете выстрелить? Вы ведь прекрасно видите, что при мне нет оружия. Так сможете ли вы нажать на курок?» Хотя Райнхард не отдавал никаких новых приказов, Кирхиайс, по-прежнему держа оберштейна на прицеле, колебался с выстрелом. «Вы не можете выстрелить, потому что вы такой человек. Это достойно уважения, но чтобы править империи, нужно нечто большее. За светом всегда следует тень. Однако молодому графу фон Лоенграму очевидно этого пока не понять. По-прежнему пристально глядя на Оберштайна, Райнхард жестом приказал Кирхиайсу убрать оружие. Бесстрастное выражение его лица чуть изменилось. «А вы человек, который говорит то, что думает. Ваша оценка большая честь для меня. Адмирал Зеэкт, думаю, он ненавидел вас. Или я ошибаюсь?» Адмирал Зеэкт не заслуживал верности подчиненных. Спокойно ответил фон Оберштайн. Он знал, что в этот момент одержал победу в своей рискованной игре. Райнхард коротко кивнул. «Очень хорошо. Я выкуплю вашу голову у аристократов». Министр военных дел, начальник генерального штаба и главнокомандующий имперской космической армады были известны как триумвират командующих всеми вооруженными силами. Чтобы найти пример человека, занимавшего разом все третьи должности, пришлось бы вернуться почти на сто лет назад, до времен наследного принца Отфрида, единственного, кто когда-либо делал это. Отфрид также был и пример министром. С тех пор занимающие эту должность именуются исполняющими обязанности премьер-министра, так как подданные избегают повторения любых прецедентов, установленных императором. Будучи наследным принцем, Отфрид был способным и перспективным молодым человеком, но, взойдя на трон и став императором Отфридом Третьим, он оказался вовлечен в водоворот придворных интриг и заговоров, сделавших его крайне подозрительным. Четырежды он менял императриц и пять раз наследника, пока, наконец, страх смерти от отравления не заставил его воздерживаться от пищи большую часть времени, и он не умер от истощения в совсем еще не старом возрасте. Трое нынешних командующих вооруженных сил империи, министр военных дел Эренберг, начальник генштаба Штайнхоф и главнокомандующий Мекенбергер подали прошение об отставке исполняющему обязанности премьер-министру Маркизу фон Лихтенладе, принимая на себя ответственность за потерю крепости из Орлон. Вы не стремитесь избегать ответственности и не цепляетесь за свои посты. Я думаю, ваша позиция в данном вопросе заслуживает самой высокой оценки. Тем не менее, если освободятся три главных военных поста, один из них, несомненно, займет граф фон Лоенграм. Вы ведь не хотите сами помочь его продвижению? Однако, продолжил Лихтенладе, наказание вы все же должны понести. С финансами у вас проблем нет. Так как насчет штрафа в размере годового жалования? После этих слов премьер-министра на лице Штайнхоффа появилось страдальческое выражение. Он ответил, мы учитывали все последствия, когда говорили об отставке. Но мы еще и солдаты. Сожаления будут слишком велики, если пойдут разговоры о том, что мы цеплялись за свои посты, вместо того, чтобы уйти в отставку. Поэтому, пожалуйста, подпишите прошение. Маркиз Лихтенладес неохотно отправился к императору, чтобы передать ему прошение об отставке трех командующих. Император со своей обычной апатией выслушал премьер-министра и отдал приказ коммергерам вызвать графа фон Лоенграма. Усложнять жизнь общением через посыльных, когда можно было воспользоваться видеофоном и добиться целей гораздо быстрее, являлось одной из обязательных формальностей, принятых при дворе и должных свидетельствовать о могуществе императора. Когда Райнхард прибыл в дворец, император показал молодому гранд-адмиралу три прошения об отставке, и с интонацией, с которой обычно у ребенка спрашивают, какую игрушку он хочет, предложил выбрать себе должность. Бросив короткий взгляд на премьера министра, стоящего в стороне со страдальческой мины на лице, Райнхард ответил, «Я не могу отбирать у кого-то его место, если это не является результатом моих собственных заслуг». Потеря из Орлона была вызвана ошибками адмиралов Зеэкта и Штокхаузена. Один из них расплатился за нее собственной жизнью, а второй сейчас находится в плену у противника. Я не думаю, что кто-то еще заслуживает порицания и смиренно прошу Ваше Величество не винить командующих. Как великодушно! Император посмотрел на удивленного премьер-министра. А граф высказал свое мнение. А ты что скажешь? Ваш покорный вассал поражен проницательностью графа в столь юные годы. Трое командующих сделали очень многое для империи. И я тоже прошу вас отнестись к ним с милосердием. Раз вы оба просите об этом, я не стану выносить сурового наказания. Тем не менее, нельзя, чтобы они избежали наказания совсем. В таком случае, Ваше Величество, что вы скажете о том, чтобы лишить их жалования за следующий год и перевести эти деньги в фонд помощи семьям погибших? Да, пожалуй, что-то подобное устроило бы всех. Детали я предоставляю премьер-министру. Это все, о чем вы хотели поговорить? Да, Ваше Величество, в таком случае вы оба свободны, а мне нужно в теплицу ухаживать за розами. Райнхард и премьер-министр удалились. Однако не прошло и пяти минут, как один из них тайно вернулся. Так как 75-летний маркиз возвращался почти бегом, ему понадобилось отдышаться, но к тому времени, как он прошел в императорский розарий, он восстановил спокойное выражение на лице. Там, среди розовых кустов, наполняющих теплицу прекрасным ароматом, неподвижно, как старое уведшее дерево стоял император. Пожилой аристократ подошел к нему и осторожно опустился на колено. Если позволите, Ваше Величество, что такое? Я говорю это, осознавая, что могу вызвать ваше неудовольствие, но это насчет графа фон Лоинграма. В голосе императора не чувствовалось никаких эмоций. Это был сухой и безжизненный, как шорох песка под ветром, голос старика. Ты хочешь сказать, что я даю слишком много власти брату Анне Розе? Вы уже знали, что я хотел сказать, Ваше Величество? Что больше всего удивило министра, так это то, как отчетливо прозвучали следующие слова императора? Анне знает страха, и потому может не удовлетвориться властью главного вассала. Возможно, он увлечется и пожелает узурпировать трон. Об этом ты думаешь? Если только с величайшими оговорками, да и то, я не посмел бы сказать подобного вслух. И что, если он это сделает? Ваше Величество, династия Голденбаумов существовала не всегда. Люди не бессмертны, и все остальное во вселенной тоже. И потому нет никаких причин, чтобы Галактическая Империя не закончилась в моем поколении. От сухого смеха Императора премьер-министр задрожал. Голубины зияющей бездны обдали холодом его душу. Но если все это должно быть уничтожено в любом случае, то пусть и разрушение будет захватывающим. Голос Императора затих, словно хвост кометы. В итоге командующие армией вынуждены были признать, что они в долгу у Райнхарда. Поэтому они не смогли отказаться, когда на следующий день Райнхард связался с ними и попросил освободить капитана Пауля фон Уберштайна от всякой ответственности за случившиеся во время потери из Орлона и перевести его в подчинение графу фон Лоинграму. Как они могли пользоваться и при этом принимать жесткие меры по отношению к кому-либо. Сыграл в пользу Райнхарда и тот факт, что никто не считал спасение или разжалование какого-то капитана важным делом. Как бы то ни было, решение оказалось в пользу фон Уберштайна. Что же касается того, что Райнхард отказался от столь завидного поста, то мнения высшей аристократии по этому поводу разделились примерно поровну на благоприятное удивительное бескорыстие правда и отрицательное он просто пытается выставить себя в хорошем свете. Сам Райнхард не обращал внимания ни на тех ни на других. Должность он мог заполучить в любой момент когда пожелает. Ну а пока пусть их занимают эти немощные старики. В любом случае он рассматривал это положение лишь как еще одну ступеньку к своей настоящей цели. Но в этот момент его и вовсе не удовлетворили бы и все три должности сразу. В чем дело Кирхиайс? Ты выглядишь так будто хочешь что-то сказать. Ну что вы я ничего не хочу сказать. Не злись речь об Эберштайне не так ли? Я тоже некоторое время подозревал что он может быть агентом аристократов. Однако он не из тех кем они смогли бы управлять. У него острый ум но он слишком своеобразен. Но сможете ли вы управлять им господин Райнхард? Райнхард чуть наклонил голову. Всякий раз когда он это делал одна прядь его прекрасных золотых волос падала на другую сторону. Хм Я не жду дружбы и лояльности от этого человека. Он лишь пытается использовать меня чтобы достичь своих собственных целей. Райнхард протянул руку с длинными изичными пальцами и шутливо дернул лучшего друга за его рыжие волосы. Райнхард иногда вел себя подобным ребяческим образом, когда поблизости никого не было. А уж волосы Кирхиаеса он с детства поминал по любому поводу, обычно хваля словами «Твои волосы словно яркое пламя». А в случае их редких и коротких ссор, говоря какую-нибудь гадость вроде «Что с твоими волосами? Это кровь на них?» Так что я в свою очередь собираюсь использовать его самого и его способности. А его мотивы меня не интересуют. Если я не смогу контролировать одного единственного человека, как я могу мечтать править всей вселенной? Ты согласен со мной? Политика это не система и процессы, а в первую очередь результат. Вот во что верил Райнхард. Свержение правительства и провозглашение себя императором это не то, что делало действия Рудольфа Великого непростительными. Важнее то, как глупо он использовал свои обширные новообретенные полномочия для самообожествления. Это и было истинное лицо Рудольфа. Жажда власти под маской героизма. Какое благо он мог бы оказать всей цивилизации, если бы использовал свои возможности в правильном направлении. Вместо того, чтобы тратить энергию на конфликты из-за политических разногласий, человечество могло бы уже оставить свои следы по всей галактике. Пока же люди правят лишь пятой частью этого царства звезд, даже если принимать во внимание владения мятежников. Ответственность за это препятствие на пути человеческой истории лежит исключительно на самовлюбленности Рудольфа. Живой бог. Да лучшее определение этого человека чем мною дьявол. Огромные силы и власть были необходимы, чтобы разрушить старую систему и создать новое правление. Но Райнхард не повторит ошибок Рудольфа. Он станет императором, но не станет передавать этот титул своим потомкам. Рудольф слепо верил в родословную и гены. Но генам не следует доверять. Отец Райнхарда не был ни великим человеком ни гением. Не имея неспособности и нежелания жить своими силами, он продал собственную прекрасную дочь, чтобы продолжать бездельничать и жить с комфортом. Семь лет назад, когда чрезмерное употребление алкоголя и разгульная жизнь привели к внезапной смерти отца, Райнхард не нашел в себе сочувствия, чтобы оплакать его. Хотя его и уколола в сердце зрелище слез, стекающих по фарфоровым щекам сестры. Но его горе и боль относились исключительно к ней. Еще одним примером ненадежности генов, за которым не нужно ходить далеко, было нынешнее состояние династии Голденбаумов. Кто мог бы предположить, что хотя бы капля крови гиганта Рудольфа течет в тщедушном теле Фридриха Четвертого? Кровь рода Голденбаумов давно уже помутнела до неузнаваемости. Все девять братьев и сестер Фридриха были мертвы. Начиная со своей императрицы, Фридрих зачал шести женщинам двадцать восемь детей. Но шесть из них погибли в результате выкидышей, девять родились мертвыми, а из тринадцати родившихся четверо не прожили и года. Пятеро скончались не дожив до совершеннолетия, а еще двое умерли уже взрослыми. Остались лишь две дочери. Маркиза Амалия фон Браун Швейк и герцогиня Кристина фон Литтенхайм. Обе вышли замуж за обладающих большой властью аристократов из старинных родов, и обе родили по девочке. Помимо них, только кронпринц Людвиг, умерший в уже взрослом возрасте, оставил после себя ребенка. Это был Эрвин Йозеф, единственный в настоящее время ребенок мужского пола в императорской семье. Однако, так как ему исполнилось еще только пять лет, он пока не был даже наследным принцем. Император Фридрих IV, впитавший, казалось, весь упадок императорского дворца, был для Райнхарда лишь объектом горькой ненависти и насмешек, но все же имел в его глазах две положительные черты. Во-первых, после гибели многих женщин во время родов император боялся потереть Анны Розы и никогда не пытался завести с ней ребенка. Другим фактором такого решения было давление со стороны аристократов, озабоченных возможной борьбой за трон в случае, если Анны Розы родит здорового ребенка. С точки зрения Райнхарда, сама мысль о том, чтобы его сестра носила ребенка Фридриха IV, была отвратительна. Во-вторых, Райнхарда радовало то, что претендентов на трон так мало. Есть лишь император и три его внука. Все, что ему нужно сделать, это устранить этих троих. Или можно было использовать другую стратегию и жениться на одной из внучек хотя бы просто для вида. В любом случае, в придворных делах Фонн Эберштайн должен был оказаться полезным. С его темным энтузиазмом и упорством этот человек окружит высших аристократов и имперское семейство паутины и схемы интриг, и если понадобится, вероятно, не колеблясь, вероятно, именно потому, что Кирхиайс предполагал подобное, он бессознательно ненавидел этого человека, но Райнхарду тот все же был нужен. Он задавался вопросом, станут ли Анна Роза и Кирхиайс смотреть на него с той же любовью сейчас, когда он нуждается в таком человеке, как Уберштайн. Тем не менее, он был готов и дальше следовать выборному пути. В резиденции правителя Физзана Адриана Рубинского проходил брифинг по экономической стратегии. «Юниверс Финанс, фиктивная корпорация в Союзе свободных планет, управляемая нами, обеспечила права на добычу газа на седьмой и восьмой планетах системы Пхаратпур», говорил помощник. «Общий объем запасов достигает 48 кубических километров, ожидается прибыль в течение двух лет». Увидев поощряющий кивок Рубинского, помощник продолжил. Кроме того, относительно Санта Круслайн, одной из крупнейших транспортных компаний Союза, процент приобретенных нами акций достиг 41,9%, но, так как собственность разделена более чем между 20 людьми, они до сих пор не поняли, что происходит. Тем не менее, мы уже превысили долю управляемого государством инвестиционного фонда, находящегося на верхней строчке списка акционеров. Неплохо сработано, но не расслабляйтесь, пока не превысите половину. Безусловно, тем временем в империи наше деловое участие было одобрено для сельскохозяйственного проекта в седьмой пограничной звездной области. Мы говорили о нем прежде. Это тот проект, где собираются перевозить 200 квадриллионов тонн воды с Эйзенхартс 2 на 8 засушливых планет и увеличить производство продуктов питания в достаточной мере, чтобы поддержать 5 миллиардов человек. Каково долевое участие? Три фиктивных компании нашего правительства совместно владеют 84% акций, то есть де-факто мы являемся единственным владельцем. А теперь перейдем к теме радиозавода в Йонгольштадте. Дослушав оставшуюся часть доклада, Рубинский на время отослал помощника и посмотрел на прозрачную стену, демонстрирующую красоту мрачного и пустынного пейзажа. В настоящее время все шло гладко. Правительство, как империи, так и союза, похоже, рассматривало войну лишь в смысле количества линкоров и ракет с досветовой скоростью. А значит, пока упрямые фанатики убивают друг друга, основы социально-экономических систем обеих стран могут оказаться в руках Физзана. Уже сейчас почти половина военных облигаций, выпускаемых империей и союзом, прямо или косвенно принадлежали Физзану. Во всех уголках галактики, куда только ступала нога человека, в экономическом плане правил Физзан. Однажды наступит день, когда все действия правительства рождующих держав будут идти во благо экономической выгоде Физзана, а все политические решения будут диктоваться им же. Чтобы добиться этого, требуется еще немало времени, но когда это произойдет, до конечной цели останется всего лишь полшага. Тем не менее, политическая и военная ситуация, конечно, были не тем, к чему можно относиться с легкомыслием. Иными словами, если империя или союз добьются окончательной победы и объединения своих территорий, то особое положение Физзана потеряет всякий смысл. В древние времена торговым городам на море и на суше приходилось уступать мощи возникших из обедненных стран сильных государств, так что история вполне может повториться. Если подобное случится, путь, ведущий конечные цели Физзана будет потерян, и потому появление чего-то вроде новой галактической империи должно быть предотвращено любыми средствами. Новая галактическая империя. От мысли о ней Адриан Рубинский опять почувствовал напряженность. Нынешняя галактическая империя Голденбаумов уже скрипела от связанного со старостью вырождения, и вдохнуть в нее новую жизнь было практически невозможно. Даже если она распадется на части и превратится в скопление маленьких королевств, а потом из этого родится что-то новое, то сколько столетий потребуется на это? Союз свободных планет со своей стороны потерял идеалы, лежащие в его основании, и теперь лишь дрейфовал по инерции. Застой в экономике и отсутствие социального развития породили недовольство в массах и бесчисленные враждебные отношения, вызванные экономическим неравенством на планетах, составляющих союз. Если не появится лидера, который сумеет перестроить всю систему власти, то все так и будет продолжаться без единого просвета впереди. Пять веков назад молодой Рудольф фон Голденбаум, с переполнявшей его неуклюжее тело жаждой власти, взял в свои руки политическую организацию Галактической Федерации и стал священным и неприкосновенным императором. Посредством правовых средств возник диктатор. Наступит ли однажды день его возвращения? Если бы кто-то подобный ему взял в свои руки одну из существующих политических систем, стало бы возможным быстрое изменение. Стало бы возможным быстрое изменение. Пусть даже он пришел к власти не столь законными методами. Государственный переворот. Для владеющих политической военной силой существовал этот классический и эффективный способ. Эти черты делали его привлекательным. Рубинский нажал кнопку на консоли, вызывая помощника. Каковы шансы государственного переворота в обеих странах? Было видно, что помощника удивил его вопрос. Если таков ваш приказ, я сразу займусь исследованиями, но вы получили какое-то срочное сообщение, раз предполагаете такое? Нет, ничего. Просто такая мысль только что пришла мне в голову. Однако всегда полезно подробно изучить все возможности. Как обидно, что умственные и духовно развращенные люди могут делать, что заблагорассудятся с властью, которые даже не заслуживают. Подумал Рубинский. Тем не менее, существует необходимость сохранения империи союза в их нынешних формах. По крайней мере, до того дня, когда цели Физана, которых ни империя, ни союз не способны понять, не будут достигнуты. В Верховный Совет Союза Свободных Планет входило 11 членов. Это были председатель, вице-председатель, выполнявший также обязанности председателя комитета по бытовым делам, секретарь, председатель комитета обороны, председатель комитета финансов, председатель комитета законы и правопорядка, председатель комитета природных ресурсов, председатель комитета кадров, председатель комитета экономического развития, председатель комитета связи и председатель комитета по развитию регионов. Все они сейчас собрались в конференц-зале в великолепном современном здании с жемчужной серыми стенами. В зале совещаний не было окон. Со всех сторон его окружали толстые стены. Кроме того, другие помещения. Зал для принятия послов, рабочий зал, где составлялись отчеты и обрабатывались материалы, зал планирования и оперативный пункт управления, из которого осуществлялось регулирование всех политических систем Союза. Кроме того, с внешней стороны все было отцеплено многочисленной охраной. Это ли называют открытым правительством? Думал Жоао Либелло, председатель комитета финансов, занимая свое место за круглым столом диаметром 7 метров. Он не впервые задумался об этом. Каждый раз, проходя через инфракрасные лучи и различные сканеры в коридоре, чтобы войти в зал совещаний, у него в голове возникал этот вопрос. В тот день, 6 августа 796 года, главной темой обсуждения было предложение военных об отправке войск. Этот план, предполагавший использование недавно захваченной крепости Изерлон в качестве плацдарма для вторжения на территорию империи, был передан в Верховный Совет группы молодых высокопоставленных офицеров и чиновников. Либелло считал их действие экстремизмом. Совещание началось, и Либелло сразу же решил высказать свое мнение по поводу войны. Это прозвучит странно, но до сегодняшнего дня финансовое состояние едва позволяло продолжение войны между нами и империей. Однако, одни только выплаты семьям погибших в битве при Астарте потребуют ежегодно 10 миллиардов динаров. Если пламя войны продолжит бушевать, бюджеты экономика в целом не выдержат, и наступит коллапс всей системы. Уже сейчас наблюдался большой дефицит. Как ни странно, Ян тоже внес вклад в увеличение финансовых проблем. При захвате Изерлона он взял в плен около пяти миллионов имперцев. И одно только содержание их обходилось в огромную сумму. Для укрепления нашей финансовой состоятельности у нас есть те же два пути, что и всегда. Выпуск облигаций и повышение налогов. Других вариантов нет. А что насчет повышения выпуска бумажных денег? Спросил вице-председатель. Без реального обеспечения? Тогда после нескольких лет пути по нисходящей мы будем торговать этими бумажками по весу, а не по тем цифрам, что на них написаны. Лично у меня нет желания войти в историю как неумелый финансист, допустивший гиперинфляцию. Но если мы не выиграем войну, то не сможем быть уверены даже в завтрашнем дне. Что уж говорить о нескольких годах пути по нисходящей. В таком случае мы должны положить конец этой войне. После этих слов, которые Лебелла произнес громко и отчетливо, зал наполнила тишина. Посмотрев на членов Совета, он продолжил. Благодаря стратегии адмирала Яна, изерлон теперь в наших руках. Империя потеряла базу для нападения на Союз. Вам не кажется, что нам представилась отличная возможность заключить мир на выгодных для нас условиях? Но это же справедливая священная война против диктатуры. Мы не можем жить в одной галактике с подобными. И вы всерьез считаете, что мы должны остановиться просто потому, что это экономически невыгодно? Сказал кто-то в ответ, и несколько членов Совета поддержали его. Священная война? Они серьезны? Жуаул и Белла, председатель комитета финансов, покачал головой, недовольно скрестив руки. Океаны крови, обанкротившиеся государства, нищий народ. Если такие жертвы нужно принести во славу справедливости, то сама справедливость начинает выглядеть неприглядно. Давайте ненадолго прервемся, сказал председатель Верховного Совета, лишенным выражения голосом. После обеда заседание возобновилось. На сей раз жесткую позицию высказал Хуан Руи, председатель комитета по кадрам, исполнявшего административные функции, связанные с вопросами труда и занятости населения, а также образованием и социальным обеспечением. Он также был противником продолжения войны. Как председатель комитета по кадрам, я хотел бы сказать. Хуан Руи был невысоким человеком, но обладал громким голосом. С его румяными щеками и короткими, но проворными руками и ногами, он производил впечатление очень энергичного человека. В первую очередь, я крайне обеспокоен сложившейся ситуацией. Слишком много талантливых людей, которые могли бы помочь нашей экономике и обществу в целом использоваться в военных целях. Конечно, особенно обидно, когда они гибнут, будучи простыми солдатами. Также вызывает беспокойство снижение инвестиций в образование и профессиональную подготовку. В качестве доказательства ухудшения уровня квалификации рабочих могу привести статистику, согласно которой количество несчастных случаев на производстве за последние 6 месяцев выросло на 30%. В транспортной аварии, случившейся в системе Ломбини, погибло более 400 человек и было потеряно около 50 тонн радиа. Трудно не связать этот факт с укорачиванием срока подготовки гражданских астронавтов. Кроме того, астронавты переутомлены из-за нехватки персонала. У председателя была четкая и бойкая манера говорить. Он продолжил. «В данной ситуации я хотел бы предложить следующее. Необходимо освободить от военной службы и вернуть на гражданскую как минимум 4 миллиона техников и персонала транспортных и коммуникационных систем. Повторяю, это только минимум». Взгляд Хуана Руи прошелся по членам совета, остановившись на лице председателя комитета обороны Джоба Трунихта. Дернув бровью, тот ответил. «Пожалуйста, не выдвигайте таких необоснованных требований. Если мы снимем с кораблей и с тыловых служб столько специалистов, вся военная организация рухнет как карточный домик. Ничего не могу утверждать насчет военной организации, но если не принять подобных мер, наше общество и экономика рухнут еще раньше. Вам известен текущий средний возраст оператора, работающего в столичном центре жизнеобеспечения?» «Нет. 42 года. На мой взгляд, в этом нет ничего катастрофического». Хуан с силой ударил по столу, прерывая Трунихта. «Потому что это иллюзия, созданная усреднением чисел. На самом же деле 80% служащих или около 20 или больше 70. Плохо обученные юнцы и теряющие в силу возраста хватку старики. В среднем же получаются вполне пристойные 42. Хороший возраст для технического специалиста. И такое происходит во всем механизме нашего общества. Надеюсь, я смог произвести впечатление на наших мудрых членов Совета и донести страшные факты». Хуан замолчал и еще раз оглядел всех. Все отвели взгляды, а лишь Лебелла открыто встретил его взгляд и в свою очередь сказал. «Короче говоря, настало время восстановить силы и позволить людям отдохнуть. Теперь, когда крепость и зерло на нас в руках, мы можем положить конец вторжениям имперцев. Так зачем нападать самим, губя свою страну?» С упорядочностью обратился Лебелла к остальным. «Заставлять людей приносить еще большие жертвы, чем они уже принесли, противоречит базовым принципам демократии. Они не должны нести это бремя!» Среди членов Совета раздались явно недовольные перешептывания. Высказаться же решила Корнелия Виндзор, председатель комитета связи, избранная в Совет всего неделю назад. Со страстью, граничащей с истеричностью, она заявила. «Нам незачем потакать эгоистам, не понимающим нашей благородной и справедливой цели. Разве великие дела обходились когда-то без жертв?» «Госпожа Виндзор, многие люди начинают задаваться вопросом, не слишком ли велики эти жертвы?» Попытался привести логический довод Лабелла, но его слова не возымели никакого эффекта. «Неважно, как велики будут жертвы, пусть даже погибнут все наши граждане, мы должны выполнить свой долг!» «Это вообще не политический аргумент! Как можно всерьез говорить подобное?» Лабелла повысил голос, сам того не осознавая. Небрежно проигнорировав его, Виндзор оглядела присутствующих и сильным голосом продолжила свою речь. «На нас лежит священный долг, и долг этот — покончить с тиранией Галактической империи и спасти человечество от ее гнета. Как вы можете говорить, что мы идем правильным путем, если мы, ослепленные жалким человеколюбием, забудем о своем великом предназначении?» Корнелия, не так давно перешагнувшая сорокалетний рубеж, была привлекательной женщиной, грациозной, красивого интеллектуального вида красоткой. А голос ее звучал мелодично. Ее облик сразу же поднял ее в глазах Лебелло на другой уровень опасности. Ей ли принадлежали эти напыщенные речи и дешевый героизм? Или же она только проводник и оратор? Когда Лебелло уже собрался высказать новый контраргумент, заговорил молчавший до сих пор председатель Санфорд. «Ам, не могли бы вы взглянуть на данные на своих экранах?» Члены Совета несколько удивились, и на мгновение все взгляды сосредоточились на председателе, прежде чем, как было предложено, обратиться к терминалам. Графики перед вами показывают рейтинг поддержки населением нашего Совета. Дела здесь обстоят не слишком хорошо. Отображаемая на экранах цифра 31,9% не была неожиданной. Прошло совсем немного времени с тех пор, как предшественник Корнелий Виндзор попался на взятничестве. Кроме того, социальный и экономический застой, на который указывали Лебелло и Хуан, также были очень серьезной проблемой. А вот рейтинг неодобрения нашей политики. При виде цифры 56,2% в зале Совета раздались вздохи. Такое положение тоже не было неожиданностью, но разочарование было неизбежным. Понаблюдав за реакции присутствующих, председатель продолжил. Такими темпами выборов в начале следующего года нам не выиграть. По популярности мы сейчас находимся между пацифистской фракцией и военными радикалами, продолжая терять голоса. Однако председатель понизил голос. Трудно сказать, намеренно он это сделал или нет, но внимание слушателей привлек. Лучшие аналитики и компьютеры провели расчеты и пришли к заключению, что в том случае, если мы одержим грандиозную победу над империей в ближайшие сто дней, наш рейтинг вырастет как минимум на 15%. После этих слов председателя в зале раздались возбужденные перешептывания. «Итак, давайте проголосуем за предложение военных!» — сказала мадам Виндзор. Ее сразу же поддержало несколько человек. Все они думали лишь о сохранении своих постов председателей, не желая становиться оппозицией новой власти в случае поражения на выборах. Ни о чем другом никто из них в тот момент не думал. «Постойте!» — Лабелла, побледнев, вскочил со своего места. «У нас нет никаких прав поступать так, посылать войска в ненужные с военной и экономической точки зрения поход ради одной лишь политической выгоды. Это неправильно!» Его голос задрожал при этих словах. «Ах, какие красивые слова!» В воздухе прозвенел холодный смех мадам Виндзор. Лабелла застыл, ошеломленный при виде политиков, оскверняющих сам дух демократического правительства своими окровавленными руками. Со своего места на некотором расстоянии от него Хуан смотрел на Лабелла, на лице которого отражалась мука. «Прошу вас, пожалуйста, не теряйте хладнокровие!» — прошептал он, протягивая свой толстый палец кнопки голосования. Шесть голосов «за» и три «против» при двух воздержавшихся. Необходимые для утверждения две трети действительных голосов были набраны. Решение о вторжении на территорию империи было принято. Тем не менее, результаты голосования шокировали членов Совета. Но не само решение об отправке войск, а то, что одним из троих голосовавших против был председатель комитета обороны Джоб Трунихт. Другие два голоса, отданные председателем комитета финансов Жуау Лабелла и председателем комитета по кадрам Хуаном Руи, были ожидаемы. Но человек, признанный всеми как один из самых бескомпромиссных военных радикалов... «Я патриот, но это не означает, что я каждый раз выступаю за продолжение войны. Прошу запомнить и задокументировать, что я был против отправки войск». Таков был его ответ на раздавшиеся вопросы о причинах его решения. В тот же самый день Генеральный штаб Союза Свободных Планет официально отклонил прошение об отставке контр-адмирала Яна Венли. Вместо этого ему были выданы бумаги на повышение в звание вице-адмирала. «Значит вы говорите, что хотите уйти в отставку». Тон вопроса начальника штаба флота Ситоли, прочитавшего прошение Яна об отставке, был не слишком ласков. Однако Яна не ожидал, что тот одной рукой будет держать подписанное прошение, а другой охотно протягивать документы на пенсию. Так что ответил адмиралу столь дружелюбным кивком, какой смог изобразить. «Но ведь вам еще только тридцать». «Двадцать девять». Уточнил Ян, сделав особый акцент на слове «двадцать». «В любом случае вы не достигли еще и третьей средней продолжительности жизни. Но мне кажется, что немного рановато бросать все и отказываться от своего жизненного пути. Ваше превосходительство, я этого и не делаю», — возразил молодой адмирал. «Я не считаю, что отказываюсь от своего пути, напротив, я стремлюсь вернуть его в нужное русло. Все предыдущие годы я был вынужден жить не так, как того желал. С самого начала я хотел наблюдать за развитием истории, а не быть одним из тех, кто ее творит». Ситоли сплел пальцы рук, положил на них подбородок и пристально посмотрел на молодого офицера. «Наша армия нуждается не в ваших знаниях историка, а в вашем таланте тактика, и она нуждается в нем отчаянно». «Разве я уже один раз не попадался на вашу лесть?» — мысленно парировал Ян. «Как ни посмотри, а я внес весомый вклад в свои отношения с армией. Одно только взять из Ирла, но чего стоит?» — так думал Ян, но Ситоли было что добавить. «А что станет с 13-м флотом?» От этого бесцеремонного, но эффективного вопроса у Яна даже рот приоткрылся. «Это ваш флот. Он недавно был сформирован в расчете на ваше командование. Что будет со всеми этими солдатами, если вы уйдете в отставку?» «Ну они...» Забыть об этом было большой ошибкой. Ян готов был признать, что тут он крупно оболажался. «Раз впутавшись во что-то, очень трудно потом освободиться». В конце концов, Ян покинул кабинет начальника штаба, оставив там свое прошение, хотя было ясно как день, что оно не будет утверждено. Возмущенный он направился вниз, к выходу из здания на гравитационном лифте. Сидя на диване в зале ожидания, Юлиан Минц без особого интереса разглядывал одетых военную форму людей, проходящих мимо, но, увидев вдалеке возвращающегося Яна, вскочил на ноги. Опекун просил его подойти в доступный для посторонних холл штаб-квартиры флота после школы и подождать его. «Почему бы для разнообразия не сходить куда-нибудь поесть? К тому же я хотел бы кое о чем с тобой поговорить». Сказал он мальчику, ничего больше не объясняя. На самом деле он хотел удивить его, устроив праздничный ужин и сообщив, что уволился из армии и теперь будет вести беззаботную жизнь пенсионера. Но теперь, однако, его планы оказались в подвешенном состоянии, а мечты развеялись под напором суровой реальности. «И что мне ему сказать?» – подумал Ян, бессознательно замедляя шаг и пытаясь что-нибудь придумать. В этот момент его кто-то окликнул. Обернувшись, Яну видел приветствующего его полковника Вальтера фон Шонкопфа. Благодаря его недавним подвигам, командир Розенриттера вскоре должен был получить продвижение по службе. «Я видел, как вы выходили от начальника, ваше превосходительство. Подавали прошение об отставке?» «Именно так. Но, скорее всего, я вновь получу отказ». «Должен вам сказать, по-моему, просто невозможно, чтобы руководство флота отпустило вас». Полковник с искренним удивлением смотрел на свою командира. «И честно говоря, я бы тоже предпочел, чтобы вы остались. Вы здраво оцениваете обстановку и не обделены удачей. Не знаю насчет подвигов, но шансы выжить под вашим командованием точно велики». Шонкопф, открыто глядя в глаза, давал оценку вышестоящему. «Я решил, что было бы неплохо умереть в своей постели. Дожив годов до 150, превратившись в трясущегося старика и спустить последний вздох, слыша, как и внуки и правнуки плачут от радости, что наконец избавились от меня. Так что блеска славы меня мало интересует. Поэтому прошу, помогите мне прожить подольше». То ли в шутку, то ли всерьез сделав такое заявление, полковник еще раз отдал честь и улыбнулся Яну, растерянно вернувшему салют. «Простите, что отняло вас время. Кажется, тот мальчик ждет вас». Похоже, Шонкопф, как и Алекс Кассельн, обладал большими способностями к сарказму. Но, как и Кассельн, в присутствии Юлиана этого не проявлял. Должно быть, в мальчике было что-то, отбивающее желание насмешничать. Ян с Юлианом пешком отправились в город. Молодой адмирал поглядывал на мальчика, с трудом скрывая растерянность и смущение от возникших отцовских чувств к чужому ребенку, в то время как сам он никогда не состоял в браке. В ресторане, называвшемся «Мартовский кролик», в который они зашли, царила гораздо более расслабляющая атмосфера, чем можно было судить из названия. Старомодные декоры мебель, свечи на столах, покрытых вышитыми вручную скатертями, Ян был в восторге. Однако его постигло разочарование, ставшее расплатой за пренебрежение предварительной резервации столика, для которой достаточно было одного звонка. «Мне очень жаль, но у нас нет свободных столиков», так им торжественно сообщил пожилой дародный официант с красиво оформленными бакенбардами, идеально подходящий к этому ресторану. Ян обвел взглядом помещение и удостоверился, что официант не лжет, рассчитывая на чаевые. В неярком освещении ресторана свечи горели на всех столах, а значит, за каждым сидели посетители. «Что ж, может попробуем пойти куда-нибудь еще?» Пока Ян задумчиво чесал голову, из-за одного из столиков у стены изящным движением поднялась девушка в жемчужно-сером платье. В огнях свечей, освещающих ее сзади, она выглядела сказочно прекрасно. «Адмирал?» Когда она обратилась к нему, Ян застыл на месте. На него с легкой улыбкой смотрел его адъютант, лейтенант Фредерико Гринхилл. «Даже я иногда ношу гражданскую одежду. Не желаете ли присоединиться ко мне и моему отцу?» Пока она говорила, ее отец поднялся и встал позади нее. «Добрый вечер, вице-адмирал Ян». Дружелюбно обратился к нему адмирал Дуайт Гринхилл, заместитель начальника оперативного штаба. Яну было немного неловко сидеть вместе со старшим по званию, но отказаться не было возможности. «Всего лишь контр-адмирал, ваше превосходительство», сказал он, отдавая честь. «Вы станете вице-адмиралом не позднее следующей недели. Так почему бы не начать привыкать к новому званию заранее?» Рассмеялся пожилой адмирал. «Это потрясающе! Так вы об этом хотели рассказать?» Глаза Ильяна засияли. «Чего-то подобного я и ожидал. Это прекрасная новость, так ведь?» Ян несколько натужно рассмеялся, испытывая сложные чувства, а потом представил мальчика адмиралу Гринхиллу и его дочери. «Понятно. Так ты и есть, Юлиан, воспитанник Яна. Говорят, ты один из самых многообещающих учеников выиграл золотую медаль за наибольшее количество набранных очков во флайболе. Хорошего учебия в спорте!» Флайболом называлась игра, в которую играли под куполом с гравитацией, установленной на 0,15G. Довольно простой вид спорта, целью которого было попасть мячом в корзину, двигающуюся вдоль стены с высокой скоростью и через неравные промежутки времени. Однако то же своеобразное очарование, которое есть в танце, можно было увидеть и в борьбе за медленно движущийся в воздухе мяч. «Это правда, Юлиан?» Удивленно посмотрел на мальчика и его безответственный опекун. Тот, чуть смутившись, кивнул. «Как я посмотрю, командующий единственный, кто об этом не знает», — поддразнила Яна Фредерико, заставив его покраснеть. «А ведь ваш Юлиан в этом городе почти знаменитость». В ожидании еды они подняли бокалы. Три бокала винтажного красного вина 670 года и один бокал имбирного эля за спортивный успех Юлиана. А когда наконец их заказ доставили и все приступили к трапезе, адмирал Гринхилла вдруг поднял неожиданную тему. «Кстати, Ян, вы все еще не планируете жениться?» Ножи Яна и Фредерико одновременно лязгнули по тарелкам, и пожилой офицер, любитель старинного фарфора, страдальчески поморщился. «Пока нет. Я подумаю об этом, когда наступит мир», — ответил Ян. Фредерико молча, не поднимая головы, продолжала разделывать кусок мяса. Пожалуй, в том, как она с ним обращалась, можно было усмотреть жестокость. Юлиан смотрел на своего опекуна с глубоким интересом. «У меня был друг, который погиб, оставив невесту одно. Когда я думаю об этом, я просто не могу. Не сейчас». Он говорил о капитане третьего ранга Лаппи, погибшем в битве при Астарте. Адмирал Гринхилл кивнул, а потом снова сменил тему. «Вы ведь знакомы с Джессикой Эдвардс? Неделю назад, на внеочередных выборах, она была избрана представителем от планеты Тернузан. Как и в случае с начальником штаба Ситоли, Адмирал Гринхилл, похоже, был хорош в многоходовых засадах. Вот как. Должно быть, ее поддерживает антивоенная фракция. Верно. Но, разумеется, не обошлась без нападок со стороны провоенной. Например, от рыцарей-патриотов? Рыцари-патриоты? Стоит ли о них говорить? Послушайте, они ведь просто клоуны, вы согласны? Ммм, этот салат просто чудесен. Попробуйте. Да, конечно, согласен. Сказал Ям и также приступил к еде. Он в самом деле считал рыцарей-патриотов глупцами, но прочих своих догадок высказать не был готов. Не были ли их карикатурно преувеличенные действия результатом чьего-то умелого руководства? В конце концов, поначалу на молодых людей, поддерживающих Рудольфа фон Голденбаума, тоже смотрели с насмешками или жалостью. Но чем это закончилось, теперь знает каждый. Направляясь домой в самодвижущемся такси, Ян думала Джессики Эдвардс. Я хочу спросить у властимущих, где вы? Отправляя наших солдат в смерти, где вы? Чем вы занимаетесь, пока они гибнут? По-видимому, это был кульминационный момент ее речи. Я не мог не вспомнить сцену на панихиде по погибшим в битве при Астарте. Даже председатель комитета обороны Трунихт, гордящийся своим красноречием, не нашел, что ответить на эти обвинения. И уже этого было достаточно, чтобы вызвать ненависть всей провоенной фракции. Одно можно сказать наверняка. Путь, который она выбрала, опаснее из Ирландского коридора. Такси неожиданно резко остановилось. Как правило, подобного не случалось. Автомобили двигались так, чтобы инерция не слишком сильно влияла на человеческое тело. Если, конечно, система управления работала. Значит, произошло нечто очень необычное. Открыв дверь вручную, Ян вышел на улицу. К нему сразу подбежал грузный сотрудник полицейского департамента в синей форме. Узнав адмирала в лицо и вытянувшись, как, по его мнению, стоило стоять перед национальным героем, он объяснил, что произошло. В главном компьютере городского центра управления транспортом возникла неполадка. Неполадка? Я не знаю подробностей, но, по-видимому, это была простая человеческая ошибка при вводе данных. В наши дни на таких должностях не хватает опытных людей, так что подобные события случаются нередко. Полицейский усмехнулся, но, натолкнувшись на хмурый взгляд Юлиана, взял себя в руки и вернул на лицо торжественное выражение. Эмм, да, сейчас не то время, чтобы смеяться над этим. Вся система транспорта в этом районе будет остановлена на следующие три часа. Даже траволаторы и магнитные движущиеся дорожки. Вся? Да, именно. По виду офицера могло показаться, что он гордится этим. Хотя Ян нашел это забавным, но сама ситуация к веселью не располагала. От случившегося и слов полицейского по спине у него прошел озноб. Управляющая система их общества, которую мягко, но вместе с тем более верно, чем поступь дьявола покрывало влияние войны, стала тревожно слабой. Юлиан посмотрел на Яна. Что будем делать, адмирал? А что нам остается? Идем пешком. Ответил Ян. Погулять перед сном бывает приятно. Да и тренировка неплохая. За час доберемся. Да, точно. При этих словах глаза полицейского широко распахнулись. Я не могу позволить вам этого? Заставлять героя из Орлона идти пешком? Я вызову транспорт на ручном управлении. Воспользуйтесь им. Мне как-то неудобно просить о таком. Пожалуйста, не стесняйтесь. И все же нет, я отказываюсь. Ян постарался не показать на лице или в голосе раздражение от подобной навещивости. Идем, Юлиан. Так точно. И с этим бодрым ответом мальчик направился вперед, но неожиданно остановился. Ян с подозрением посмотрел на него. Что случилось, Юлиан? Не любишь ходить пешком? Возможно, его голос прозвучал немного резко из-за остатков вызванного полицейским неудовольствия. Нет, это не так. Тогда почему-то остановился. Нам в другую сторону. Ян молча повернулся на каблуках. Пока командующий космического флота не поведет флот в неправильном направлении, волноваться не о чем. Он собрался было сказать это вслух, но потом решил этого не делать. По правде говоря, в этом деле уверенность иногда тоже подводила его. Вот почему он так ценил способности управления флотом своего заместителя Фишера. Доленные ряды остановившихся автомобилей стенами вытянулись вдоль улиц. Вышедшие из них люди бесцельно топтались на месте, Ян и Юлиан спокойно прокладывали свой путь обходя их. Выйдя на менее людную улицу, они сбавили шаг и пошли не торопясь. «И все-таки звезды очень красивы, адмирал», сказал Юлиан, поднимая голову к небу. Сверкающие огни бесчисленных звезд формировали сложные для понимания узоры и загадочно мерцали сквозь атмосферу планеты. Но даже глядя на звезды, Яну трудно было отвлечься от неприятного чувства. Все стремятся к небу, пытаясь ухватить предназначенную им звезду. Но мало кто знает, что именно ему предназначено. «А что насчет меня, Яна Венли? Разве могу я точно сказать, где моя звезда? Гонимые обстоятельствами, не потерял ли я ее из виду? Или я с самого начала ошибался в том, какая из них моя?» «Адмирал?» — раздался рядом звонки голос Юлиана. «Что? Мы сейчас смотрели на одну и ту же звезду. Вон на ту, большую голубую. Ммм, эта звезда... Как она называется?» «О, на языке вертится». Если бы он начал копаться в памяти, то, конечно, вспомнил бы ответ. Но у Яна не было желания этого делать. «Этому мальчику нет никакой надобности смотреть на те же звезды, что и мне». Подумал он. «Человек должен стремиться к звезде, предназначенной лишь ему. Какой бы она ни была». Глава седьмая. Интерлюдия. В Доминионе Феззан интересы империи представляла высший уполномоченный. В данный момент эту должность занимал граф фон Ремшейд. Этот седовлосый аристократ был прислан Содина почти в то же время, когда пришел к власти Адриан Рубинский, и за спиной его называли «Белый лис». Разумеется, это прозвище было придумано как отражение прозвища Рубинского «Черный лис». Местом, куда Рубинский в этот вечер пригласил графа, был не его правительственный офис, не официальная резиденция и даже не его частный особняк. Это было огромное искусственное озеро, расположенное на месте, где еще четыре века назад, до начала терраформирования, находился чашеобразный провал в горных породах с отложениями тяжелых солей. На его берегу стоял коттедж, юридически никак не связанный с Рубинским и принадлежащий одной из его многочисленных любовниц. Когда кто-то спросил правителя Физзана, сколько же у него любовниц, он помедлил с ответом, всерьез задумавшись, а потом с дерзкой улыбкой весело сказал «Я могу считать их только десятками». Это, быть может, было некоторым преувеличением, но и неправдой не являлось. Жизнеспособности во ума и тело нисколько не опровергали впечатление, производимого внешним видом. Рубинский придерживался философии, что надо жить полной жизнью. Выдержанные спиртные напитки, тающие на языке пища, красивая музыка и, разумеется, изящные гибкие красавицы. Он был большим любителем всего этого. Однако для него это являлось лишь развлечением. Главной же страстью было другое – хитросплетение политических и военных интриг, игра с судьбами людей и народов. Ни вино, ни женщины не могли сравниться с тем трепетом, который это доставляло. «Даже макеавеллистский обман, достаточно утонченный, может быть искусством», – размышлял Рубинский. Только низшие из низших прибегают к угрозам применения силы. Слова на их плакатах могут быть разными, но по сути империя и союз в этом мало различаются. Оба они – дети, близнецы и чудовища по имени Рудольф. «Подумал он со злобой. И разделяют взаимную ненависть друг к другу. Что ж, раз ваше превосходительство решили пригласить меня сюда, несмотря на все трудности, очевидно, вы хотели что-то обсудить». Первым, не выдержав затянувшейся паузы, сказал граф фон Ремшейд, ставя бокал на мраморный столик. Довольный собой, Рубинский оглянулся на напряженное лицо собеседника и ответил. «Действительно, я думаю, эта тема вас заинтересует. Союз свободных планет намерен организовать масштабное вторжение на территорию Империи. Имперскому аристократу понадобилось несколько секунд, чтобы переварить смысл сказанного». «Ваше правительство хочет сказать, что Союз», – начал говорить он, но осознав свою ошибку, тут же поправился. «Что мятежники собираются напасть на Империю?» «Похоже, после захвата гордости Империи, крепости Эзерлон, Союз охватила жажда войны». «Захватив Эзерлон, мятежники получили отличный плацдаром для нападения. Это несомненный факт», – прищурился граф. «Но это еще не означает, что они сразу же начнут тотальное вторжение. Как бы то ни было, очевидно, что Союз разрабатывает планы крупномасштабной атаки. Насколько крупномасштабной?» «По нашим сведениям, больше 20 миллионов солдат. А, возможно, их число превысит и 30 миллионов». «30 миллионов». Почти бесцветные глаза аристократа сверкнули. Даже Империя никогда еще не мобилизовала столь огромные армии. Сложность была не только в численности, но и в организации, а также способности эффективно управлять ею. Обладает ли Союз такими возможностями? Так это или нет, подобная информация жизненно важна. «Но... Ваше превосходительство. А почему вы решили поделиться этим со мной? Каковы ваши цели? Я немного удивлен этому вопросу с вашей стороны, высшую полномочной. Разве наш доминион когда-либо делал что-то, что могло бы навредить Империи? Нет, я не припомню такого. Разумеется, Империя полностью уверена в лояльности и верности Физзана. Это был пустой обмен лицемерными заявлениями, о чем оба прекрасно знали. Наконец граф уехал. На лице Рубинского, наблюдающего за перемещениями его наземного корабля, поспешно двигающегося к краю экрана, появилась жестокая улыбка. Высший уполномоченный побежит в свою резиденцию, чтобы отправить срочное сообщение на Один. Сведения, полученные от Рубинского, нельзя было игнорировать. После потери из Орлона подобная новость заставит побледнеть имперских военных. И они начнут готовиться к отражению нападения. Райнхард фон Лоенграм почти наверняка будет тем, кого пошлют навстречу врагу. Но в этот раз Рубинский хотел, чтобы он победил для Империи, но не добился слишком большого преимущества. Но если бы Райнхард не показался, это было бы большой проблемой. Рубинский не стал сообщить имперцам, когда узнал, что Ян собирается атаковать из Орлона с половинным флотом. Во-первых, он никогда бы не подумал, что эта попытка может увенчаться успехом. А во-вторых, ему хотелось посмотреть, какую умную стратегию он придумает для этой безумной атаки. Итог же оказался таким, что смог удивить даже Рубинского. «Подумать только, у него в рукаве был такой трюк!» Правитель Физана был искренне впечатлен. Однако он был не в том положении, чтобы поддаваться этому чувству. Баланс военной мощи склонился в сторону Союза, и теперь его необходимо было слегка подтолкнуть в направлении Империи. Ему нужно было, чтобы они сражались друг с другом и ранили друг друга все больше и больше. Маркиза Лихтенладе, канцлера и исполняющего обязанности премьер-министра Империи, посетил как-то вечером в его поместье Виконт Герлах, министр финансов. Поводом для визита стало сообщение о завершении первой стадии борьбы с последствиями восстания Кастропа. Передавать важные сообщения через помощников или по видеофону в Империи было не принято. Распределение земель и имущества герцога Кастропа по большей части завершено. После ликвидации стоимость недвижимости составляет примерно 500 миллиардов имперских марок. Немало он накопил, да? Вы правы. Мне иногда становится даже немного жаль этого человека. Столько времени он копил деньги, чтобы в итоге все они снова оказались в казне. Вдохнув насыщенный аромат красного вина из поставленного перед ним бокала, министр финансов сделал небольшой глоток. Канцлер же отставил свой бокал и сказал с другим выражением лица. «Между прочим, я тоже хотел поговорить с вами. Есть один маленький вопрос, который я хотел бы обсудить. И что же это?» «Недавно я получил срочное сообщение с Физзана от графа Рэм Шейда. Он говорит, что силы мятежников планируют массовое вторжение на территорию империи. Мятежники!» Канцлер кивнул. Министр финансов неловко поставил недопитый бокал на стол, отчего вино плеснуло через край. «Это серьезная проблема?» «Конечно. Однако это открывает также и некоторые интересные возможности». Премьер-министр скрестил на груди руки. «Мы сейчас тоже нуждаемся в сражении и победе. Согласно докладу министра внутренних дел, среди простолюдинов вновь начали витать революционные настроения. Похоже, слухи о потере из Орлона уже разошлись. Чтобы загасить все это взородыше, нам нужна победа над мятежниками, которая позволит восстановить репутацию власти. Пока же придется бросить народу какую-нибудь кость. Амнистия для вольномыслящих, уменьшение налогов или снижение ценно-спиртное. Что-нибудь в этом роде. Если слишком их разбаловать, они сядут нам на шею. Я видел листовки подпольщиков-радикалов. Они полны возмутительных заявлений. Права человека важнее обязанностей и прочее такое. Вам не кажется, что помилование испортит их еще сильнее? Все так, как вы и говорите. Но мы не можем управлять только палкой. Укоризненно промолвил канцлер. Да, верно. Но потворствовать народу больше необходимого? Впрочем, сейчас не до этого. Это сообщение о готовящемся вторжении. Его источник Адриан Рубинский? Премьер-министр кивнул. Чарный лес Физзана. Цокнул языком Герлах. В последнее время у меня появилось чувство, что хапуги с Физзана представляют большую опасность для Империи, чем мятежники. Никто не знает, что именно они замышляют. Согласен, сказал Лихтон Ладе. Но в данный момент вторжение так называемого Союза наша главная проблема. Кому нам поручить защиту границ? Щенок Лавенграм наверняка захочет сделать это. Так почему бы не отправить его? Не стоит принимать решения под влиянием эмоций. Предположим, мы позволим ему возглавить военные действия. Если он преуспеет, то его репутация возрастет до совершенно нового уровня. Если же он потерпит неудачу, нам придется сражаться с повстанцами в очень невыгодных условиях. В глубине своей территории, против огромной по численности Орды, моральный дух которой будет невероятно высок после их победы. Ваше превосходительство настроено слишком пессимистично. Виконт наклонился вперед и стал объяснять свою позицию. Даже если повстанцы победят, сражение с Луенграмом не пройдет для них бесследно. Каким бы ни было мое отношение к графу, некомпетентным его назвать нельзя. Так что флот Союза понесет большие потери. Кроме того, мятежникам придется действовать вдалеке от своих баз, без возможности пополнить припасы так, как бы им того хотелось. Да и преимущество своей территории будет на нашей стороне. Так что по всем этим причинам, наши войска точно смогут разбить истощенного битвой врага. Даже если мы просто станем вести войну на истощение, у мятежников, испытывающих нехватку снабжения и чувствующих постоянное напряжение, не останется иного выбора, кроме как уйти. Дождавшись этого момента и напав на отступающих врагов, мы добьемся легкой победы. Понятно, подумав, сказал Маркис Лихтонладе. Это решает дело в случае поражения мальчишки. Но что если он победит? С его военными достижениями и благосклонностью его величества мы даже сейчас почти не в состоянии контролировать его. И я даже представить боюсь, насколько избалованнее и наглее он станет, если добьется победы и в этот раз. Думаю, вы должны позволить ему это. Один человек, забравшийся выше своего места? Мы можем разделаться с ним, когда пожелаем. Он ведь не все время проводит в войсках? Аааа. Как только флот мятежников будет уничтожен, щенок тоже умрет. Холодно произнес министр финансов. Так почему бы пока не использовать его таланты, раз мы в них нуждаемся? 12 августа 796 года космической эры. Именно в этот день в столице Союза Хайнессен состоялось заседание Комитета по планированию операций, на котором было принято решение о вторжении на территорию Галактической империи. В подземном зале заседания штаб-квартиры флота собрались начальник штаба стратегического планирования Сидни Ситоли и 36 адмиралов, в числе которых оказался и новоиспеченный вице-адмирал, командующий 13-го флота Ян Венли. Ян выглядел неважно. Не так давно он говорил полковнику Шонкопфу, что с падением из Орлона война прекратится. Реальность, однако, оказалась совсем иной, напоминая ему о том факте, что он еще слишком молод или, скорее, наивен. Тем не менее, Ян не собирался признавать логических доводов, оправдывающих мобилизацию и продолжение военных действий. Захват из Орлона был лишь результатом выполнения разработанного Яном плана и вовсе не означал, что вооруженные силы Союза на самом деле сильнее Империи. В действительности все было гораздо хуже. Войска были вымотаны до изнеможения, а ресурсы поддерживающего их народа истощались буквально на глазах. Однако этот факт, который ясно видел Ян, не желали признавать военное командование и политики. Военные победы сродни наркотику. А сладкий наркотик, называемый захват из Орлона, похоже, вызвал настоящий рассвет воинственных галлюцинаций, доселе скрывавшихся глубоко в сердцах людей. Даже в национальном собрании, где должны были преобладать холодные головы, все в один голос требовали вторжения на территорию ненавистной империи. Правительственные навыки манипулирования информацией тоже были хороши. Но неужели так сказалось отсутствие потерь? Удивился Ян. И если бы вместо этого произошла жестокая бойня, отнявшая десятки тысяч жизней, люди бы сказали, «Хватит уже!» «Довольно!» Возможно, тогда все бы подумали, мы победили, но ужасно устали. Не лучше ли немного отдохнуть, переоценить прошлое, подумать о будущем, а потом спросить себя, действительно ли есть что-то, ради чего стоит продолжать кровопролитие. Но этого не случилось. Сейчас люди думают, кто бы мог представить, что победить так легко? И кто бы мог представить, что плоды победы окажутся столь притягательными? Ирония заключалась в том, что тем, кто вложил им в голову такие мысли, был сам Ян. Это было последнее, чего хотел молодой адмирал, и в эти дни количество бренди в его чае все увеличивалось. Состав экспедиционных сил еще не был объявлен официально, но тем не менее все было уже решено. Командующим сил вторжения стал лично Лазарь Лобос, командующий ВКС Союза, как второй человек после Сидни-Ситоли, с которым Лобос соперничал уже четверть века. Место заместителя главнокомандующего пока оставалось вакантно, а во главе обедненного штаба был назначен адмирал Дуайт Гринхилл, отец Фредерики. Под его командованием находились вице-адмирал Конев, начальник оперативного штаба, контр-адмирал Биролинен, начальник штаба разведки, и контр-адмирал Кассельн, начальник штаба тыловых служб. Это было первым за долгое время боевым походом для Алекса Кассельна, добившегося известности своими выдающимися успехами в штабной работе на Хайнессене. Под руководством начальника оперативного штаба находилось пять офицеров, одним из которых был контр-адмирал Эндрю Форк, выдающийся человек, шесть лет назад окончивший офицерскую академию. Именно этот молодой офицер был автором плана предстоящей кампании. Штат штабов разведки и тыловой службы включал по три сотрудника. Разумеется, к этим шестнадцати добавлялись помощники, связисты, офицеры службы безопасности и другие сотрудники. Все вместе они и образовывали высший командный центр. В качестве же боевых единиц были мобилизованы восемь флотов. Третий флот под командованием вице-адмирала Лефевра, пятый флот под командованием вице-адмирала Бьюкока, седьмой флот под командованием вице-адмирала Хавада, восьмой флот под командованием вице-адмирала Эпплтона, девятый флот под командованием вице-адмирала Аль-Салема, десятый флот под командованием вице-адмирала Уланова, двенадцатый флот под командованием вице-адмирала Бородина, тринадцатый флот под командованием вице-адмирала Яна. Четвертый и шестой флота, понизшие огромные потери в битве при Астарте, недавно были объединены с остатками 2-го флота, образовав 13-й флот Яна, так что только два флота, 1-й и 11-й, оставались на родине. К этим силам были приданы бронетанковые войска для сражений на планетах, эскадрильи атмосферных истребителей и амфибий, военно-морские силы и множество других подразделений. Кроме того, планировалось участие специалистов по тяжелому вооружению из корпуса внутренней безопасности. Мобилизовалось также и максимально возможное число специалистов службы связи, технологических, инженерных, медицинских и прочих служб. Общее число мобилизованных составило 30 млн 227 400 человек. Это означало одновременную мобилизацию 60% всех вооруженных сил Союза свободных планет, а также 0,23% от общего числа населения в 30 млрд. Имея перед собой оперативный план, чей гигантский размах не имел прецедентов, даже адмиралы, прошедшие через множество крупных сражений, не могли успокоиться. Они вытирали несуществующий пот солбов, пили стакан за стаканом ледяную воду и перешептывались сидящими рядом коллегами. В 9 часов 45 минут в зал вошел грант-адмирал Ситоли вместе со своим заместителем, контр-адмиралом Маринеску. И собрание началось. Выражение лица или голоса Ситоли не было особой торжественности, когда он открыл рот и заговорил. План кампании, который мы обсуждаем сегодня, уже одобрен Верховным Советом. Однако все присутствующие адмирала знали, что он против вторжения. Подробный план действий экспедиционных сил еще не принят. И целью сегодняшнего собрания как раз и является принятие решений по оставшимся вопросам. Не думаю, что стоит напоминать, что мы все являемся представителями вооруженных сил свободной нации. Надеюсь, что в таком духе мы сегодня и проведем энергичный обмен идеями и мнениями. Возможно, кто-то из присутствующих смог понять по отсутствию энтузиазма в голосе адмирала его страдания, а кто-то по интонациям, с которыми он говорил необходимые слова, оценил и его пассивно-агрессивное сопротивление. Адмирал Ситоли закончил свое вступление, и какое-то время никто не произносил ни слова. Казалось, все они кипят в своих мыслях. Ян вспоминал услышанное на днях от Кассельна. Скоро выборы. На внутренней арене в последнее время участили скандалы. Так что если нынешнее правительство хочет быть переизбранным, им нужно отвлечь внимание общественности на внешние дела. Вот что такое это вторжение. Да, это старый трюк, используемый правителями, чтобы отвлечь внимание от их собственного плохого управления. Думал Ян. Как был бы огорчен отец-основатель Союза Али Хайнессен, узнав об этом. Этот человек никогда бы не пожелал, чтобы в его честь устанавливали 50-метровую статую. Он мечтал создать государство с правительственной системой, которая не вредила бы собственному народу, где права и свободы граждан не ущемлялись собственными правителями. Но так же, как люди в итоге становятся старыми и немощными, так как государства, возможно, обречены в конце концов становиться коррумпированными и декаденскими. Как бы то ни было, отправка на поле боя 30 миллионов солдат ради победы на выборах, позволяющей править еще 4 года, выходила за рамки понимания Яна. 30 миллионов человек, 30 миллионов жизней, 30 миллионов судеб, 30 миллионов возможностей, 30 миллионов радости и гнева, печали и удовольствия. Отправляя их в пасть смерти, принося их в жертву, те, кто в это время остается в безопасности и далеко в тылу, добиваются своей выгоды и получают все, чего добились погибшие за них. Сменяются эпохи, но это возмутительное соотношение между теми, кто развязывает войны, и теми, кто вынужден участвовать в них, ничуть не изменилось с рождения цивилизации. Даже наоборот, правители древних цивилизаций были лучше нынешних. Они, по крайней мере, лично возглавляли свои армии, подвергая свою жизнь опасности. Да и этика тех, кто вынужден участвовать в войнах, тоже лишь вырождается. «Я считаю, что эта кампания – самый смелый подвиг с момента создания нашего союза. Для меня, как солдата, нет большей чести, чем иметь возможность участвовать в ней в качестве офицера штаба». Таковы были первые произнесенные слова. Этот невыразительный монотонный голос, словно говоривший зачитывая текст по бумажке, принадлежал контр-адмиралу Эндрю Форку. Ему было всего 26, но он выглядел много старше своего возраста, и Ян рядом с ним смотрелся совсем мальчишкой. Лицо Форка было худым и бледным, глаза и брови выглядели получше, но его манера смотреть на людей свысока, а потом поднимать взгляд, чуть кривя губы, создавало мрачное впечатление. Хотя, возможно, Ян, для которого звание почетного ученика не имело большого значения, смотрел на признанного гения через линзы предрассудков. После Форка, долго и напыщенно рассказывавшего о грандиозном плане флота, то есть о плане операции, который он сам и составил, слово взял вице-адмирал Уланов, командующий 10-м флотом. Уланов был хорошо сложенным мужчиной в расцвете лет, со смуглой кожей и блестящими глазами, являвшейся дальним потомком кочевого племени, которая когда-то давно, еще на древней земле, покорила полмира. Его мужественное руководство выделяло его даже среди адмиралов Союза, принося популярность среди граждан. Мы солдаты, и будучи ими, отправимся куда угодно, если получим такой приказ. И если это будет означать поход к самому трону тиранов Голденбаумов, мы с радостью полетим туда. Однако есть разница между смелым планом и безрассудным. Тщательная подготовка очень важна, но сначала я хотел бы спросить, какова стратегическая цель данной кампании? Мы вторгаемся на территорию Империи, сражаемся с отправленным против нас флотом, и потом возвращаемся? Должны ли мы занять часть имперской территории, и если так, то будет ли оккупация временной или постоянной? В случае, если ответом будет постоянной, как нам поступить с захваченными планетами? Стоит ли строить на них укрепления и военные базы? Или мы не станем возвращаться, продолжая боевые действия до тех пор, пока не вынудим Императора подписать капитуляцию или, по крайней мере, выгодный для нас мирный договор? И прежде всего, эта операция планируется краткосрочной или долгосрочной? Это длинный список вопросов, но я бы хотел получить на них ответы. Уланов сел, а грант-адмиралы Ситоли и Лобос обратили взгляды на Форка, вынуждая того ответить. Мы большими силами проникнем на вражескую территорию. Одного этого уже будет достаточно, чтобы вселить страх в сердца имперцев. Таким был ответ Форка. То есть мы отступим, не вступая в сражение? Думаю, мы должны действовать гибко и решать по ходу дела. Уланов недовольно нахмурился. Не могли бы вы все же рассказать нам некоторые подробности? Это слишком абстрактно. Он имеет в виду, что мы просто будем без дела болтаться по вражеской территории. От этого саркастического комментария губы Форка перекосились еще сильнее. Тем, кто произнес эти слова, был вице-адмирал Бьюкок, командующий пятого флота. Прославленный ветеран, обладающий боевым опытом, в разы превосходящим тот, который имел Сауси Толи, Лобоса, Гринхилла и прочих. Он не заканчивал офицерской академии, пройдя вместо этого весь путь отрядового новобранца до командира флота. Уступая им в звании, он превосходил их по возрасту и реальному опыту. Его репутация как тактика также была высока. Форк не ответил. Возможно, ему и было что сказать, но очевидно он решил, что будет лучше просто вежливо проигнорировать Бьюкока на том основании, что тот заговорил, когда ему не давали слова. «У кого-нибудь еще есть что сказать?» – спросил он несколько натянута. После минутного колебания Ян попросил слова. «Я хотел бы узнать причину, по которой вторжение было решено начать именно сейчас». Разумеется, он не ожидал ответа из-за выборов. Но ему хотелось услышать, что скажет Форк. «Для каждой битвы существует то, что можно назвать идеальным моментом», – сказал контр-адмирал Форк, с высокомерием начинает отвечать на вопрос Яна. «Сама судьба предлагает нам их. И если мы не воспользуемся ими, то когда-нибудь оглянемся назад и скажем, если б мы только предприняли что-то в то время, но будет уже слишком поздно. Итак, другими словами, сейчас наш лучший шанс для нападения на фире. Вы это хотели сказать, контр-адмирал?» Ян чувствовал, что глупо просить подтверждения, но все же задал вопрос. «Масштабного нападения», – уточнил Форк. «Похоже, ему нравятся громкие эпитеты», – подумал Ян. «Имперские военные охвачены паникой из-за потери из Эрлона. Они не знают, что делать. В данный момент истории, что, кроме Великой Победы, может ожидать впереди беспрецедентно огромную армию Союза, длинными величественными колоннами двигающегося вперед с высоко поднятыми флагами свободы и справедливости». В его голосе слышалось возбуждение, когда он вещал это, указывая рукой на экраны со схемами. «Но эта операция потребует слишком глубокого вторжения на вражескую территорию. Наши порядки растянутся, возникнут трудности со связью и пополнением припасов. Кроме того, противник легко сможет разделить наши силы». Голос Яна распалялся, хотя он говорил и не совсем то, что думал. В конце концов, какое значение имеют детали операции, когда не озвучены даже общие детали самого плана? Тем не менее, он должен был это спросить. «Почему вы так концентрируетесь на возможном разделении? Враг, ударивший нам в центр, будет атакован со всех сторон и, несомненно, потерпит полное поражение. Риск незначителен». Дротский оптимизм Форка почти истощил терпение Яна. С трудом борясь с желанием сказать «Ну тогда давай, делай что хочешь». Он продолжил приводить доводы. «Командующим имперским флотом, скорее всего, назначат графа фон Лоинграма. Его действия нельзя просчитать заранее. Вам не кажется, что стоит принять этого внимание и разработать немного более осторожный план?» Прежде чем Форк успел ответить, заговорил адмирал Гринхилл. «Вице-адмирал, я знаю, что вы высоко оцениваете способности графа фон Лоинграма, но он еще очень молод, и даже он может допускать ошибки». Слова адмирала не произвели на Яна большого впечатления. «Это правда, однако факторы, ведущие к победе или поражению, в конечном счете относительны друг к другу. Так что если мы совершим большую ошибку, чем враг, это будет означать, что он победит, а мы проиграем». И самое главное, хотел сказать Ян, что этот план сам по себе ошибочен. «В любом случае, это не более, чем предсказание», заключил Форк. «Переоценивать врага, бояться его больше, чем необходимо, это самое позорное для солдата. Учитывая то, как это подрывает моральный дух армии и как может притупить способность людей действовать и принимать решения, результат в конечном итоге будет выгоден врагу, независимо от ваших намерений. Я надеюсь, вы будете более осторожны в своих словах». В этот момент в зале заседания раздался шум. Это вице-адмирал Бьюкок с силой ударил ладонью по столу. «Контр-адмирал Форк, вам не кажется, что ваши последние слова были слишком неуважительны?» «А вот как». Форк выпятил грудь под пронзительным взглядом пожилого адмирала. «Только потому, что он не согласен с вами и призывает действовать осторожней, вы прилюдно обвиняете его чуть ли не в пособничестве врагу?» Я лишь сделал общее замечание. И мне неприятно, что кто-то интерпретирует это как личное оскорбление. Ян ясно видел, как подергивается щека Форка. Было ясно, что извиняться он не собирается. «Изначальная цель этой кампании в том, чтобы осознать нашу великую и благородную цель – освободить 25 миллиардов человек, страдающих под тяжестью деспотизма. Я говорю, что любой, кто выступает против этого, фактически встает на сторону Империи. Или я не прав?» Собравшиеся в зале становились все тише. Обратно пропорционально становящемуся все более пронзительным голосу Форка. Не то чтобы их трогали его слова, скорее просто всеобщее настроение было окончательно испорчено. Даже если враг имеет территориальные преимущества, большую силу войск или новое оружие невообразимой силы – это не может служить нам предлогом для бездействия. Если мы будем идти вперед, думая о нашей великой миссии, как силу, освобождающей и защищающей людей, то и жители Империи будут приветствовать нас и охотно сотрудничать. Поскольку речь Форка все продолжалась и продолжалась, Ян погрузился в молчаливые размышления. Нового оружия невообразимой силы, конечно, не существует. Оружие, изобретенное и поставленное на вооружение одной из противоборствующих сторон, почти всегда создавалось и другой, хотя бы на уровне концептуального решения. Космические корабли, танки, подводные лодки, ядерное оружие, лучевое оружие и все прочее, использовалось и Империей и Союзом. Даже если в какой-то момент один из противников чем-то уступал другому, то это выражалось не словами «как такое возможно?», а скорее «я боялся, что такое может случиться». Разница в знаниях и воображении между отдельными людьми может быть огромной, но между большими группами это различие практически незаметно. Появление нового оружия становится возможным только в ходе накопления технической и экономической мощи, а представить, к примеру, чтобы во времена Палеолита у одного из племен были самолеты и танки невозможно. Кроме того, если оглянуться на историю, то новое оружие почти никогда не играло решающей роли в войне. Архимед, живший в греческом городе Сиракузы, изобрел множество уникального для тех времен оружия. Но оно не смогло остановить наступление римлян. Исключением можно назвать разве что вторжение испанцев в империю инков. Но и там большую роль сыграло то, что испанцы обманули противников, воспользовавшись древней легендой самих инков. Слово «невообразимое» скорее подходило для нового взгляда на тактическое мышление. Конечно, бывали случаи, когда этот новый взгляд был вызван появлением нового оружия. Примерами могут служить и массовое использование огнестрельного оружия, и использование авиации для контроля над морем, и война на высоких скоростях с использованием комбинации танков и самолетов. Но тактика охвата Ганнибала, наступление войск Наполеона против вражеской пехоты, партизанская война Мао Цзэдуна, использование Чингисханом его конницы, психологическая и информационная война Суньцзы, глубоко эшелонированные построения поплитов и поминонда. Все это было придумано и создано без всякого нового оружия. Так что Ян не опасался нового оружия империи. Его больше пугал военный гений Райнхарда фон Лоенграма, и явно ошибочное предположение руководителей союза о том, что жители империи жаждут свободы и равенства сильнее, чем миры и стабильности в жизни. Это никак невозможно спрогнозировать. И никак нельзя включать подобный фактор в расчет планов сражения. С такими мрачными мыслями Ян сделал предсказание. Учитывая то, насколько безответственны побудительные мотивы этой кампании, та же безответственность распространится и на ее планирование, и на исполнение. По итогам собрания было принято решение о разделении сил вторжения. Десятый флот адмирала Улана вошел в первой волне, а тринадцатый флот Яна во второй. Генеральный штаб экспедиционной армии будет расположен в крепости Изерлон. На время операции главнокомандующий Лобос станет также и командующим Изерлона. Заседание подошло к концу, как и ожидал Ян, не принеся никаких плодов. Казалось, в зале витали клочья, растраченные в пустую энергии. Но когда молодой адмирал уже собирался уходить, его остановил начальник штаба Ситоли и попросил задержаться. «Должно быть, вы сейчас умираете от желания сказать, что я должен был отпустить вас в отставку», сказал Ситоли натреснутым от чувства сведенных на нет трудов голосом. «Я тоже был наивен. Думал, что захват Изерлона погасит пламя войны. Но в итоге мы здесь». Ян молчал, растеряв слова, которые хотел сказать. Конечно, для Ситоли наступление мира означало бы в первую очередь укрепление его положения и усиление влияния. Но в сравнении с безрассудным авантюризмом провоенной фракции, он вызывал симпатию и сочувствие. «В конечном счете, я полагаю, меня подвели мои же расчеты. Если бы Изерлон не пал, военные радикалы не решились бы на такой риск. Как бы то ни было, для меня это уже не имеет значения. А вот вам я создал множество хлопот. Вы собираетесь уйти на пенсию? Прямо сейчас я не могу. Но как только эта кампания закончится, у меня не останется другого выбора, кроме как уйти в отставку. Независимо от того, победим мы или потерпим поражение». Если вторжение потерпит неудачу, то Ситоли, как самый высокопоставленный военный, будет вынужден принять на себе ответственность и выйти в отставку. Если же войска Союза добьются успеха, то для награждения адмирала Лобоса, главнокомандующего экспедиционных сил, будет лишь одно место для повышения – должность начальника оперативного штаба. И тот факт, что Ситоли был против этой кампании, также сыграет против него. В этом случае его изгнание примет форму изящного поклона, освобождающего место для Лобоса. По какому пути бы не пошли события, для Ситоли будущее уже предрешено. Ему осталось лишь приготовиться с достоинством встретить конец карьеры. Я говорю вам это просто потому, что таковы обстоятельства. На самом деле я хочу лишь, чтобы эта экспедиция потерпела крах с наименьшими жертвами. Ян снова промолчал. Случай отступления, конечно, будет много в пустую пролитой крови. Но что произойдет, если мы все же победим? Совершенно очевидно, что члены провоенной фракции набросятся на эту возможность, и никакие причины и политический расчет больше не заставят их подчиняться гражданскому правительству. Они продолжат это хождение по краю, пока не упадут в пропасть. В книгах по истории описывается множество наций, потерпевших полное поражение из-за того, что выиграли войну, когда не должны были. Впрочем, уж вы-то это знаете лучше меня. Да. И вашу отставку я не отклонил в том числе и потому, что подспутно боялся подобного развития событий и рассчитывал на вас, если такое произойдет. Ян молча слушал. Вы изучали историю, и это наделило вас определенным презрением к власти и военному руководству. Не могу сказать, что виню вас за это, но ни одно развитое общество не может существовать без этих институтов. Просто политическая и военная власть должны находиться в руках компетентных и честных людей, обладающих разумом и совестью, а не их полных противоположностей. Будучи солдатом, я не осмеливаюсь судить о политике, но как военный контр-адмирал Форк не пригоден. Горячность, с которой Ситоли произнес эти слова, поразила Яна. На секунду ему показалось, что старый адмирал с трудом пытается побороть эмоции. Он передал свой план операции непосредственно председателю секретариата Верховного Совета, используя личные связи. Того, что он продал им план в качестве стратегии по сохранению власти, достаточно, чтобы понять, что движет им лишь жажда добиться личных благ. Он нацелился на высший пост в армии, но в данный момент у него есть соперник, который слишком силен, и потому Форк пытается использовать любую возможность, чтобы обойти этого человека. Кроме того, он с отличием окончил офицерскую академию и свысока смотрит на тех, кого считает менее способными. Ян пробурчал что-то вроде обычного «понятно», чтобы показать, что он внимательно слушает, и на лице адмирала Ситоли впервые появилась улыбка. Иногда вы бываете не слишком сообразительны. Его соперник не кто иной, как вы. Я? Да, вы. Но ваше превосходительство. Я же. То, как вы себя оцениваете, не имеет значения. Проблема в том, что думает Форк и какие методы он использует, чтобы добиться своих целей. Должен сказать все это слишком политически. В худшем смысле этого слова. И даже если бы не было этого... Тут адмирал тяжело вздохнул. Вы, должно быть, успели оценить его характер по сегодняшнему заседанию. Его таланты проявляются не в реальных достижениях, а в красноречии. И что еще хуже, он постоянно смотрит на других свысока, пытаясь выглядеть более выдающимся. Хотя на самом деле он не обладает теми качествами, которые за собой числят. Доверять такому человеку чьей-либо жизни, кроме его собственной, слишком опасно. Вы только что сказали, что важность моего пребывания в армии увеличилась. И вы на меня рассчитываете. Задумчиво сказал Ям. То есть вы предлагаете мне выступить против контр-адмирала Форка? Форк такой не один. Но заняв высшую должность в армии, вы сможете заблаговременно избавляться от подобных людей. Это то, на что я надеюсь. Хотя я понимаю, что это может лишь обострить ситуацию. На какое-то время их окутало тяжелое молчание. Наконец Ян помотал головой, отбрасывая появившиеся мысли. Ваше превосходительство все время ставит передо мной задачи, которые слишком велики для меня. Приказ захватить из орлон тоже был одной из таких. Но вы сделали это, не так ли? Да, в тот раз у меня получилось, но... Ян прервался и чуть не умолк, но все же продолжил. Я не презираю политическую и военную власть. Нет, на самом деле они меня пугают. Власть уродует большинство людей, в чьих руках она оказывается. Я могу привести множество примеров. И я не готов с уверенностью сказать, что меня она не изменит точно так же. Вы сказали большинство людей, и это верно. Но все же не все меняются. В любом случае, я собираюсь быть человеком сдержанным и держаться подальше от героизма. Хочу заниматься какой-нибудь несложной работой, а потом выйти на пенсию и жить спокойной жизнью. Это то, что называют ленивым от природы? Точно, ленивы от природы. Взглянув на пытающегося подобрать слова Яна, усмехнулся Ситоли. Я сам с этим боролся. Не очень-то весело работать в одиночестве и видеть, как другие люди живут расслабленной жизнью. Но будет нечестно, если я не смогу возложить на вас работу, подходящую вашему таланту. Не честно. Ян не знал другого способа, чтобы выразить свои эмоции, кроме как выражением лица. Очевидно, начальник штаба Ситоли по собственной воле решил работать изо всех сил, но Ян не считал, что сам он такой же. Одно можно было сказать точно. Свой шанс уйти в отставку он потерял. Перед гранд-адмиралом фон Лоенграмом выстроились молодые адмиралы, прикомандированные к его адмиралтейству. Кирхиайс, Миттермайер, фон Роенталь, Беттенфельд, Лютц, Вален и Кемпф, а также фон Оберштайн. Райнхард считал их лучшими из лучших эскадрового резерва имперских военных. Тем не менее, он считал, что этого недостаточно, как по количеству, так и по суммарным способностям. Ему нужно было, чтобы войти в состав его подчиненных, считалось признанием таланта и способностей. Уже сейчас репутация адмиралтейства была значительной, но молодой командующий хотел, чтобы она была признана повсеместно. Я получил от разведки отчет следующего содержания, сказал Райнхард, оглядывая собравшихся. И под его взглядом адмиралы чуть вытянулись. Не так давно пограничным мятежникам из так называемого Союза Свободных Планет удалось захватить принадлежащую империи крепостью Зерлон. Это вы уже знаете. Однако теперь стало известно, что повстанцы не собираются останавливаться на достигнутом. Они скапливают в районе крепости Зерлон значительные силы. По оценкам разведки там собралось около 200 тысяч кораблей и порядка 30 миллионов солдат и офицеров. Более того, это минимальные оценки. Среди адмиралов пронесся шепоток удивления и даже восхищения. Командовать гигантским флотом было величайшим стремлением любого офицера, и несмотря на то, что флот принадлежал врагу, они не могли не оценить масштаба. Что все это означает ясно как день? И не может вызывать ни малейших сомнений. Мятежники намереваются начать масштабное вторжение в сердце нашей империи. Глаза Райнхарда ярко горели. Премьер-министр передал мне секретный приказ. Обязанности по перехвату противника будут возложены на меня. Официальный указ императора появится через два дня. Для меня, как воина, не существует большей чести, чем защита своей страны от врага. Рассчитываю, что и все вы, собравшиеся здесь, проведете хорошую битву. До этого он говорил жестким формальным тоном, но на последних словах неожиданно улыбнулся. Это была улыбка, полное воодушевление и энергии, хотя и не такая ясная и открытая, как та, что он позволял себе показывать только в разговорах с Аннерозой и Кирхиаисом. Иными словами, это означает, что остальные командующие – это лишь декоративные куклы, украшающие императорский дворец. А рассчитывать можно лишь на нас. Также это отличная возможность добиться наград и повышений. Адмиралы тоже заулыбались. Как и Рейнхард, они враждебно относились к высокородным аристократам, которые только и делали, что боролись за привилегии и места при дворе. Их воинские таланты были не единственной причиной, по которой Рейнхард выбрал этих людей. А теперь поговорим о том, где мы должны встретить противника. Миттермайер и Беттенфельд разделяли мнение, что раз армия мятежников должна пройти через Зазерлонский коридор, то почему бы не встретить ее у входа на имперскую территорию? Мы сможем четко установить момент, когда враг появится, разгромить его авангард и построиться у выхода из коридора полусферой, что даст нам преимущество и облегчит ход битвы. Нет, ответил Рейнхард, покачав головой, а потом объяснил свое мнение. Мятежники не могут не понимать, что в этой точке мы можем их ждать. Так что в авангарде пойдут их элитные войска. Под их прикрытием остальным или удастся развернуться для битвы, что приведет к большим потерям с нашей стороны, или они отступят, и преследовать их будет крайне затруднительно. Так что нужно заманить врага поглубже. Так рассуждал Рейнхард, и после краткого обсуждения другие адмиралы согласились с ним. Мы заманим мятежников вглубь территории империи, а потом, когда их порядки и линии снабжения растянутся до предела, обрушимся на них всеми силами. Я бы сказал, что при подобной стратегии победа защищающейся страны гарантирована. Но это может сильно затянуться, заметил миттер Майер, молодой офицер с непослушными светлыми волосами и серыми глазами. Эти мятежники из так называемого союза отправляются на самый великий подвиг с момента его основания, и наверняка они станут экономить на подготовке и снабжении. Потребуется немало времени, чтобы истощить их запасы и подорвать боевой дух. Беспокойство миттер Майера было вполне естественным, но Рейнхард окинул взглядом собравшихся адмиралов и с непоколебимой уверенностью заявил. Нет, много времени это не займет. Я бы сказал, не больше пятидесяти дней. Фон Эберштайн, расскажите о деталях операции. Штабной офицер, к которому обратился Рейнхард, вышел вперед и начал говорить. По мере его объяснений среди адмиралов распространялось удивленное недоверие. 22 августа 796 года космической эры штаб-квартира экспедиционных сил Союза Свободных Планет на территории Империи была создана в крепости Зерлон. В это же время 30 миллионов солдат с Хайнессона и окружающих его систем собрались на выстраивающихся в колонны линкорах и направлялись к далекому полю боя. В течение первого месяца радостное волнение было постоянным спутником всех флотов Союза. Потом это чувство всеобщей дружбы стало охладевать, оставляя после себя разочарование и, что еще хуже, беспокойство и нетерпение. Возник вопрос, который люди задавали друг другу. Офицеры там, где не было солдат, а солдаты там, где не могли услышать офицеры. Почему враг никак себя не проявляет? Во главе с идущим впереди флотом адмирала Уланова, войска Союза проникли уже на 500 световых лет вглубь имперской территории. В их руках оказались около 200 звездных систем, среди которых было и 30 населенных, хоть и слаборазвитых в техническом плане. Общее население этих миров составляло примерно 50 миллионов мирных жителей. Колониальные губернаторы, пограничные графы, чиновники налогового департамента и солдаты. Все представители империи, кто должен был управлять этими людьми, сбежали. Так что армия вторжения не встречала заслуживающего упоминания сопротивления. «Мы — сила освобождения!» — говорили офицеры, ответственные за работу с населением, брошенным на произвол судьбы шахтерам и фермерам. «Мы обещаем вам свободу и равенство. Больше вам не придется страдать под гнетом деспотизма. Вам будут предоставлены полные политические права, и вы сможете начать жизнь заново как свободные граждане». Но к их разочарованию встречали их негорячее одобрение и всеобщая радость, которые они представляли. Собравшиеся толпы не проявляли ни малейшего интереса и, казалось, пропускали мимо ушей все страстное красноречие офицеров Союза. Когда их представителям давали слово, они говорили, прежде чем давать нам какие-либо политические права, мы были бы признательны, если бы вы сначала дали нам право на жизнь. У нас нет еды, нет молока для наших детей. Военные отобрали все это, когда уходили, прежде чем обещать свободу и равенство. Может, вы пообещаете хлеба и молока? «Конечно», — отвечали миротворцы, хотя в душе были удречены этими прозаическими просьбами. Тем не менее, они ведь были силами освобождения. Обеспечить жизненные потребности людям, стонущим под игом тирании имперского правления, это даже важнее, чем сражения. Продукты питания поступали из отделов снабжения всех флотов, и одновременно с этим в штаб командования силами вторжения на Изерлоне был отправлен запрос на пищу на 180 дней для 50 миллионов человек, а также семена более 200 зерновых культур, 40 заводов по производству искусственного протеина, 60 гидропонных заводов и корабли, необходимые для их перевозки. Это минимум необходимый для спасения населения освобожденной территории от голода. Количество будет неуклонно расти по мере расширения зоны освобождения. Контрадмирал Кассельн, начальник штаба тыловой службы сил вторжения, невольно зарычал, прочитав эту аннотацию, сопровождавшую бланк запроса. «Продукты для 50 миллионов человек на 180 дней? Одного зерна понадобится 10 миллионов тонн. Для его транспортировки потребуется 50 крупных транспортных судов, способных перевозить по 200 тысяч тонн. Но ладно корабли, производственные складские мощности Изерлона просто не смогут обеспечить такого количества продуктов. Даже если мы опустошим все до последнего склада на Изерлоне, то сможем собрать только 7 миллионов тонн. И даже преработающих на полную мощность гидропонных заводах и заводах по производству искусственного протеина, этого все равно не хватит. Я знаю». Прервал Кассельн подчиненного, докладывающего о результатах подсчетов. Еще бы ему не знать. План снабжения, рассчитанный на 30 миллионов солдат, был составлен самим Кассельном, и он был уверен в его осуществимости. Но теперь была совсем другая история, так как приходилось принимать во внимание гражданских, вдвое превосходящих по количеству всех солдат сил вторжения. Нужно внести корректировки в план, рассчитывая его на в три раза большее количество людей, и это необходимо сделать как можно быстрее. Кассельн легко мог представить себе стоны офицеров и служб снабжения флотов, на которых обрушилась такая нагрузка. И все же, неужели эти миротворцы такие идиоты? Кассельна неприятно зацепила одна фраза из аннотации к запросу. «Количество будет неуклонно расти по мере расширения зоны освобождения. Разве это не означает, что время пополнения запасов станет еще тяжелее? Сейчас не время для детского ликования по поводу увеличения захваченной территории. И более того, за всем этим крылось предчувствие чего-то большего, чего-то ужасного». Кассельн попросил о встрече с верховным командующим адмиралом Лобосом. В его кабинете он встретил контр-адмирала Форка из оперативного штаба. В этом не было ничего удивительного. Форк пользовался у командующего большим расположением, чем даже его начальник штаба адмирал Гринхилл. Обычно его можно было найти внимательно смотрящим за главнокомандующим. В последнее время даже начались перешептывания, что Лобос всего лишь микрофон, озвучивающий слово Форка. «Вы должно быть по поводу запроса от миротворцев», — сказал адмирал Лобос, потирая свой миссистый подбородок. «У меня хватает других дел, так что постарайтесь изложить покороче. Никто не смог бы достигнуть такого положения, будучи некомпетентным». Лобос был человеком, умеющим добиваться результата на фронте, методично работать с документами в тылу, руководить войсками и управлять персоналом. По крайней мере, он был таким человеком лет до пятидесяти. Однако теперь его падение было очевидным. Он стал вялым и безинициативным, и это особенно остро ощущалось в моменты, когда требовалось принятие решений или глубокое изучение вопроса. Возможно, именно поэтому контр-адмиралу Форку и было позволено делать все, что он посчитает нужным, и самому принимать решение. Ходило несколько теорий о том, что привело к тому, что этот талантливый командир закончил вот так. Одни говорили, что напряжение, которое он взвалил на свои тела и разум в молодости, привели к размягчению мозга. Другие, что всидело в хронической болезни сердца или в том, что он не смог принести поражение от Ситоли в гонке за место начальника штаба стратегического планирования. Крылья воображения людей в форме разворачивались вовсю ширь, когда они сплетничали друг с другом об этом. Когда воображение стало заносить некоторых совсем уж далеко, возникли теории вроде такой, что Лобос, известный тем, что не пропускал ни одной юбки, заразился какой-то ужасной болезнью от женщины, с которой провел всего одну ночь. К этому утверждению было еще одно дополнение. Говорили, что женщина, наградившая адмирала его позорной болезнью, была имперской шпионкой. На лицах слышавших это на мгновение появились грязные улыбки, после чего они передергивали плечами, словно почувствовав озноб. «Я буду краток, ваше превосходительство. Мы столкнулись с кризисом. Очень серьезным кризисом». Кассель начал с места в карьер, ожидая, как отреагирует Лобос. Главнокомандующий опустил руку, который потерял подбородок и с сомнением посмотрел на начальника тыловой службы. Контр-адмирал Форк чуть покривил губы, хотя это была просто привычка. «Что это вдруг?» — в голосе адмирала не было ни тени шока или удивления. Но Кассельн подумал, что он скорее неспокойно собран, а просто не способен испытывать эмоции. «Вам ведь известно о запросах от офицеров-миротворцев?» — спросил Кассельн, хотя задавать такой вопрос, возможно, было грубо. Форк точно так подумал. Хотя он ничего не сказал, но скривился еще больше. Позже можно было ждать от него неприятностей. «Да, я знаю о них», — сказал Лобос. «На мой взгляд, они просят слишком много, но разве у нас есть выбор при нашей оккупационной политике? На Эзерлоне не хватает запасов, чтобы удовлетворить подобные запросы. Тогда передайте их на родину. Крахоборы впадут в истерику, но они не смогут отказать дать вам то, что вы попросите. Да, ваше превосходительство, они, несомненно, пришлют к продовольствию. Но что, по-вашему, произойдет после того, как его доставят на Эзерлон?» Адмирал снова начал поглаживать подбородок. «Сколько ни старайся, тебе все равно не соскрести весь этот жир», — подумал Кассельн. «Что вы имеете в виду, контр-адмирал?» «Я имею в виду, что план врага состоит в том, чтобы перегрузить наши линии снабжения», — Кассельн говорил резко, с трудом удерживаясь, чтобы не закричать. «Разве вы сами этого не видите?» «Иначе говоря, противник собирается напасть на наш транспортный флот и попытаться отрезать наши линии снабжения. Это ваше мнение, как начальника тыловой службы», — спросил контр-адмирал Форк. Кассельну было неприятно, что кто-то вмешивается в разговор, но все же он кивнул. «Но вся территория отсюда и до передовой линии в пятистах световых годах впереди оккупирована нашими войсками. Я не думаю, что есть причины для волнения. Хотя, конечно, на всякий случай мы отправим эскорт». «Понятно. На всякий случай, да?» — произнес Кассельн, вложив в свои слова столько сарказма, сколько смог. «Да и какое ему вообще дело до того, что думает Форк?» «Ян, пожалуйста, возвращайся живым!» — мысленно обратился он к своему другу. «Это слишком глупая битва, чтобы погибнуть в ней!» В столице Союза Свободных Планет на Хайнесине разгорелись ожесточенные споры между сторонниками и противниками удовлетворения запросов флота. Сторонники говорили, первоначальной целью вторжения было освобождение народа, стонущего под гнетом тирании Империи. Спасение от голода пятидесяти миллионов людей, пострадавших от той же тирании, это, вне всякого сомнения, тоже благородно. Более того, когда люди узнают, что это мы спасли их, то вместе с их желанием противостоять имперскому правлению и пониманию, кто именно обрек их на голодную смерть, это неизбежно склонит общественное мнение на сторону Союза. Так что по причинам военного и политического характера, жителям оккупированных территорий должны быть предоставлены продукты питания и другие необходимые для жизни вещи. Их противники приводили контраргументы. Эта экспедиция была плохо спланирована с самого начала. Только для исполнения первоначального плана требовалось 200 миллиардов динаров, что составляет 5,6% бюджета Союза и более 10% бюджета армии. И было неизвестно, сможет ли наша экономика выдержать такую нагрузку. А если добавить к этому обеспечение оккупированной территории, то финансовый дефицит станет настолько явным, что приведет экономику к банкротству. Поэтому необходимо прекратить компанию, покинуть захваченные территории и вернуться к изырлону. Держа в руках эту крепость, можно не беспокоиться о возможном нападении империи и спокойно восстанавливать государство. Идеологические призывы, холодный расчет и эмоции сплелись вместе в этой ожесточенной дискуссии, и казалось, что она может продолжаться вечно. Однако рапорт, или скорее крик отчаяния, Сузерлона позволил решить вопрос. По крайней мере дайте нашим солдатам шанс погибнуть в бою. Если же вы продолжите ничего не делать, их ждет лишь бесславная смерть от голода. Поставки были собраны согласно запросам армии, и их уже начали перевозить, но вскоре пришли новые заявки почти на те же суммы. Оккупированная зона увеличилась, и число проживающих в ней людей достигло ста миллионов. Разумеется, пропорционально этому возросло и количество необходимых припасов. Те, кто поддерживал прежние требования, как и следовало ожидать, почувствовали себя униженными. Их противники говорили, «Разве мы не предупреждали вас? Этому не будет конца! 50 миллионов превратилось в 100 миллионов, а вскоре 100 миллионов превратятся в 200!» Империя намерена разрушить нашу экономику. Правительство и военные слепо попались в ловушку и не смогут избежать ответственности. У нас нет другого выбора, только отступление. Империя использует невинных гражданских в качестве оружия для борьбы с нашими силами. Это презренная тактика, но учитывая то, что мы делаем все во имя освобождения и спасения людей, нельзя не признать, что она эффективна. «Мы должны отступить! В противном случае наши войска будут вымотаны под весом голодающих мирных жителей и не смогут ничем ответить, когда враг предпримет контратаку!» Так говорил Жуау Лебелла, председатель финансового комитета на заседании Верховного Совета. Те, кто поддерживал отправку войск, не проронили ни слова. Они лишь сидели с мрачным или, скорее даже, шокированным видом. Госпожа Корнелия Виндзор, председатель комитета связи, не отрываясь, смотрела на пустой экран компьютерного терминала, и ее лицо было жестким. К этому моменту даже она понимала, что выбора нет. С уже потраченными средствами ничего нельзя было сделать. Но дальнейших расходов экономика Союза была не в состоянии вынести. Тем не менее, если они отступят сейчас, не достигнув никаких военных успехов, она потеряет лицо, так как поддерживала вторжение. Не только те, кто с самого начала высказывался против, но и те представители провоенной фракции, с кем они сейчас на одной стороне, несомненно попытаются утопить ее, свалив на нее всю вину. Кресла члена Верховного Совета, о котором она мечтала с тех пор, как впервые решила заняться политикой, уходила из-под нее. «Чем там занимаются эти неумехиные зарлони?» Госпожу Вензор охватил страшный гнев. Она стиснула зубы и сжала кулаки так, что красиво накрашенные ногти впились в ладони. Нет другого выбора, кроме как отступить. Но перед этим, пусть даже всего один раз, как насчет того, чтобы показать всем победу над имперским флотом? Если бы они сделали это, то она бы спасла лицо, а эта военная компания избежала того, чтобы остаться для будущих поколений символом безрассудства и расточительства. Она взглянула на председателя Совета. Этот глупый старик так спокойно занимает высший пост в Союзе. Глава государства, насмешливо называемый тем, кого никто не выбирал. В конце безрадостной игры он как-то вдруг оказался на вершине, благодаря работе умельцев политической механики. «Я была обманута! Меня вовлекли в поддержку этого проекта и его слова о следующих выборах!» Корнелия от всего сердца ненавидела председателя, по вине которого, как она считала, она оказалась в этой ситуации. С другой стороны, председатель комитета обороны Трунихт мог чувствовать себя вполне довольным ясностью своего предвидения. Для него было с самого начала понятно, что все обернется именно таким образом. При нынешнем уровне военной и экономической мощи Союз не имел шанса на успешное вторжение в Империю. В ближайшем будущем экспедиционные силы ждет жалкое поражение, и нынешняя администрация потеряет поддержку народа. Однако сам Трунихт выступал против этой непродуманной кампании, чем показал себя человеком мужественным и проницательным. Так что он не только не пострадает, но и приобретет репутацию истинного государственного деятеля. Лишь Лебелла и Хуан смогут тут посоперничать с ним. Но они не имеют поддержки среди военных и промышленников. А это значит, что в конечном счете пост председателя Верховного Совета перейдет к Трунихту. Вот чего он желал. И теперь про себя удовлетворенно улыбался. Это он станет тем, кого назовут величайшим главой государства в истории Союза. Тем, кто уничтожил империю. Никто, кроме него, не достоин этой чести. В конце концов, аргументы в пользу немедленного отступления были отклонены. Пока на фронте не будет достигнуто каких-либо успехов, мы не должны делать ничего, что подорвало бы наши силы. Таково было решение милитаристской фракции, обладающей главенствующей властью в Союзе, которая в итоге была принята, хоть и высказывалась несколько пристыжным тоном. Для Трунихта подобный результат был как нельзя более выгодным. А вот только цели у него были совсем не теми, что у ястребов из провоенной фракции. До тех пор, пока не придут поставки с родины, каждый флот должен приобретать все необходимое на местах. Когда эта директива была передана командующим флотов Союза, их лица покраснили от гнева. Приобретать все необходимое на местах? Они хотят, чтобы мы занялись грабежом? О чем думают на Изерлоне? Они считают нас предводителями пиратов? Когда ваш план поставок терпит крах, это первый шаг к стратегическому поражению. Некоторый смысл в этой директиве есть. Командование просто хочет переложить вину на нас! Хотя Ян не присоединился к этому хору жалоб, в душе он был полностью с ними согласен. Штаб командования вел себя на редкость безответственно, но учитывая то, что вся эта компания с самого начала была безответственной, не стоило и надеяться, что в ее ходе будет проявлено мудрое руководство. Ему не хотелось даже думать о том, каково сейчас приходится к осцельну. Как бы то ни было, мы на пределе. Подумал он. Из-за того, что он продолжал кормить жителей оккупированных планет, запасы 13-го флота подходили к концу. Беспокойство и недовольство капитана Уна, руководители отдела снабжения, наконец прорвалось. Имперские жители не стремятся к идеалам справедливости. Они думают лишь о том, как бы набить живот. Если имперский флот привезет им продукты, то они станут кланяться до земли и кричать «Слава императору!» Они живут лишь ради удовлетворения своих низменных инстинктов. Так почему мы должны голодать, чтобы накормить их? Чтобы не стать такими, как Рудольф. Ограничившись этим кратким ответом, Ян вызвал младшего лейтенанта Фредерику Гринхилл и попросил связать его с адмиралом Улановым, командующим 10-го флота. «А, это же Ян Венли!» — воскликнул потомок кочевников, глядя на него с экрана. «Нечасто вас услышишь! Что-то случилось?» «Рад видеть вас в добром здравии, адмирал Уланов!» Это была ложь. Под пронзительно острыми глазами Уланова залегли тени. Хотя его высоко ценили как храброго командира, казалось, что проблемы совсем иного измерения, чем храбрость и военная стратегия, сводят его с ума. От вопроса о том, как обстоят дела с запасами продовольствия, отвращение на его лице стало еще более отчетливым. «Припасов осталось всего на неделю», — сказал он. «Если до того времени мы не получим помощи из Азерлона, то у нас не останется выбора, кроме как реквизир... Нет, не стоит скрывать смысл красивыми словами, кроме как начать грабить оккупированные планеты. Освободительные силы будут потрясены, когда услышат это. Если, конечно, там есть что грабить. Насчет этого я бы хотел поделиться мнением», — задумчиво произнес Ян. «Как насчет того, чтобы бросить захваченные территории и отступить?» «Отступить?» Брови Уланова чуть дернулись. «Не обменявшись с противником ни единым выстрелом? Разве это не чересчур пассивно? Мы должны сделать это, пока еще можем. Враг истощает наши запасы и ждет, пока мы начнем голодать. И для чего, по-вашему?» Уланов задумался, но Ян сам ответил на свой вопрос. «Скорее всего, имперцы готовятся нанести удар всеми силами. Они у себя дома, линии снабжения коротки, так что они не испытывают проблем, в то время как мы становимся слабее. А-а-а!» Уланов славился своей отвагой, но он был не глуп. Поэтому не было ничего удивительного в том, что от этих слов у него по спине пробежал холодок. «Но если мы станем беспорядочно отступать, то закончим тем, что сами пригласим противника к нападению. В таком случае все станет еще хуже. Главное условие тут в том, чтобы быть готовыми отразить это нападение. Отступив сейчас, мы сможем это сделать. Но если станем ждать, пока наши солдаты начнут голодать, то будет слишком поздно. Так что большее, что мы можем сделать, организованно отступить до того, как это случится». Ян говорил все более яростно. Уланов молча слушал. «Кроме того, враг явно планирует свои действия исходя из того, что мы будем по-настоящему истощены. Увидев, что мы уходим, они подумают, что это полномасштабное отступление. И нападут. А у нас будет много возможностей для ответного удара. С другой стороны, если они посчитают это ловушкой, так как мы уходим слишком рано. Что ж, это тоже неплохо. Мы просто уйдем невредимыми. Однако шансы на это не слишком велики, и с каждым днем все уменьшаются». Адмирал Уланов задумался, но ему не потребовалось много времени для принятия решения. «Ладно, полагаю, вы правы. Начнем подготовку к отступлению. Но как нам донести это до командующих других флотов? Я собираюсь поговорить с адмиралом Бьюкоком. Если удастся уговорить его связаться с штабом на Изерлоне, это будет весомее, чем если бы я сам обратился туда. Хорошо. Тогда давайте оба постараемся сделать все так быстро, как только сможем». Не успел Ян закончить разговор с Улановым, как прибыло срочное сообщение. «В оккупационной зоне седьмого флота вспыхнул бунт. Масштабы очень велики. Это было вызвано приостановкой распределения продовольствия военными». На лице Фредерики, делавшей отчет, отразилась мука. Как седьмой флот справился с этим? Им удалось на время приостановить восставших, используя слезоточивый газ. Но, по-видимому, как только люди пришли в себя, все началось заново. Похоже, лишь вопрос времени, когда военные применят более сильные средства. Все обернулось трагедией. Вторжение Союза, называющего себя освободительной силой, силой, что защищает людей, превратило народ Империи в своих врагов. На этой стадии игры, по всей вероятности, уже не было способа справиться со взаимным недоверием. А значит, врагу прекрасно удалось справиться со своей задачей. Ослабить силы Союза и не допустить его поддержки жителями оккупированных планет. Великолепная работа граф Лоенграм. Я бы так не смог. Так тщательно все рассчитать, зайти так далеко. Даже если бы я знал, что так я смогу победить, я бы просто не смог. В этом разница между мной и графом Лоенграмом. И именно это меня пугает. Потому что однажды эта разница может привести к катастрофе. Когда вице-адмирал Бьюкок, командующий пятым флотом Союза свободных планет, связался со штабом командования на Эзерлоне, на экране перед ним возникло бледное лицо офицера оперативного штаба. Я просил связать меня с его превосходительством главнокомандующим. Не припомню, чтобы говорил, что желаю пообщаться с вами. Штабисты не должны совать свои носы туда, куда их не просят. Голос старого адмирала был резок. Форку с ним было не сравниться. Молодой офицер оперативного штаба на мгновение застыл в замешательстве, а потом надменно сказал. А просьба о разговоре с его превосходительством, а также доклады и прочее проходят через меня. Какова причина вашего обращения? Я не собираюсь говорить об этом с вами. Даже Бьюкок на мгновение забыл о возрасте, неосознанно принимая позу готовности к драке. Тогда я не могу связать вас. Что? Каким бы высоким ни было ваше звание, вы должны следовать правилам. Ну так что? Я прерываю передачу? Уж не ты ли придумал эти правила? Подумал Бьюкок, но сейчас у него не было другого выбора, кроме как уступить. Все командующие флотов, находящихся на передовой линии, считают необходимым отступить. Я хотел бы получить согласие главнокомандующего в этом вопросе. Вы сказали отступить? Губы контр-адмирала Форка скривились именно в ту форму, которой и ожидал старый адмирал. Адмирал Ян мог бы сказать нечто подобное, но я не предполагал услышать, чтобы столь известный своим мужеством человек как вы, вице-адмирал Бьюкок, выступал за отступление без боя. Прекратите эти дешевые нападки, сказал Бьюкок. Мы не оказались бы в таком положении, если бы изначальный план не был таким непродуманным и глупым. Попытайтесь почувствовать хоть немного ответственности. Это прекрасный шанс уничтожить флот Империи одним ударом. Чего вы так боитесь? Будь я на вашем месте, я бы ни за что не отступил. Это наглое и бездумное замечание зажгло огонь, похоже на вспышку сверхновой в глазах старого адмирала. Вот как? Что ж, отлично. Я готов поменяться с вами местами. Я вернусь на Эзерлон, а вы вместо меня отправитесь на фронт. Губы Форка достигли той точки, где не могли скривиться еще сильнее. Пожалуйста, не предлагайте невозможного. Это вы хотите невозможного. И делайте это, не покидая безопасного места. Вы оскорбляете меня? Мне просто надоело слушать громкие слова, сказал Бьюкок. Если вы хотите показать свой талант, то должны делать это с помощью достижений, а не пустых речей. Как насчет того, чтобы выйти и доказать, что у вас есть то, что нужно, чтобы отдавать приказы другим? Старому адмиралу показалось, что он слышит, как кровь притекает к лицу Форка. Однако то, что он увидел, не было его воображением. Глаза молодого офицера штаба расфокусировались, а на лице появилась гримаса растерянности и ужаса. Ноздри раздулись, а перекошенный рот широко раскрылся. Он вскинул руки, закрывая лицо от взгляда Бьюкока, и после секундной паузы издал крик, бывший чем-то средним между стоном и воплем. Бьюкок молча наблюдал за тем, как образ контр-адмирала Форка скрывается за нижним краем экрана. Позади Форка он видел множество фигур, бегающих туда-сюда, но никто не мог объяснить, что же произошло. Что с ним случилось? Спросил он своего помощника лейтенанта Клемента, который стоял в стороне. Но тот тоже ничего не понимал. Бьюкоку пришлось ждать перед экраном около двух минут, пока наконец перед ним не появился молодой офицер медицинской службы в белой форме. Это капитан-лейтенант Ямамура, ваше превосходительство. Отслутовал он. Я офицер медицинской службы. В настоящее время контр-адмирал Форк находится в лазарете. Позвольте объяснить ситуацию. По какой-то причине Ямамура показался Бьюкоку несколько самонадеянным. Так что случилось с Форком? Неэрогенная слепота, вызванная конверсионной истерии. Истерии. Так точно. Чувство разочарования или неудачи вызвало в нем ненормальное волнение, и это временно парализовало его зрительные нервы. Он снова сможет видеть примерно через 15 минут, но такие приступы могут повторяться сколько угодно раз. Причина психологическая, так что если эта причина не устранена, что с этим можно сделать? Прервал его Бьюкок. Вы не должны спорить с ним. Не нужно порождать в нем чувство неудачи или поражения. Все должны делать, как он говорит, и все должно идти согласно его желаниям. Вы это серьезно, офицер? Это симптомы, которые мы иногда наблюдаем у маленьких детей, которые растут в среде, где все их желания сразу исполняются. Отчего у них возникает ненормально большое эго? Это не вопрос добра и зла. Важно лишь то, чтобы его эго и желания удовлетворялись. Так что если все адмиралы извинятся за свою грубость, отдадут все силы для выполнения его плана и добьются победы, чтобы он стал объектом похвалы, причина его болезни будет устранена. Что ж, я ужасно рад это слышать. Бьюкок был не в настроении выходить из себя. Значит, 30 миллионов солдат должна оставаться в пасти смерти, только чтобы вылечить истерию этого парня? Просто замечательно. Я так тронут, что готов утонуть в слезах. На губах медика появилась слабая улыбка. Если мы сосредоточимся только на том, чтобы излечить болезнь контр-адмирала Форка, то да, это то, что мы должны делать. Но если мы расширим поле нашего зрения на всю армию, то, разумеется, возникает другой способ решения проблемы. Именно. Он должен уйти в отставку! Рявкнул старый адмирал. Возможно, случившееся к лучшему. Имперские военные будут плясать от радости, если узнают, что стратег, отвечающий за жизни 30 миллионов солдат, имеет менталитет ребёнка, плачущего о шоколадке. После небольших колебаний, ему рассказал. В любом случае, я неуполномочен говорить о чём-то, помимо его медицинского состояния. Я поставлю в известность его превосходительство начальника штаба. Какая мерзость! Подумал Бьюкок. Выходит тайный сговор политиков, надеющихся на победу на выборах и молодого солдата, страдающего детскими приступами истерии, привёл к мобилизации 30 миллионов солдат. Нужно быть мазохистом или фанатом войны, чтобы искренне желать сражаться изо всех сил, услышав такое. Адмирал. Человеком, заменившим на экране офицера медицинской службы, был адмирал Гринхилл, начальник штаба экспедиционных сил. На его красивом, благородном лице лежала глубокая тень беспокойства. Что ж, простите, что беспокою вас в такое напряжённое время, адмирал Гринхилл. Это была одна из черт старого адмирала, за которую люди просто не могли его ненавидеть, даже когда он говорил с открытым сарказмом. Гринхилл улыбнулся той же улыбкой, что и врач. Я тоже сожалею, что вам пришлось увидеть столь неприглядный момент. Нам понадобится санкция главнокомандующего, но, думаю, мы отправим контр-адмирала Форк на отдых. В таком случае, что насчёт предложения командующего 13-го флота об отступлении? Я тоже стопроцентно поддерживаю его. Люди на передовой не готовы к сражению, как физические, так и психологические. Подождите немного. Это также требует санкций главнокомандующего. Прошу поймите, я не могу дать вам ответ сразу. Вице-адмирал Бьюкок бросил на него взгляд, говорящий, что с него достаточно бюрократических ответов. Я знаю, это может показаться нескромным, адмирал, но не могли бы вы организовать мне прямую связь с главнокомандующим? Главнокомандующий сейчас спит, ответил Гринхилл. Седые брови старого адмирала сошлись у переносицы, глаза несколько раз моргнули. Потом он медленно спросил. Что вы только что сказали, адмирал? Ответ адмирала Гринхилла был еще более торжественным. Главнокомандующий спит. Он приказал разбудить его только в случае вражеского нападения, поэтому я передам ему вашу просьбу, как только он проснется. Пожалуйста, подождите до тех пор. Бьюкок не нашел, что на это ответить. Его брови дрожали так быстро, что движение почти не было видно. Очень хорошо. Я все прекрасно понял. Спустя почти минуту сказал, наконец, Бьюкок, с трудом сдерживая эмоции. Я просто выполняю свой долг перед подчиненными, как фронтовый командир. Спасибо за беспокойство. Когда проснется главнокомандующий, передайте, что Бьюкок ему звонил и надеется, что у него были приятные сны. Адмирал. Бьюкок прервал связь со своей стороны, мрачно глядя на ставший однотонно серым экран комма. Райнхард закончил читать доклад разведки, кивнул своим мыслям и вызвал вице-адмирала Зигфрида Кирхиаиса. Он приготовил для него важное задание. Плод снабжения скоро отправится с изерлона к передовой. Это линия жизни врага. Возьми все свои корабли и уничтожь ее. Детали оставляй на твое усмотрение. Слушаюсь. Можешь использовать любую информацию и материалы, какие тебе понадобятся. Рыжий адмирал оцелютовал, повернулся на каблуках и собрался было уходить, когда Райнхард внезапно остановил его. Его друг недоверчиво оглянулся и молодой имперский грант-адмирал сказал. Это ради победы, Кирхиаис. Райнхард знал. Знал, что Кирхиаис против той жестокой тактики, которую они использовали, позволяя людям на захваченных планетах голодать, чтобы сковать врага по рукам и ногам. Это не отражалось на лице Кирхиаиса, не говоря уже о словах. Но Райнхард прекрасно все понимал. Он знал, что за человек Зигфрид Кирхиаис. Он оцелетовал еще раз и вышел, ничего не говоря. Потом Райнхард вызвал остальных адмиралов. Пока адмирал Кирхиаис уничтожает флот снабжения мятежников, наши силы начнут всеобщее наступление. А я отправлю ложное сообщение о том, что флот снабжения был атакован, но теперь в безопасности. Это нужно для того, чтобы мятежники не потеряли последнюю надежду и не начали драться, как загнанное в угол животное. Разумеется, в какой-то момент они все поймут, но чем позже, тем лучше. Он взглянул на человека, сидевшего рядом с ним. Раньше это место всегда занимал высокий рыжий юноша. Теперь же там сидел человек с наполовину седыми волосами. Пауль фон Оберштайн. Кроме того, наши транспортные корабли обеспечат людей пищей, как только планеты будут покинуты оккупантами. Хотя это и было разрешено в связи со вторжением мятежников, заставлять подданных его величества голодать никогда не было целью наших военных. Также эта мера необходима для того, чтобы дать понять жителям пограничья, что только Империя достаточно ответственна, чтобы править ими. Настоящим намерением Рейнхарда было завоевать сердца и умы не для Империи, а для себя, хотя пока он не собирался об этом говорить. Транспортный флот Союза под командованием адмирала Галедвина Скотта насчитывал 100 грузовых кораблей, способных перевозить до 100 тысяч тонн груза и 26 кораблей эскорта. Что касается размеров эскорта, то контр-адмирал Кассельн сказал, «Этого слишком мало! Дайте им хотя бы сотню!» Но его предложение было отклонено. Причиной для отказа стало мнение, что Империя вряд ли отправит против транспортного флота большие силы, так что посылать с ним много кораблей, ослабляя тем самым защиту из Орлона, нецелесообразно. Что за дурацкое оправдание? Сидеть в неприступной крепости далеко от линии фронта и трястись из-за нескольких кораблей? Кассельн чуть не лопался от злости. Но адмирал Скотт был настроен куда оптимистичней. Когда Кассельн посоветовал ему перед отправлением быть на страже и опасаться атаки, Скотт отмахнулся от его слов. И даже теперь он был не на мостике, а в своей каюте, где играл в трехмерные шахматы с подчиненным. Там его и нашел коммондор Никольский, офицер штаба с белым как мел лицом. Скотт, который как раз собирался поставить шах своему сопернику, раздраженно спросил. Что-то случилось на фронте? Я слышал какой-то шум. Пришлось даже приглушить звук в приемнике. На фронте? С недоверием переспросил Никольский. Фронт уже здесь! Разве вы не видите ваше превосходительство? Кончик его пальца указывал на маленькую панель, соединенную с главным тактическим экраном на мостике, на котором было видно быстро растущее облако красных точек. Так много! Наконец выдавил Скотт. Не могу поверить! Почему так много кораблей на один жалкий транспортный флот? Мычась по коридору к мостику на электрокаре, который вел коммондор Никольский, адмирал не переставал задавать глупые вопросы. Вы что, не понимаете значения вашей собственной миссии? Хотел было спросить Никольский, когда впереди раздался крик оператора. Приближаются вражеские ракеты! И через мгновение уже истошно. Невозможно блокировать! Их слишком много! Имперский флагман Брунгильда. Офицер связи встал со своего кресла и повернулся к Райнхарду, лицо которого покраснило от возбуждения. Сообщение от адмирала Кирхиайса. Хорошие новости, ваше превосходительство. Вражеский транспортный флот полностью уничтожен, а также 26 кораблей сопровождения. Наши потери ограничились одним поврежденным эсминцем и 14 валькириями. Крики радости наполнили мостик флагмана. Хотя постоянные уклонения от боя были продиктованы стратегической необходимостью, но со времен потери Зерлона солдаты не видели ничего, кроме отступлений. Поэтому теперь им было так важно снова почувствовать волнение победы. Миттермейр, Фон Ренталь, Бетонфельд, Кемп, Меклингер, Увален, Лютс. Следуйте намеченному плану и обрушитесь на мятежников всеми силами! Отдал приказ Райнхард собравшимся адмиралам. Так точно! Дружно рявкнули адмиралы и собрались было отправиться к своим флотам, но Райнхард остановил их и приказал дежурному принести всем вина. Это было торжественное празднование их победы. Победа уже обеспечена, но мы должны сделать ее идеальной. Все зависит от вас. Не дайте тем выскочкам-мятежникам вернуться домой живыми! Да пребудет с вами милость нашего покровителя Одина! Прозит! Прозит! Хором вскричали адмиралы, затем они осушили бокалы и, соблюдая традицию, швырнули их об пол. Бесчисленные осколки разлетелись по полу и сверкали, отражая свет. Десятое октября по стандартному календарю, шестнадцать ноль ноль. Адмирал Уланов, чей флот висел на орбите планеты Люгин, точно знал, что противник приближается. Из двадцати тысяч разведывательных спутников, развешанных по округе, около сотни перестали отвечать, успев передать изображение бесчисленных точек вражеских кораблей. «Они идут», — пробормотал Уланов. Он ощутил напряжение, пронизывающее его до самых кончиков нервов. «Оператор, сколько осталось до контакта с врагом?» «От шести до семи минут, адмирал». «Что ж, отлично. Всем кораблям приготовиться к бою. Передайте сообщение в штаб командования и тринадцатому флоту. Мы встретили врага». Прозвучал сигнал тревоги и по мостику пролетела перекличка приказов и подтверждений. «Тринадцатый флот обязательно придет к нам на помощь», — сказал Уланов своим офицерам. «Это ведь флот чудотворца Яна. И когда это произойдет, мы сможем зажать врага в клещи. Не сомневайтесь в нашей победе». Иногда командирам приходится заставлять подчиненных верить в то, во что сами они не верят. Ян наверняка будет атакован множеством кораблей противника одновременно с нами и не сможет позволить себе роскошь помогать десятому флоту. С грустью подумал адмирал. Крупномасштабная атака имперского флота началась. Младший лейтенант Фредерико Гринхилл подняла глаза на своего командира. На ее бледном лице появилось напряжение. «Ваше превосходительство! Получено сообщение от адмирала Уланова!» «Десятый флот атакован!» «Так точно! Он говорит, что сражение начнется в 16.07». Итак, началось. В этот момент раздался сигнал тревоги, заглушая конец его фразы. Пять минут спустя тринадцатый флот уже обменивался выстрелами с имперским флотом под командованием адмирала Кемпфа. «Приближаются вражеские ракеты! Направление на 11 часов!» — раздался крик оператора. «Запускайте обманки!» Тут же отозвался капитан Марина, командующий флагманским кораблем Гиперион. Ян сохранял молчание, полностью сосредоточившись на своей работе, заключавшейся в оперативном командовании всем флотом. Защиты и контратаки на уровне отдельного корабля были делом его капитана. Командующий флотом на это отвлекаться не мог. Ракеты с лазерными боеголовками навалились на них, как свирепые охотничьи собаки. Чтобы противостоять им, были выпущены ракеты-приманки, испускающие сильное тепловое и электромагнитное излучение, чтобы обмануть систему наведения вражеских ракет. Ракеты стали поворачивать свои носы, устремляясь за приманками. Зловещее освещение наполнило черноту космоса, когда они столкнулись, высвобождая огромную энергию. — Спартанцы, приготовятся к запуску! Раздался в наушниках шлемов приказ, наполняя приятным возбуждением тела и умы нескольких тысяч пилотов-истребителей. Таких детей мог бы послать своим почитателям бог войны РС. Одержимые битвой, абсолютно уверенные в своих навыках и рефлексах, для них страх смерти был лишь объектом насмешек. — Отлично! Отправляемся! Человеком, издавшим этот восторженный крик на борту флагманского корабля, был пилот-ас лейтенант Уоррен Хьюз. Асов на Гиперионе было четверо. Помимо Хьюза, это были лейтенанты Сали Азиз Шекли, Оливер Поплан и Иван Конев. Чтобы продемонстрировать это, на бортах их любимых спартанцев были нарисованы карточные тузы разных мастей. Наличие достаточно крепких нервов, чтобы воспринимать войну как спорт, возможно, было одним из факторов, которые помогли им оставаться в живых так долго. Забравшись своего спартанца, Поплан крикнул механику. — Я собью пятерых, так что начинай охлаждать шампанское! Вот только полученный ответ был не тем, которого он ожидал. — Нет, такое невозможно. Но воды я тебе так и быть принесло. Мог бы и подыграть! — проворчал Поплан себе под нос, красивым пироэтом выходя в космос вместе с остальными тремя. Лучи и ракеты с явно недружелюбными намерениями тут же рванулись к ним. — Думаете, сможете попасть в меня? — закричал Поплан. Все четверо хвалились так. Это была гордость воинов, несколько раз оказывавшихся за чертой смерти, но все еще продолжающих жить. Показывая божественное мастерство, они резко маневрировали, уклоняясь от ракет. Пытаясь повторить их траекторию, ракеты теряли управление и начинали кувыркаться в пространстве. Впереди появились имперские валькирии, танцующие в прицеле и покачивающие крыльями взад-вперед, словно в насмешку. Хьюз, Шекли и Конни встретили их с радостью, и один за другим вражеские истребители стали исчезать во вспышках пламени. Однако лицо одного из Асов Союза, Поплана, покраснело от гнева. Он обрушил на противника град зарядов с ураном-238 со скоростью 140 выстрелов в секунду. Заряды эти обладали потрясающей бронебойной способностью, а также нагревались и взрывались при ударе от цель. Но все его выстрелы ушли в пустоту, не нанеся никому вреда. Остальные трое уже без его помощи взяли первую кровь, уничтожив семь вражеских истребителей. «Да что с вами такое?» — с отвращением спросил вице-адмирал Кемпф, командующий имперским флотом. Он и сам был пилотом-массом, героем множества битв, чья среброкрылая валькирия собрала жизни десятков врагов. Высокий и крупный, с коротко подстриженными каштановыми волосами, мужчина с недовольством следил за ходом боя. «Зачем вы в пустую теряете время? Охватите врагов сзади полусферой и загоняйте под огонь линкоров!» Эти инструкции были разумны. Три валькирии образовали полусферу за кормой спартанца-лейтенанта Хьюза и ловко подвели его под огонь тяжелых кораблей. Поняв опасность, резко вильнул в сторону, развернулся и послал очередь зарядов прямо в кабину одного из вражеских истребителей, а потом попытался выскользнуть в открывшийся коридор, однако он не учел вспомогательных орудий линкора. Сверкнули лучи лазеров, разом стирая с лица космоса Хьюза и его корабль. Шекли тоже попался на эту тактику и был сбит. Оставшиеся два аса и два успели стряхнуть преследователей и нырнуть в слепое пятно орудий линкора. Чувство самоуважения по плану было тяжело ранено. Мало того, что сам он не смог ни разу попасть в врага и лишь убегал и уклонялся, так еще и его вечный соперник Конев успел сбить четырех противников. Когда он узнал причину, по которой ни один из его выстрелов не достиг цели, его грусть превратилась в ярость. Вернувшись на материнский корабль, он выпрыгнул из кабины, подбежал к механику и схватил его за ворот. «Позови этого проклятого главного механика! Я прикончу его!» Когда прибежал главный механик, лейтенант технической службы Тодда по план дал волю своему гневу. «Прицел моих пушек напрочь сбит! Ты вообще корабли обслуживаешь или только запчасти воруешь?» В брови лейтенанта Тодда поднялись вверх. «Я делаю свою работу и хорошо забочусь о них. В конце концов, человека можно сделать бесплатно, а истребитель стоит дорого!» «По твоему это смешно, придурок?» Поплан бросил на пол свой шлем. Тодд отскочил и подпрыгнул высоко в воздух. Зеленые глаза пилота горели гневом. Глаза Тодда напротив сузились, а взгляд стал острым. «Хочешь драки, Летун?» «Давай! Я потерял счет имперцам, которых убил! И каждый из них был лучшим человеком, чем ты!» «Я даже дам тебе фору!» «На такого, как ты, хватит и одной руки!» «Не пытайся переложить на меня вину за собственные ошибки!» Вокруг закричали, чтобы они прекратили, но к этому моменту кулаки уже летали. Они успели обменяться ударами несколько раз, когда Тодда, вынужденный уйти в глухую защиту, зашатался. Однако, когда рука Поплана в очередной раз поднялась, ее кто-то перехватил. «Довольно!» Сказал бригадный генерал фон Шанкопф. Все сразу успокоились. Не было никого, кто не знал бы героя захвата из Эрлона. Хотя сам Шанкопф, разумеется, был ужасно разочарован, что для него нет другой роли в сражении. Командующий имперским флотом, атакующим 10-й флот адмирала Уланова, был вице-адмирал Биттонфельд. У него были длинные рыжие волосы и светло-корие глаза. А его узкое лицо не совсем подходило для крупного тела. Его поведение в бою можно было понять по нахмыренным бровям и яростному блеску глаз. Кроме того, все корабли, находящиеся под его командованием, были окрашены в черный цвет, за что их называли Шварц-Лансенрайтеры или черные Уланы. Этот флот был воплощением скорости и силы. Адмирал Уланов вел тяжелый и расчетливый бой, нанося постоянные удары врагу. Тем не менее, он терял столько же, сколько уничтожал. Не в процентах, а в голых цифрах. У Биттонфельда было больше кораблей, чем у Уланова, к тому же его солдаты не голодали. И командиры его подчиненные были свежи и полны сил. И хотя они несли значительные потери, им наконец удалось окружить флот Союза. Десятый флот, не способный ни продвигаться, ни отступать, был не в состоянии избежать концентрированного огня флота Биттонфельда. Беглый огонь! Куда ни стреляй, в кого-нибудь да попадешь! Имперские артиллеристы обрушили ливень ракеты лазерных лучей на плотные порядки флота Союза. Поля, нейтрализующие энергию, разрывались, и корпуса терзали безжалостные удары. Пробивая броню, они наполняли корабли взрывами, испаряя солдата и офицеров в горячем смертоносном шторме. Под действием силы тяжести, потерявшие способность двигаться корабли, теперь падали на планету. Жители планеты, особенно дети, на время забыли даже о своем голоде, увлекшись зловещей красотой бесчисленных падающих звезд с ревом, проносящихся в ночном небе. Боевой потенциал 10-го флота был почти исчерпан. Положение было ужасным. 40% кораблей уничтожено, а из оставшихся лишь половина может продолжать бой. Контрадмирал Чен, начальник штаба флота, с побледневшим лицом повернулся к командующему. «Ваше превосходительство, мы не в состоянии дальше вести битву. Все, что нам осталось, это решить сдаваться или бежать». «Придется выбирать из двух бесчестий, да?» С некоторым самоуничижением произнес Уланов. «Сдаваться не в моем характере. Давайте попробуем убежать. Передайте приказ всем кораблям». Но даже для того, чтобы сбежать, им нужно было проложить кровавый путь через ряды врага. Уланов перестроил оставшиеся у него корабли веретеном и направил их против одной точки в окружающих его флот в вражеских порядках. Адмирал отлично умел концентрировать силы. Используя этот смелый маневр, он смог вытащить и спасти смерти половину подчиненных, однако сам погиб в бою. Флагман Уланова до последнего оставался в окружении, прикрывая прорыв, и в тот самый момент, когда он наконец попытался уйти сам, луч вражеского лазера попал точно в пусковой ракетный порт, разнеся корабль на куски. На всех фронтах развернувшегося сражения войска Союза терпели горькие поражения. Вице-адмирал Бородин, командир 12-го флота, атакованный силами вице-адмирала Люпса, сражался до тех пор, пока у него не осталось едва десяток кораблей. А когда дальнейший бой, как и побег, стали невозможными, выстрелил себе в голову собственного бластера. Командование флотом перешло к контр-адмиралу Конноли, который и объявил о сдаче. Другие флота также подверглись нападению. Пятый флот был атакован фон Ройенталем, девятый Миттермайером, седьмой Кирхиайсом, уже вернувшимся после уничтожения транспортов, третий Валеном, а восьмой Микклингером. И все флота Союза шаг за шагом отступали под давлением. Единственным исключением был 13-й флот вице-адмирала Яна. Он использовал построение полумесяцем, избегая атак и обескровливая врага, нанося чередующиеся удары по флангам. Удивленный неожиданным количеством потерь, Кемп подумал, что лучше стиснуть зубы и провести радикальную операцию, чем оставаться на месте и смиренно умирать от кровопотери. Так что он решил отступить и перегруппировать свои силы. Увидев, что враг отступает, Ян не стал пытаться использовать этот шанс для нападения. В этой битве главное выжить, а не победить, подумал он. Даже если мы разгромим флот Кемпфа, враг все равно будет иметь подавляющее преимущество. В конце концов, мы просто окажемся окружены со всех сторон, когда подойдут остальные силы имперцев. Так что пока враг отступил, нужно скорее уходить из этой западни. Серьезным и торжественным тоном он обратился ко всему своему флоту. Внимание! Всем кораблям! Бежим! Тринадцатый флот сбежал, но понеся небольшие потери и сохраняя порядок. Кемпф не мог не удивиться, когда враг, имевший преимущество, не только не стал их преследовать, но наоборот, быстро отступил. Он ожидал, что понесет большие потери, перестраиваясь под огнем противника, и теперь чувствовал себя одураченным. Почему они не использовали своего преимущества и не атаковали? Кемпф одновременно спрашивал мнение своего штаба и удивлялся вслух. Ответы подчиненных разделились надвое. Флот Союза поспешил на помощь одному из других флотов, и они собираются нанести нам смертельный удар, делая вид, что отступают, и приглашая нас к бездумному нападению. Мичман Теодор фон Рюк, молодой офицер, только что закончивший офицерскую школу, испуганно спросил. «Сэр, то есть, ваше превосходительство, а что, если они не хотят сражаться и просто убегают?» Это предположение было полностью проигнорировано, и фон Рюк, покраснев от смущения, отступил. Никто, включая его самого, так и не понял, что его вариант был ближе всех к истине. Кемпф, будучи очень здравомыслящим стратегом, после долгих раздумий пришел к выводу, что отступление противника является ловушкой и, отказавшись от идеи контратеки, занялся перегруппировкой своего флота. Тем временем, флот Яна Венли продолжал бегство, прибыв в район космоса, который имперцы называли «Боевая зона С». Там они снова нарвались на противника, и началась еще одна битва. Девятый флот, возглавляемый адмиралом Аль-Салемом, подвергся нападению флота Миттермайера и вел тяжелый бой. Аль-Салем отчаянно боролся, чтобы не потерять управление флотом. Стремительность погони и атаки Миттермайера была такова, что авангард преследующего имперского флота и задние ряды отступающего флота Союза действительно перемешались, и корабли летели бок о бок параллельно. Немало солдат было ошеломлено, увидев вражеские корабли совсем рядом. Кроме того, показания высокой плотности вещества, обнаруженные в этой узкой области пространства, заставляли систему предотвращения столкновений работать с огромной перегрузкой. Однако, в какую бы сторону ни пытались повернуть корабли, оказывалось, что путь блокирован вражеским или дружественным кораблем, в результате чего несколько кораблей даже закружились в пространстве. Они не обменивались огнем. Было очевидно, что если энергия будет высвобождена при таком скоплении кораблей, в результате погибнут все. Тем не менее, удары столкновения все же происходили. Некоторым кораблям приходилось перейти на ручное управление, чтобы системы предотвращения столкновений не сошли с ума, будучи не в состоянии найти безопасное направление движения. Навигаторы потели, и это не имело никакого отношения к работе функции контроля температуры их боевых скафандров. Цепляясь за свои пульты управления, они могли видеть врага прямо перед собой, борющегося с общей целью избежать столкновения. Хаос наконец закончился, когда Миттермайер приказал своим подчиненным сбросить скорость и разорвать расстояние между двумя флотами. Разумеется, для флота Союза это означало лишь, что враг перегруппируется, а потом вернется к своей стратегии преследования и атаки. Когда флот Миттермайера отстал на безопасную дистанцию, корабли и солдаты Союза под огнем противника. Корпус флагманского корабля Паламет был пробит в семи местах, а командующий флотом вице-адмирал Аль-Салем был ранен и сломал ребра. Его заместитель, контр-адмирал Мортон, принял командование и изо всех сил пытался удержать вместе оставшиеся силы, уменьшающиеся с каждым часом. Конечно, тяготы пути к поражению переживал, конечно же, не только 9-й флот. Сейчас все флота Союза переживали их, и 13-й флот больше не был исключением. Флот Яна, отойдя на 6 световых часов от места первоначального сражения, был вовлечен в битву с вчетверо превосходящими силами противника. Более того, Кирхиаис, командующий имперским флотом в боевой зоне С, уже закончил разбираться с 7-м флотом, отпустив разбегающиеся остатки, и теперь полностью сосредоточился на противостоянии с Яном, постоянно подвозя боеприпасы и ведя непрерывный изматывающий бой. Такая тактика была традиционна, не являясь результатом какой-то гениальной новой идеи, но в то же время крайне надежна в сложившейся ситуации. «Нет открытых мест для атаки, нет коридора для побега», вздохнул Ян. «Похоже, у графа фон Лоенграма есть отличные подчиненные. Пусть без чего-то яркого или необычного, но это хорошая и грамотная тактика. Если все будет и дальше идти так, уступающий в численности флот Союза, вне всяких сомнений, потерпит поражение». Подумав над этим, Ян решил, какую тактику нужно применить. Оставить занятые позиции в центре и начать отступление, словно под давлением врага, но отступать, сохраняя порядок и удерживая фланги. Враг окажется в центре У-образного построения, и когда его линии снабжения растянутся до предела, 13-й флот контратакует с трех сторон всеми силами. Другого выхода нет, и разумеется, все зависит от того, как поведет себя противник. Если бы у него было время собрать силы, стратегия Яна могла бы принести успех и положить конец продвижению имперцев. Однако он не смог этого сделать. Выдержав ужесточенный натиск подавляющих сил противника, Ян как раз начал плановое отступление, стараясь перестроить флот латинской буквой У, когда с Озерлона пришел новый приказ. 14-е число текущего месяца. Сосредоточить все силы в точке А звездной системы Амрицар, немедленно прекратить боевые действия и изменить курс. Когда Ян прочитал эту инструкцию, Фредерико увидело на его лице тень горького разочарования, но через мгновение она исчезла, и Ян вздохнул. Вам легко говорить, только и сказал он, но Фредерико понимало, что он имел в виду. Отступить в таких обстоятельствах, да еще и против умелого противника, крайне трудно. Недавно в подобной ситуации оказался Кенф, вынужденный отойти для перестроения и опасающийся делать это под огнем противника. Если бы Ян мог, он бы давно отступил. Он сражался лишь потому, что у него не было другого выбора. Ян выполнил приказ, но во время этого тяжелого отступления потери его флота удвоились. На мостике Брунгильды флагмана флота Империи Райнхард слушал доклад фон Оберштайна. Хотя враг продолжает убегать, он пытается сохранить порядок и, по всей видимости, направляется в систему Амрицар. Это недалеко от входа в Эзерландский коридор, но я не думаю, что мятежники намерены просто сбежать. Что скажете? Скорее всего, они намерены накопить сил и снова начать наступление. Хотя немного поздно, но они, похоже, поняли всю глупость рассеивания сил по нашей Солешком поздно. Отведя своими длинными тонкими пальцами спадающие на лоб золотистые локоны, Райнхард холодно улыбнулся. Что мы предпримем, ваше превосходительство? Разумеется, мы тоже соберем войска у Амрицара. Если враг хочет сделать это место своей могилой, зачем отказывать ему в этом желании? Глава девятая Армицар Голос звезды Армицар всегда был поднят до беззвучного рева. В страшном аду ядерного синтеза бесчисленные атомы сталкивались, раскалывались и изменялись, и неустанное повторение этого цикла выбрасывало в пустоту космоса невообразимые волны энергии. Разнообразие элементов создавало многоцветное пламя, со вспышками разлетавшиеся на десятки тысяч километров, окрашивая все в красные, желтые или пурпурные оттенки. Не нравится мне это. Седые брови адмирала Бьюкока, вглядывающегося в экран, недовольно сдвинулись. Ян кивнул в ответ. Да, это, несомненно, зловещий цвет. Но цвет тоже, но я говорил о названии этой звезды. Армицар? Да, начинается с А, как старта. Не могу отделаться от мысли, что в этом кроется дурное для нас предзнаменование. Об этом я не подумал. Ян не был настроен развеивать сомнения Бьюкока. После полувека, проведенного в космосе, у некоторых людей развивались особые чувства. Так что Ян скорее склонялся к тому, чтобы довериться суеверным словам старого адмирала, чем ко мнению штаба-командования, выбравшего систему звезды Амритцар полем решающей битвы. Боевой дух молодого командующего тоже был сейчас не на высоте. Несмотря на то, что он сражался изо всех сил, умело управляя своим флотом, отступление стоило ему десятые части всех его кораблей, а также не позволило ему провести контратаку. Все, что он чувствовал сейчас, это истощение. Пока его флот получал снабжение, прибывшее с Эрлона, отправлял в тыл раненых солдат и перестраивался, Януш шел спать и восстанавливаться в постели резервуара. Но морально он нисколько не отдохнул. Это не сработает, думал он. Десятый флот, потеряв командира и более половины кораблей, тоже теперь находился под его командованием. Похоже, даже штаб командования каким-то образом признал его способности. По крайней мере, способность управлять остатками разгромленных сил. Но он не чувствовал благодарность за добавленную ответственность. Существовали пределы и его способностям, и его чувству ответственности. Чего бы от него не ожидали, и как бы он ни старался, невозможное все равно оставалось невозможным. Я не нытик Йозеф, вечно жалующийся, когда ему приходилось работать, помощник или Хайнессона. Но черт возьми, за что мне все это? Как бы то ни было, сказал Бьюкок перед самым концом передачи. Хотелось бы мне, чтобы эта кучка болтунов из штаба лично оказалась на фронте и посмотрела по сторонам. Может, тогда они хоть немного поняли бы, через что проходят сражающиеся на передовой. Он выходил на связь, чтобы обсудить взаимное расположение флотов, но вторая половина разговора превратилась в критику в адрес командования. Ян не стал прерывать старого адмирала. Он чувствовал такое же раздражение. «Пожалуйста, съешьте что-нибудь, адмирал!» Ян обернулся от опустевшего экрана и увидел своего адъютанта, младшего лейтенанта Фредерико Гринхилл, державшую под нос с едой. Там были пирог с колбасой и овощами, фасолевый суп, кусок обогащенного кальцием ржаного хлеба, фруктовый салат, палитый йогуртом и щелочный напиток, приправленный маточным молочком. Похоже, Фредерико серьезно подошла к вопросу о том, чтобы восстановить силы командующего. «Спасибо», ответил он, «но у меня нет аппетита, хотя не отказался бы от рюмочки Брэнди». В глазах его помощницы читалось возражение. Ян посмотрел в ответ, пытаясь проявить настойчивость. «Почему нет?» Наконец спросил он, «разве Юлиан не говорил, что вы слишком много пьете? Вы что, объединились против меня? Мы заботимся о вашем здоровье? Не стоит об этом беспокоиться. Даже если я стал пить чуть больше обычного, это все равно не больше, чем в среднем пьет человек. Я в добрые тысячи световых лет от того, чтобы причинить это, когда раздался резкий сигнал тревоги. «Вражеские корабли приближаются! Вражеские корабли приближаются! Вражеские корабли!» Ян слегка махнул рукой в сторону помощницы. «Младший лейтенант, похоже, к нам приближается вражеский флот. Если я как-то переживу эту битву, то обещаю питаться здоровой пищей до конца жизни». Силы союза уже уменьшились вдвое. Гибель тоже стало сильным ударом. Боевой дух был крайне низок. Сколько они смогут продержаться против прекрасно подготовленного имперского флота, идущего на них на волне победы и готового использовать всевозможные тактики. Фон Руинталь, Миттермайер, Кемпф и Биттенфельд, дублестные адмиралы Галактической Империи, направили против них свои линкоры и напали в плотном строю. Хотя это было похоже на атаку грубой силой, игнорирующую всякую стратегию, но в то же время Керхейс ввел сильный отряд в тыл силам Союза, так что это было по факту замаскированным стремлением имперцев зажать врага в клещи, а прямая атака была признана не дать флотам Союза передышки. Ну что ж, начнем. Всем кораблям максимальная боевая скорость! Тринадцатый фалот двинулся вперед. Сражение двух огромных армий продолжалось. Бесчисленные лучи и ракеты проносились друг мимо друга и вспышки ядерных взрывов освещали тьму космоса. Корпуса кораблей взрывались, разлетаясь в пространство и кружась в таинственных танцах, гонимые ветрами чистой энергии. Ворочиваясь от столкновений, флот Яна быстро мчался к врагу. Нападение тринадцатого флота было проведено согласно графику замедления и ускорений, которые по приказу Яна рассчитал Фишер. В результате флот зловеще надвигался на врага из-под сияющего пламени Амрицера, словно солнечная корона, сброшенная центробежной силой звезды. Когда стремительная атака обрушилась на них с этого неожиданного угла, командиром имперских сил, попавших под удар, оказался Миттермайер. Он был мужественным человеком, но бесспорно сейчас оказался застигнут врасплох и отдал Яну инициативу в битве. Первая атака тринадцатого флота в буквальном смысле слова потрясла флот Миттермайера. Его огневая мощь была сконцентрирована почти до чрезмерной плотности. Когда один линкор и единственная точка на корпусе этого линкора разом поражаются полудюжиной водородных ракет с лазерным управлением, как он может защититься? Область окружающая флагман Миттермайера была заполнена взрывами, пара ударов пробила барьер, повредив корабль. Проигрывая на своем собственном поле ураганной атаки противника, он был вынужден отступить. Но даже в отступлении его превосходные навыки тактика были прекрасно видны потому, как умело он перестраивал свои корабли, до минимума уменьшая ущерб и ища возможность для контратаки. С другой стороны, Ян был вынужден довольствоваться ограниченным уроном, не осмеливаясь преследовать врага слишком далеко. Проклятие! Подумал Ян. Только посмотрите, сколько талантливых адмиралов есть у графа Луенграма. Эх, если б только Бородин и Уланов были живы. Возможно, тогда бы мы смогли наравне бороться с врагом. В это время отряд Беттенфельда ворвался в пространство между восьмым и тринадцатым флотами, называемое для удобства сектором Д4. Это был шаг на грани между смелостью и безрассудством. Адмирал, новый враг в направлении на два часа относительно вектора движения. Ответ Яна. Эх, это проблема. Вряд ли можно было назвать содержательным. Но у него с Райнхардом была одна общая черта. Он быстро опомнился и начал командовать. По его приказу тяжелые бронированные дредноуты флота выстраивались вертикальные колонны, создав защитную стену, прикрывающую остальные корабли от вражеского огня. Из разрывов между ними слабо защищенные на мобильные обладающие большой огневой мощью ракетоносцы обрушили на противника безжалостный шквалатак. Бореша одна за другой появлялись в строю кораблей Беттенфельда. Однако он не снижал скорости. Его ответный огонь был необычайно интенсивен, и Ян похолодел, когда в одном месте его стена из дредноутов была пробита. И все же 13-й флот, в отличие от 8-го, почти не понес потерь. Не в силах сдержать ярости и напора кораблей Беттенфельда, колонны 8-го флота дрогнули, и он начал быстро терять физические и энергетические возможности для сопротивления. Ленкор Улис получил повреждения от огня имперских орудий, повреждение было незначительным, но серьезным, как позже написал в отчете его капитан. Уничтоженная оказалась система биологической очистки канализации, в результате чего экипажу пришлось продолжить сражение по колено в вонючей жиже. Если им удастся выжить, то это наверняка станет великолепной байкой войне, но если им суждено погибнуть, то трудно представить более трагической и бесславной смерти. Ян ясно видел союзный флот, находящийся на грани полного краха. Восьмой флот сейчас был похож на стадо овец, терзаемая стаи волков, фалотом Бетонфельда. Корабли союза метались туда-сюда, пытаясь найти выход, но гибли под злыми острыми атаками. Должны ли мы прийти на помощь восьмому флоту? Даже Ян на мгновение заколебался. Он понимал, что если двинуться сейчас на помощь союзнику, то столкновение с таким агрессивным и энергичным противником никак не сможет удержать построений и бой превратится в беспорядочную свалку. Это было чистым самоубийством. В конце концов, он сделал единственное, что ему оставалось, отдав приказ сконцентрировать огонь. «Вперед, вперед! Ника, богиня победы, сверкает трусиками прямо перед вами!» Команда Беттенфельда сложно было назвать утонченными, но они несомненно поднимали боевой дух его людей, и черные уланы, не обращая внимания на огонь с фланга, полностью доминировали в секторе Д. Силы союза оказались разделены на две части. «Кажется, это победа!» Сказал Райнхард, обернувшись к Эберштайну, позволив едва заметному намеку на волнение проникнуть в его голос. «Похоже, мы проиграли!» Почти в тот же самый момент, подумал Ян, хотя и не мог сказать этого вслух. С древнейших времен слова командиров обладали чуть ли не магической силой, делающей абстрактное реальным. Когда бы командир не говорил «Мы проиграли», за этим неизбежно следовало поражение, хотя примеры противоположного изредка встречались. «Похоже, мы победили!» Так же думал Биттенфельд. «Восьмой флот Союза уже разваливается! Теперь можно не опасаться попасть в клещи!» «Отлично! Мы придавили их ногой! Осталось лишь нанести завершающий удар!» Вслух сказал он и добавил про себя. «Тринадцатый флот сохранил еще много сил, но я тоже его в открытом бою!» «Пусть все суда, служащие кораблями-носителями, запускают Валькирий! Остальным переключиться на орудия ближнего боя! Мы будем сражаться с ними на короткой дистанции!» Однако Ян предвидел это агрессивное решение. Когда огонь имперского флота ненадолго ослаб, Ян мгновенно интуитивно понял причину. Враг переходит от одного способа атаки к другому. И хотя у них это заняло чуть больше времени, другие командующие тоже поняли намерия Биттенфельда. Тот слишком поспешил. Ян увидел его ошибку, и он решил по максимуму воспользоваться ею. «Подпустим их чуть ближе», сказал он. «Всем кораблям приготовиться к непрерывной стрельбе!» Несколько минут спустя роли полностью переменились. Теперь уже имперские силы в секторе Дэ ждало неизбежное поражение. Увидев это, Райнхард не удержавшись прорычал. Биттенфельд допустил ошибку, а слишком рано начал запускать валькирий. Неужели он не видит, что они станут легкой добычей для вражеского огня? Даже в ледяном поведении фон Уберштайна появилась трещинка. Его бледное лицо выглядело так, будто освещено огненным хвостом кометы. Он хотел лично добиться победы, но... Голос, которым он ответил, больше всего напоминал стон. Силы Союза, подпустив флот Биттенфельда на дистанцию стрельбы, открыли шквальный огонь в упор, расстреливая корабли на выбор. Вылетая из стволов рельсовых орудий, снаряды их сверхтвердые стали пробивали броню вражеских кораблей, а взрывы термоядерной шрапнели и фотонные пули разносили валькирий и их пилотов на микроскопические частицы. Цветные бесцветные вспышки накладывались друг на друга, с каждой секунды все чаще открывают для кого-то ворота в загробный мир. Похоже, черный цвет Шварц Лансенрайтеров гордости Биттенфельда становился светом их погребального савана. Офицер связи повернулся к Райнхарду и крикнул «Сообщение от адмирала Биттенфельда! Он запрашивает немедленно у подкрепления!» «Подкрепление?» Связист отшатнулся, увидев выражение лица златовласого гранд-адмирала. «Да, ваше превосходительство!» «Подкрепление!» «Адмирал говорит, что потерпит поражение, если бой продолжит развиваться так же!» Каблук форменного ботинка Райнхарда резко ударил по полу. Будь поблизости незакрепленное кресло, он бы, наверное, пнул его. «О чем он думает?» Заррел Райнхард. «Он что, считает, что я могу вытащить флот звездолетов из своей волшебной шляпы?» Однако, спустя мгновение он смог взять себя в руки. Главный командующий обязан сохранить хладнокровие в любой ситуации. «Отправьте сообщение Биттенфельду. У Верховного командования нет лишних сил. Если мы снимем часть кораблей с других линий, это может ослабить все построение. Используйте имеющиеся силы, чтобы защищать занятые позиции и свою жизнь и выполнять воинский долг». Он прервался, но спустя секунду отдал еще один приказ. «Прервать всю связь с Биттенфельдом. Если противник перехватит эти переговоры, то поймет, в каком трудном положении мы находимся». Глаза фона Берштайна пристально следили за вновь обратившимся к экрану Райнхардом. «Холодное, жестокое, но правильное решение», подумал начальник штаба. «Но смог бы он принять такое же решение по отношению к любому? У настоящего завоевателя не должно быть священных коров, которых он не может пустить на гамбургеры. Хорошо действуют», пробормотал Райнхард себе под нос. «Причем обе стороны. Хотя их верховное командование находилось глубоко в тылу, а командная структура была нарушена, силы Союза тем не менее сражались очень неплохо. Особенно впечатляли маневры 13-го флота. Как было известно Райнхарду, этим флотом командовал Ян Венли. Говорят, что у великого полководца не бывает слабых солдат. Неужели этот человек все время будет вставать у него на пути? Райнхард оглянулся на фон Оберштайна. «Кирхиайз еще не появился? Пока нет». Четко и ясно ответил начальник штаба, но потом задал вопрос, в котором умышленно или нет слышался сарказм. «Вы беспокоитесь?» «Ничего подобного. Просто уточнял». Отмахнулся молодой командующий и снова обратился к экрану. В этот момент Кирхиайз, ведущий огромный флот, составлявший 30% всех имеющихся у Райнхарда кораблей, совершал широкий обход вокруг звезды системы Амритцер, чтобы зайти в тыл войскам Союза. «Мы отстаем от плана! Поторопимся!» Чтобы не быть обнаруженными противником, Кирхиайзу пришлось вести свои корабли вплотную к поверхности звезды. Но при этом навигационные приборы оказались повреждены и магнитными полями, в результате чего навигаторам пришлось рассчитывать курс вручную. Поэтому флот потерял скорость, но теперь он наконец вошел в сектор пространства, откуда планировалось начать атаку. С тыла флота Союза защищало широкое и глубокое минное поле. Даже если корабли Империи зайдут с этой стороны, они окажутся блокированы 40 миллионами термоядерных мин. По крайней мере так считало командование Союза. Ян не был в этом до конца уверен, но полагал, что даже если у противника найдется эффективное средство для прохождения через минное поле, он все равно не сможет сделать этого достаточно быстро, так что к тому моменту, когда он прибудет к полю боя, можно будет перестроиться для встречи. Но тактика Имперцев превзошла ожидания Яна. Кирхиаис отдал приказ по всем кораблям. Выпустить направленные зефир частицы! Имперские военные ученые, на шаг опередившие своих коллег из Союза, добились успеха в создании зефир частиц, которые могли двигаться в одном направлении. Эта битва должна была стать их первым боевым испытанием. Боксиры подтянули три трубкообразных корабля эмиттера ближе к минному полю. Поторопимся! Громко сказал капитан Хорс Синзер, один из штабных офицеров. Иначе всех врагов уничтожат без нас! На губах Кирхиаиса промелькнула кривая улыбка. Плотно сжатые частицы, испускаемые кораблями эмиттерами, тремя похожими на сжатое в колонну облако струями вошли в минное поле. Системы обнаружения тепла и массы, которыми были оборудованы мины, не среагировали на них. С находящегося в авангарде корабля пришло сообщение. Зефир частицы проникли глубоко в минное поле. Отлично! Поджигайте! Получив приказ Кирхиаиса, выдвинутый ближе всех к минному полю корабль тщательно нацелил в три различные стороны свои лазерные орудия и выстрелил. Мгновением позже в минном поле зажглись три гигантских столба огня. Когда ослепительная вспышка рассеялась, в трех местах остались глубокие дыры. Три тоннельных прохода диаметром 200 километров и глубиной в 300 тысяч были созданы прямо в середине заграждения чуть ли не мгновенно. Вперед! Всем кораблям полная боевая скорость! Следуя приказу молодого ржеволосого адмирала, 30 тысяч находящихся в его подчинении кораблей промчались словно рой комет через эти тоннели и обрушились на незащищенный тыл противника. Огромный вражеский флот атакует сзади! Облако светящихся точек было настолько велико, что не удавалось даже определить точного количества нападавших. И хотя операторы союза заметили угрозу и подняли тревогу, под огнем авангарда флота Кирхиаеса в построении начали появляться дыра за дырой. Потрясенные командующие союза потеряли самообладание, их ужас и растерянность многократно усиленные, передавались экипажам и строй разрушился. Корабли теряли позицию и пытались спастись бегством, а имперцы обрушивали на них безжалостные атаки и разбивали на куски. Победитель битвы при Амрицаре был определен. Ян молча смотрел на разгром союзников. Человек просто не может предвидеть развитие любой ситуации. Запоздало осознал он. Что боям дело, командир? Сглотнув, спросил Патричев. Ах, убегать еще рановато, ответил Ян так, словно разговаривал сам с собой. А на мостике Брунгильды царило победное настроение. Никогда раньше не видел, чтобы сто тысяч кораблей обращалось в бегство. Голос Райнхарда звенел. Сейчас было отчетливо видно, насколько он молод. Стоит ли нам выдвинуть флагман вперед, ваше превосходительство? А задал прозаический вопрос фон Аберштайн. Нет, не нужно. Если я вмешаюсь на этом этапе, то меня могут обвинить в том, что отбираю у подчиненных возможность отличиться. Разумеется, это была шутка, и она показала, насколько спокоен Райнхард за исход боя. Хотя битва и подходила к концу, но интенсивность разрушения не уменьшалась. Иступленные атаки и безнадежные контратаки повторились раз за разом, и в некоторых отдельных местах в проигрышной позиции оказались даже корабли Империи. На этом этапе никто не думал о значении тактической победы. Побеждающие желали сделать свою победу еще ярче, а те, кто стоял на пороге поражения, словно стремились искупить бесчестие, забрав с собой еще хотя бы одного врага. Но даже больше, чем эта безумная ожесточенная схватка, портила кровь уже чувствующим себя победителями Имперцем организованное сопротивление флота Яна Венли, который оставался на поле боя, позволяя союзникам отступить на безопасную территорию. Его тактика заключалась в концентрации огня на отдельных участках, чтобы разделить силы Имперского флота, лишая их управления, а потом уничтожить по частям. Возвышенные чувства, заставляющие находить красоту и благородство в самопожертвовании, были чужды Яну. Прикрывая бегство союзников, он также сохранял путь отхода для себя и ждал возможности отступить. Фон Оберштайн, переводя взгляд с главного экрана на тактическую панель своего компьютера, предупредил Райнхарда. Кто-то должен выслать подтверждение Беттенфельду. Неважно, адмирал Кирхиаес или кто-то еще. Этот вражеский командир явно нацеливается на самое слабое место в нашем построении. Он собирается прорваться из окружения одним внезапным ударом. И сейчас, в отличие от предыдущей ситуации, другие флота имеют возможность выделить часть кораблей и должны сделать это. Райнхард взъерошил свои золотистые волосы и быстро прошел со взглядом по главному экрану, нескольким дополнительным панелям и лицу начальника штаба. Вы правы. Беттенфельд, будь он проклят, допустил ошибку. Но это только его личная вина. Приказы главнокомандующего со сверхсветовой скоростью пронзили пустоту космоса. Получив их, Кирхиаес стал растягивать свои порядки, пытаясь создать еще одну линию обороны позади флота Беттенфельда. Ян, который по-прежнему искал момент для прорыва, заметил это движение противника и почувствовал, что кровь стынет у него в жилах. Его путь к бегству был перекрыт. Неужели он опоздал? Может, нужно было действовать раньше? Однако удача была на его стороне. Увидев неожиданное движение флота Кирхиаеса, линкоры Союза, оказавшиеся на его пути, охватила паника и, не обращая внимания на то, что они почти не уступают числом, ушли в варп-прыжок. Это не было таким уж редким явлением. Корабли, не имеющие возможности сбежать, время от времени предпочитали страх неизвестности и неизбежной смерти и уходили в подпространство прежде, чем могли проложить правильный курс. Когда бегство невозможно, капитуляция тоже является выходом, и сигнал о таком намерении был известен обеим сторонам. Но иногда люди, обезумев от ужаса, забывали об этом варианте. Никто не знал, какая участь ждала сбежавших подпространство. Это был словно мир мертвых. Единого мнения по этому поводу не было. Как бы то ни было, они сами выбрали свою участь, а для других это стало большой неудачей. Операторы имперских кораблей во всю силу своих легких закричали предупреждение, увидев, как корабли впереди исчезают, сопровождаемые сильными потрясениями в пространстве времени. Эти возгласы были перекрыты громкими воплями командиров, приказывающих уклоняться. Передняя половина флота увязла в этих хаотических волнах, несколько кораблей закрутила, другие столкнулись в неразберихе. Поэтому Кирхиаесу пришлось тратить время на восстановление порядка в своем флоте, что дало Яну столь драгоценные минуты. Беттенфельд, стремясь восстановить свою честь, храбро сражался, введя своих уступающих в числе подчиненных. Но все его действия были вызваны появившимся перед ним врагом, а не взглядом на ход битвы в целом. Если бы он обратил внимание на движение флота Кирхиаеса, то мог бы понять, что планирует противник, даже не имея связи с главнокомандующим, и эффективно отрезать Яну путь к отступлению. Однако, не имея связи с союзниками, его флот был просто боевой единицей, имеющей меньшее количество кораблей и ничем больше. Именно таким было состояние Черных Улан, когда Ян атаковал их всеми оставшимися силами. В своем желании исправить прежнюю ошибку, Беттенфельд был полон боевого духа. Кроме того, он все же был способным командиром, но в тот момент он также страдал от критического недостатка сил, необходимых для использования своих лучших качеств. И он опоздал. За какое-то мгновение несколько кораблей, находившихся всего в нескольких рядах от флагмана Беттенфельда, были подбиты и взорвались. И все же командующий продолжал кричать, приказывая перейти в контратаку, и если бы штабные офицеры, такие как капитан Ойген, не удержали его, флот Беттенфельда мог бы быть полностью уничтожен. Ян вывел тринадцатый флот вооруженных сил Союза с поля битвы по пути отхода, который он обеспечил. Райнхард и Беттенфельд наблюдали, как это по-прежнему сохраняющая порядок река огней уходит вдаль. Беттенфельд вблизи, в оглушенном молчании, Райнхард издалека, дрожа от ярости разочарования. В промежутке между ними находились Миттенмайер, фон Роэнталь и Кирхиайс, последний из которых так и не успел ничем помешать отступлению врага. Эти три молодых талантливых адмирала открыли каналы связи и стали обмениваться мнениями. «Среди митяжников есть отличный командир», похвалил противника Миттенмайер. «Да, я с нетерпением жду новой встречи с ним», согласился с ним Роэнталь. Это был очень красивый мужчина с темно-каштановыми, почти черными волосами. Но при встрече люди в первую очередь обращали внимание на его глаза, имевшие разный цвет. Правый черный, а левый голубой, так называемая гетерохромия. Никто из них не предложил преследовать врага. Все они знали, что последний шанс для этого был упущен, и долгое преследование не имело смысла. Они жили не только жаждой битвы, как и их подчиненные. И относились к ситуации спокойно. Мятежники изгнаны с территории Империи. Теперь они, наверное, бегут под защиту Изерлона. Пока что этой победы достаточно. Некоторое время враг не сможет организовать нового вторжения, да и, скорее всего, не имел для этого сил. Теперь уже Миттермайер кивнул, соглашаясь со словами Руэнталя. Керхиай спровожал глазами исчезающие точки вражеского флота. Как воспримет это Райнхард? Думал он. Точно так же, как и в битве при Астарте, его полная победа была подпорчена на самой последней стадии. В этот раз он явно не будет столь же великодушен. Сообщение от главнокомандующего! Прервал его размышления офицер связи. Добивайте оставшихся и возвращайтесь! Господа, все вы проделали великолепную работу. На мостике Брунгильды Райнхард выражал благодарность своим вернувшимся адмиралам. Одному за другим он пожимал руки фон Руенталю, Миттермайру, Кемфу, Миклингеру, Валену и Летцу. Хвалил их за героизм и обещал добиться для них поощрений. Керхиайс уже он ничего не сказал, просто хлопнув его по плечу, но между ними и этого было достаточно. В этот момент фон Оберштайн доложил Райнхарду о прибытии на флагман Биттенфельда. Эти неудовольствия промелькнуло на изящном лице молодого имперского гранд-адмирала. Флот фрица Йозефа Биттенфельда, если это еще можно было называть флотом, только что вернулся с низко опущенными головами. Никто из подчиненных Райнхарда не потерял в этой битве столько кораблей, сколько Биттенфельд. Его коллеги Роэнтали Миттермайер тоже находились в гуще ожесточенных боев, поэтому он не мог возложить на других вину за свои потери. Радость победы уступила место неловкой тишине. Болядный, как Мел Биттенфельд, подошел к главнокомандующему, опустив голову, словно заранее готовясь к худшему. Сейчас я хотел бы сказать, что битва выиграна, а вы тоже сражались героически, но не могу этого сделать. Голос Райнхарда был резок, как щелчок кнута. Храбрые адмиралы, которые, не поведя и бровью, встречали лицом к лицу огромный вражеский флот, непроизвольно втянули головы и чуть съежились. Поймите вот что, в своем стремлении к славе вы поспешили вперед, не имея преимущества. Одна эта ошибка чуть не нарушила наших построений, в результате чего мы могли проиграть все сражение прежде чем прибыло подкрепление. Более того, вы при этом нанесли бессмысленный урон вооруженным силам его величества императора. Вам есть что возразить на это? Нет, ваше превосходительство. Ответ Беттенфельда был негромким и лишенным присутствия духа. Райнхард набрал в грудь воздуха и продолжил. Военское братство держится на поощрение героев и наказание злоумышленников. По возвращении на Один я напишу на вас рапорт. Остатки вашего флота переходят под командование адмирала Кирхиайса. Вам же предписывается не покидать каюты. Наверное, тут все подумали, это было жестоко. Беззвучное шевеление распространилось по струю адмиралов, но Райнхард прервал его, коротко отрезав свободно и широким шагом направился к себе в каюту. Коллеги неудачливого Беттенфельда окружили его, говоря слова поддержки. Кирхиайс посмотрел на них и поспешил за Райнхардом. Уходя, он не видел внимательного взгляда, которым проводил его фон Оберштайн. Он способный человек, думал начальник штаба. Но это станет проблемой, если его отношения с графом Лоенграмом начнут воспринимать как чрезмерную привилегию. Завоеватель не должен быть связан личными чувствами. В пустом коридоре, ведущем лишь к личным каютам главнокомандующего, Кирхиайс догнал Райнхарда. Ваше превосходительство, пожалуйста, пересмотрите свое решение. Райнхард резко обернулся. В его льдисто-голубых глазах полыхало пламя. Ганев, который он сдерживал перед другими, теперь прорвался. Почему ты останавливаешь меня? Беттенфельд не выполнил своих обязанностей, и не имеет оправданий. Вполне естественно, что он должен быть наказан. Вы злитесь, ваше превосходительство. И что, если так? Тогда ответьте мне, что именно вас так разозлило? Райнхард, не в силах понять смысла вопроса, посмотрел на своего рыжего друга. Тот спокойно выдержал его взгляд. Ваше превосходительство. Да хватит уже называть меня превосходительством. Что ты хочешь сказать? Говори прямо, Кирхиаис. В таком случае, господин Райнхард, скажите, действительно ли вы злитесь именно на ошибку Беттенфельда? Разве это не очевидно? Я в это не верю, господин Райнхард. На самом деле, ваш гнев направлен на вас. Вас, кто поддержал репутацию адмирала Яна. А Беттенфельд просто попался под горячую руку. Райнхард начал было что-то говорить, но прервался. Его сжатые кулаки неравнодрожали, Кирхиаис негромко вздохнул, наблюдая за златовласым юношей глазами, наполненными добротой и заботой. Неужели вас так выводит из себя то, что вы помогли Яну Венли стать героем? Конечно! Райнхард вскинулся, хлопнув в ладоши. Я смог вынести это у Астарты, но дважды подряд это уже чересчур. Почему он всегда появляется именно в тот момент, когда я нахожусь в шаге от полной победы и становится у меня на пути? Быть может, ему тоже хотелось бы на что-то пожаловаться? К примеру, ну почему я не могу встретиться с адмиралом Лоенграмом в начале битвы? Господин Райнхард, пожалуйста, поймите, что дорога не может всегда быть прямой и ровной. Разве не очевидно, что на пути к самой вершине не могут не встречаться трудности? И адмирал Ян далеко не единственное препятствие. Неужели вы правда думаете, что в одиночку сможете уничтожить их все? И на это Райнхарду тоже нечего было возразить. Вы не сможете завоевать сердца других, если будете игнорировать их многочисленные достижения из-за одной ошибки. С адмиралом Яном впереди и высокородными аристократами сзади у вас уже есть два могучих врага, а вы еще и создаете себе новых врагов в наших жередах. На какое-то время Райнхард застыл без движения, но потом с глубоким вздохом расслабился, силы словно покинули его тело. Ладно, сказал он, я был неправ. Я не буду добиваться наказания для Биттенфельда. Кирхиаис склонил голову. Он был рад не только и не столько за Биттенфельда, он обрадовался, удостоверившись, что Райнхард имеет достаточную широту разума, чтобы принять откровенную критику. Не мог бы ты сообщить это ему? Нет, так нельзя. Услышав быстрый ответ Кирхиаиса, Райнхард сразу понял, что он имел в виду и кивнул. Да, ты прав. Будет бессмысленно, если я не скажу это лично. Если бы Кирхиаис передал слова Райнхарда о прощении для Биттенфельда, тот, получивший выволочку от главнокомандующего, скорее всего сохранил бы на него обиду, при этом испытывая благодарность Кирхиаису. Такова уж человеческая психология. И тогда прошение Райнхарда не имело бы смысла. Молодой грант-адмирал империи развернулся на каблуках, направляясь обратно, но внезапно остановился и снова обратился к своему ближайшему другу и помощнику. Кирхиаис? Да, господин Райнхард? Ты веришь, что я смогу захватить галактику и сделать ее своей? Зигфрид Кирхиаис прямо посмотрел в глаза своему другу. Кто, если не господин Райнхард, сможет это сделать? Напуганные и побитые остатки гигантского флота Союза Сободных планет возвращались к Зерлону. Число погибших, пропавших без вести и захваченных в плен, достигало двадцати миллионов. Эти числа, сообщенные их компьютерами, леденили сердца оставшихся в живых. Посреди этой борьбы ни на жизнь, ни на смерть, только в тринадцатом флоте большая часть солдат смогла остаться в живых. Волшебник Янс отворил чудо даже здесь. Свет, сиявший в глазах его подчиненных, когда они смотрели на молодого адмирала, уже напоминал религиозную веру. Объект этого поклонения находился сейчас на мостике флагманского корабля Гиперион. Ноги он не слишком воспитанно положил на командную консоль, руки покоились на животе, глаза, под которыми лежали тени глубокой усталости, были закрыты. Ваше превосходительство! Он с трудом открыл глаза и увидел своего адъютанта Фредерику Гринхилл, нерешительно стоявшую рядом. Ян дотронулся рукой до черного форменного бюрета. Прошу прощения, что веду себя так перед дамой. Ничего страшного, может принести вам кофе или еще чего-нибудь. Чего бы вы хотели? Чай был бы в самый раз. Слушаюсь. И добавьте туда побольше бренди. Слушаюсь. Фредерико повернулось, собираясь уходить, но Ян неожиданно остановил ее. Младший лейтенант, я немного изучал историю, и вот что я узнал. В человеческом обществе есть два основных взгляда. Одни говорят, что есть вещи, которые важнее человеческой жизни, а другие, что нет ничего, что было бы дороже. Когда люди начинают войну, они используют как оправдание первое мнение, а когда заканчивают второе. И это продолжается уже бесчетное количество веков. даже тысячелетий. Фредерико, не зная что ответить, промолчала. Как вы считаете, и в грядущие тысячелетия все останется так же? Ваше превосходительство? Нет, не будем говорить о человечестве в целом. Есть ли что-нибудь, что я бы мог сделать, чтобы искупить всю пролитую мною кровь? Фредерико не в силах ответить, просто стояла и с тревогой смотрела на него. Внезапно на лице Яна появилась растерянность, словно он заметил ее неловкость. Прошу прощения, я говорю странные вещи, не обращайте внимания. Нет, все в порядке, я принесу чай, и добавить туда немного бренди, да? Побольше. Так точно, побольше. Ян задумался, нальет ли все же ему Фредерико бренди в качестве награды, но не стал провожать ее он снова закрыл глаза и пробормотал себе под нос. Возможно ли, что граф фон Лоенграм стремится стать новым Рудольфом? Разумеется, ему никто не ответил. Когда Фредерико вернулось с чаем, Ян Венли крепко спал в той же самой позе, его берет покоился на лице. Глава десятая Новый Пролог Череда сражений, получившая название Битва при Амрицаре, по названию из системы, где произошло решающее столкновение, завершилось полным поражением армии Союза Сободных Планет. Силу вторжения потеряли более двухсот звездных систем, которые оккупировали благодаря стратегическому отступлению Империи, снова вернулись к Хозяину, а Союзу едва удалось удержать свое первое достижение в этом витке противостояния — крепость Изерлон. Перед началом экспансии Союзом было мобилизовано более тридцати миллионов солдат, но оставшихся в живых, которые возвращались домой через Изерлонский коридор, не было и десяти миллионов. Таким образом, процент потерь составил около семидесяти. Это поражение, естественно, легло огромной тенью на всю политику и экономику Союза, его общество и вооруженные силы. Финансовые власти были в ужасе после подсчета всех уже потраченных расходов и всех предстоящих, включая единовременные выплаты семьям погибших, а также пенсии. Потери, понесенные при Астарте, были ничем в сравнении с этим. Громкая критика обрушилась на правительство и руководство вооруженных сил со стороны семей погибших и антивоенные фракции за то, что они вообще начали эту безрассудную кампанию. Гнев граждан, потерявших отцов и сыновей из-за предвыборной стратегии, жажды славы, истеричного штабного офицера, был неудержим. Среди провоенной фракции даже сейчас оставались апологеты, защищавшие вторжение со словами «Вы говорите о потерях и понесенных государством убытках, но есть вещи, куда более заслуживающие уважения. Не стоит под влиянием эмоций впадать в антивоенные настроения». Однако им оставалось лишь сохранить молчание, когда противники загоняли их в угол поливать на деньги. Но что вы имеете в виду, говоря, что оно важнее человеческой жизни? Защита тех, кто находится у власти? Военные амбиции? Значит, по вашему жизни этих 20 миллионов солдат, проливших свою кровь, пока во много раз большее число людей проливает за них слезы дома, недостойны вашего уважения? Сторонникам войны нечего было на это ответить, потому что исключая отдельных людей, не обремененных совестью, они все чувствовали стыд за тот простой факт, что все это время привели в безопасности. Члены Верховного Совета массово подавали в отставку. Популярность провоенной фракции резко упала, а значит антивоенная в той же против вторжения повсеместно восхваляли, а председатель комитета обороны Джоб Трунихт был назначен временным главой правительства и оккупировал это кресло до предстоящих в следующем году выборов. В кабинете у себя дома Трунихт поднял бокал за собственное предвидение. Ему не придется долго ждать, прежде чем слово «временный» исчезнет из его должности. Что же касается военного руководства, то грант адмирал Сидни Ситоли, начальник штаба стратегического планирования и грант адмирал Лазарь Лобос, главнокомандующий разбитой космической армады, ушли в отставку. Ходили горькие шутки о том, что своими ошибками Лобос наконец погубил своего извечного соперника, чего не смог сделать достижениями. Вице-адмирал Уланов и вице-адмирал Бородин, двое командующих флотами, храбро погибших на поле боя, получили особое двойное повышение и посмертно пополнили ряды грант-адмиралов, так как промежуточного звания адмирала флота в вооруженных силах Союза не было. Адмирал Гринхилл покинул действующую армию и перешел в комитет обороны, где в качестве начальника отдела полевых расследований должен был противостоять деятельности империи. Контр-адмирал Кассельн также был переведен и покинул столичную планету Хайнессон, чтобы возглавить командование 14-й базы снабжения, расположенной на окраине территории Союза. Кто-то должен был понести ответственность за ошибки со снабжением флота, ставшие одной из причин поражения при Амрицаре. Оставив свою семью в столице, Кассельн отправился к новому месту службы, находящемуся в 500 световых годах. Его жена вместе с двумя дочерями вернулась к своим родителям. После выздоровления контр-адмиралу Форку было приказано уйти в резерв, что очевидно положило конец его амбициям. Все эти перестановки вызвали тревожную нехватку кадров в руководстве вооруженных сил Союза свободных планет. Кто мог занять эти места? Место начальника штаба стратегического планирования доставалось вице-адмиралу Куберсли, который до этого времени служил командующим первого флота. Одновременно он получал следующее звание. Так как он не участвовал в битвах при Астарте и Амрицаре, то соответственно не нес ответственности за эти поражения. Он создал себе твердую репутацию, обеспечивая защиту столицы, поддерживая порядок внутри страны, а также уничтожая пиратов и охраняя безопасность судоходных путей. Куберсли с отличием закончил офицерскую академию, где все считали данностью, что однажды он займет высший пост в армии. Теперь это предсказание сбывалось со скоростью, о которой даже сам он не мог и мечтать. Сменить Куберсли на посту командующего первым флотом должен был ловиться адмирал Поэтта, оправившийся от ранений, полученных в битве при Астарте. Бьюкок становился главнокомандующим флота, разумеется, становясь при этом адмиралом. Этот опытный адмирал занял наконец-то и это назначение было высоко оценено как внутри вооруженных сил, так и простыми людьми. Хотя каким бы знаменитым и заслуженным ни был Бьюкок, если бы не сложившиеся обстоятельства, вряд ли он, прошедший путь от рядового солдата, мог бы стать главнокомандующим всего космофлота Союза. В этом смысле в полном поражении Союза нашлось и нечто позитивное, пусть и с горькой иронией. Решение о том, как наградить Яна Венли заняло много времени. Он привел на родину живыми 70% своего 13-го флота, немного превзойдя по этому показателю любой другой экспедиционный флот. При этом никто не мог обвинить его в том, что он отсиживался в безопасности. 13-й флот все время находился в гуще жестокой битвы и до последнего не покидал поле боя, прикрывая отступающих союзников. Коберсли надеялся, что Ян станет его офицером в штабе стратегического планирования. Бьюкок прямо сказал ему, что он может рассчитывать на место начальника штаба космофлота. С другой стороны, экипажи кораблей 13-го флота не представляли никого иного в роли своего командира. Как сказал фон Шанкопф, солдаты мечтают о командире, обладающем способностями и удачей. Для них это лучшая возможность остаться в живых. Пока в воздухе витали обсуждение его нового назначения, Ян взял отпуск и отправился на планету Митро. Дела обстояли так, что если бы он остался в своем доме на Хайнесине, то он не смог бы выйти за дверь, не будучи окруженным толпой зевак и журналистов, желающих пообщаться с непобедимым героем и с визифоном, звонящим без перерыва. Одним словом, на отдых в таких условиях можно было не рассчитывать. Его текстовый передатчик раскалился, выдавая письма каждые несколько секунд. Среди них была короткая записка, прочитав которую, Ян расхохотался. Это было сообщение штаб-квартиры рыцарей патриотов. «Мы восхваляем великого адмирала нашей любимой родины!» Другое письмо, пришедшее от матери одного из солдат 13-го флота, погибшего на поле боя, глубоко потрясло и расстроило молодого адмирала. «Вы просто еще один пособник убийц!» Хотя он с самого начала все понимал, но каждое напоминание о потерях вгоняло его в депрессию. Честь и слава строятся на фундаменте из тех неизвестных солдат. Тогда Юлиан и предложил ему взять отпуск и уехать. Юноша чувствовал, что должен что-то сделать. Он беспокоился за состояние своего опекуна, которого влюбил и уважал. В депрессии тот стал очень много пить. Ян был не из тех, кто, напившись, начинает буянить, но сейчас он пил не для удовольствия, а чтобы заглушить боль, и такое употребление алкоголя могло пагубно сказаться на его здоровье. Ян, возможно, и сам это понимая, безропотно принял предложение Юлиана и провел три недели в окружении природных красот, забыв о тяге к выпивке. Когда он вернулся в столицу, его уже ждало сообщение о новом назначении. Командующий крепостью Изерлон. Командующий патрульным флотом Изерлона. Член Верховного Совета Вооруженных Сил Союза Сободных Планет. Таким было новое положение Яна Венли. Также он становился адмиралом. В прошлом случалось несколько примеров того, как люди становились адмиралом в неполные 30, но впервые кто-то преодолел три адмиральских звания в течение одного года. Так как патрульный флот Изерлона был создан из обедненных 10 и 13, то ему требовалось новое звание. И этот флот стал официально называться Флот Яна. Справедливости ради стоит сказать, что вооруженные силы Союза проявили максимальную благожелательность к молодому национальному герою. Вот только все это было прямо противоположно настоящим желаниям Яна, мечтавшего об отставке больше, чем о продвижении и предпочитающего мирную жизнь гражданского воинской доблести. И все же он отправился на Изерлон, где принял командование над линией обороны своей родины. Естественно, это положило конец его жизни на Хайнесине, и вопрос, что же делать с юным Юлианом, заставило Яна немало помучаться в раздумьях. Он даже подумывал о том, чтобы попросить семью жены Алекса Кассельна позаботиться о нем, но Юлиан не собирался расставаться с приемным отцом. С самого начала юноша решил, что будет сопровождать его. Ян видел, как он готовился, и, несмотря на некоторые колебания, в итоге все же взял его с собой. В конце концов, командующему все равно бы кого-нибудь приставили, чтобы следить за его повседневными нуждами. И в таком случае, предоставив эту работу Юлиану, он будет чувствовать себя более комфортно. Да и, несмотря на то, что Ян не хотел, чтобы мальчик пошел по его стопам, он тоже не хотел с ним расставаться. Так что Юлиан стал гражданским специалистом на военной службе и рассматривался как младший капрелл. Ему также была назначена заработная плата. Разумеется, Юлиан был не единственным, кто последовал за Яном наизерлон. Адъютантом командующего стала Фредерика Гринхилл, заместителем командующего патрульным флотом Фишер. Фон Шонкопф возглавил службу безопасности крепости, что вызвало немало шуток, но уж он-то точно знал об охране Зерлона больше всех. Мура и Патричев вошли в штаб командования, так же как и Лау, помогающий Яну в битве при Астарте. Капитаном первой эскадрильи и истребителей стал Поплан. Кроме того, у Яна были офицеры бывшего 10-го флота, в большинстве своем талантливые и способные. Командный состав флота Яна неуклонно складывался. Вот бы еще удалось заставить Кассельно взять на себя тыловую службу, подумал Ян, решив связаться с ним при первой возможности. Но больше всего его в тот момент беспокоили действия имперского флота. Даже помимо графа Райнхарда фон Луенграма было много адмиралов, отпрысков великих аристократических родов, вдохновленных его воинскими подвигами. Не планируют ли они ответного вторжения или удара теперь, когда способности союза к сопротивлению ослаблены? Однако, к счастью, эти опасения так и не притворились в жизни, потому что в Галактической Империи возникла ситуация, не оставившая обладающим хоть какую-то властью времени и возможности на то, чтобы думать о военных кампаниях на окраине. Император Фридрих IV неожиданно скончался. Одержав блистательную победу при Амрицаре, Райнхард вернулся на Один и нашел столицу Империи, практически погребенной под траурными флагами. Император умер. Причиной смерти была названа болезнь сердца. Мало того, что тело Императора было ослаблено развратом и пренебрежением собственным здоровьем, но правящая семья Голденбаумов и без того сильно выродилась. И внезапная смерть Фридриха стала еще одной демонстрацией того, как же слаба и неполноценна императорская семья. Фридрих мертв, пробормотал Райнхард про себя и с таким же ошеломленным лицом, как и у собравшихся рядом с ним адмиралов. Болезнь сердца? Он умер своей смертью? Как же нелепо! Проживе он еще пять, нет, два года, и тогда бы я устроил ему смерть, достойную его многочисленных грехов. Он повернулся к Кирхиаису и встретил взгляд, наполненный похожими чувствами. Не такими яркими, как у Райнхарда, но, возможно, даже более глубокими. Человек, десять лет назад укравший у них добрую и прекрасную Анну Розы, теперь был мертв. Воспоминания обо всех прошедших годах вернулись и теперь кружились вокруг них в безумном хороводе. Ваше превосходительство! Раздался рядом холодный голос, мгновенно вернувший Райнхарда к действительности. Разумеется, это был Уберштайн. Фридрих мертв, а преемник не объявлен. Все присутствующие за исключением Райнхарда и Керхиаиса на мгновение потеряли дар речи, потрясенные тем, как нагло он отбросил все титулы императора. Чему вы так удивлены? Начальник штаба прошелся по всем светящимся взглядам искусственных глаз. Единственный человек, которому оклялся в верности, это его превосходительство гарант-адмирал империи Райнхард фон Лоенграмм. А Фридрих, пусть он был императором, не заслуживал своих титулов. Сделав такое заявление, фон Эберштайн повернулся к Райнхарду. Ваше превосходительство, Фридрих мертв, а преемник не назван. Очевидно, что борьба за трон развернется среди трех его внуков. Все ближайшие решения будут носить временный характер. Рано или поздно новый император утвердится, но перед этим прольется много крови. Думаю, ваша оценка верна. После краткого раздумья ответил Райнхард. И моя судьба также будет зависеть от того, кого из этих троих я поддержу. Он внимательно посмотрел на своего мастера интриг. Так скажите мне, кто из тех, кто стоит за спиной императорских внуков, обратится ко мне за поддержкой? Скорее всего, это будет маркиз Лихтон-Ладе. У двух других претендентов есть собственной армии, а у него нет. Он сильнее всех нуждается в войсках вашего превосходительства. Понятно. От улыбки, пусть и не той, что предназначалась лишь для Кирхиа и Сен-Розы, красивое лицо Райнхарда казалось осветилось. Что ж, давайте посмотрим, как мы сможем это использовать. Все ожидали, что положение графа Райнхарда фон Лоенграмма пошатнется из-за смерти императора, однако результат оказался прямо противоположным. Так случилось потому, что премьер-министр империи Маркиз фон Лихтон Ладе объявил следующим императором Эрвина Йозефа, пятилетнего внука Фридриха Четвертого. Этот ребенок был прямым потомком императора, так что такая преемственность была вполне понятна. Но он был слишком мал, чтобы править, и главное, не имел поддержки среди могущественных высокородных аристократов, и потому считалось, что его положение невыгодно. В такой ситуации не было ничего необычного, если бы императрицей стала Элизабет, 16-летняя дочь герцога и герцогини Брауншвейк или Сабина, 14-летняя дочь Маркиза и Маркизы фон Литтенхайн, которые могли полагаться на силу и влияние семей своих отцов. Подобные прецеденты уже существовали. В таком случае отец слишком молодой императрицы на ближайшие годы становился бы регентом. И герцог фон Брауншвейк и Маркиз фон Литтенхайн обладали уверенностью в себе и амбициями, так что при дворе начались неофициальные, но очень энергичные маневры и интриги, направленные на то, чтобы сделать желание одного из них реальности. В частности, претенденты на роль регента пытались втянуть в свои махинации могущественные аристократические семьи, в которых были молодые неженатые сыновья. «Если вы поддержите мою дочь восхождение на престол, — говорили они, — я подумаю о том, чтобы ваш сын стал мужем новой императрицы. Если бы все произнесенные обещания пришлось держать, у каждой из внучек императора оказалось бы по нескольку десятков мужей. Разумеется, на желания самих девушек никто внимания не обращал. Однако именно в руках маркиза фон Лихтон-Ладо находились имперская печать и право отдавать имперские указы, и он не намерен был отдавать империю в частную собственность мужьям дочери императора. Лихтон-Ладо беспокоило то, куда движется империя, кроме того, ему нравились его нынешние положения и власть. Он решил выдвинуть в качестве наследника Эрвина Йозефа, прямого наследника Фридриха Четвертого, но мысли об огромной силе тех, кто противостоял его планам, заставило его испытать сильное желание укрепить собственный лагерь. Его сторожевый пес должен был быть силен и, что важнее, легко управляем. После долгих размышлений маркиз Лихтон-Ладо остановился на кандидатуре одного человека, хотя нельзя было сказать, что тем легко управлять. Пожалуй, этот человек был скорее опасен, но если говорить о чистой силе, то лучшего выбора и представить было трудно. А вот так граф Райнхард фон Лоенграм получил от Лихтон-Ладо титул маркиза, в то время как сам тот стал герцогом. Также Райнхард был назначен главнокомандующим космической армадой Галактической Империи. Когда Эрвин Йозеф был объявлен следующим императором, высокопоставленные аристократы, начиная с герцога фон Брауншвейга, сначала пришли в ужас, потом испытали разочарование, а затем и злость. Но ось власти, созданная рукопожатием, которым по собственным эгоистичным мотивам обменялись герцог Лихтон-Ладо и маркиз фон Лоенграм, оказалась на удивление прочной. Это объяснялось тем, что Пьерому нужны были военные силы и популярность в народе Второго, второму, авторитет в правительстве и влияние при дворе Пьерого. И обоим лепить свои позиции. Когда состоялась церемония коронации Эрвина Йозефа Второго, два представителя его главных вассалов торжественно поклялись в верности ребенку императору, который сидел на коленях у своей няни. Представителем гражданской власти был герцог Лихтон-Ладо, который занял должность регента, а представителем военного руководства Райнхард. Хотя ему неприятно было это делать, но собравшимся аристократам, чиновникам и офицерам пришлось признать этих двоих в качестве столпов нового порядка. Высшие аристократы, которым не нашлось места у власти, скрижетали зубами. Герцог фон Брауншвейк и маркиз фон Литтенхайм объединились в своей ненависти к тем, кто лишил их того, что каждый из них уже считал своим. Герцог Лихтон-Ладо по их мнению был немощным стариком, который должен был покинуть политическую сцену после смерти императора Фридриха Четвертого. А кто такой этот маркиз фон Лойнграмм? Да, возможно, он имел неплохие достижения на службе, но кто он такой изначально, как не выскочка из бедной семьи, лишь по названию, принадлежащий к дворянству, поднявшийся до своего нынешнего положения благодаря расположению императора к его сестре? Неужели мы должны просто стоять и смотреть, как такие люди забирают в свои руки власть в государстве? Личное возмущение отдельных аристократов быстро стало всеобщим. Пока у них были столь могущественные общие враги, связка Лихтон-Лады Лойнграмм оставалась твердой как скала и нерушимой как железная стена. Другого выбора у них просто не было. Райнхард, ныне маркиз фон Лойнграмм, сразу же произвел Зигфрида Кирхиаеса в адмирала флота и сделал его заместителем главнокомандующего космической армады Галактической империи. Герцог Лихтон-Лады тоже активно поддержал это назначение, все еще не отказавшись от мысли сделать Кирхиаеса своим должником. А вот фон Аберштайн испытывал опасения по этому поводу. Сам он теперь был вице-адмиралом и начальником штаба космической армады, а также первым секретарем адмиралтейства грант-адмирала Лоенграма. Однажды он подошел к Райнхарду с откровенным советом. Хорошо иметь друга детства и хорошо иметь талантливого заместителя, но опасно, когда эти две роли принадлежат одному человеку. Не стоило делать его заместителем командующего. Разве вам самому не кажется, что выделять адмирала Кирхиаеса среди прочих неправильно? Знаете свое место, фон Аберштайн. Я уже все решил. командующий заставил замолчать начальника своего штаба этим единственным недовольным замечанием. Ему нужны были его разум и способности к интригам, но он никогда не считал этого холодного мужчину с серебристыми волосами и искусственными глазами своим другом, с которым можно поделиться тем, что лежит на сердце. И слышать от него скрытый навет на того, кто являлся его ближайшим другом, Райнхарду было неприятно. После смерти императора Анны Розы, графиня фан Грюневальд покинула дворец и переехала в частный особняк в Шварцене, который Райнхард приготовил для них. Приветствуя сестру, он воскликнул словно пылкий мальчишка. «Тебе никогда больше не придется страдать, так что пожалуйста, будь счастлива! Всегда!» Никто из знавших его не мог бы представить, чтобы блистательный адмирал говорил подобные слова, но они были наполнены искренними чувствами. Хотя теперь у него появилось и другое лицо, лицо бессердечного амбициозного интригана, но он не хотел, чтобы Анна Роза видела его таким. Райнхард знал о союзе, в который тайно объединились герцог фон Брауншвейк и маркиз фон Литтенхайм, и в глубине души он радовался ему. «Пусть этот нарыв взорвется! Я казню их как мятежников против нового императора и одним ударом если ему удастся уничтожить обоих из зятий Фридрика Четвертого, то остальным не останется ничего иного, кроме как признать его власть. Все эти сиятельства и светлости склонятся перед ним до земли и будут наперебой клясться в вечной верности. И когда это случится, он сможет разорвать свой союз с герцогом Лихтенладе. «По-разную пока можешь свое возвышение, старый лис! Это не продлится долго!» Разумеется, герцог Лихтенладе тоже не собирался вечно быть союзником Райнхарда. Он точно также ждал эскалации конфликта с Брауншвейгом и Литтенхаймом. Используя военную мощь Райнхарда, он собирался сокрушить их. И когда эта работа будет выполнена, ему больше не нужен будет столь опасный человек, как граф Лоинграмм. Следуя приказу Райнхарда, Зигфрид Кирхиайс неуклонно готовил войска к ожидаемому ими вооруженному восстанию объединения высших аристократов в голове с претендентами на престол. Кирхиайс ощущал холодный взгляд фона Берштайна на своей спине, но, так как никаких трещин в их отношениях с Райнхардом и Анной Розой не возникало, то он считал, что ему нечего стыдиться и решил, что в каких-то особых мерах предосторожности нет нужды. Рыжий адмирал упорно трудился, выполняя свои обязанности, и в то же время наслаждался возможностью видеться с Анной Розой, возросшей по сравнению с предыдущими годами, так что его жизнь была насыщенной и счастливой, если бы только эти дни могли продолжаться вечно. Примерно в то время, когда новые структуры власти в империи и союзе наконец сформировались и начали потихоньку карабкаться вверх, Адриан Рубинский, правитель Физзана, сидел во внутренней комнате своей резиденции и готовился сделать звонок. В комнате не было окон, в стенах были проложены свинцовые прокладки, а само пространство поляризовано. Рубинский щелкнул розовым выключателем на консоли и включил устройство связи. Трудно было охватить это устройство невооруженным взглядом, потому что вся комната была этим передатчиком, созданным для того, чтобы создавать мост через тысячи световых лет межзвездного пространства, изменяя мозговые волны Рубинского и пересылая их к месту назначения. Это я, пожалуйста, ответьте. Его мысли принимали форму определенного языка во время этих периодических сверхсекретных сеансов связи. Кто я? Пришел из глубин космоса ответ. Адриан Рубинский связана. Как вы, ваше святейшество великий епископ? Хорошем ли вы настроении? Рубинский говорил со смирением, в которое трудно было поверить. У меня нет причин для хорошего настроения. Не сейчас, когда моя возлюбленная земля еще не заняла позиции, принадлежащей ей по праву. До того дня, когда земле не станет поклоняться все человечество, как было в далеком прошлом, «Мое сердце не будет спокойно». Рубинский почувствовал донесенный до него из неимоверного далека глубокий вздох. Земля. Образ планеты, плавающей в космической пустоте в трех тысячах световых лет от него, возник в голове Рубинского и стал ярким и четким. Заброшенная планета, которую человечество покинуло, полностью разграбив и разрушив. Обветшалая, опустошенная, истощенная и бедная. Руины, покрытые пустынями, скалами и редкими лесами. Горстка людей, влачащая жалкое существование, цеплялась за загрязненную почву, навсегда потерявшую плодородность. Мир настолько жалкий, что даже Рудольф оставил его в покое. Третья планета своего солнца, не имеющая будущего и живущая лишь прошлым. Тем не менее, этот забытый мир тайно управлял Фюззаном. Именно оттуда прибыл Леопольд Лаап. Долгие восемьсот лет Земля терпела унижения, наблизок конец этой несправедливости. Эта Земля является колыбелью человечества и центром, откуда управляется галактика. И скоро, в течение ближайших двух-трех лет, настанет день, когда бросившие свою Родину узнают об этом. Так скоро? Ты сомневаешься в моих словах, правитель Фюззана? Его мозговые волны играли мелодию низкого и мрачного смеха. Смех религиозного и политического правителя Земли, известного как великий епископ, ужаснул Рубинского и заставил все волосы на его теле встать дыбом. Поток истории ускоряется, в частности, если говорить о галактической империи и союзе свободных планет, то их политические и военные власти сближаются. Мы добавим к этому новое массовое движение среди простых людей. Духовное объединение, призывающее вернуться на Землю, прежде невидимо существующее в обоих государствах, заявит о себе открыто. Организационные работы и привлечение капитала ложатся на Фюззан, и ошибок быть не должно. Конечно, именно для этого наш великий вождь выбрал планету Фюззан, куда отправил людей верных Земле, и поставил перед ними задачу накапливать богатство. С помощью оружия вы не можете противостоять ни империи, ни союзу. Только благодаря экономической мощи, достигнутой путем умелого использования своего особого положения, Фюззан доминирует в мирской сфере, в то время как Земля, благодаря вере правит в духовной. Галактика вернется в руки Земли без единого выстрела. Это грандиозный проект, на который ушли столетия, и теперь в нашем поколении принесет ли наконец плоды мудрость нашего вождя. В этот момент направленность его мысли изменилась, став резкой. Рубенский! А, да? Никогда не предавай меня! Если бы кто-то, знавший правителя Физзана, видел его сейчас, он был бы поражен тем, что даже этот человек может дрожать, покрывшись холодным потом. Я никогда даже подумать не мог, что услышу от вас такое. У тебя есть способности и амбиции. Я просто предупредил, чтобы ты не поддался соблазну. Тебе, конечно, известно, отчего умерли знаменитый Манфред Второй, и твой собственный предшественник на посту правителя Физзана. Манфред Второй верил в идеалы мирного сосуществования между империей и союзом и попытался притворить их в жизнь. Предшественник Рубинского Валенков ненавидел свое подчиненное положение по отношению к земле и попытался действовать независимо. Оба этих действия были невыгодны земле. Только благодаря поддержке вашего святейшества я мог стать правителем Физзана. Я признателен вам. В таком случае все хорошо. Такое послушание защитит тебя. Спустя некоторое время сеанс связи подошел к концу и Рубинский вышел на мраморную террасу, где остановившись посмотрел на полное звезд ночное небо. Хорошо, что отсюда не видно землю. Он чувствовал облегчение, словно вернулся в реальность с какого-то другого измерения и постепенно восстанавливал присущую ему неукротимую уверенность в себе. Если бы Физзан принадлежал только Физзану, то возможно он сам был бы фактическим правителем галактики. Однако, к сожалению, на самом деле все обстояло иначе. Фанатикам, стремящимся обернуть вспять 800 лет истории и вновь сделать землю столицей человеческой цивилизации, Адриан Рубинский был всего лишь слугой. Но будет ли так всегда? Ничто во вселенной не абсолютно и нет никакой причины, почему все должно было оставаться неизменным. Так кто же останется окончательным победителем? Империя? Союз? Земля? Род Рубинского, разговаривающего сам с собой, искривился в лисью усмешке. Или же я? Мы не сможем избежать решающей битвы с аристократами. И эта битва по-видимому определит судьбу Империи, сказал Райнхард. Кирхиайский внуло ответил. Я постоянно советуюсь Миттермайером и Руенталем, и подготовка к операции идет по плану. Но кое-что меня беспокоит. Что в это время станут делать мятежники Союза свободных планет? Именно. Что случится, если пока силы Империи разделенные между Лихтенладой Лоенграмом с одной стороны и Брауншвейгом и Литтенхаймом с другой сражаются друг с другом, Союз воспользуется этой гражданской войной для нового вторжения. Даже Кирхиайс, уверенный в своих силах и не беспокоящийся о столкновении со знатью, чувствовал беспокойство на этот счет. Златовласый юноша подарил своему рыжему другу легкую улыбку. Не беспокойся об этом Кирхиайс. У меня есть план, и какими бы стратегическими талантами не обладал Ян Венли, этот план гарантирует, что он не сможет покинуть Эзерлон. И что же это за план? Если вкратце, то льдисто-голубые глаза вспыхнули энтузиазмом, и Райнхард принялся объяснять. Я чувствую искушение, пробормотал Ян. Задумавшийся он так и не притронулся к принесенному ему чаю. Когда Юлиан пришел, чтобы забрать чашку, он удивленно взглянул на адмирала, но что-то, витающее в воздухе, не позволило ему спросить, что случилось. Хотя ухудшение политической ситуации в империи, похоже, получило некоторую отсрочку из-за быстрого возникновения связки Лихтон-Лады Лоенграмм, не было ни малейшей возможности перехода из сложившегося положения в период стабильности. Лагерь Брауншвейга и Лихтон-Хайма собирался поднять вооруженное восстание, точнее, забиться в угол, а уже оттуда попытаться начать наступление на столицу. Гражданская война скоро разразится и разделит империю. И когда это произойдет, Ян мог бы придумать план и вмешаться. Например, объединиться с Брауншвейгом и победить Лоенграма, взяв его в клещи, а потом одним ударом уничтожить самого Брауншвейга. В таком случае Галактической Империи пришел бы конец. Или можно было помочь Брауншвейгу советами, чтобы тот сам смог на равных сражаться с Лоенграмом и когда обе стороны истощат силы до предела, обрушиться на них и прикончить обоих. Яну были отвратительны такие мысли, ведь в глубине души он не хотел быть военным, но ничего не мог с собой поделать и горделся придуманными им стратегиями. Это он имел в виду, когда пробормотал, что чувствует искушение. Если бы он был диктатором, то так бы и поступил. Но что он мог сделать, будучи солдатом демократического государства? Это накладывало большие ограничения, чтобы преодолеть их, ему придется самому уподобиться Рудольфу. Когда Юлиан заварил новый чай взамен остывшего и поставил чашку на стол, Ян наконец заметил его. О, спасибо. Вас что-то беспокоит? Когда ему задали прямой вопрос, на лице самого молодого адмирала Союза появилось мальчишеское смущение. Эм... Это не то, о чем можно рассказать другим. Я имею в виду, честно говоря, когда люди думают о победе, то нет предела тому, как низко они могут понимая, что пытается сказать его опекун, Юлиан молча ждал продолжения. А, кстати, сменил тему Ян. Я слышал фон Шанкопф учит тебя стрелять. И как получается? По словам бригадного генерала, у меня врожденный талант. О, рад это слышать. Но, командующий, вы никогда не практикуетесь в стрельбе. Это вообще нормально? Но у меня к этому делу таланта нет. Рассмеялся Ян. Да и усилий не прилагаю, так что я, наверное, сейчас худший стрелок в армии. И как в таком случае вы собираетесь защищать себя? Сражение, в котором старший офицер вынужден взять в руки оружие, уже проиграно. Так что я стараюсь не доводить дело до такой ситуации. Понятно. Тогда я буду защищать вас. Полагаюсь на тебя. Сказал улыбнувшись Ян и взял чашку с чаем. Глядя на молодого адмирала Юлиан подумал. Он на 15 лет старше меня. Смогу ли я за следующие 15 лет достичь его уровня? Мальчик чувствовал, что это расстояние слишком велико. Галактика вращалась, неся с собой бесчисленные стремления, надежды и убеждения. Это был 796 год космической эры, 487 по календарю Империи и ни Маркис Райнхард фон Лоенграмм, ни Ян Венли не могли предвидеть, что ждет их впереди. Конец первого тома. Читал Адреналин. Продолжение следует...